Грэм Макнил Механику Знание Сила Это легендарное время. Могущественные герои сражаются за право управлять Вселенной. В результате Великого Крестового Похода император человечества покорил галактику. Мириады чуждых рас были смяты лучшими воинами Империума и стерты с лица истории. Встает рассвет новой эры господства человеческой расы. О победах императора свидетельствуют сверкающие цитадели из мрамора и золота. В тысячах миров звучат триумфальные восхваления в честь его могущественных и непобедимых воинов. Самые выдающиеся из них примархи – героические существа, ведущие легионы космодесантников Императора от победы к победе. Появившиеся на свет в результате блестящего генетического эксперимента Императора, примархи непобедимы и не ведают преград. Космический десант состоит из самых сильных представителей человеческой расы, и каждый воин-космодесантник в бою способен одолеть сотню и даже больше обычных солдат. Космодесантники образуют огромные армии в десятки тысяч воинов, и под руководством своих предводителей примархов сражаются по всей Вселенной во имя Императора. Главный среди примархов – Хорус, прозванный великолепным, сияющей звездой, любимец Императора, почти что сын. Он – великий воитель, главнокомандующий Императорских военных сил, покоритель тысяч и тысяч миров, завоеватель галактики. Это воин, равного которому нет в мире, превосходный дипломат с безграничным честолюбием. И пока пламя войны распространяются по всему Империуму, лидерам человечества предстоят суровые испытания. Действующие лица Механикум Кельбор Хау – генерал-фабрикатор Марса, магистр-кузнец Олимпа. Кейн – локум-фабрикатор Марса, магистр-кузнец Мондус Окулум. Урцы Злобный – магистр-кузнец Марса. Лука Хром – магистр-кузнец Мондус Гамма. Регул – представитель Хоруса Луперкаля в Механикум. Посол Мельгатор – представитель Механикум на Терри. Карель Зетта – правительница Магма-города. Эплувиен Максимал – магистр-кузнец Марса. Адепт Симеон – адепт Марса. Легио Темпестус Индий Кавалерио – повелитель бурь. Принципс Викторикс Магна – титана класса владыка войны. Сузак – принципс Форсида Гастатус – титана класса владыка войны. Мордант – принципс Аркадия Фортис – титана класса разбойник. Шарак – принципс Металлус Кибрения – титана класса разбойник. Базик – принципс Вульпус Рекс – титана класса гончия. Касим – принципс Араптории – титана класса гончия. Ламн – принципс Аструс Люкс – титана класса гончия. Легио Мортис Камул – принципс Аквила Игнус Рыцари Тараниса Лорд-командор Вертикорда – наездник Арис Ликтор Лорд-командор Катурикс – наездник Гладий Фулмен Настоятель Статор – наездник Фортис Металлум Раф Мавин – наездник Аквитас Беллум Леопольд Крон – наездник Паки Мортис Слуги Механикум Далее Кефера – шифровальщик Зуша Чахая – механик Северина Дельмер – чертежник Милицина Остер – технический смотритель Кагстан Таргау – сборщик Ромео-31 – механикум протектор Ремиара – техножрица Ассасин Иона Мил – эмпат Псайкер Узрите пришествие великого повелителя Машин Он снисходит к вам в каплях дождя Слушайте внимательно, сыны Марса Он придет, решительный и могущественный Со стипетром власти в руке В огне и сиянии Он изречет вечной истины А разум его станет источником знаний и фактов Спаситель придет И вы узрите его в облике человеческом Но исполненном величия И это будет первый шаг на пути величайшего прогресса человечества Началом ему станет верховное владычество Ариса Лик амнисии узрите вы Когда Деймос будет в Апогее А Фобос в Перигее Владыка всех машин с ней зайдет Окутанный золотом и бурей К своему народу И будет править всем человечеством Слава его затмит свет солнца Доподлинно говорю вам Что станет он Альфой и Омегой Началом и концом Повелителем плоти и кузнецом металла Он станет лучом света во тьме И изгонит невежество Он станет объектом любви и почитания Какого не знал ни один царь О каком лишь мечтают императоры Он возжелает процветания царства Ареса И счастья человечества Преданность ему объединит всех людей И они станут братьями Закончатся гражданские войны И среди звезд воцарится мир Исчезнут страдания и кровопролитие и ненависть Все человечество станет одной семьей И звезды засияют ярче Пришествие Амнистии Закачано Пикаделло Моравицем Примасом Братства Сингуляритарианизма 0.01 На Марсе не бывало дождей Больше уже не бывало Давным-давно во времена Неизвестные человечеству Когда Марс впервые познал жизни И яростные бури бушевали на его поверхности Дожди пробивали каналы в скалах И формировали плавные изгибы побережья Под склонами великих гор А потом мир настигла его первая смерть И планета превратилась в обширную красную пустыню Изрытую глубокими кратерами И пыльными впадинами Но дыхание жизни снова возникло на красной планете Преобразование Марса По подобию Терры Началось в самом начале Золотого века Когда люди стали осваивать космос Новая жизнь принесла новые надежды Но оказалось, что это было не возрождение А лишь временное улучшение Спустя несколько столетий Планета задохнулась в дыму Вулканических кузнечных комплексов В выбросах циклопических, перерабатывающих и оружейных заводов И Марс постигла вторая смерть На Марсе никогда не бывало дождей Это утверждение затмило все остальные мысли В голове брата Вертикорды Когда он направил громоздкую двуногую фигуру Арис Ликтор Вверх по отлогому склону горы Олимп В колоссальной вулканической воронке Боевая машина Арис Ликтор Рыцарь типа Паладин Внешне отдаленно напоминала человека Девяти метров ростом И обладала устрашающим арсеналом оружия Превосходящим вооружение Астартес императора Терры Защищенный пластинами темно-синей брони Рыцарь управлялся всего одним человеком Из-за незначительного повреждения коленного соединения Которые не могли исправить никакие ухищения И молитвы техножрецов Арис Ликтор неуклюже прихрамывал Но Вертикорда управлял своей машиной С такой ловкостью Словно был рожден в кабине рыцаря На Марсе никогда не бывало дождей Никогда, но не сейчас Закопченное оранжевое небо Плакало мелким дождиком С бегающим струйками по корпусу рыцаря Оставляя ощущение холода и влажности Которые Вертикорда чувствовал Через позвоночные подключения И осязательные импланты пальцев Вертикорда осознал Что и сам плачет Поскольку никогда еще не видел Чтобы небеса разверзлись И на поверхность красной планеты стекала влага На памяти нынешнего поколения Не было ничего подобного А для Марса одно поколение Очень долгий период Вслед за рыцарем Вертикорды Шли еще две боевые машины Братья по оружию Рыцари Тараниса Вертикорда слышал их болтовню по мультисвязи Но не мог подобрать слов Чтобы выразить охватившее его чувство восторга От знаменательного события Свидетелями которого им довелось стать в этот день Небеса над горой Олимп разбушевались Клубящиеся грозовые тучи метались Словно за их пеленой Давно забытые божества в гневе Били огромными молотами по железным наковальням И посылали друг в друга разветвленные молнии Большая из двух лун Марса Фобос мелькала в разрывах туч Неясным желтоватым пятном Сегодня ее изрытая кратерами поверхность Приблизилась к Марсу на самую короткую дистанцию За многие десятилетия Огромный вулкан самой высокой в области Форсида Более того, во всей Солнечной системе Господствовал над марсианским пейзажем Его головокружительно крутые склоны Поднимались над поверхностью Марса Почти на 30 километров Вертикорда отлично изучил этот район Впервые он провел Арис Ликтор Из кузницы генерал-фабрикатора По восточному склону горы Еще три десятилетия назад И с тех пор постоянно водил боевых братьев По всем отрогам вулкана Молнии сверкали все чаще И многотысячные толпы Собравшиеся у подножья вулкана С ужасом следили за нарастающей бурей Со стен и бронированных бастионов Владения Кельбархала Разъяренные небеса в ответ На сверхмощное давление чего-то огромного Исторгли оглушительный рев и грохот А грозные молнии полыхали повсюду Насколько хватало как обычного Так и у агметированного глаза Тысячи, десятки тысяч людей Начали вслед за рыцарями Подниматься на гору Олимп Но им не хватало ни скорости Ни ловкости боевых машин Это зрелище предназначалось Для рыцарей Тараниса И только для них Среди туч появилась огромная тень И вертикорда ослабил давление правой руки Остановил машину на краю Крутого откоса кратера Машина повиновалась безукоризненно За долгие годы сражений Между вертикордой и рыцарем Возникла связь Как между двумя соратниками Которые поровну делили Между собой победы и потери Вертикорда ощущал Нетерпеливое ожидание В каждом соединении В каждом стыке Внутри Арис Ликтор Словно машина Больше, чем он сам Предвкушала знаменательные события Этого дня По всему небу Разлилось золотое сияние И моросящий дождик Превратился в ливень Вырубленная в скалах Извилистая тропа Вела на дно кратера Лежавшего ниже кромки На два километра Даже в обычных условиях Это был довольно опасный путь Но сейчас он превратился В дорогу для самоубийц Что скажешь, дружище? Обратился Вертикорда к машине Будем приветствовать Вновь прибывших Он почувствовал Как напряглась под ним машина Улыбнулся И направил рыцаря К краю обрыва Ступени были рассчитаны На широкие шаги Огромных ступней рыцаря Но от дождя Уже заблестели И стали скользкими До дна кратера Путь не близкий И в случае падения С такой высоты Защитить их обоих Не смогли бы ни броня Ни силовые щиты При первом же шаге Арис Ликтор По вырубленной В скале тропе Вертикорда Ощутил степень скольжения Как если бы Спускался пешком Каждый шаг Таил себе угрозу И Вертикорда Старался Чтобы любое движение Совершалось С высочайшей осторожностью Шаг за шагом Дюйм за дюймом Он вел Арис Ликтор Вниз К неровному плато Внезапно Золотистый свет Сверкнув Ослепительными лучами Во все стороны Вырвался из-за туч И между землей и небом Словно гигантская паутина Задрожали багровые молнии Вертикорда Инстинктивно взглянул в небо И едва не потерял контроль Над машиной С неба спускался Величественный город Словно горный массив Отколовшийся От обширного материка Он весь был залит Разноцветным сиянием А размеры поражали воображение Носовую часть Опускающегося города Украшал громадный Златокрылый орел А с другой стороны Массивными Сталагмитами Поднимались колоссальные Зубчатые амбразуры Сравнимые С величайшими Горными пиками Марса Пульсирующие двигатели Расположенные В нижней части сооружения Обладали невообразимой мощью И Вертикорда Замер Восхищенной технологией Которая позволила Целому городу Свободно парить в воздухе Вскоре К огромной махине Присоединились Эскадрильи Менее крупных кораблей И чем больше Их появлялось Из пелены туч Тем огромнее Оказался сияющий город Кровь машины Прошипел Елсик Наездник Идущего следом Рыцаря Как может такая махина Держаться в воздухе Не отвлекайся Предостерег его Вертикорда Я не хочу Чтобы ты потерял Равновесие За моей спиной Понял Вертикорда Тоже сосредоточился На тропе И последние Три сотни метров Спуска Вызвали у него Холодную испарину Только ступив На дно кратера Олимпа Он позволил себе Вздохнуть С облегчением И тотчас С любопытством Прислушался К новому ощущению Под ногами Зачапкала Густая грязь К тому времени Когда рыцари Достигли подножья скал И исполинский корабль Приземлился Его колоссальный корпус Наверняка Поддерживался Каким-то Компенсирующим полем Иначе Грандиозное сооружение Рухнуло бы Под собственным весом Или продавило бы Марсианскую поверхность Во все стороны От корабля Покатились клубы Перегретого пара И охлаждающих газов Вскоре Они окутали И арис ликтор И вертикорда Ощутил ароматы Иных миров Жесткой радиации Тоски по дому И пьяняще Холодного горного воздуха Наездик сердито Напомнил себе Что нелепо думать Что так пахнет От корабля Который только что Закончил спуск Сквозь раскаленную Атмосферу планеты Но запахи Никуда не делись Отчетливые И неповторимые Рассредоточиться Приказал вертикорда И увеличить скорость До максимальной Идущие следом За ним рыцари Построились В боевом порядке И устремились вперед Сквозь завесу Горячего влажного тумана Вертикорда Не обнаружил Признаков угрозы В незнакомом корабле Но годы тренировок И дисциплины Не позволили Приблизиться к объекту Без соответствующих Мер предосторожности Наконец туман рассеялся И вертикорда Остановил машину Перед ним Словно неожиданно Возникшая На поверхности планеты Гора Возвышался Золотистый борт Гигантского корабля Это внушающее Благоговейный Восторг сооружения Намного превосходило И цитадели Легио Титаникус И колоссальные Блоки хранилищ Храма всех знаний Даже огромный Храм кузницы Мондус Гамма Наплата Сирия Бледнел по сравнению С этим кораблем Поскольку вся поверхность Его корпуса Была тщательно обработана Но не миллионами Лет геологических воздействий Каждая пластина Каждый лист обшивки Исполинского сооружения Являлся произведением Ремесленного искусства И вертикорда Не мог себе представить Причину По которой колоссальные Усилия и мастерство Были затрачены На украшение корабля Странствующего Среди звезд Ответ возник Лишь на мгновение Позже Чем вопрос Это было не просто Огромное судно А корабль Построенный с любовью Корабль Для возлюбленной Всеми личности Ни один обычный человек Не в силах Вызвать такое преклонение И вертикорда Вдруг со страхом Осознал Что ему предстоит Самая грандиозная И важная встреча в жизни Из корабля со свистом Вырвались струи пара И тотчас Осветилась гигантская Крышка люка Огромные поршни Каждый крупнее Чем боевой титан Медленно опустили Длинную и широкую аппарель По которой легко Мог бы пройти Целый отряд Генно-модифицированных Скитариев Аппарель Двигалась плавно Без всяких признаков Напряжения А вырвавшийся Изнутри свет Залил марсианский Ландшафт Приятным Теплым сиянием Вертикорда Он пытался вторгнуться В электромагнитное поле Окружающий корабль Огромная Аппарель Наконец Коснулась земли И Вертикорда Невольно На мгновение Зажмурился Настолько резко Увеличилась Интенсивность света В этом луче Появился Высокий Могучий И величественный Силуэт Казалось Свет Движется Вместе с ним Вертикорда Не мог Отвести взгляд От спускающейся Фигуры Но на площадке Где приземлился Золотой корабль Внезапно Появилась тень Он неохотно Оторвался От созерцания Торжественного шествия И поднял голову На сияющий диск Солнца Надвигалось Темное пятно Эллиптической формы Вскоре Небесный свет Окончательно Померк И единственным Источником сияния Осталась Могучая фигура Первая Ступившая На марсианскую землю Вертикорда Немедленно понял Что перед ним Выдающийся воин Поскольку Такую величавую осанку Можно было Приобрести Только в боях Благоговейный вздох Многотысячной толпы зрителей Отозвался трепетом Во всем теле Вертикорды Как будто Сама планета Содрогнулась От радости Прикосновения Этой выдающейся личности Наездник Снова опустил взгляд И увидел Что перед ним Стоит высокий воин В золотых доспехах И каждая пластина брони Украшена С тем же усердием И любовью Что отличали отделку Корпуса корабля Воин не надел шлем И на нем Не было видно Никаких признаков Аугметики Но казалось Насыщенный Не доставлял ему Ни малейшего неудобства Воин с прекрасным И безукоризненным лицом Пронзил взглядом Бронированный корпус Арис Ликтор И заглянул прямо В душу Вертикорды В его глазах Наездник увидел Мудрость многих веков И бремя необъятных знаний За спиной воина Хлопал на ветру Кроваво-красный плащ А в руке Закрытой бронированной Перчаткой Сверкал Увенчанный орлом Скипетр Взгляд золотого гиганта Скользнул по синей броне Рыцаря Вертикорды Охватив боевую машину От конического основания До подвижных Плечевых пластин На которых был Выгравирован Символ Рыцарей Тараниса Колесо и молния Воин поднял голову Твоя машина повреждена Таймон Вертикорда Произнес он Сильным Но мелодичным голосом Который показался Наезднику Самым совершенным Звуком во вселенной Ты позволишь? Вертикорда Не мог подобрать Слов для ответа Он сознавал Что все Что он скажет Перед лицом Такого совершенства Прозвучит пошлой банальностью Воин Не дожидаясь ответа Поднял руку И Вертикорда Ощутил его прикосновение В районе коленного Соединения Арис-Ликтор Машина Излечись Произнес воин Уверенность и решимость В его голосе Впилась в самую сущность Вертикорды Словно каждая молекула Его гибрида Из плоти и металла Получила новый заряд Целеустремленности И жизненных сил Тепло от прикосновения Воина Мгновенно просочилось Сквозь броню И весь остов Из пластали и керамита Слегка завибрировал Вызвав у Вертикорды Изумленный вздох Он невольно Сделал шаг назад И сразу ощутил Как плавно и легко Движется Один шаг Но он понял Что Арис-Ликтор Как будто только что Вышел из сборочного цеха Упорная хромота Исчезла бесследно Кто ты? Выдохнул Вертикорда И по сравнению С могучим голосом воина Его слова Прозвучали жалким скрипом Я император Ответил воин Каждый звук Этого простого ответа Содержал в себе Тяжесть прошлого И великолепие Славного будущего Сознавая Что больше никогда Не услышит Более важного сообщения Вертикорда И Арис-Ликтор Опустились на одно колено Проделав этот маневр С легкостью Невозможной До прикосновения императора В этот момент Таймон Вертикорда Познал истинную суть Стоящего перед ним Существа Добро пожаловать на Марс Мой повелитель Сказал он Хвала Амнисии Принципы Механикум 1.01 Шесть протекторов Механикум В выгоревших И ветких одеяниях Цвета ржавчины Неподвижно стояли Вокруг нее Совсем Как похожие На статуи Магасы Наблюдавшие За тысячами Переписчиков В огромном зале Обработки записей Либрариум Технологика Их подбитые Железом ботинки Прочно удерживались Заживами На корабельной палубе Тогда как ей Чтобы не разбить головы А фюзеляж Или не покатиться По полу при взлете Приходилось Изо всех сил Цепляться За металлическую стойку Скудный Лишенный Каких бы то ни было Изысков Интерьер корабля Был до предела Функциональным Никаких лишних деталей Или украшений На которых Мог бы отдохнуть Взгляд Что в полной мере Соответствовало Духу организации Владевшей Этим судном Далее Кефера Провела рукой По своим Коротко остриженным Светлым Волосам Я еще Тип оставшуюся На пальцах Сальную грязь С тоской вспомнила О ежедневных поездках В помывочный блок Виндварда Однако Далее понимала Что ее стремление К чистоте Нисколько не заботило Протекторов После того Как они установили Ее имя И вытащили Из камеры В подземелье Либрариума Куда ее Неделю назад Запер Магас Луд Никто из протекторов Больше к ней Не обращался Магас Обнаружил Произведенные Ею Усовершенствования В системе Кагитатора Страшно Разгневался И под бесконечные Тирады В бинарном Коде Вылетавший И заменявшего Гортань Динамика Вытащил Из рабочего Зала Семь дней В полной темноте Почти сломили Ее дух Когда дверь Наконец Открылась Девушка Сжалась В клубок Увидев перед собой Безжизненные Бронзовые Маски Протекторов Их Блестящие Боевые Посохи И бесстрастно Сверкавшие Зелеными Огнями Глаза Бессвязные Протесты Магаса Луда По поводу Их Вторжения Исякли Сразу же Как только Ему дали Просканировать Биометрические Подтверждения Полномочий Заключенные В посохах Протекторов Далее Очень Испугалась Но потом Поняла Что так И должно Было Быть Мастера Механиком Создавали Эти массивные Корпуса Оружие Заменявшие Руки И сверкающие Зеленые Глаза На бронзовых Масках В виде Черепов Именно С целью Устрашения В одно Мгновение Ее вытащили Из камеры И проволокли Через огромные Игулки Скрипториум Где далее Провела Последние Два года Своей жизни Просидев Целую неделю В тесной Комнатушке Она едва Могла Пошевелить Руками И ногами Ее протащили Мимо тысяч И тысяч Одетых В балахоны Песцов Служителей Хранителей И маркировщиков Заполнявших Скрипториум И по пути К высокой арке Ведущей Во внешний мир Далее поняла Что и грустно Лишиться Проходящей Через зал Информации Она Не будет Скучать По людям Поскольку Здесь не было Ни друзей Ни товарищей По работе Ни один Из бледнокожих Адептов Никогда Не поднимал Головы От своей работы А зеленоватое Свечение Подобное состояние Не устраивало Далее И она Не могла Не удивляться Равнодушию Своих коллег Песцов Не понимающих Как почетна Их работа Через этот зал Проходила Лавина знаний Всей Терры И сведения О новых Мирах Галактики Присылаемые Тысячами Летописцев Которые Сопровождали Корабли Великого Крестового Похода Мощные Потоки Информации Заботливо Рассортированные И систематизированные Захлестывали Скрипториум А эти Безликие Служители Изо дня В день Слепо И безучастно Выполняли Все те же Бюрократические Административные Инструкции И не хотели Или не могли Воспользоваться Таким богатством Не задавая Вопросов О предстоящем Задании Переписчики Каждый день Тащились Шаркая ногами По знакомым Коридорам И приступали К своим Обязанностям Не испытывая Ни любопытства Ни восторга Ни сомнений Далее Прислушивалась К шелесту Бумагами Представляла Что именно Так шуршат Океанские Волны Отрезк Кагитатора И стрекотания Латунных Ключей Наборной Машины Казались Ей Шорохом Гальки На берегу Она Никогда Не видела Ни того Ни другого Поскольку Океаны Терры Испарились Во время Давно Забытых Войн Но Слова Прочитанные В бесконечных Бумагах И информационных Планшетах Которые Приносили Мускулистые Сервиторы Вызывали Мысли И идеи Выходящие Далеко За рамки Самого Большого Скрипториума Терры Дневной Свет Сменивший Пыльный Сумрак Либрариума Технологика На мгновение Ошеломил Далию В ослепительно Белом Небе Сиял Расплывчатый Диск Солнца Едва Прикрытый Обрывками Облаков Цвета Ржавчины Снаружи Ее Встретил Холодный Разряженный Воздух Высокогорья Над сплошными Рядами Крыш Далее Мельком Увидела Темно-серые Пики Далеких Гор И многочисленные Башни Венчавшие Этот край Имперского Дворца Она хотела бы Посмотреть на горы Во всей их Красоте Но протекторы Не останавливаясь Ни на минуту Увлекли ее К неведомой Цели По темным Улочкам Наполненным Запахами Пота И машинного Масла И громкими Голосами Еще не остывший После прохода Через атмосферу Далее Привели в просторный Трюм И бросили на пол Тогда как протекторы Заняли предназначенные Для них места С магнитными замками Закреплявшими Их на палубе Раздался Оглушительный Рев двигателей Последовал толчок И корабль взлетел Палуба Резко накренилась И далее в ужасе Ухватилась За ближайшую стойку Внезапно Ее парализовала Мысль о том Что она покидает Родную планету Далее представила себе Что больше не увидит Знакомых горизонтов И ощутила Приступ паники Она тотчас Упрекнула себя За постыдную слабость И паника рассеялась А в следующее мгновение Желудочные колики Напомнили ей Что она голодна Рев двигателей И вибрация корпуса Корабля Все усиливались Пока далее Не стало казаться Что судно Вот-вот расколется На мелкие части Но неожиданно Звук оборвался И палуба Под ней затихла Корабль С невообразимой скоростью Помчался сквозь бездну Она летит На космическом корабле Заняться ей было нечем И далее стала гадать Куда она летит И по какой причине Протекторы Вытащили ее Из подземелья Либрариума Как ни странно Путешествие Не вызывало у нее страха Однако Она отнесла это За счет недостатка Информации И любопытства Способного нейтрализовать Любые тревоги Весь следующий день Или около того Ее сопровождающие Даля больше не считала Их похитителями Пресекали любые попытки К общению Ей только объяснили Как обращаться С едой и напитками И далее с радостью Выполняла инструкции Несмотря на химический Привкус пищи Протекторы Продолжение всего полета Не шевельнулись И не проронили ни слова И ей ничего не оставалось Как только разглядывать Их высокие мощные фигуры Усиленные Генной технологией Мускулы И имплантированные Вместо рук оружия Выходившие Из-под одежды Ребристые кабели И разноцветные провода Уходили вплоть Через разъемы Вживленные в кожу Далее и раньше Встречалась с протекторами Но никогда не рассматривала Их вблизи От них исходил Неприятный запах Гниющего мяса Машинного масла И застарелого пота Оружием им служили Большие пистолеты С широкими дулами И длинные металлические посохи Увенчанные шестернями Из бронзы и серебра С которых свисали Полоски пергамента Развивавшиеся На холодном сквозняке На пергаменте Имелись четыре ряда Из четырех чисел И далее быстро выяснило Что сумма цифр В каждой строчке Одна и та же Причем не важно Как их складывать По горизонтали По вертикали Или по диагонали Более того Такой же результат получался Если сложить цифры В каждом из четырех квадратов Или четыре центральные цифры Тридцать четыре Сказала она вслух Все время тридцать четыре Эта схема Показалась ей знакомой И далее поняла Что встречалась с ней прежде Ответ пришел раньше Чем она успела Серьезно задуматься Меланхолия Воскликнула далее Глядя на пергамент Что ты сказала Спросил протектор Бронзовая маска Придавала его Вполне человеческому голосу Металлический звук Неожиданная реакция На ее слова Застала Далию врасплох Символ на твоем пергаменте Пояснила она Это фрагмент гравюры Я видела ее в книге Которую переписывала Два года назад Два года назад И ты все еще помнишь ее Да Нерешительно кивнула Далия Я всегда запоминаю то Что прочитаю И никогда этого не забываю Это символ нашей повелительницы Сказал протектор Это таблица С гравюры Очень старого мастера Задумчиво произнесла Далия Обращаясь скорее К самой себе А не к протектору Из глубокой древности Но почти все Что мы переписываем Если это только не материалы Экспедиционных флотилий Относятся к древности Там изображена женщина Очень печальная Как будто она не в состоянии Придумать что-то оригинальное Вокруг нее полно разных инструментов И весы И песочные часы И молоток Но она грустит Словно никак не может Уловить идею Протекторы Переглянулись Между собой И каждый Крепче сжал свой посох Далее заметила Их взгляды И замолчала Что такое Спросила она Протектор Отключил магнитные зажимы И шагнул к ней Неожиданное движение Испугало Далию И она Отпрянув Села на пол Массивная фигура Протектора Нависала над ней Поблескивая Из-под Потрепанного капюшона Зелеными огоньками глаз Теперь я начинаю понимать Почему нам поручили Тебя привезти Сказал он Вас послали Именно за мной Задали Экиферой Да Задали Экиферой Ромю 31 Послали специально Чтобы забрать Тебя с терры Ромю 31 Это наше Обозначение Пояснил Протектор Как Всех сразу Всех сразу И каждого В отдельности Это одно и то же Ладно Но почему Вас послали за мной Нам поручили Привезти тебя Пока тебя не казнили Казнили Воскликнула Даля Но за что Магас Лут Ссылался на закон О божественном совершенстве Пояснил Ромю 31 А те Кого обвиняют В нарушении этого закона Привлекают внимание Нашей повелительницы Даля прикрыла глаза И стала вспоминать Что гласит закон Дай-ка подумать Там говорится Что строение И схема каждой машины Дана нам Амнисией И потому считается Божественной И любое нарушение Ой Теперь ты понимаешь Почему мы за тобой пришли Не совсем призналась Даля Кто же ваша госпожа И что ей от меня нужно Я ведь просто переписчик Я никто Ромю 31 Покачал головой Сжал кулак И поставил его поверх Бронзово-серебристой шестеренки Украшавшей его посох Ты плохо себя знаешь Даля Экифера Сказал он Но это и многое другое Красным сиянием Появившийся перед ней Планета Казалось Что вся ее поверхность Состоит из огня и металла А атмосфера Испечатлена длинными лентами Газообразных выбросов Мир Изобилующий Огромными промышленными Комплексами Которые превосходили Своими размерами Континенты старой земли Содрогался Словно от ударов Исполинских молотов В южных гористых районах К небу поднимались Языки пламени И высоченные трубы Сеть сооружений Из блестящей стали Была похожа на паутину трещин Сквозь которые пробивался Яркий свет Это Марс Подтвердил Ромео 31 Владение механикум Очередь сверхзвуковых снарядов Прошила группку сервиторов Пировавших среди погибших техноматов Один сервитор был уничтожен полностью Второму оторвало пару конечностей А трое других пошатнулись Лишившись кусков плоти Вырванных пулями Из чахлых тел Но они не упали Поврежденные мозги Отказывались реагировать На смертельные ранения Нанесенные выстрелами Рыцаря Крона Это твои Мавин Сказал Крон Закончив стрельбу Я рад что ты мне Хоть что-то оставил Отозвался Мавин Мавин завел Эквитер Белум В тыл сервитором И загудевший клинок В правом кулаке Его боевой машины Одним ударом Рассек окровавленные тела Старина статор Закончила работу Прицельным залпом Лазерного огня Исковерканные тела Взорвались клубами Испаряющейся крови И обломками металла Три рыцаря Превосходящие Ростом беглецов По меньшей мере В пять раз Остались на поле боя Хотя Мавин Полагал Что назвать боем Учиненное ими Избиение Было бы большим Преувеличением Крепкая броня рыцарей Из пластали и керамита А также многослойные Силовые щиты Были способны Выдержать Самые мощные удары А их оружие Могло уничтожить Десятки раз Больше противников Пластины брони Были выкрашены В густо синий цвет А на плече У каждого Имелось изображение Шестерни Окружавшей молнию Тот же рисунок Эмблема рыцарей Тараниса Повторялся И на длинных Светлых стягах Свисавших Между нижними Механическими Опорами Каждого рыцаря Мавин Управлял Эквитас Беллум Славной машиной С длинным Послужным списком Насчитывающим Десятки сражений Раннего периода Великого Крестового похода Этот рыцарь Уничтожал Врагов Империума Под самыми Разными небесами И даже участвовал В походе Саламандр Примарха Вулкана Об этой компании Напоминало Резное изображение Дракона На кабине рыцаря И Мавин Никогда не уставал Рассказывать историю Тех славных сражений Его всегда Серьезный брат По оружию Крон Ехал на Пакс Мортис А старина Статар Управлял Величественным Фортис Металлум Все три боевые Машины Честно заслужили Свою долю славы На полях Сражения Империума Участвуя в боях До появления Титанов Божественных машин Все воины Марса Чтили рыцарей Тараниса За их боевые успехи Отдавали должное Их роли В марсианской Истории И уважали Мудрость их командиров Время от времени Совета командиров Ордена Спрашивали даже Могущественные Принципсы Легио Титаникус Поскольку Лорд Вертикорда И Лорд Катурикс Обладали сердцами Настоящих воинов В сочетании С хладнокровием Дипломатов Но почему мы До сих пор Болтаемся в этой дыре И занимаемся Истреблением Одичавших сервиторов Воскликнул Мавин Забыв что Мультисеть Объединяющая Всех рыцарей Еще включена Да потому что Так приказано Мавин Сказал статор Или ты об этом забыл Нет Настоятель Сокрушенно Ответил Мавин Я только хотел сказать Что эти рейды Кажутся мне Напрасной тратой сил Неужели Протекторы Магаса Максимала Не в силах Справиться с этими Отщепенцами Не так эффективно Как это делаем мы Вмешался Крон Словно цитируя устав От такого подхалимства Мавин Невольно скривил губы Верно Крон Заметил статор Наш долг Охранять реакторный комплекс Это почетное задание Независимо от того Как ты к этому относишься Мавин Не применил Воспользоваться Представившейся Возможностью Но ведь Рыцари Тараниса Когда-то участвовали В великом крестовом походе Мы сражались Бок о бок С величайшими героями Империума А сейчас только и делаем Что стреляем По отбившимся От рук сервиторам Что почетного В этой работе Сегодня борьба С противниками Флотилии воителя Требует больших сил Чем наши Ответил статор И Мавин Уловил горечь В его голосе Великий крестовый поход Близится к завершению А что же останется нам Воскликнул Мавин Ободренный словами статора Неужели нет экспедиции Где будет востребован Опыт нашего ордена Рыцари в экспедициях Не нужны Возразил статор Для поддержки армии Требуются божественные машины Наша же роль Заключается в охране Марса И поддержании традиций Нашего ордена А выполнение своих обязательств И есть важная часть Наших обычаев Это тебе понятно, Мавин? Да, настоятель Ответил Мавин А теперь надо заканчивать Обход и убедиться Что здесь больше Никого не осталось Максимал Беспокоится о безопасности Этого объекта И лорд Катурикс Дал слово Что мы ее обеспечим Мавин вздохнул И повел своего рыцаря К тому месту Где искрили выходящие Из твердой оранжевой почвы Толстые кабели Там сервиторы Пытались подключиться К сети Чтобы получить подпитку Для механических частей Своих тел Неподалеку Обнаружились Останки техноматов И рабочих Направленных Для устранения неполадок Под действием тепла Излучаемого Термоядерным реактором Их кровь Уже начала свертываться Крон Проверь Не осталось ли Там еще кого-нибудь Приказал статор Обычно они охотятся Большими стаями Да, настоятель Ответил Крон И его рыцарь Минуя мертвых сервиторов Прошел сквозь прореху В ограждении Из витой колючей проволоки Окружавший реактор Крон направился Вверх по крутому склону Чтобы проверить территорию Позади груды Огромных валунов Управление огромной машиной На такой неровной местности Требовало немалого труда И Мавин Провожая взглядом Своего брата-наездника Не мог не восхищаться Его мастерством Верхняя часть корпуса Форти с металлом Развернулась На поясном шарнире В сторону Эквитас Беллу И хотя Мавин Не мог видеть Лицо настоятеля За красным щитком визора Он ощутил на себе Его суровый Решительный взгляд Следи за тылом Кто-то мог Проскользнуть мимо нас Приказал статор Голосом Угрюмым и жестким Если что-то случится Я спрошу личность тебя Да, настоятель Ответил Мавин Я все исполню Для Марса Было обычным делом Что машина и человек Долгое время работающие вместе Перенимали друг у друга Некоторые черты характера Заслуженный Форти с металлом Был суровой И неуживчивой машиной Не знающей милосердия И как нельзя лучше Подходил статору Мавин встречался Со многими пилотами титанов И после нескольких минут разговора Мог безошибочно определить Кто какой машиной управлял Пилотами гонщик Были задиристые Похожие на волков Сорвиголовы Тогда как средними титанами Командовали высокомерные И самоуверенные воины Смотревшие свысока На всех своих собратьев Мавин понимал Что их поведение Вполне объяснимо Поскольку управление Колоссальными машинами Обладающими Грандиозной разрушительной силой Неизбежно накладывает Отпечаток на характер Любого человека К тому же Это было своего рода Защитой от нрава машины Способной подчинить себе пилота Статор развернулся И вслед за кроном Направился к разрушенной Секции ограды А Мавин Проводив его взглядом Ловким маневром Отвел свою машину назад Рыцарь намного Уступал титану в размерах Но тем не менее Обладал поразительной Конструкцией органов управления Для обеспечения работы Титана требовалась Целая команда Сервитор при каждой Орудийной системе Рулевой Управляющий движением Техножелез для общения С воинственным духом машины Управляющий экипажем Модераторы И осуществляющий Общее командование Принцепс Рыцарь же был Превосходным сочетанием Плоти и стали Могучей боевой машиной Управляемой Единственным пилотом Воином Обладавшим Достаточной решимостью Чтобы держать в руках Мощное создание И смирением Чтобы сознавать Пределы допустимого риска Мавин Вернулся к термоядерному реактору И увеличил зону обзора Ауспика Чтобы запеленговать Одичавших сервиторов Отколовшихся От основной группы Хотя и не слишком Надеялся на успех Даже если бы Кто-нибудь ускользнул Какую опасность Могут представлять Несколько неисправных сервиторов Необратимо поврежденные Или неудачно Прооперированные существа Как правило Просто отправлялись На пустыри Заваленные токсичным шлаком Районы между Марсианскими кузницами Подавляющее большинство Негодных сервиторов Погибало Но кое-кто выживал Хотя назвать их Жалкое существование Жизнью Было явным преувеличением Многие из оставшихся Сервиторов Механически Пытались выполнять Работу Для которой Были предназначены И шатались Зад и вперед Не способные понять Что они уже Не на службе Но в отдельных случаях Поврежденный мозг Давал возможность Некоторой автономии И эти несчастные Волочили жалкое существование Питаясь трупами Привлекаемые источниками Тепла и энергии Они сбивались В неорганизованные банды И бродили по окраинам В владении механиком Нападая на рабочих И подключаясь к сетям Чтобы поддержать жизнь В своих изувеченных телах Вот их-то И следовало уничтожать Этот вывод Завершил цикл Размышлений Мавина Наездник поднял голову Верхняя часть Корпуса рыцаря В точности повторила Его движение Скалы вокруг реактора Были пустые и безлюдные Красноватые Вулканические пики Выглаженные Приносимыми Верхними ветрами Тучами пыли Тянулись до впадины С северной стороны Объекта Сердце реакторного комплекса Расположенное В шестистах метрах От окружающего Его заграждения Представляло собой Замысловатое Нагромождение Труп Кабелей И блестящих Антенных мачт В центре комплекса Возвышалось Огромное Куполообразное Сооружение Со множеством разъемов И вентиляционных Отверстий На изогнутой поверхности Потоки воздуха Разбивавшийся Купол Распространяли Вокруг волны Тепла И электромагнитных Излучений В борозде Гиганта Располагалось Множество Термоядерных Реакторов Но этот Стоящий На северном Склоне Патеры Улиса Был среди них Самым большим И построил Его магас И плувиен Максимал Адепт Максимал Считался Среди магасов Марса Одним Из самых Влиятельных И его Ядерные Реакторы Снабжали Соглашения Были обычными Для Красной Планеты Древние Договоры Объединяли Кланы И кузницы Взаимными Соглашениями О защите И распределении Энергии Что позволяло Мирно Сосуществовать Различным Группам С противоположными Интересами Отношения Максимала Не ограничивались Договорами С союзными Кузницами Обязательства О поставке Энергии Взамен на защиту Связывали его Также с воинскими Орденами Включая Наиболее Уважаемые Из Легио Титаникус Так почему же Их здесь нет Пробормотал Мавин Обращаясь К самому себе Наверное Слишком заняты Внутренними Дрязгами Вот почему Мавин Отмахнулся От мыслей О растущей Напряженности На Марсе И продолжил Путь Поворачивая С стороны В сторону В верхнюю Часть Корпуса И дробя В пыль Попадающие Под ноги Рыцаря Булыжники Ему Необходимо Просканировать Каждый Проход К ядерному Комплексу И сколь бы Ничтожной Не была Угроза Если Какой-то Сервитор Проскользнул Мимо Статор Задаст Мавину Головомойку Наездник Ощущал Камни Под ногами Эквитас Белум Как будто Его тело И органы Чувств Разрослись До размера Рыцаря Протекторы Механикум Из отряда Охраны Реактора Заслышав Грохот Его тяжелых Шагов В тот час Повернулись И почтительно Поклонились Рабочие Сервиторы Обслуживающие Гигантский Реакторный Комплекс Медленно И неуклюже Двигались Скованные Массивными Костюмами Термохимической Защиты Огромный Трансформатор Соединенный С реактором Кабелями Метровой Толщины И решетчатыми Вышками Заземления Рассыпал Яркие Искры Вырвавшаяся Из трансформатора Голубая Молния Проскочила По кабельному Каналу До того места Где провода Уходили Под рыхлый Верхний слой Почвы И дальше Под скалы Чтобы доставить Энергию Во все уголки Этого района Форсиды Мавин Невольно мигнул Ощутив Вибрации Ауспика Отреагировавшего На мимолетное Движение На дальнем Крове реактора Наездик Сосредоточился На этом участке И увеличил Приближение Стараясь Рассмотреть Что же попало В поле обзора Сканера Кровь машины Воскликнул он Луч Ауспика Отразился От какого-то Большого Объекта Образующего Паукообразный Электромагнитный Контур Совсем не похожий На отражение Сервитора На одно Краткое мгновение Возникло Впечатление Что ему Сопутствует Множество Других сигналов Но уже Через доли Секунды Контур исчез Словно ничего И не было Ауспик Совершил еще Несколько Циклов обзора И Мавин Начал сомневаться Видел ли он Вообще Что-нибудь Ауспик Рыцаря Был подсоединен К нервной системе Пилота Через позвоночный Разъем И интерпретация Поступающей информации Сама по себе Была особым Искусством Сочетанием Интуиции И логической Оценки Реальных фактов Так или иначе Но в этом районе Из-за постоянных Разрядов И утечек Радиаций Вообще Было трудно Доверять показаниям Ауспика Но вот Силуэт паука Появился снова И на этот раз Мавин Больше не сомневался Там было нечто И это нечто Не излучало Никаких дружественных Позывных Настоятель Кажется я что-то Обнаружил Произнес он слух Что означает Что-то Мавин Ответил ему Голос статора Я не уверен Но сигнал поступает С противоположной стороны Реакторного комплекса Еще сервиторы Спросил крон Мавин Прикусил нижнюю губу Хорошо бы Паук появился Еще раз Чтобы он мог Доложить более конкретно Но сигнал Ауспика Подключенного К мультисвязи Свидетельствовал лишь Об устойчивом уровне Радиации И все же Мавин был уверен Что на дальней стороне Комплекса Появилось нечто Большее Чем группа Одичавших сервиторов Нет Ответил он Что-то более крупное Пилот Изменил курс Для безопасного Входа в плотные Слои атмосферы И космический корабль Накренился Изображение За прозрачной Панелью Включенной Ро-Мю-31 Сдвинулось И далее Постучало По ней Костяшками пальцев Полагаю Что это не стекло Сказала она Что же тогда Фотопластичная сталь Ответил Ро-Мю-31 Поток заряженных Частиц С моего посоха Изменяет Кристаллическую Решетку металла Позволяя проходить Световым волнам Определенной длины Я не слышала Ни о чем подобном Призналась Даля Восхищенная Возможностями Загадочного материала За пределами Магма города Мало кто об этом знает Сказал Ро-Мю-31 Это изобретение Адепта Зетты Даля кивнула И снова повернулась К прозрачной панели И в тот же момент С изумлением Обнаружила Что смотрит На удивительные сооружения Слишком огромные Чтобы быть результатом Усилий Обычных рабочих людей Все небо над Марсом Было занято Колоссальными Орбитальными конструкциями Бесконечные ряды Гигантских космических доков И вспомогательных построек Располагались почти вплотную Не оставляя Ни клочка Свободного пространства Далее прижалась Лицом к прохладной панели И вывернула шею Чтобы увидеть Насколько далеко Простирается Производственный конгломерат Но как она не старалась Конца сверкающим конструкциям Не было видно Одно основание Стальной дуги Поднималось Из-за корабля В котором она летела А другое исчезало За далеким горизонтом Красной планеты Железное кольцо Заметил Ромео 31 В этих доках Были построены Первые исследовательские корабли А потом И большинство Экспедиционных флотилий Невероятно огромное Пробормотало Далее И упрекнуло себя За высказывание Столь очевидного факта Это самые большие доки Во всей галактике Хотя верфи Юпитера Скоро смогут похвастаться Созданием самого большого корабля Как только закончится Строительство яростной бездны В этом замечании Ромео 31 Далее уловила оттенок Уязвленной гордости И не могла удержаться От улыбки при мысли Что слуга механикум Так открыто демонстрирует Чувство зависти Вернувшись к созерцанию Открывшейся картины Она посмотрела На бесчисленные вспышки Означавшие места Строительства новых кораблей А это что? Спросила она Показав нависевшую Над горизонтом Небольшую туманность Состоящую из пыли И блестящих осколков Это остатки Одной из тройплощадок Ответил Ромео 31 Последние Построенные там корабли Были спущены И недавно Отправлены К месту назначения Куда же они ушли Поинтересовалась Даля Желая узнать В каких далеких областях Странствовали космические суда Они предназначались Для линейного флота Сегменту Массола Пояснил Ромео 31 Но воитель Изменил полетное задание И приказал экипажам Отправляться к Иствану В голосе Ромео 31 Отчетливо Прозвучало Неодобрение Как будто Изменение Процедуры Отправки И отданных Ранее приказов Было в его представлении Самым страшным грехом Посмотри Вон там стоит флотилия Которые должны были Присоединиться Эти корабли Добавил Ромео 31 Указав На якорную стоянку Высоко в небе Завидев Могучие боевые корабли Военного флота Солнечной системы Даля Ошеломленно Приоткрыла рот На таком расстоянии Они могли показаться Маленькими Но тот факт Что она различает Отдельно стоящие суда Подсказал Даля И насколько они огромны С борта летящего судна Они выглядели Тонкими стрелами С заостренной И выгнутой носовой частью И длинными корпусами Похожими на взметнувшиеся К небу Готические соборы Вскоре корабли Пропали из виду По всей длине Корпуса корабля Возникли языки пламени Вызванные нагревом При прохождении Через атмосферные Слои Марса Даля почувствовала Как на ее плечо В успокаивающем жесте Опустилась тяжелая Металлическая рука Пламя охватило Весь корабль И полностью закрыло обзор Но уже через несколько минут Оно исчезло И перед Далей Во всей красе Предстала панорама Марса Необъятные стальные города Больше и величественнее Чем самые крупные Ульи Терры Вставали с поверхности Колоссальными чудовищами Изрыгающими В небо огонь и дым Марс называли Красной планетой Но здесь не осталось Почти ни клочка Поверхности этого оттенка Сверкающие стальные конструкции Опутали склоны гор На всех вершинах И плата мира Названного в честь Давно позабытого бога войны Поднялись города и заводы Между невообразимо Огромными городами Потоками света Извивались магистрали И маршруты Маглева А величественные пирамиды И стекла и стали Казались гробницами Древних правителей Я читала о Марсе Но никогда не думала Что увижу все это Со вздохом Произнесла Даля Множество чудес Увиденных За такой короткий срок Ее ошеломило Духовенство Марса Не поощряет посетителей Сказал Ромео 31 Они считают Землю Марса священной Разве понятие Священного Не запрещено? В большинстве случаев Это так Как качнулся Простиравшийся Внизу мир Пилот огибал Залитую светом Сверкающую пирамиду Увенчанную Высеченным На вершине глазом Храм всех знаний Сказал Ромео 31 Предверяя ее вопрос Внезапно Корабль словно Провалился Все вокруг Окутало плотной Пеленой Желтоватого смога И внутренности Дали сжались Тугой клубок Полет В облаке Густого дыма Длился несколько часов А потом Так же неожиданно Как появился Туман рассеялся И далее В ужасе Вскрикнуло Корабль летел Прямо в блестящий Черный склон Высокой горы 1.02 Удалее Опять все Внутри сжалось Когда корабль Резко рванул вверх Под головокружительно Острым углом А черная поверхность Скалы Все так же Быстро неслась Навстречу В вершину горы Окутывали облака Сернистых газов И вскоре Корабль нырнул В эту пелену Далее Закрыло глаза Ожидая Неминуемой гибели Когда судно Врежется В неподвижную громаду Но прошло Несколько томительных Мгновений А удара Не последовало Далее Приподняло Веки Из этой Вдыхание Выглянуло В прозрачную Боковую панель Внизу Вздымалась И кипела Раскаленная До красна Масса Вулканическое Сердце планеты Бурлящая Внутри Огромной горы В мареве Поднимающегося От лавы Жара Панорама Вулканического Жерла Дрожала И колыхалась И несмотря На надежную Изоляцию Корабля Далее От одного Только вида Расплавленной Массы Вдруг стало Нестерпимо Жарко Гора Арсия Сказал Ромю 31 Потухший Вулкан Возрожденный К жизни Для службы Механикум Невероятно Выдохнуло Далее Она посмотрела На противоположный Край воронки Где прямо Из лавы Словно Борт Севшего На мель Корабля Поднималось Колоссальное Сооружение Построенное Как казалось Из черной Стали И камня Над поверхностью Лавы Стояли Огромные Затворы И блестящие Керамитовые Поршни Со свистом И скрипом Непрерывно Поднимались И опускались К небу Вздымались Клубящиеся Облака Перегретого Газа Похожие На дыхание Целой Стай Могучих Драконов Далее Заметила Что корабль Набирает Высоту Чтобы пролететь Поверх Этого Причудливого Сооружения С близкого Расстояния Она смогла В полной Мере Оценить Невероятные Размеры И сложность Конструкции Ровные Ряды Шлюзов Отводные Каналы И гидротехнические Затворы Заставляющие Лаву Постоянно Циркулировать В системе Питающие Поразительное Сооружение На дальней Стороне Вулкана Лава Направляемая По широким Расчелинам Стекала По склону Горы В искусственную Лагуну Образуя Замкнутое За город Удали Перехватило Дыхание Когда Она увидела Огромную Кузницу Принадлежавшую Госпоже Румю 31 Адепту Кореяли Зетте Повсюду Над кипящей Окутанной Огнем Поверхностью Лавы Поднимались Темные Цилиндры Башен Перемежаемые Пирамидами Со срезанными Верхушками Извергающими Столбы Пара И пламени Извилистые Ленты Дорог и Проспектов Просторные Площади Широкие Открытые Платформы И целые Промышленные Комплексы Нависали Над раскаленным Морем Вопреки Сдерживаемой Защитными Сооружениями Мощи Внутреннего Огня Планеты Золотистый Луч Обозначал Дорогу К великолепному Серебристому Зданию В самом Центре Колоссальной Метрополии Но корабль Продолжал Снижаться И он Быстро Исчез Из поля Зрения Окружающие Лагуну Толстые Каменные Подпорные Стены Придавали Исходство С кратером А бесконечные Кварталы Жилых Зданий Посадочные Площадки Подъездные Пути Сторожевые Башни И огромный Контейнерный Порт Тянулись До самого Горизонта Примыкая К отвесным Скалам Вулкана За пределами Магма Города Образовался Целый Континент Стальных Контейнеров Сложенных В настоящие Небоскребы На заводах И фабриках Марса Производилось Несметное Количество Оружия Боеприпасов И снаряжения Для армии Воителя Небо Над портом Заполнили Огромные Грузовые Корабли Они спускались И поднимались С поверхности Нескончаемой Вереницы Сверкающей Стали И огненных Струй Тормозных Двигателей Все они Были Приписаны К портам Далеких От солнечной Системы Миров И каждый Корабль Как и каждый Воин Имел для Великого Крестового Похода Большое Значение Мощные Подъемные Краны Теснились В порту Подобно Лесу Их Длинные Стрелы Отягощенные Противовесами Медленно Двигались В замысловатом Танце А целые Армии Сервиторов И грузчиков До отказа Заполняли Секции Бесконечного Погрузочного Конвейера Корабль Сильно Качнуло И далее Вцепилось В металлическую Стойку Пилот За панелью Из фотопластичной Стали Начало Расплываться От потоков Раскаленного Воздуха Вызывая Приступы Тошноты Ромео 31 Снова Поднес Посох К стене И панель Утратила Прозрачность Корабль Попавший В теплые Вихри Начал Вибрировать И поскрипывать А здесь Бывают Катастрофы Спросила Даля Уверенная Что после Подобных Несчастных Случаев Никому Не удается Выжить Я имею Ввиду Падения Кораблей В лаву Иногда Случается И такое Ответил Ромео 31 Но Лучше Об этом Не думать Уже Поздно Пробормотала Даля Гул Корабельного Двигателя Из басовитого Рокота Превратился В пронзительный Вой И тормозные Двигатели Корректирующие Курс Выбросили Длинные Струи Пламени Пилот Явно Испытывал Трудности При посадке На платформу И далее Закрыла Плоть До Самых Костей Пытаясь Не думать О мучительной Боли И удушающих Газах Она Все равно Не доживет До того Момента Когда Это Произойдет Но Ее Внутренний Взор Продолжали Терзать Ужасающие Картины Катастрофы Далее Сделала Глубокий Вдох И прогнала Ужасные Видения Пока Они Не Спровоцировали Настоящую Панику А Затем Удар В нижней Части Корабля Заставил Ее Поспешно Распахнуть Глаза Что Это Было Что Случилось Ромео 31 Посмотрел На Нее С Любопытством И Хотя Бронзовая Маска Закрывала Его Лицо Далее Поняла Что Ее Испуг Позабавил Охранника Нет Ответил Он Просто Мы Приземлились Далее С Облегчением Прерывисто Выдохнула И Обрадовалась Что Снова На Затем Ее Внимание Привлекли Свист И Поскрипывание Поршней Опускающих Аппарель В задней Части Судна Волна Горячего Воздуха Ворвавшаяся В пассажирский Отсек Заставила Далее Вскригнуть От Неожиданностей На Лбу Мгновенно Выступили Капельки Пота А губы И Язык Высохли Всемогущий Трон Как Жарко Воскликнула Она Скажи Спасибо Что Есть Далее Кивнула И Вслед За Протектором Направилась К выходу Из корабля Остальные Члены Отряда Пропустили Их Вперед Спускаясь По Аппареле Далее Прикрыла Глаза Ладонью Сверкание Огненной Лагуны И Свет Рыжеватых Желтого Неба Были Невыносимы После Полумрака Она Только Сейчас Поняла Как Истасковалась По Небу За Сутки Проведенные Здешнее Небо Оказалось Угрожающе Низким А воздух Был Насыщен Частицами Породы Которые Вылетали Из стоящих Вдалеке Очистных Комплексов И Хотя Далее Понимала Что Клубящиеся На горизонте Тучи Вызваны Не атмосферными Явлениями А деятельностью Заводов Она Не могла Сдержать Дрожь Глядя На их Мрачные Неподвижные Очертания Взлетно-посадочную Площадку Окружали Высокие Перила И Через Каждые Несколько Метров На них Стояли Высокие Мачты С Жужжащими И Посвистывающими Приборами Далее Решила Что Это И Теплообменники И газовые Фильтры О которых Говорил Ромео 31 Каждый Из Приборов Окружала Облачко Пара И Вдоль Каждой Мачты Проходили Тоненькие Трубки Исчезающие В основании Платформы Отводя Накопленное Тепло Чтобы Рассеять Такое Количество Тепла Требуется Огромное Количество Энергии Сказала Она Указывая На Серебристые Мачты А какой Метод Вы Используете Для Очистки Воздуха От Вредных Примесей Синтетические Мембраны Абсорбцию Или Криогенную Дистилляцию Ты знаешь И о таких Вещах Удивился Ромео 31 Ну Я читала Об этом Пояснила Даля Эти Способы Упоминались В нескольких Старинных Рукописях На разваленных Меркурианских Пустынях А все Что я прочла Откладывается В хранилищах Твоей памяти Чтобы всплыть В подходящий Момент Вероятно Это так Согласилась Даля Слегка Смущенная Уважительным Тоном Протектора Она Отвернулась И увидела Как из Ближайшего Здания Высокой Башни Из темного Металла Выкатилась Странная Машина Красновато-желтого Цвета И направилась К ним Транспортное Средство Передвигалось На нескольких Тонких Опорах-ходулях Странной Механической Походкой Напоминая Приземистую Сороконожку Машина Подошла Ближе И впереди На месте Водителя Далее Увидела Широкую Фигуру Сервитора Опутанного Проводами И приваренного К корпусу Транспорт Остановился Многочисленные Опоры Развернули Его И согнувшись Опустили Кабину На уровень Платформы Ромео 31 Открыл Боковую Дверцу И жестом Пригласил Далю Забраться Внутрь Она Шагнула В чрево Механической Сороконожки И выбрала Место На скамье Вдоль Борта При мысли О поездке На таком Странном Средстве Передвижения Она ощутила Приятное Возбуждение Ромео 31 Присоединился К ней Но остальные Протекторы Остались На платформе Куда мы Направляемся Спросила Даля Когда машина Приподнялась На тонких Опорах И слегка Раскачиваясь Из стороны В сторону Резво Побежала К темной Башне К адепту Зетти Ответил Ее Провожатый Она С нетерпением Ожидает Встреча С тобой Со мной Но почему Чего она От меня Ждет Хватит Вопросов Даля Экифера Предостерег И ты здесь Для того Чтобы служить Достижению Этой цели Ей решать Каким образом Ты это сделаешь Шагающая машина Подошла К темной башне А далее Оглянувшись На клубящиеся Вдали тучи Ощутила Как сквозь изумление Вызванное Новыми И удивительными Вещами Пробивается Страх Ее привезли На Марс С определенной Целью Но какова Эта цель И не придется Ли ей Впоследствии Сожалеть О проделанном Путешествии Тень башни Поглотила машину И несмотря На ужасную жару Далее Ощутила Дрожь Первым Предупреждением Для Мавина Стал взрыв Трансформатора Вызвавший Каскад пламени И множество Электрических Разрядов Грохочущий Залп лазерного Огня Словно Сотнями Молний Пронзил Металлическую Преграду И в одно Мгновение Расплавил Ее Дисплей Визора Потемнел Предохраняя Зрение Но перед Самым взрывом Мавин Успел Увидеть Очертания Агрессора Он был Ничуть не меньше Чем Эквитас Белум Похож На бронированный Шар С парой Мощных Орудий Рук По бокам И со Множеством Гибких Металлических Щупалец Загнутых Над плечами Наподобие Хвостов Скорпиона Спереди Блестели Три Округлых Обтекаемых Выступа И спускающие Резкие Мертвенные Лучи Желтоватого Света Ослепительно Белая Вспышка Взрыва Скрыла Неизвестного Противника А к тому Времени Когда Пламя Утихло И зрение Рыцаря Восстановилось Боевая Машина Уже Скрылась Из виду Эквитас Белум Мгновенно Приготовился К бою Оружейные Генераторы Перешли Из режима Ожидания В активный И мощные Батареи Обеспечивающие Движение Рыцаря Переключились Состояние Боевой Готовности Мавин Немедленно Отвел Рыцаря В сторону И пригнулся Завидев Выбегающих Из-за скал Людей С оружием Наготове Он Сразу Узнал В них Протекторов Слуг Адептов Марса И удивленно Прищурился Ситуация Сильно Осложнялась Статар Крон Вы это Видите Видим Отрывисто Бросил В ответ Статар Вступай В бой С противником По готовности Мы Немедленно Направляемся К тебе С противником Прошипел Мавин Это же Протекторы Но они Атакуют Объект Который Мы Обязались Защищать К бою Мавин Неслышно Выругался Пожал Плечами И огромная Машина Безуспешно Попыталась Повторить Это движение Но Мавин Уже Повел Рыцаря В бой Он Нагнулся В своем Кресле Вперед Приподнял Руки И повертел Головой Отыскивая Боевую Машину Врага Что же Это было Какая-то Новая Форма Боевого Робота Или Управляемый Сервитором Автомат Он Вздрогнул Вспомнив Злобный Мертвенный Взгляд В сенсорных Блистерах Машина Словно Смотрела На него Оценивая А потом Отпустила Эта мысль Привела Мавина В ярость И он Ощутил Как к ней Примешивается И гнев Эквита Сбелум Жаждущего Отомстить Обидчику Протекторы В серых Робах Решительно Продвигались По территории Реакторного Комплекса Уничтожая Сервиторов Короткими Очередями Лазеров И сражаясь Со служащими Максимала Которые Пытались Защитить Имущество Своего Господина Мавин Выпустил Из правой руки Поток Лазерных Зарядов И земля Взорвалась Фонтанами Металла И пыли В воздух Взлетели Исковерканные Стрелкового Оружия И Мавин Покачнулся Ощутив Что один Из силовых Щитов Вышел Из строя Система Защиты Рыцарей Как и Титанов Обладала Ограниченной Мощностью Но если Реактор Титана Мог Через Какой-то Промежуток Времени Восстановить Пробитый Барьер То Аккумуляторов Рыцаря На это Не хватало Для большинства Индивидуальных Видов Оружия Эквитус Белум Был Что еще Одна Секция Защитного Поля Уничтожена И он Развернул Рыцаря Лицом К новой Угрозе Отряду Протекторов Вооруженных Длинноствольными Ружьями Крупного Калибра На голове Каждого Из протекторов Виднелся Серебристый Ободок В котором Мавин Узнал Компонент Вмонтированный В мозг Прицельной Сетки В тот Момент Когда Из каждого Дула Противника Вырвался Сверкающий Огонь Мавин Шагнул В сторону А заряды Сошлись В одну Точку В том Самом Месте Где он Находился Мгновение Назад Теперь У него Было Несколько Секунд Чтобы Ответить Орудия Мавина Изрыгнули Потоки Света Обрушив На врагов Огненный Ураган Который Уничтожил Их Почти Без остатка Он Шагнул Вперед Мимо Горящего Трансформатора Еще Разбрасывающего Молнии И Сотрясающегося От Вторичных Взрывов Где-то В недрах Того Что Осталось От Корпуса Где Проклятая Боевая Машина Которая Устроила Этот Взрыв И Ради Тараница Где Статор И Крон В Глубине Реакторного Комплекса Взметнулось Вверх Еще Одно Грибовидное Облако Взрыва И Мавин Развернул Эквитас Белум В ту Сторону От Тяжелых Размеренных Шагов Боевой Машины Задрожала Земля Прогремел Еще Один Взрыв И Тогда Мавин Огибая Корпус Зашел Противнику В тыл Загадочная Машина Выпускала Заряды Плазмы Которые Терзали Бронированную Оболочку Термоядерного Реактора Машина Поражала Своими Размерами Она Была Почти Круглой И Оснащена Внушительным И Разнообразным Арсеналом Некоторые Виды Оружия Мавин Узнал Другие Так И Остались Для Него Загадкой Если Рыцарю Для Перемещения Служили Ноги То Этот Монстр Покоился На Массивных Гусеницах Залитых Кровью И Смазкой Несчастных Сервиторов Попавшихся Ему На Пути Пластины Брони Отваливались От Купола Словно Страницы Горящей Книги И Мавин Понимал Что Безумие Проходящих Внутри Термоядерных Реакций Вот-вот Вырвется Наружу Его Опасение Подтверждал Громкий Вой Сирен И Мигающие Красные Огни Несмотря На Тяжелую Поступ Рыцаря Враг Похоже Не знал О его Присутствии Мавин Перенаправил Потоки Энергии От Второстепенных Систем К оружию И Приготовился Открыть Огонь Одно Из Металлических Щупалец Повернулось В гнезде В его Сторону И На Миг Мамину Показалось Что Машина Смотрит Прямо На Него Внезапно Орудийные Конечности Еще не Закончившие Разрушение Корпуса Реактора Тоже Развернулись Ему Навстречу Мамин Открыл Огонь Одновременно С Вражеской Машиной Его Лазеры Пробив Строя Последнюю Секцию Щита И Пробил Броню По Мультисвязи Раздался Мучительный Стон И Мамин Взметнул Руки Груди Словно Снаряды Пронзили Его Собственную Плоть Рыцарь Покачнулся И Мамину Несмотря На Резкую Боль Терзающую Каждый Нерв В его Теле Пришлось Контролировать Движение Машины Он Сумел Отключить Сознание От Повреждений Нанесенных Аквитус Беллум А когда Зрение Прояснилось Увидел Что противник Готовится Нанести Следующий Удар Уворачиваясь От луча Устремившегося К нему Он Шагнул В сторону И Опустил Одно Плечо Но Бронированный Наплечник Все-таки Сильно Пострадал От Огня Мамин Сдрогнул Однако Это Повреждение Было Поверхностным И Он Сосредоточил Внимание На оружие Луч Его Лазера Метнулся К задней Части Вражеской Машины Ага Попался Закричал Он Увидев Яркие Вспышки Но Крик Замер На губах Когда Мавин Понял Что Его Выстрел Не Нанес Никаких Повреждений Дрожащий Ореол Невидимой Энергии Внезапно Окутал Машину Хотя Еще Мгновение Назад Его Не было Объяснение Могло Быть Развернулся Вокруг Своей Оси И Открыл Огонь Перед Ним Замелькали Ослепительные Лучи Лазеров И Мавин В отчаянии Отвел Рыцаря Назад Чтобы Уйти С линии Огня Вокруг Взметнулось Пламя Взорвавшееся Топливных Складов Окатив Его Волнами Нестерпимого Жара Один Из Выстрелов Угодил В кабину Пилота И Зона Обзора Пересекла Длинная Трещина Мавин Вскрикнул От боли И невольно Поднес Руки К глазам Адская Боль Пронзила Голову Раскаленной Иглой До самого Затылка Перед Глазами Все Расплывалось Но он Упорно Продолжал Отводить Рыцаря Назад Двигая Зигзагами Чтобы Не дать Противнику Прицелиться Новый Залп Лазерного Огня Разорвал Воздух Но на этот Раз Ни один Луч Не задел Рыцаря Боль От повреждений Эквита Сбеллом Слегка Утихла И Мавин Продолжал Успешно Уклоняться От стрельбы Машины Выпускающей Веерные Очереди Словно По учебнику Зато Раф Мавин Не придерживался Общих Правил По его Лицу Струился Пот Из носа Падали Капли Крови Но он Сумел Завести Рыцаря За выступ Реактора Статор Крон Во имя Ареса Где вы И в этот момент Реактор Взорвался Машина На ходулях Бежала По городу Диковинных Чудес Всюду Куда бы Не посмотрела Далее Она видела Новые И невероятные Вещи Оказавшись В окружении Бесконечных Башен И кузнец Она поняла Что не видела Ничего похожего На владение Кориэли Зетты И даже Не могла себе Представить Такого колоссального Размаха И грандиозного Дизайна Несмотря на то Что имперский Дворец Терры Намного Превосходил Магмагород Размерами Далее Догадывалась Что его Нельзя было Отнести К шедеврам Архитектуры Скорее Это была Неприступная Твердыня Построенная В высочайших Горах Планеты Даже В те редкие Моменты Когда ей Позволялось Выйти За пределы Либрариума Далее Могла Увидеть Лишь Фрагменты Дворцового Убранства А этот Город Один Помалкивал В течение Всей поездки И только Спокойно Поглядывал На проплывающие Мимо башни И дымящиеся Трубы А в городе Кипела жизнь И тысячи Обитателей Заполняли его Прямые Словно Стрелы Магистрали И великолепные Проспекты На сверкающих Металлом Улицах Магмагорода Смешались Толпы слуг С закрытыми Капюшонами Лицами Серокожие Сервиторы И поблескивающие Увенчанные Гололитическими Нимбами Калькулюсы Техноадепты Величественно Рассекали Толпу В парящих Паланкинах Колесных Повозках Из золотистого Металла Или в машинах Похожих На театральные Ложи Поставленные На высокие Ходули И на каждой Можно было Отыскать Цифровую Таблицу Символ Адепта Зеты Как они Не сталкивались Друг с другом Оставалось Для Дали Загадкой Но затем Она предположила Что все Транспортные Средства Вероятно Были Оборудованы Бортовой Системой Навигации Что позволяло Контролировать Траектории И скорости Движения И предотвращало Возможные Аварии Далее Тихнула Головой Прогоняя Все мысли И решила Просто Наслаждаться Поездкой Она и так Слишком часто Отвлекалась Увидев что-то Незнакомое И удивительное Ее разум Тотчас Цеплялся За этот Объект Память Пыталась Подобрать Какую-то Аналогию А потом Творческая Часть Мышления Подыскивала Технологические Решения Для очередной Загадки Неподвижный И не мигающий Сервитор Подключенный К системе Управления Ловко лавировал В толпе Направляя Машину К самому Центру города Вскоре Маршрут Вывел их На Золотой Проспект Увиденный Далее С борта Космического Корабля По обеим Его сторонам Стояли Статуи А среди Появилось Множество Одетых В мантии Служителей В дальнем Конце Проспекта Далее Увидела Величественное Сооружение Из блестящего Металла То ли серебра То ли хрома Здание Кузницы Построенное Из безукоризненно Подогнанных Блоков Серебристого Металла Украшали Многочисленные Гравировки В виде Коммутационных Схем Но что это Были за схемы Далее Не имело Ни малейшего Представления Сервитор Прибавил Скорость Огромное Сооружение Стало Быстро Увеличиваться И скоро Уже У Далее Пытавшийся Рассмотреть Все сразу Заболела Шея Часть Окружающей Кузницу Стены Скользнула В сторону Фрагменты Строения Отступили Внутрь И образовался Широкий Пандус Ведущий К просторной Галереи Примерно В середине Стены Машина Стала Подниматься А далее Ухватившись За поручень Обернулась И увидела Что пандус Исчезает Сразу Вслед За ними Приближающаяся Галерея Оказалась Поистине Огромной С высокими Колоннами В виде Гигантских Поршней И с капителями Изображающими Зубчатые Шестерни Внешний Облик Здания Напоминал Какую-то Сложную Машину И теперь Далее Догадалась Что этот Механизм Является Действующим Наконец Их повозка Закончила Подъем И клацание Ходулей Прекратилось Когда Сервитор Остановил Машину У широкого Основания Колонны Далее Ступила На молочно-белый С темными Прожилками Мраморный Пол И еще раз Взглянула На возвышавшиеся Над ней Колонны Цоколь Каждой Колонны Украшала Золотая Мозаика Из неизвестных Ей Уравнений И диаграмм Создававшие Великолепное Впечатление Внутрь Здания Вел целый Ряд Бронзовых Дверей Все они Были открыты И на галерии Выступили Многочисленные Фигуры В длинных Одеяниях Их головы Закрывали Высокие Капюшоны А на лицах Словно Вуаль Висела Цифровая Таблица Адепта Зетты У многих В руках Или за спиной Имелись Ларщики Со странными Приспособлениями Во главе Этой группы Шел Высокий Стройный Адепт С изящной Но мускулистой Фигурой И в плаще Цвета Золотисто-красной Бронзы Развивавшемся В потоках Горячего воздуха Далее Сразу же Догадалась Что это и есть Правитель Магма-города Адепт Кориэль Зетта Ее тело Облегала Гибкая Бронзовая Броня Делавшая Ее похожей На воина А не на Магистра Технологии Черты лица Скрывались За металлической Маской С непрозрачными Очками Из дыхательного Аппарата Маски Вырывались Облачка Пара А поверх Брони Была надета Бронзовая Кольчуга Доходившая Почти до колен Несмотря на то Что металл Почти полностью Закрывал Все ее тело Усомниться В ее принадлежности К женскому полу Было невозможно Каждая пластина Каждый изгиб брони Подчеркивал Природные формы Тела Не скрывая Ни стройности Талии Ни крутого изгиба Бедер Ни выпуклости Груди Адепт Зета Превосходящая Далию ростом На добрую треть метра Подошла ближе И тонкий аромат Распыленных в воздухе Духов Тянулся за ней Подобно шлейфу Она окинула Далию взглядом Блестящих Выпуклых линз Словно какое-то Насекомое Разглядывающее Лакомый кусочек Внезапно появившийся В его норке Затем Зета Склонила голову Набок И из-под бронзовой сети По обе стороны От дыхательного аппарата Послышался треск Напоминающий Помехи Лишь через Через несколько мгновений Даля поняла Что это Не треск помех А неразборчивое Звучание Машинного Бинарного кода Я вас не понимаю Сказала она Я не говорю Нолингвотехнис Зета кивнула Ее голова Слегка дернулась Словно внутри Сработал переключатель О каком соотношении Говорится в законе Об идеальных газах Спросила она Голос адепта Зеты Был слегка хрипловатым А слова казалось Были вытащены Из давно неиспользуемого Хранилища памяти Такого странного приветствия Даля никак не могла ожидать Она закрыла глаза И мысленно обратилась К одной из первых Попавшихся В либрариуме книг Учебнику Обнаруженному Под развалинами крепости Индонезийского блока Закон Устанавливает Соотношение Между давлением И объемом газа В замкнутой системе Процитировала она Учебник Для определенного Количества газа При неизменной температуре Давление обратно Пропорционально объему Очень хорошо Я адепт Кориэль Зета А ты Даля Экифера Добро пожаловать В мою кузницу Спасибо Ответила Даля Кузница Производит Грандиозное впечатление А много ли времени Ушло на ее постройку Зета Окинула ее Взглядом С ног до головы И из разговорного узла Вырвался отрывистый Электронный смех Она кивнула Для сооружения кузницы Потребовалось Не одно столетие Но и сейчас Она еще не закончена Разве Но это совсем незаметно Возможно снаружи Но внутри Еще многое предстоит сделать Сказала Зета Ее речь стала Более плавной И ты этим займешься Но как вы вообще Обо мне узнали Мне известно о тебе Довольно много Сказала Зета Глядя куда-то Поверх головы Далии Ты единственная дочь Уже скончавшихся Тета И Мараи Кеферы Ты родилась В медицинском комплексе ИВ-55 Уральского сообщества 17 лет 3 месяца 4 дня 6 часов И 15 минут назад В возрасте 3 лет Обучилась Чтению и письму В 6 лет Направлена В имперский скрипториум И до 9 лет Обучалась искусству Переписчика и шифровальщика И поняла, что она откуда-то считывала Эту информацию Как же вы это все узнали? Зета подняла руку И кончиками металлических пальцев Провела по щеке Далии Внедренная под кожу Электу От этого прикосновения Активировалась И Далия ощутила Выделяющееся тепло Она невольно приложила пальцы К этому месту Вы можете прочесть Мою Электу? Верно Но мне доступна Гораздо более важная информация Чем твои биографические данные Ответила Зета Взгляд способен прочесть Представить И передать любую информацию Хотя ты этого и не видишь Но я различаю в воздухе Вокруг тебя Светящуюся паутину знаний И каждый мельчайший факт Твоей жизни Я вижу все Что с тобой происходило И все Что делает тебя личностью С точки зрения империума Я никогда не слышала Ничего подобного Это меня не удивляет С оттенком гордости В голосе Сказала Зета Я лишь недавно Разработала этот метод Передачи и получения информации Но надеюсь Что он скоро Распространится По всему империуму Но я призвала тебя В мою кузницу Не для того Чтобы продемонстрировать Новейшие достижения Я верю Что твое понимание Машин и технологий Может мне пригодиться О чем вы? Марсианское духовенство Очень древняя организация Преклоняющаяся Перед научными технологиями Но наши понятия Ограничены Слепой приверженностью догмам Традициям И копированию А я уверен Что наше будущее В понимании технологий Прогресс Может быть достигнут Только путем Экспериментов И глубокого изучения явлений Эта точка зрения Не находит на Марсе Широкой поддержки Почему же? Мне все кажется Чрезвычайно разумным Зета снова рассмеялась Своим трескучим смехом Вот потому-то я И разыскала тебя далее Ты обладаешь талантом Который Как мне кажется Может оказаться Весьма ценным Хотя кого-то Он может и испугать Что это за талант? Ты понимаешь Почему работают машины? Ответила Зета Тебе известны Принципы их действия И устройства Я получила схему Произведенных тобой Изменений В кагитаторе И проследила Применяемую методологию Это блестящее решение Я не сделала Ничего особенного Скромно возразила Даля Я только поняла Что таким образом Устройство будет работать Быстрее и эффективнее Любой мог бы Сделать то же самое Если бы только Немного подумал В этом и состоит Твоя особенность Пояснила Зета Немногие способны На мысленные прорывы И еще меньше тех Кто осмелится На такие действия Да Для большинства Жрецов Марса Ты представляешь опасность Опасность? Но почему? Воскликнула Даля Мысль о том Что она опасна Для кого-то Тем более Для жрецов Механикум Ее шеломила Марс Благодаря владению Технологиями Занимает в Империуме Исключительное место Продолжала Зета И многие из моих друзей Адептов Опасаются последствий Того, что может произойти Если они выпустят Из рук Это преимущество Ох Вздохнула Даля Но что же вы От меня хотите? Адепт Зета Выпрямилась По весь рост И бронза В оранжевых лучах Неба Сверкнула Красными искрами Ты должна принять Участие В спасении Марса С твоей помощью Я завершу Свою самую Грандиозную работу Чтеца Акаши 1.03 Внутри Аскрийской горы Бушевал вулкан Однако воздух В палате первых Никогда не прогревался Крепость Легио Темпестус Была одной из первых Воздвигнутых на Марсе В древние времена И стояла На одной из самых Высоких вершин Красной планеты Потому и занимал Ее один из самых Старых И почитаемых Орденов Титаникус Владения Темпестус Высеченные В базальтовых скалах Горного склона Давно стали Средоточием Отваги и мудрости Местом Где благородные воины Могли спокойно Обсуждать свои дела Индий Кавалерио С галереи Принцепсов Наблюдал за тем Как представители Многих великих орденов Рассаживаются На скамьях Амфитеатра Устроенного В огромном Кратере крепости Его ордена Улыбки И добродушные Приветствия воинов Не могли его обмануть Он знал Что за ними скрываются Растущие недоверия Друг к другу И разногласия Разногласия Которые стали Для Марса Слишком привычными Вон там Гроссмейстер Максин Вледик Из Стрел Смерти Беседует Со старшим Принцепсом Ульрихом Из Ловчих Смерти И за их Напускным Добродушием Кроются Десятилетия Споров По поводу Территорий Вдоль границ Лунного болота И области Аркадия В противоположном Конце зала Поодаль от остальных Стоит облаченный В экзоскелет Принцепс Грейн Из Легио Деструктор И еще десятки Орденов Откликнулись На приглашение Прийти на Совет Фарсиды Как назвал Сегодняшнее собрание Склонный к преувеличению Лорд-командор Вертикорда Вот только Представителей Легио Мортис Еще не было Вертикорда Опираясь на трость Из черного дерева С резным изображением Молнии Стоял в центре Гулкова Просторного зала Окутанный тенью Деус Темпестус Первой божественной Машины Легиона Гигантское сооружение Из стали Возвышалось Над воинами Уже полтысячи лет Присутствовал На всех собраниях Легио Темпестус И хотя за все эти Столетия Титан ни разу Не пошевелился От него по-прежнему Веяло силой И его великолепие Ничуть не потускнело Рядом с Вертикордой Слегка сутулившей Стоял его давний Собрат по оружию Магистр рыцарей Тараниса Лорд-командор Катурикс Если пожилого Вертикорду Почитали за его мудрость То недавно Назначенный Катурикс Прославился Своим неистовством Которое Уравновешивало Более сдержанный Характер Его собрата С тех пор Как более Двух столетий назад Вертикорда Впервые преклонил Колени перед Императором Командоры Рыцарей Тараниса Служили и Принцип с консилятами Для воинов Различных орденов Марса Это в их обязанности Входило следить Чтобы собрание Прошло в соответствии С обычаями Древнего воинского Братства Чтобы традиции Не нарушались А споры велись Только на словах Кавалерио Не завидовал их роли Поскольку напряженность Возрастала с каждым днем А последнее оскорбление Нанесенное Одному из могущественных Адептов Марса Привело воинов В состояние Близкое К открытой конфронтации Чего на Красной планете Не случалось Вот уже Несколько столетий Мало того Рыцари Тараниса Были вовлечены В этот конфликт И теперь их мнение Вряд ли будет Считаться объективным Вертикорда Способен сдержать Свой гнев Но вот Катурикс Мерил шагами Мозаичный пол Амфитеатра Словно загнанный зверь Стычки между орденами Были вполне обычным делом В конце концов Воинам требовалось Дать выход Своей агрессивности Требовалось Оттачивать мастерство И поддерживать Боевой дух Необходимый Для управления Божественными машинами Но в последнее время Стычки грозили Перерасти В открытые военные действия Откровенная наглость Нападения На термоядерный реактор И Плувиена Максимала В патере Улиса Вызвало негодование Во всем марсианском сообществе Хотя Кавалерио Считал ошибочным Назвать сообществом Столь подверженную Зависти Подозрительности И ограниченности Организацию Как механикум Он провел рукой По своему безволосому черепу С имплантированными Разъемами На затылке Благодаря которым Мог управлять Могучими машинами Легио Тимпестус Похожие разъемы Имелись и в его спине А в подошвы ног И внутреннюю сторону Каждой ладони Были вживлены Тактильные рецепторы Позволяющие Ощущать стальной корпус Титана Как свое собственное тело Кавалерио Был худым И жилистым И форменная одежда Когда-то превосходно Облегавшая Его пропорциональную фигуру Теперь сильно обвисла В результате Изматывающей работы На линейном Титане Класса владыка войны Что шла в ущерб Занятиям в спортзале Он взглянул на могучую громаду Деус Темпестус И вдруг ощутил Непреодолимое желание Подняться в кабину Своей великолепной машины Викторикс Магна Обращенное к нему сверху Блистающее лицо Древнего механического бога войны Являлось кавалерио Во сне каждую ночь В этих сновидениях Деус Темпестус Шествовал по засыпанным пеплам Красным равнинам Марса В своем последнем марше И откликался на каждое его движение С непринужденностью Старого друга Который издавна Сражался с ним Плечом к плечу Каждый раз после этого Кавалерио просыпался И поняв, что больше не сможет уснуть Бродил по пустынным И темным ангарам Аскрийской горы Казармы пустовали с тех пор Как большая часть легиона Присоединилась К экспедиционной флотилии воителя Которая продолжала Изгонять врагов императора Приводя под крыло империума Последние миры галактики Блуждание неизменно Приводило его в палату первых Где он встречал рассвет В тени колоссальной боевой машины Чье оружие давно замолкло А боевые стяги Лишь едва колыхались От проникающего сверху ветра Боевые братья Кавалерио Сражались под командованием Лорда Жилимана И для прославленного легиона Невозможно было выбрать Лучшего лидера Сам Кавалерио И еще несколько боевых титанов Возвратились на Марс Для ремонта После кампании Против зеленокожих В двойном скоплении Псилоид И вскоре вновь Отправятся в бой Чтобы утвердить Право человечества Властвовать во вселенной Кавалерио С нетерпением ждал Этого дня Поскольку жизнь Вне рубки титана Казалась ущербной Ему не хватало Полноты ощущений Физические впечатления От окружающего мира Не прошедшие Через фильтры Мультисвязи Его линейного титана Были тусклыми И невыразительными Момент объединения С машиной Доставлял боль Словно титан Мстил за часы Проведенные вдали От своего командира И для владения Сердцем могучей машины Требовалось некоторое время Но когда союз Восстанавливался Каким божественным Было это ощущение Господства На поле сражения Каким упоительным Было ощущение Власти над грозной Разрушительной Мощью машины Разделение Проходило не менее Болезненно Отчаянно рвущийся В бой титан Не желал расставаться С командиром И жестоко наказывал Разлуки сопутствовали Мучительные ощущения Во всех костях Пульсирующие головные боли И нарушение координации И с каждым разом Становилось все хуже До сих пор Кавалерио еще сохранял Человеческий облик И мог передвигаться Самостоятельно Но он сознавал Что рано или поздно Потребуется проводить Большую часть времени В капсуле С амниотической жидкостью Эта перспектива Его пугала Но вот в амфитеатре Внизу возникло Какое-то движение По палате первых Пронеслись взволнованные Возгласы И Кавалерио Отогнал свои страхи Глянув с галереи вниз Он увидел Как в зал решительный И целеустремленный поступью Входят два воина В темных плащах И шлемах в виде Скалящихся черепов Легио Мортис Прибыли Вы отрицаете Что ваш орден Принимал участие В нападении На ядерный реактор Адепта Максимала Резко спросил Лорд-командор Катурикс Что машины Легио Мортис Намеренно разрушили Произведение технологии И подвергли опасности Жизнь воинов Рыцарей Тараниса Конечно отрицаю Бросил в ответ Принц Скамал Не скрывая Своего презрения Ни к обвинению Ни к тому Кто их высказал Несмотря на предостережения Высказанные вертикордой В самом начале собрания Катурикс Не стал тратить время На формальные приветствия В адрес старшего Принцепса Легио Мортис А почти открыто Обвинил его воинов Во взрыве реактора Кавалерио заметил Как молодой командор Возможно Самый молодой В истории рыцарей Тараниса Презрительно фыркнул Явно не доверяя Словам Принцепса Камула Он смотрел Как Катурсис Кружит по залу Словно почуявшая Кровь акула И не мог не восхищаться Его решимостью По отношению К старшему принцепсу Многих людей Отправляли в сервитеры Из-за меньшие Прегрешения Пренебрежительное Отношение Легио Мортис К рыцарскому ордену Было всем давно известно Как было известно И их нежелание Делить с кем-либо Влияние в области Форсида Где на Павлинии горе Стояла их крепость В случае уничтожения Кузницы Адепта Максимала Многим из местных Воинских орденов Нелегко будет выжить И тогда Мортис Останется бесспорным Повелителем Форсиды Одного из самых богатых И производительных Легионов Марса Всего этого Было достаточно Чтобы подозрения Пали на Легио Мортис Но слишком мало Чтобы предъявить Обвинения Мортис и Тимпестус Давно соперничали Друг с другом Добиваясь Неограниченного Влияния в Форсиде Но на основании Данных разногласий Нельзя обвинять Камула И его легион В новых зверствах Рослый и крупный Камул На первый взгляд Мог быть вождем Кровожадных воинов Одного из Варварских племен Но непоколебимая Вера в свои силы И агрессивность Сделали его Превосходным Командиром Титана Легко справлявшимся С неукротимым Характером машины Черный бронекостюм На нем блестел Словно лакированный А изображение Черепа На широком наплечнике Служило Отличным напоминанием О беспощадности Его прославленного Легиона Я пришел сюда Не для того Чтобы выслушивать Оскорбления Сердито бросил Камул Держи своего щенка На коротком поводке Вертикорда А не то я сам С ним разберусь Вертикорда Неторопливо кивнул Вопрос снят Уважаемые принципсы Катурикс Резко повернулся К своему другу Но суровый взгляд Вертикорды Остановил гневные выражения Готовые сорваться С его губ Это совет А не судилище Или допрос Продолжил Вертикорда И в его голосе Прозвучала властность Выработанная За несколько столетий Командования И мудрость Это свободный дискут Где воины Всех орденов Форсиды Могут обсудить Несчастья Затронувшие наш мир И решить Как справиться с ними Без излишнего Кровопролития Адепту Максималу Был причинен Значительный урон Но мы собрались Не для вынесения Приговора Мы защитники Марса Должны найти способ Предотвратить Такие несчастья В будущем Кавалерио Перевел взгляд На закутанную В одеянии Фигуру Адепта Максимала Он прибыл Почти сразу Вслед за появлением Представителей Легио Мортис И остался в тени Деус Темпестус Словно близость Прекрасной И чтимой машины Придавала ему Уверенности Из-под термоизолирующей Ткани его одежды Вырывались Облачка пара Выпускаемого Системой охлаждения Вращающихся Инфодисков Составляющих Большую часть Широкого Механизированного Тела Адепта Голова Максимала Была заключена В продолговатый Золотой шлем С многочисленными Линзами Телескопических Приборов А поверх одежды Сели связки Экранированных кабелей С галолитическими Пластинами По которым Бежали светящиеся Строчки информации До этого момента Максимал Не произнес ни слова Если не считать Признание Права Вертикорды И Катурикса Вести собрание Пока он предпочитал Просто наблюдать И фиксировать Разворачивающиеся В амфитеатре события Да и как бы Мы смогли это сделать Воскликнул Камул Вы готовы Обвинить Благородных воинов В разбое Вы полагаете Что мы пали так низко Что могли атаковать Владение Столь уважаемого адепта Каким является Адепт Максимал Это немыслимо Кавалерио заметил Как Максимал В ответ на комплимент Камула Слегка наклонил Золотую голову Но слова Камула Звучали слишком запальчиво Чтобы им Можно было доверять При всем его негодовании Нападение на реактор Носило все признаки Действия Легио Мортис Быстрота Жестокость И уничтожение Всех свидетелей Только трое Из рыцарей Тараниса Остались живых Чтобы рассказать О происшествии И все три машины Были сильно повреждены Взрывом реактора Записи камер охраны Уничтожены в огне И единственной уликой Осталось лишь Общее описание машины Которую успел Увидеть Один из выживших рыцарей В любом случае Кавалерио Кавалерио Данное принцессу Кавалерио Кавалерио Разве Разве опрометчиво Клясться в верности Признанному герою Который закончит Начатую работу Потому что императору Некогда Это ты называешь Опрометчивостью Хорус Великолепный воин Согласился Кавалерио Но было бы ошибкой Полагать что Эти армии Принадлежат ему Прежде всего Мы должны сохранять Верность императору И только Слепец не видит Как этот раскол Сказывается на положении Марса О чем ты Кавалерио Спросил Камул Тебе отлично Известно О чем я говорю Никто не упоминает Об этом вслух И нет никаких Письменных свидетельств Но всем нам известно Что черта проведена Раскол между Адептами Марса Становится все более Глубоким И непреодолимым Уже зашевелились Давно погребенная ересь И разгораются Древние распри Уничтожение реактора Адепта Максимала Лишь последний пример Того Как жестокость Поднимается на поверхность И выплескивается На красные пески Разногласия в вере Готовы разорвать Наш мир на части И ради чего Неужели Семантические расхождения В вопросах веры Стоят кровопролития Которое они За собой Неизбежно повлекут Иногда война Необходима Заметил Камул Разве не сказал Примарх Альфарий Что война Служит очищению Галактики Кто знает Ему приписывают Такие слова Но какое отношение Они имеют к Марсу Любая война Здесь будет вестись Не ради очищения А из-за Разногласий в теологии Это проклятие Для Империума И я не стану Участвовать в войне Развязанной Религиозными Безумцами Безумцами Повторил Камул С нескрываемым Негодованием В голосе И ты говоришь Это о старших Адептах Марса Подобные высказывания Не к лицу Уважаемому Принципсу Кавалерий Безумцами Безумцами Повторил Камул Тряхнул головой Ты наивный Глупец Кавалерио То о чем ты толкуешь Началось много веков назад Когда император Впервые прибыл на Марс И подчинил Механикум своей воле Подумай о чем ты говоришь Воскликнул лорд-командор Вертикорда Это измена В палате первых Поднялась Настоящая буря Принципсы Модераторы Техники Рулевые И артиллеристы Разом заговорили Причем Одни осуждали Камула А другие Вертикорду Старший Принципс Легио Мортис Следуя примеру Кавалерио Обратился к ожесточенно Спорящим воинам Друзья мои Мы связаны Обязательствами Перед Терой Но я хотел бы вас спросить Почему так произошло Нам обещали Свободу От любого вмешательства Но где она Эта свобода Все наши начинания Подчинены Воле императора Все кузницы Выполняют его заказы А как насчет Наших желаний Разве Марсу Не было обещано Образование Собственной империи Миры кузницы Созданные в самых Дальних уголках Галактики Давно ждут Объединения с Марсом Но сколько еще Должно пройти времени Чтобы император Признал их волю Я заверяю вас Братья Пока эти миры Остаются под властью Терры Мы не сумеем Их вернуть Камул повернулся И остановил взгляд На фигуре Деус Тимпестус Принцип С кавалерио Прав Только в одном Против надвигающегося Урагана Наш нейтралитет Не выстоит Всем нам Необходимо Сделать выбор И выбирайте Правильную сторону Иначе буря Поглотит даже тебя Повелитель бурь Далее Не отрываясь Рассматривала Лежащий перед ней Сложный план С примечаниями Выполненными Узким готическим шрифтом Что делало чтение Почти невозможным Цифры Уравнения И рукописные знаки Как будто нарочно Затрудняли понимание И без того Запутанных диаграмм И чертежей Да брось ты это Далее Своим обычным Сердитым тоном Воскликнул Зуши Мы уже сто раз Пытались это понять Здесь нет никакого смысла Далее тряхнуло головой Нет Смысл должен быть Надо только отыскать Правильный путь Никакого пути здесь нет Высоким голосом Устало добавила Милицина Неужели ты думаешь Что я не пыталась Разобраться в схеме Похоже Адепт ультерем В своей работе Не пользовался Стандартной методологией Далее Опустила руки На листы Вощеной бумаги С отпечатанной схемой Это конечно Не оригиналы Начерченные Несколько тысяч лет Тому назад А копии Снятые адептами Последних столетий Она прикрыла глаза И глубоко вздохнула Ей следовало бы Давно уже привыкнуть К пораженческому настроению Товарищей по работе Но их ежедневное нытье Начинало ее злить Она вновь сделала Глубокий вдох Чтобы успокоиться И представила Океаны Лаэрана Описываемые Поэтом Эдвинором В его Океанских песнях Которые она копировала Примерно год назад Образ далекой планеты Океана Всегда действовал На нее умиротворяющий А сейчас Она особенно нуждалась в этом Поскольку время Подходило к концу Карель Зета Поприветствовав Далию В своей великолепной Кузнице Развернулась И направилась В жаркую глубину здания Объявив Что Далее Предстоит Пройти испытание Далее Очень не любила Испытания Как только Ей задавали Трудный вопрос Из головы Тотчас Исчезали все мысли А язык Прилипал к гортани Она порой Недоумевала Как ей удалось Дать экзамен На переписчика Сверкающие залы Магмагорода Поражали своими Размерами И функциональностью Плавностью линий И геометрической Точностью отделки Но при всем Стремлении К практичности Эстетика Не была забытой И все механизмы В кузнице Адепта Зеты Были исключительно Красивы В просторных Залах И на рабочих Участках Трудилось множество Младших адептов И рабочих И все они Оказывали Проходящей Правительнице Магмагорода Величайшее Почтение В каждом зале Далию Поджидали новые Чудеса технологий Огромные машины С зубчатыми колесами Окруженные Сверкающими Электрическими Разрядами Пыхтящие поршни Неизвестных двигателей И гигантский цех Где тысячи Техноматов Теснились У бронзовых Рабочих столов Над миниатюрными Устройствами Орудая Тончайшими Серебряными Кронциркулями И тонкими Как иглы Инструментами В конце концов Они вошли в зал Где вдоль всех стен Висели совершенно Незнакомые Далии блестящие Инструменты И приспособления У дальней стены Зала стоял Высокий шкаф С бумагами А стол в центре Окружали Четыре человека В робах В процессе знакомства Каждый из них Кивал Далии И пожимал ей руку Первой была Представлена Милицина Высокая Симпатичная Женщина Средних лет С американского Континента С гладкой С муглой кожей И металлической Аугметической Пластиной Заменявшей Левую половину Лица Она холодно Кивнула И кинула Далию С головы до ног Взглядом Профессионального Аналитика Следующим Был невысокий Темнокожий Парень По имени Зуши Из района Известного Под названием Индонезийский блок Его рукопожатие Оказалось Чрезвычайно Коротким И приветственный Кивок Наводил на мысль О неискренности Даля И сама Не отличалась Большим ростом Но даже Она возвышалась Над коротышкой Зуши Она прикинула Что в нем Не было метра После Зуши Настала очередь Северины Выглядевшей Как типичная Учительница Ее темные волосы Были стянуты На затылке В тугой пучок А бледное лицо Казалось Расколется Если губы Допустят Хоть намек На улыбку Последним Представился Улыбчивый Молодой человек Назвавшийся Какстоном Он был всего На год Или два Старше Дали Обладал Мальчишеской физиономией И выбритой Танзурой В неправдоподобно Черных волосах Его открытое лицо Единственное Из всех Показалось Дали искренним А судя по акценту Парень происходил Примерно из тех же Краев Что и она сама Возможно С восточного Склона Урала Покончив С представлениями Адепт Дзета Достала из шкафа Несколько листов Квощенной бумаги И разложила их На рабочем столе В центре зала Это Объявила она Один из последних Нереализованных Замыслов Адепта Ультерема Создателя установки Сокрушитель Сигма-фи Имеющиеся ссылки Характеризуют Это устройство Как усилитель Тета-волн Предназначенный Для стимуляции Долговременной Потенции Человеческого Организма Схемы были Добросовестно Скопированы Техноархивистами И Плувиена Максимала Продолжила она Игнорируя Смущенные взгляды Работников С фрагментов Записей Обнаруженных В гробнице Адепта Ультерема Под куполом Зефирия А вам предстоит Его построить Вам предоставляются Рабочее место Инструменты Материалы И сервитеры Для грубой работы Через 7 ротаций Вы должны Продемонстрировать Работающий прототип После этого Адепт Зета Развернулась Взмахнув полами Бронзового плаща И вышла Оставив их В рабочем зале Весь первый день Они старались Выяснить Для чего же Предназначено Это устройство Что оказалось Не так-то просто Поскольку Переписчики Педантично Переносили И орфографические Ошибки И поправки И все рабочие Исправления И зачеркивания Ультерима Некоторые подробности Касательно функции Устройства Удалось извлечь Из небрежных Рисунков И черновых диаграмм Которыми Изобиловали листы Но даже Определение Требований Которым должно Было соответствовать Неизвестное устройство Оказалось Нелегким процессом В их группе Быстро установилась Неофициальная Иерархия Зуши и Какстон Как правило Обращались За советом К милицине А та В свою очередь Оглядывалась На Северину Далее Быстро влилась В группу Как только В одиночку Сумела расшифровать Заметки и диаграммы Из которых Стало понятно Назначение прибора Эта машина Для усиления Взаимодействия Между нейронами мозга Объявила Далее После того Как в течение Мучительного часа Распутывала строчки Небрежно Нацарапанных Примечаний Согласно Этим заметкам Ультерим Был уверен Что основу Формирования памяти И способности К обучению Составляет процесс Называемый Долговременной Потенциации Похоже Что этот процесс Проходит На клеточном уровне Когда тело Стимулирует Для выработки Новых белков Помогающих Усваивать информацию На новом Более высоком уровне И как она это делает Спросила Северина Отрываясь От копирования Коммутационных схем И карт Синаптических потоков Исходя из этой Молекулярной формулы Можно сделать вывод Что устройство Помогает процессу Синтетической Трансмиссии Пояснила далее Скользнув Взглядом По рисункам Этот волновой генератор Увеличивает способность Двух нейронов Предсинаптического И постсинаптического Взаимодействию Друг с другом Через синапс Пальчики далее Скользили по схеме Взгляд быстро Перемещался Со схем на столе К ее собственным Заметкам Слова звучали так Словно всплывали Из потаенных Глубин памяти А изумленных Взглядов товарищей Она просто не замечала Молекулы Нейротрансмиттера Поступают на поверхностные Рецепторы Постсинаптической клетки Устройство Если оно активно Улучшает чувствительность Этой клетки Путем усиления Активности И числа рецепторов Да Но что все это означает Спросил Какстон Разве непонятно Воскликнула далее Поднимая взгляд От стола Всеобщее молчание Подсказало ей Что друзья Не уловили смысла В объяснениях Она постучала Пальцами По вощенной бумаге Устройство Предназначено Для мощнейшего Усиления Способности человека Обращаться К тем участкам мозга Которые почти Никогда не используются Тем самым Увеличивая Возможность Усваивать И накапливать Информацию До таких пределов Какие ранее Были недостижимы Но оно не работает Заметил Какстон Пока не работает Согласилась далее Но я думаю Что знаю Как заставить Его работать Ты полагаешь Она права? Спросил Иплувен Максимал Наблюдая Через гололитический Проектор Далию Объясняющий Принцип работы Изобретение Ультерима Она сможет Добиться успеха Никому не удалось Это сделать За несколько тысячелетий А ты надеешься Что она справится За семь ротаций Кориэль Зетта Не сразу Ответила Своему собрату Адепту Она помедлила Позволяя Струям Прохладного воздуха От его Постоянно действующей Системы Кондиционирования Коснуться Тех немногих Участков Своей органической Плоти Что еще Были открыты Внешнему миру Слова Максимала Синтезировались Механическим устройством Но адепт Лунквист Создал Такой голосовой Аппарат Что его звук Невозможно было Отличить От голоса человека Учитывая Степень механизации Организма И плувиена Максимала Подобное притворство Смешило Зетту Но у каждого адепта Имелись свои слабости И она подозревала Что ее собственные Пристрастия Могли кому-то Показаться Не менее забавными Я верю Что она на это Способна Заговорила Зетта Ее голос До сих пор Формировался Человеческими Связками Но из-за маски На лице Звучал гулко И невыразительно Зетта Отвыкла Пользоваться Этим органом Но без возражений Потакала Мелким слабостям Максимала Ты же видел схему Реализованную Ею на Терри Как бы она могла Это сделать Если бы не обладала Бессознательной связью С Акашей Слепая удача Предположил Максимал Из миллиона сервиторов Собирающих миллион схем Один может случайно Получить неожиданный результат Вспомнил Общеизвестную истину Усмехнулась Зетта Ты сам понимаешь Что это невозможно Разве Я сам видел Как несколько моих сервиторов Выполняли работы Не заложенные В их диски Хотя должен признать Сервиторы у меня Работают не так эффективно Как мне хотелось бы Только потому Что Лукохром Предпочел тебе Адептер Авошоля Но сейчас Это несущественно Заметила Зетта Недовольная тем Что ее собеседник Попытался сменить тему Далее Кефера Способна на прорыв В логике А если ей попадается Прореха В технологическом процессе Она отыскивает Рабочую замену И ты уверена Что это происходит Благодаря органической Структуре ее мозга Настроенной На восприятие Акаши После того Как я устранила Другие факторы Которые могли бы Повлиять на ее Понимание технологии Это объяснение Осталось единственно Приемлемым Ответила Зетта Она сама этого Не знает Но бессознательно Черпает из источников Всех знаний И опыта Заключенного в Акаше И зашифрованного в эфире И под эфиром Ты подразумеваешь варп Да Так почему бы Так прямо и не сказать Ты сам знаешь почему Предостерегла его Зетта Одно это упоминание Грозит немалой опасностью И я не желаю Чтобы любопытствующие Неправильно поняли То что мы пытаемся сделать По крайней мере До того Как мы полностью Освоим процесс Чтобы заглянуть В записи Акаши И узнать то Что было известно Нашим древним предшественникам Лишенным предрассудков И суеверий Источник всех знаний Вздохнул Максимал И Зета улыбнулась Под своей маской Всепоглощающая Жертвознаний Адепта Максимала Помогала ей рассеять Любые сомнения Относительно этой работы Да это так Подтвердила она Снова закидывая приманку История космоса И каждая частица информации Которая когда-либо Существовала И будет существовать Если она сумеет Изготовить это устройство Мы сможем раскрыть Полный потенциал Великого чтеца Я тоже на это надеюсь Сказала Зета Она провела Золотой рукой По ледяной поверхности Тела Максимала И уловила Слабую вибрацию Инфодисков Вертящихся в его корпусе Словно в предвкушении Познания сокровенных Тайн Вселенной Если она сумеет Изготовить устройство Ультерема Можно будет улучшить Мозг Эмпата До такой степени Что он будет способен Принимать информацию Запечатанную в эфире Тогда мы будем знать все Да Эмпат Протянул Максимал Меня смущает Необходимость Прибегать к помощи Псайкера Если уж Далее Кефера Обладает связью с эфиром Почему бы просто Не использовать ее В качестве проводника Зета покачала головой Продолжительный контакт Эфиром Неизбежно ведет Гибели проводника Псайкеров Можно набрать Сколько угодно А далее Кефера Единственное В своем роде Я не могу Так расточительно Использовать Ценный источник Такой ответ Похоже Удовлетворил Максимала Мы затеяли Великое дело Сказал он Но если о нем Узнают Найдутся такие Кто захочет Нас остановить Значит Надо позаботиться О том Чтобы никто Ничего не узнал Конечно Кивнул Максимал Но я уже заметил Что генерал-фабрикатор И его дружки Проявляют Повышенный интерес К твоей кузнице Информация Передается По воздуху А блоки данных Все равно Что трупы Сложно спрятать Ты блестяще Разбираешься В технологиях Но из-за Открытой неприязни Келбор-Халу У тебя почти Нет союзников Постарайся Не нажить Новых врагов И не привлечь К себе Нежелательного Внимания Это может Нам дорого Обойтись Ты говоришь Об уничтожении Твоего реактора И об этом тоже Ответил Максимал Поглядывая На гололитическое Изображение Зала Где далее Раздавала задания Своим товарищам По работе Принцепс Камул На совете Форсиды Заявил О своей непричастности К нападению И как это ни странно Я ему верю Вот как Насколько мне известно Воины Мортис Открыто призывают К вооруженному Столкновению Между группировками Верно И уничтожение Моего реактора Могло бы стать Первым шагом К ослаблению Их самого сильного Противника Легио Тимпестус Магмагород Покроет эту недостачу То же самое Я сказал Принцепсу Кавалерио Сообщил Максимал Но нам Обоим известно Что это лишь Временное решение Мортис И Тимпестус Издавна враждуют Между собой И после уничтожения Реактора Наши союзники Станут слабее И почему же Тогда ты поверил В непричастность Легио Мортис Максимал вздохнул Еще одно Притворство Поскольку у него Отсутствовали легкие И вокруг него Расползлось Облако белого тумана Камул Он знал Что мы ничего не докажем Потому что Доказывать нечего Он мог участвовать В планировании атаки Но я уверен Что ни одна из машин Мортис Не была задействована В нападении Кто же это сделал Я думаю За нападением Стоит Хром Хром Только потому Что ты его недолюбливаешь Я его терпеть не могу Это правда Но есть и другие причины Ответил Максимал Превосходно имитируя Заговорщицкие модуляции В голосе Ходят слухи Что в его кузнице Ведутся эксперименты По оснащению машин Искусственным интеллектом Слухи Что это за слухи Мне об этом ничего не известно Как и многим другим Сухо заметил Максимал Но от моих сборщиков информации Мало что может укрыться Прошел слушок Что Хром Уже построил такую машину И вроде бы Она соответствует Описанию Составленному Наездником рыцаря Видевшим Как машина Разрушала мой реактор Зетта покачала головой Если Хром Действительно Создал такую машину Было бы глупо С его стороны Позволить ее уничтожить Вполне вероятно Что она не уничтожена Сказал Максимал Если машина скрылась В пепельных пустынях Мы не отыщем ее И за сотни лет В голосе Максимала Зетта уловила Некоторое замешательство Словно ему были известны И другие факты Но он не решался О них рассказать Есть что-то еще Построивший пирамиду Построивший пирамиду Завият-эль-Арьян Хотя в нескольких Сохранившихся записях Жрецов Его имя превратилось В Хаба Что может означать Либо династические проблемы Либо неспособность Переписчика Расшифровать полное имя В старинных рукописях И к чему это все Вопрос чисто Академический Признал Максимал Но вот что интересно В тех же записях Имеются намеки на то Что Хаба Могло быть одним Из имен царя Гора Царь Гор Кто это? Спросила Зетта Зная как Максимал Любит демонстрировать Свои обширные знания Древнейшей истории Цари Гипта Частенько выбирали себе имена Символизирующие Их абсолютную мирскую власть И божественную силу Лежащую в основе их правления Зетта услышала Жужжание инфодисков И поняла Что Максимал Запрашивает Следующую порцию информации Как правило Это имя высекалось На фасаде дворца Рядом с изображением Бога Гора Или как стали Произносить позже Хоруса Бога Хоруса? Да Это древнее имя Подтвердил Максимал Это бог неба Солнца И конечно войны Древние египтяне Очень любили воевать И что же символизирует Это имя Гора Или Хоруса? Невольно заинтересовалась Зетта Никто точно не знает Но можно предположить Что Каба Был земным воплощением Гора Исполнителем его воли Если угодно Так ты полагаешь Что эта машина Чем бы она ни была Создана для Хоруса Луперкаля? Такой вывод Вполне логичен Особенно если учесть Что Хром пользуется Благосклонностью Генерал-фабрикатора А к чему голосу Прислушивается Кельбор Хал Всем давно известно Я что-то слышал Об этом Но не могу поверить Чтобы Кельбор Хал Ставил волю воителя Выше воли императора Не веришь? Я слышал Что в Солнечную систему С посланиями От 63-й экспедиционной флотилии Недавно вернулся Регул И первым портом Стал Марс А не Тера Это еще ничего не доказывает Возразил Азетта Регул Адепт-механикум И за его остановкой На Марсе Могут и не скрываться Никакие тайные мотивы Возможно и нет Согласился Максимал Но когда это было Чтобы эмиссар флота Рапортовал Марсу раньше Чем Сигелиту Терры 1.04 Если бы хоть какая-то часть сетей Отвечающих за химические И нейрологические реакции В том малом количестве Органического вещества Что еще осталось в мозгу Кельбор Хала Еще способна была Полностью генерировать эмоции Он без сомнений Нашел бы восхитительный вид Заполяризованным стеклом Купола Венчавшего его кузницу Но у Кельбор Хала Таким было когда-то Его человеческое имя В эти дни Почти не осталось Других эмоциональных Откликов Кроме сильного гнева И разочарования Далеко внизу Насколько хватало глаз Простирался Кузничный комплекс Горы Олимп Тысячи квадратных километров Поверхности Марса Занятых высокими Зданиями фабрик Очистительными заводами Рабочими поселками Механическими мастерскими И сборочными цехами Гигантский заводской улей Стал домом Для миллиардов Преданных техножрецов Амнисии Величайшего И могущественного божества Управлявшего Каждым аспектом Жизни на Марсе Начиная с последнего резервиста Сил планетарной обороны И заканчивая Всевластными Магистрами кузнец На общем фоне Заметно выделялся Храм всех знаний Высокая пирамида Из розового И черного мрамора Увенчанная куполом Из блестящего Голубого камня И целым лесом Металлических шпилей Которые пронзали небо И выбрасывали в атмосферу Облака ядовитых газов Распахнутые ворота У основания здания Обрамляли Огромные пилястры Мрамор был испещрен Миллионами математических формул И доказательств Многие из которых Разрабатывал сам Кельбор Хал Кузница горы Олимп Превосходила размерами И численностью рабочих Обширные цехи Мондус Гамма Урцы Злобного Где изготовлялись Бесчисленные комплекты Доспехов И оружия Для легионов Астартес Участвовавших В Великом Крестовом Походе И была скорее не комплексом А целым регионом Генерал-фабрикатор знал Что он может гордиться Своими достижениями Поскольку разработал Больше технологических процессов Чем любой из его предшественников И добился самого большого Увеличения квот Выпускаемой продукции За всю долгую историю Механику Но гордость Как и все остальные чувства Испарилась Как только Органический кагитатор Когда-то заполнявший Его череп Был заменен Синтетическими синапсами И высокоэффективными проводниками Обеспечивающими Логическое мышление Генерал-фабрикатор Был аугментирован Более чем на 80% И от естественной плоти Полученной при рождении Почти ничего не осталось Пока в голове Функционировал орган Из живой плоти Кельбор Хал Ощущал Как с каждым мгновением Отмирает еще одна Биологическая часть Как с каждым тиканьем Неутомимых часов Приближается его смерть А вместе с ней И утрата всех Накопленных за столетия знаний Нет Лучше уж совсем Избавиться от плоти И сопутствующих ей сомнений Далеко внизу На аллее Амнисии Двигались тысячи рабочих Мириады подошв Уже выбили В каменной мостовой Глубокие борозды Широкую улицу Обрамлял ряд боевых титанов Их величие и мощь Напоминали обитателям города Хотя они вряд ли Нуждались в напоминании Об их месте в уравнении Описывающем работу Марса По обеим сторонам дороги Выселись монолитные здания Заводы Храма машин Техночасовни Усыпальницы двигателей Посвященные прославлению И почитанию амнисии В небе над вулканом Парили огромные корабли Молельни Из покрытых золотом цепелинов Через бронзовые Громкоговорители Транслировались Бесконечные потоки Бинарного наречия Языка машин Следом за цепелинами Словно косяки мелкой рыбы Летали стайки Дронов черепов За которыми тянулись ленты Пожелтевших пергаментов Все с тем же бинарным кодом Люди внизу Могут надеяться Привлечь своими молитвами Внимание бога машин И получить от него Различные благодеяния Для многих из них Амнисия Существо вполне реальное Золотая фигура Что ступила на поверхность Марста Два столетия назад Ложный бог Обманчивыми речами Подчинивший Марсианское жречество Своей воле Генерал-фабрикатор Оторвался от созерцания Своих владений Уловив мелодичную трель Бинарного наречия Исходящего От стоящего неподалеку Чернокожего автоматона Назвать гениальное Произведение роботом Было бы слишком грубо Это атлетически Сложенное создание Было подарком Луки Хрома Скрепившим Их договор Если облечь Автоматона В кожаный покров Его будет невозможно Отличить от человека Только Хром Обладал гениальным Даром Создавать из металла И пластика Автоматические устройства Которые были способны Посрамить Творца человечества Если бы он только Существовал На первый взгляд Автоматон Казался невооруженным Но в его пальцы Были встроены Многочисленные Наперстные лазеры А из каждой выпуклости Его фигуры В любой момент Могли вылететь Силовые клинки Автоматон Предупреждал владельца О приближении Живых существ И генерал-фабрикатор Повернулся Окаемленному бронзой Люку в полу комнаты Светлая Прорезиненная маска Которую он надевал Для общения Со своими подчиненными Быстро скользнула На механизированное лицо В котором уже много лет Не было ничего человеческого С негромким шипением Пневмопривода Из люка поднялся Широкий диск Из серебристого металла С бронзовыми И стальными поручнями На поверхности диска Стояли четыре фигуры Три в одеянии адептов Механику И один в темном Отделанном мехом Плаще посла Контакты на изнаночной Стороне маски Соединились с разъемами Механического лица Кельборхала И в результате возникло Выражение Соответствующее Человеческому радушию Друзья адепты Добро пожаловать В мою кузницу Произнес он Плавную фразу В бинарном коде Посол Мельгатор В темном плаще Сошел с транспортного диска И приветствовал Генерал-фабрикатора Почтительным наклоном головы Мельгатор Был нередким гостем здесь И хотя служебный долг Заставлял его Разъезжать по всему Марсу Посол всегда возвращался Кельборхалу Чтобы доложить Об интригах И настроениях Марсианских адептов Его лицо Если не считать Гофрированных кабелей Спускавшихся С продолговатого черепа Было отвратительно натуральным С бледной матовой кожей И мрачными Темными глазами Рептилии Мельгатор Пожертвовал Возможностью Дальнейшей аугментации Поскольку Обязанности посла Частенько требовали Его присутствия В позолоченных залах Терры А состоящие Из плоти и крови Правители Империума Относились К приверженцам Бога Машин С глупой брезгливостью Считая их Чуть ли не ксеносами Позади Мельгатора Остановились Двое самых верных Последователей Кельборхала Во всем Подчиняющихся Его воли И пересегнувших На верность Мощью своих кузнец Адепт Лука Хром И Адепт Урцы Злобной Из них двоих Хром был более рослым И темно-красная Мантия Адепта Почти не скрывала Многочисленных Механических приспособлений Которыми он был благословлен Ребристые трубки И кабели Обивая конечности Исчезали В свистящем Силовом агрегате Который топорщился За его спиной Словно сложенные крылья Человеческое лицо Хрома Давно уже уступило Место железной маске Выполненной в виде Оскалившегося черепа Между челюстями Свешивались наружу провода А глазницы Мерцали красными огнями Магистр Адепт Урцы Злобной Предпочитал для лицевой маски Темную бронзу И три зеленых Аугметических глаз Вставленных в металл Освещали внутренность Его красного капюшона Красное одеяние Магистра Мондус Гамма Изготовленное Из вулканизированной резины Отличалось большим весом И практически Неограниченной Долговечностью На спине у него Был закреплен Огромный силовой агрегат Поддерживающий Массивную фигуру на весу При помощи Ограниченных полей Автоматические Дистанционные зонды Без конца появлялись И снова исчезали Под складками одежды Но витые кабели Не позволяли им Удаляться от своего хозяина Кузницы Кельборхала Урцы и Хрома В знак доброй воли Были объединены Между собой силовыми сетями И потоки мощности Распределялись Без всякого учета Большая часть энергии Безусловно потреблялась Кузничными комплексами Кельборхала Но оспаривать Эту привилегию Марса Никто не собирался Последний из посетителей Присоединившийся Генерал-фабрикатору В его святилище Уже давно не ступал На поверхность Марса Этот адепт Долгое время Сопровождал 63-ю экспедиционную Флотилию В самых далеких Уголках галактики А свою кузницу И остальные владения Передал в управление Кельборхалу Его темно-красное Одеяние Скрывало почти все Что под ним находилось Хотя Кельборхал Знал Что в посетителе Не осталось Почти ничего человеческого Этот адепт Носил имя Регул Достойный сын Марса Вернулся на красную планету С новостями О компании воители Генерал-фабрикатор Произнес Регул И поклонился Со звонким щелчком Воспроизведя знак Механику Едва высунув Из-под мантии Металлические пальцы Я с радостью Ощущаю потоки энергии Твоей кузницы В своих конечностях И главном двигателе Моего тела Энергия Вырабатываемая Не на Марсе Пуста И не содержит Жизненной силы Она работает Но не дарует Наслаждения Каждый раз Когда я возвращаюсь К источникам силы И знаний Марса Я вспоминаю Насколько беднее Силовые потоки Получаемые Вне нашего мира Твой визит Честь для моей кузницы Ответил Кельбор Хал На комплимент Хром Злобный Вы всегда будете Для меня желанными гостями Добавил он Поворачиваясь К двум адептам Те ничего не ответили Знаю Что генерал-фабрикатор Способен распознать Их признательность В самых легких Флюктуациях Электромагнитных полей Какие новости от воителя Спросил Кельбор Хал Во время редких встреч С представителями Терры Генерал-фабрикатор Чтобы перейти к сути дела Был вынужден Терпеть их склонность К ненужному многословию К соблюдению протоколов И нерациональным беседам В общении с адептами Механикум Подобные излишества Не требовались Весь разговор проходил На плавном наречии Лингва Технес А в этом языке Не было места Неопределенности И неоднозначности выражений С тех пор Как император Покинул экспедиционные силы Произошло много событий Сказал Регул Старые связи разрушаются И из тьмы поднимаются новые силы Предлагая помощь тем Кто обладает даром предвидения Чтобы к ним прислушаться Одной из таких личностей Является Хорус Луперкаль И он заверяет механикум В своей дружбе Речевые центры Кельбор Хала Сразу же распознали Суть сообщения Регула И хотя эмоции Были им давно Отброшены Как бесполезные предатки Давнее раздражение Сплыло на поверхность Напомнив О последствиях сделки Заключенной с правителем Терры Я слышал эти слова и раньше Сказал он Только Вертикорда Привел императора В мою кузницу И я был вынужден Преклонить перед ним колени Властитель невежественных Племен Терры Предлагал нам Наравне с ним Участвовать в великом Крестовом походе И где теперь Это хваленое равенство Мы работаем Чтобы обеспечить Его армию Орудиями войны Но за свои труды Не получаем ничего Кроме пустых речей Хорус Луперкаль Обладает даром предвидения Но что он предлагает нам Он предлагает вот это Ответил Регул Из-за спины Поднялась одна Из его посеребренных рук Державшая инфодиск Сверкающий серебром Золотом Регул Перехватил протянутый диск Своей основной рукой И подал генерал-фабрикатору В мире под названием Аурей Легион воителя Обнаружил и разгромил Вражеское сообщество Называющее себя Технократией Его воины Имели странное сходство Со Стартес И воитель понял Что противник Имел доступ К действующей технологии СШК Стандартные шаблонные Конструкции Воскликнул Урцы Злобный Не в силах скрыть Вожделение в голосе Кельбор Халл знал Что и Хром И Злобный Сохранили некоторые Не самые приятные Человеческие черты Алчность Амбиции И многое другое Подобные мотивы Могли бы показаться Омерзительными И недопустимыми Со стороны старших адептов Но приносили пользу Когда требовалось Заручиться их поддержкой Эти технократы Имели доступ К действующей СШК Настаивал Злобный И ни одной Не без некоторой Мелодраматичности Ответил Регул К двум К двум Переспросил Хром Подобных находок Не было уже 119 лет А что у них были За СШК Одна для создания Неизвестной нам модели Боевой брони Астартес А вторая для производства Солнечных генераторов Достаточно мощных Чтобы обеспечить Энергией Кузнечный комплекс Типа Эпсилон-5 К сожалению Обе машины Были уничтожены Лидерами технократии Раньше Чем до них Добрались имперские войска Кельбор Хау Заметил Алчные взгляды Хрома и Злобного Устремленные на диск В котором Содержались Сведения СШК Более ценные Чем обе их кузницы Вместе взятые На диске Хранились схемы Великолепных машин Которые могли Производить все Чего не пожелал бы Управляющий имя Оператор Подобные машины Позволили человечеству Освоить обширные Просторы галактики Но затем Опустилась Древняя ночь И люди едва не исчезли В страшном вихре Обнаружение Действующей СШК Оставалось Величайшей мечтой Механику Но обладание Детальными схемами Созданными Самой машиной Было ничуть не хуже По беспорядочным Колебаниям Электромагнитных полей Обоих адептов Кельбор Хау Догадался Как сильно им хочется Вырвать Инфодиск Из рук Регула Хорус Луперкаль Посылает вам Этот дар Вместе с Торжественным Обещанием Союза С духовенством Марса Союза равных А не слуги и господина Кельбор Хау Принял диск И с удивлением Ощутил трепет волнения При одной мысли Об информации Которую он может Из него извлечь Эта тонкая пластинка Хрупкая И незначительная На вид Могла вместить В сотни раз Больше того Что было написано На Терре За всю историю Ее существования Как только Металлические пальцы Коснулись диска Потоки электронов Начали выдавать информацию И Кельбор Хау Убедился Что Регул Его не обманул Ранее Не менее ценных сведений Развязывались Опустошительные войны И в поисках Хотя бы десятой доли Этих схем Погибли миллионы смельчаков В древние времена Механиком Объявил войну Племенам Терры И отправил В родной мир человечества Военную экспедицию С целью захватить Заброшенное хранилище Древних цитаделей И вырвать секреты Третьей планеты Из рук тех Кто о них даже не подозревал Не говоря уже о том Чтобы использовать Но на остатках Древней ночи Император уже построил Свой мир И не желая ничем делиться Разгромил марсианские отряды И прогнал их обратно На Красную планету А потом И сам явился туда В облике амнисии И миротворца За плечами миротворца Стояла огромная армия Предложенный мир Был иллюзией Уловкой Преукрашающей Мрачную истину Император Одной рукой Предлагал мир А в другой Держал за спиной кинжал В сущности Это было не предложение мира А настоящий ультиматум Присоединитесь ко мне Или я силой Возьму у вас все Что мне надо Поставленный перед выбором Который выбором По сути не являлся Кельбор Хал Сумел лишь Обусловить автономию И Марс стал Вассальной планетой Терры Да, это ценный подарок Произнес генерал-фабрикатор Он дан безвозмездно Регул слегка склонил голову Мой господин Ты, как и всегда Проникаешь в суть вещей С точностью лазера Нет, подобные дары Не даются безвозмездно За них требуется Уплатить определенную цену Уплатить Воскликнул Хром И возмущенно сверкнул глазами Воитель желает Получить от нас Что-то еще Мы и так предоставили В его распоряжение Всю мощь наших кузнец Ты хочешь расторгнуть Договор с воителем? Спросил Регул Нам всем известно Что от нас Требуются немалые усилия Но вопрос в том Как мы относимся К этим требованиям Большая награда Ожидает тех Кто готов на больший риск Кельбор Хал Кивнул И на его бледной маске Появилось Беспристрастное выражение Заявляю Регул прав Мы зашли слишком далеко Чтобы отказаться Платить за подобные вещи Мы Как и наши союзники Уже наносим удары тем Кто не хочет понять Что истинный властитель Человечества Это Хорус Луперкаль Дело сделано Вступил в разговор Адепт злобный Наши планы Начали воплощаться Мы зашли слишком далеко И слишком сильно Себя скомпрометировали Чтобы теперь бояться Обжечься Уничтожение термоядерного реактора Максимала Смерть адептера Вашоля Неужели Все это было напрасно Под натиском С двух сторон Хром склонил голову Ну ладно А чего требует От нас воитель Наши гарантии Что в случае драки Мы удержим Марс Под жестким контролем Любые противостоящие Нам группировки Должны быть подавлены Чтобы воитель Мог продолжать борьбу Не опасаясь Контратаки Все приверженцы Теры Должны быть покорены Или уничтожены Раньше Чем силы воителя Достигнут Солнечной системы Он просит немало Регул Заметил Кельбор Хал Не получится ли так Что мы сменим Одного деспота На другого Хорус Луперкаль Обещает вернуть Все прежние величия Империи Марса С легкостью политика Заявил Регул Более того Он клянется Что отзовет Из миров кузнец Все военные силы Не подчиняющиеся механику Посол Мальгатор Шагнул вперед И его темный Кольчужный плащ Зашелестел По гладкому полу Посол редко говорил Когда его мог услышать Кто-то Кроме прямого собеседника И Кельбор Хал С нетерпением Ожидал его слов Прошу меня простить Адепт Регул Заговорил Мальгатор Воитель Будь благословен На его имя Уже немало От нас спотребовал И мы исполняли Его пожелания Боеприпасы И оружие В первую очередь Поставляются его союзникам В ущерб тем Кто не присягнул Ему на верность Теперь он просит Нас о следующих шагах И две схемы СШК Это все Что он дает взамен Что еще он может Предложить В подтверждение Своей дружбы Регул кивнул И Кельбор Хал Понял Что он ожидал Подобного вопроса Заготовленный ответ Прозвучал Из его речевого аппарата Без малейшей задержки Это справедливый вопрос Посол Сказал Регул Хорус Луперкаль Дал мне на него ответ И я надеюсь Что он вас удовлетворит И каков же ответ Спросил злобный Регул Казалось Увеличился в объеме Под своим одеянием Воитель Снимает все ограничения Относительно исследований В области запретных технологий В связи с этим Я привез Протоколы Для снятия замков С хранилища Моравица Повисло тягостное молчание Как будто Предложение было Слишком грандиозным Чтобы оказаться правдой Хранилище Моравица Закрыто на протяжении Уже тысячи лет Прошипел Хром Император заявил Что никогда его не откроет И что нам до того Фыркнул злобный Мы уже вступили В заговор Против императора Так какое значение Имеет еще одно предательство Воитель обладает властью Чтобы открыть подземелье Спросил Мельгатор Он Уполномоченный Представитель императора Заметил Регул То что известно императору Известно и воителю Чтобы открыть хранилище Требуется только Ваше согласие Содействовать Замыслам Хоруса А если мы не согласимся Спросил Кельбор Хал Уже прикидывая в уме Какие сокровища И неведомые технологии Могут скрываться В старинных подземельях Моравиц был одним Из самых одаренных Техноадептов Древней Теры Он сбежал на Марс Чтобы не пасть жертвой Суеверных варваров Из зараженных Радиацией пустынь Пан Пасифика Если вы не согласитесь Я просто сотру Открывающее хранилище Код из своей памяти И оно навсегда Останется запертым Ответил Регул Но как мне кажется Это не потребуется Не так ли? Не потребуется Согласился Кельбор Хал И его бледная маска Изобразила подобие улыбки Нет При такой длине Стержень не может быть Таким тонким Сказала Далия Он расплавится От той температуры Которая по нашим подсчетам Возникнет в кожухе преобразователя Но если увеличить толщину Он не войдет в кожух Возразила Северина Потерев виски ладонями И осторожно опуская Электростилос На планшет Графического ввода данных Он не будет работать Далее Тебе не удастся его подогнать А без этого стержня Преобразователь Невозможно точно закрепить Над нужными точками черепа Пора признать Что этот аппарат Работать не будет Далее Упрямо тряхнула головой Нет Ультерем знал Что делает Иначе Быть не могло Тогда почему нет чертежей Крепления преобразователя Спросила Северина Их нет Потому что устройство Не работает Он не собирался Воплощать этот проект Это просто Теоретические выкладки Я в это не верю Не сдавалась далее Снова обращаясь К схемам устройства Созданным Давным-давно Умершим адептом Она сосредоточилась На планах И диаграммах Которые тщательно Копировала И совершенствовала В течение последних Пяти ротаций Чтобы заполнить Пробелы В имеющейся схеме Они были так близки К цели В центре рабочего зала Предоставленного им Адептом Зеттой Уже обрело Основные очертания Сверкающие серебром Устройство Напоминающее По форме Гравикресло Какстан Лежал под ним На полу Закреплял под спинкой Монтажные платы Азуши Подгонял Магнитные цилиндры Которые должны Защищать Электрические проводки После окончания Внутренних работ Милицина Задумчиво Обходила вокруг устройства Достаточно большого Чтобы вместить Взрослого человека И скрестив руки перед собой Постукивала пальцем По губе Чтобы достичь всего этого Им потребовалось Пять полных ротаций И всего две оставшиеся ротации Отделяли их От громкого триумфа Или постыдного провала Несмотря на холодность И неловкость первой встречи Они работали единой командой Распределяя задания Согласно опыту И навыкам Каждого из участников Зуши Оказался на редкость Талантливым инженером Способным В кратчайшие сроки И с величайшей точностью Сконструировать И изготовить любые детали У Кагстана Обнаружилось Интуитивное понимание Взаимодействия Отдельных частей механизма Что наряду С незаурядной способностью Предвидеть побочные эффекты Малейших изменений схемы Делало его Идеальным кандидатом Для окончательной сборки Северина была Необыкновенным чертежником И только ей удавалось Превратить наброски Далии в точные схемы По которым Можно было Изготовлять детали Милицина Опытный инженер Обладала обширными знаниями Во всех областях Что заполняло пробелы На стыке узких специализаций Ее товарищей А ее организаторские способности Были выше всяких похвал Как только милицина Поняла поразительную способность Далии Деятельность рабочей группы Стала на порядок эффективнее Вопреки ожиданиям Далии Первоначальная холодность Этой женщины Была вызвана Недоверием к существованию Столь редкой способности Как изобретательский дар В сочетании с феноменальной памятью Получив подтверждение Она стала относиться К Далии С большей теплотой После того как Далия Разгадала цель Которую преследовал Ультерем При разработке схем Процесс в их работе Резко ускорился Но возникла проблема Грозящая Развалить весь проект Поддержка преобразователя И соединение его с головой Того Кто сядет в это кресло На первый взгляд Задача казалась До смешного тривиальной Но она ставила Под угрозу создания Всего устройства Слишком тонкий стержень Может расплавиться И тогда нарушится Контакт с мозгом Слишком толстый Не пройдет между тщательно Подогнанными Комплектами деталей И создаст Дополнительную поверхность Что приведет К утечке тока А это нарушит Хрупкий баланс Электромагнитных колебаний Вырабатываемых Мозгом объекта Остановка Из-за такой простой Но фундаментальной Проблемы Вызывала Мучительные разочарования И далее Начинала понимать Почему это устройство До сих пор Так и не было реализовано Северина Огорченно опустила голову На руки А далее Продолжала блуждать Взглядом по чертежам Позволяя линиям и цифрам Заметкам и примечаниям Летать вокруг нее Словно сорванным Бурей листьям Фрагменты схемы Кружились в ее голове Линии беспорядочно Пересекались И каждый поворот Неизбежно затрагивал Следующую часть чертежей Далее ощутила Что ее руки Двигаются над чертежами Потом услышала Скрип пера Хотя и не помнила Как взяла его со стола Но не задумываясь Продолжала что-то рисовать Участок Нереализованной схемы Оставался перед ее Мысленным взором Серым пятном Как будто решение проблемы Скрывала пелена Густого тумана Но как только В голове мелькнула Эта мысль Ей показалось Что подул сильный ветер Облака тумана Стали рассеиваться И в их глубине Замерцали Золотистые огненные линии Эти линии Соединяли Вращающиеся фрагменты Схемы Стали стягивать И все ближе И ближе Соединяя разрозненные части В единое целое Далее охватило беспокойство Она понимала Что стоит на пороге Чего-то важного Усилием воли Она постаралась Открыть сознание Интуитивно понимая Что стоит только Сосредоточиться На какой-то детали И видение пропадет Работа подсознания Очень хрупкий процесс И если его форсировать Связь может оборваться Словно шелковая ниточка Руки далее Продолжали скользить Над листами вощеной бумаги А золотые линии Воображение продолжали сокращаться Наконец Тысячи отдельных элементов Соединились И далее Перестало дышать Все детали Сошлись в одно Безупречное Гармоничное Целое устройство Вот оно Теперь она может Его нарисовать Законченный И совершенный В своей сложности Прибор Им потребуются Новые детали Полностью измененные Схемы И монтажные платы Теперь Даля Отчетливо видела Как они соединяются Друг с другом И как все это Будет работать 23 часа спустя Даля поставила Даля поставила на место Последнюю деталь машины Механизм скользнул В гнездо Со слабым свистком Пневматики Чуть меньше Ротации назад Когда Даля Стряхнула с себя Цепенение И опустила Взгляд на бумагу Она обнаружила Полностью Законченную схему Увиденную Во время полета Воображения Рисунки Безусловно Не отличались Аккуратностью Но даже После беглой проверки Она поняла Что схема Правильная Вскрикнув От радости Даля бросилась К Северине И сбросила Со стола Все предыдущие Чертежи Она не стала Слушать Возмущенных Криков Северины А собрала Всех вокруг Стола И принялась Объяснять Новую схему Первоначальный Скептицизм Сменился Осторожным Оптимизмом А когда все Поняли Значение Новых набросков Товарищи Охватило Радостное Волнение Все разом Закричали Словно Решение Проблемы Все время Было у них Под носом А когда Новое устройство Стало обретать Очертания Посреди Рабочего Зала Даля Осознала Что решение Проблемы И впрямь Все время Было на виду Только никто Этого Не понимал Все они Включая И ее саму Работали в узких Рамках Предписанных Принципами Механикум Согласно догмам Определяющим Любые работы С машинами Все члены Рабочей группы Кроме Далей Имели Вживленную Под кожу кисти Блестящие Электу Подтверждающие Прохождение Базового курса Принципов И членства В культе Механикум Возможно После успешного Завершения Этой работы Она тоже Удостоится Такого же Отличия Хотя именно Отступление От доктрины Принципов Помогло Далей Найти решение Проблемы Это невероятно Выдохнула Северина Словно боясь Поверить в успех Мы сделали это Сказал Зуши Даля сделала это Поправил его Какстон Обнял Далю за плечи И поцеловал в макушку Она решила проблему Которая остальным Оказалась не по зубам Мы все это сделали Возразила Даля Смущенная его похвалой Все мы Я только увидела Как это может работать Я ничего без вас Не сумела бы Без вас всех Но милицина Как всегда Опустила их на землю Еще рано Награждать друг друга Званиями адептов Мы еще не знаем Будет ли машина работать Будет Заявила Даля Я знаю что будет Я верю в это И твоя вера Может заменить Экспериментальные испытания И выдаст точные сведения Чтобы доказать успех Вряд ли Даля засмеялась И отвесила Милицине поклон Конечно же ты права Надо провести испытания И провести всестороннюю диагностику Чтобы удостовериться в успехе Но я знаю Что все пройдет отлично Я тебе верю Милицина Ко всеобщему удивлению Слегка улыбнулась Но нам все равно Придется это сделать Так что я предлагаю На час прерваться А потом вернуться к работе И приступить к испытаниям В этом нет необходимости Раздался властный голос Даля Подпрыгнула от неожиданности И увидела Что у входа в мастерскую Стоит адепт Карриэль Зетта Ее затянутая В бронзовую броню фигура Отбрасывала блики В слабом свете ламп По примеру своих коллег Даля поклонилась А адепт Зетта Сопровождаемая Двумя протекторами В красных робах И с высокими посохами В аугментированных руках Стремительно вошла в зал Даля улыбнулась Узнав в охранниках Ромю 31 Ему Или им Она так и не могла решить Как относиться К их общему имени Зетта обошла вокруг Только что законченного устройства И провела металлическими пальцами По его гладкой Серебристой поверхности Вы заслужили похвалу Отличная работа Она во всех отношениях Превосходит мои ожидания В ее голосе Даля услышала Оттенки благоговения И сдерживаемого желания Словно сооружение машины Было давней мечтой В осуществлении которой Адепт Зетта Боялась поверить Даля подняла голову Адепт Зетта Взяла со стола чертежи Изготовленные Севериной После неожиданных видений Далей И стала сравнивать с теми Что были скопированы С работ Адепта Ультерима Маска не давала возможности Увидеть выражение лица Зетты Но Даля догадалась Что их госпожа Испытывает некоторое замешательство Я понимаю Что устройство Не совсем соответствует Замыслу Адепта Ультерима Заговорила Даля Мне очень жаль Но иначе Мы никак не могли Выполнить работу При звуке ее голоса Зетта подняла голову И положила чертежи Севериной Обратно на стол Конечно не могли Ответила она Я не понимаю Зетта взяла в руки Вощенные листы проекта Ультерима Разорвала их пополам И бросила обрывки на пол Это устройство Неработоспособно Оно никогда не работало И не будет работать Но наш прибор Будет работать Я в этом уверена Ваш будет Далее Со смехом сказала Зетта Ультерим Великий Адепт У него имелось Множество грандиозных Идеи замыслов Идеи лежат В основе всякого прогресса И все первоначально Проявлялось в форме идеи Но сама по себе Идея ничего не стоит Как и машина Идеи требуется энергия Для получения результатов Благодаря идеям Прославились лишь те адепты Кто все свои силы и средства До последней капли Посвятил их воплощению в жизнь Как ни печально Практическая реализация Идей адепта Ультерима Оставляет желать лучшего И многие его проекты Содержат элементы Которых не существует Или их появление Только теоретически обосновано Далее ощутила смущение Ей казалось Что какая-то часть Объяснений Зетта Ускользнула от ее понимания Но как же вы могли ожидать Что мы создадим Работающее устройство Я знала Что твое внутреннее понимание Технологий Поможет изменить схему И изобрести Недостающие узлы Ты воплощаешь в себе То что я называю Орнаментальным знанием Орнаментальным знанием Зетта кивнула Мыслительные процессы Адептов Марса Подобны работе машин Способных действовать Эффективно Но узконаправленно Без каких-либо Отклонений И побочных эффектов Я предпочитаю Чтобы разум Был подобен шкатулке С лоскутками блестящей ткани Осколками драгоценных камней Бесполезных Но забавных вещиц Блесток Разноцветных фрагментов Резного орнамента И разумного количества Обычной пыли Стряхни машину И она перестанет работать Стряхни такую шкатулку И ее содержимое Приобретет новый Красивый вид Я понимаю Что ты этого не сознаешь Но многие из деталей Что вы применили В этом устройстве Попросту не существовали До того, как ты их изобрела Вы говорите, что мы создали Нечто новое Воскликнула милицина Абсолютно верно Подтвердила Зетта И к этому стоит отнестись серьезно Это устройство Не могло бы работать Если бы вы придерживались Той схемы Что я вам дала Но вы Я имею ввиду всех вас Сумели увидеть то Чего раболепные приверженцы Принципов механикум Не могут даже вообразить Зетта выпрямилась перед ними Высокое Источающее Золотое сияние Это устройство Великий дар Который поможет мне Вознести империум К золотому веку Научного прогресса Какого человечества Не знало С самого своего зарождения 1.05 Локум фабрикатор Этот титул Заключал в себе Великую честь Но вместе с тем Говорил о подчиненном положении О том, что данная личность Способна лишь замещать Более достойного лидера Кейн старался Подавить себе это чувство Сознавая, что он Такой же усердный И преданный член Культа механикум Как и всякий другой Но в то же время Ощущал, что каким-то образом Остался в стороне От настоящей власти В прошлые годы Обязанность помогать Генерал-фабрикатору В управлении Марсом Отслеживать выполнение Обязательств По выпуску военной продукции И обеспечивать Проведение соответствующих Служб Богу машин Заполняло Всю его жизнь Теперь он Проводил все меньше И меньше времени В обществе своего господина А вместо этого Встречался с представителями Различных легионов И их очередными требованиями Больше пушек Больше снаряжения Больше техники Больше Больше Разговор со Стракеном Стал последней каплей Стракен Астартес из легиона Саламандр Представлял на Марсе Интересы своих собратьев Легион Примарха Вулкана Стал для механикум Примером в отношении Взаимодействия Двух ветвей Империума И уважение К высоким технологиям Неизменно выказываемое Саламандрами Сделало их Желанными гостями Марса Но и эти отношения Не избежали напряженности В последние дни Когда Стракен Получил очередное послание От примарха Где выражалось Неудовольствие По поводу поставок оружия Нехватка оружия И боеприпасов В легионе моего примарха Становится критической Заявил Стракен Когда Кейн Выбрал время Чтобы принять его В своей кузнице Гигантском сооружении В недрах горы Называемой Керавнским куполом Так больше не может Продолжаться Стракен Не давал Кейну Открыть рот У нас не осталось В резерве Никаких боеприпасов Кроме тех Что производят Приписанные к нашей Флотилии Корабли-кузницы Механикум Ты хоть представляешь Сколько снарядов Требуются легионам Во время военных действий Кейн прекрасно знал Ошеломляющую скорость С какой Астартес Расходовали боеприпасы И тот факт Что Саламандры Были вынуждены Рассчитывать Только на производительность Кораблей-кузниц Свидетельствовал О недопустимых Задержках поставок С Марса Подобные требования Не были редкостью Для Кейна Но недавно Он заметил Определенную Закономерность В их поступлении И об этой Закономерности Он должен был Сообщить генерал-фабрикатору Кейн вступил В светлые ряды Кузнечного комплекса Горы Олимп И вокруг него Засверкали Отраженным светом Храма всех знаний Полированные Металлические стены Зданий Сопровождаемый Толпой сервиторов И слуг Он миновал Ярко освещенный Проспект кузницы Ставший своего рода Монументом Могуществу Механикум И генерал-фабрикатора Сравниться с Кузнечным комплексом Мог разве что Имперский дворец Теры Личные покои Кельбор-Халла Располагались В высокой башне Поднимавшейся Из самого северного Угла гигантской Кузницы И почти сравнявшейся По высоте С храмом всех знаний У основания башни На страже Стоял отряд Скитариев Огромных воинов В блестящих нагрудниках В бронзовых шлемах И отороченных Мехом плащах Все они были Выше и массивнее Чем Кейн И созданы С одной целью Убивать Они умели Только сражаться Их плоть Аугметика И нервная система Были до отказа Наполнены стимуляторами Усилителями агрессии И болеутоляющими И Кейн Приближаясь Почувствовал трепет Их предвкушение Видел В электромагнитных полях Пики Означающие Повышение уровня адреналина Локумфабрикатор Кейн Нараспев Произнес он фразу В бинарном коде И поднял руку Для считывания Биометрических данных Неважно Что воины Видели его Тысячи раз В вопросе безопасности Генералфабрикатора Исключений Не существовало Командир Скитария Мускулистый гигант Целебардой Украшенный Всеми видами Звериных амулетов Шагнул вперед И принял Протянутую руку Кейна Со стороны Это могло показаться Дружеским приветствием Но на самом деле Было обязательным Элементом Протокола безопасности Кейн Ощутил Как датчики Скитария Подключаются К его внутренней схеме После считывания Информации В глазах охранника Мыгнул зеленый свет Локумфабрикатор Кейн Подтвердил он Опустил руку И посторонился Кейн кивнул И прошел Через единственный Имеющийся в башне Вход Простую дверь Ведущую Сравнительно пустую Комнату Облицованную Отполированными До зеркальности Пластинами Серебристого металла И с поручнями По всему периметру Как только он Остановился в центре Пол повернулся И начал подниматься Кейн вызвал шкалу На внутреннюю поверхность Глаз И стал следить За подъемом Отсчитывая высоту В двоичном исчислении Во время подъема Он взглянул На свое отражение В противоположной стене В вопросе наружности Кейн не последовал Традиции Установившейся Среди старших магасов И придерживался Только соображений Простой эстетики Кое-кто считал Это придурью И Кейн признавал Что они возможно правы Будучи среднего роста Кейн почти незаметно Встраивал Аугметические устройства В свое тело Или придавал им формы Не слишком обычной Для обитателей Марса Он носил Простое красное одеяние С вышитым Золотой нитью Символом Марса А в его лице До сих пор Сохранялись Узнаваемые Человеческие черты Кейн коротко Стрик волосы Его резко очерченные Скулы И истребиный нос Придавали ему Потенциальный вид Против чего Он не возражал И только яркий свет Бьющий из его глаз Свидетельствовал О множестве устройств Внедренных в череп Наконец подъем Закончился И локум-фабрикатор Оторвался от бесцельного Созерцания своего облика Пол повернулся Еще на 90 градусов И Кейн оказался Перед такой же Простой дверью В которую только что вошел Шахту лифта Заполнил Бледно-розовый свет И вверху Показался Рыжеватый свод неба Незамутненный Оставшимися внизу клубами Выбросок кузнец Немного помедлив Чтобы собраться с мыслями Кейн вышел На закрытую обзорную площадку Покоев генерал-фабрикатора Пока локум-фабрикатор Возносился над толстым слоем Ядовитых промышленных выбросов Даля и ее коллеги Готовились спуститься Радостное волнение Вызванное похвалой Адепта Зетты Еще не улеглось И несмотря на свой страх Даля разделяла Общее предвкушение чудес Которые обещала им Показать их госпожа Какстон держал Даля за руку Словно юный школяр на прогулке И Северина Глядя на них Не удержалась от усмешки Грозивший расколоть ее лицо Взуши пытался Сохранить невозмутимый вид Но Даля видела Что даже молчаливому механику Не терпится увидеть Что ждет их В конце этого путешествия Только милицину Казалось Не взволновала Предстоящая экскурсия Хотя она и признавалась Что ей очень интересно Что же покажет им Адепт Зетта После обсуждения Изготовленного ими Усилителя Тетта Волн Карель Зетта Почти ничего им не сказала А только велела Следовать за ней В личную кузницу Даля ее друзья В течение нескольких мгновений Даже не трогались с места Не смея поверить Что правильно поняли Приказ Зетты Увидеть сокровенную часть Кузницы Адепта Означало получить доступ К самым секретным разработкам Узнать Затаенные стремления И мечты Зетты Попасть на этот объект Было крайне трудно И только те Кто заслужил Особое расположение Получали такую возможность Как ты думаешь Что такое чтец Акаша Спросила Северина Когда они шли По бесконечным Сверкающим переходам Кузницы Ты ведь говорила Что Адепт Зетта Рассчитывает на твою помощь В его создании Именно это Она сказала мне При первой встрече Подтвердила Даля Следя за мелькающими Впереди Золотистыми плечами Адепта Зетты И ее развивающимся Плащом Но она не сказала Что это такое А ты сама как думаешь С озорной усмешкой Спросил Какстон Даля пожала плечами Что бы это ни было Для его работы Требуется созданное Нами устройство Возможно Какая-то разновидность Думающей машины После этих слов Все надолго замолчали Прогулка Неожиданно закончилась В высоком зале С куполообразным потолком Совершенно пустом Если не считать Серебристого цилиндра Около 50 метров в диаметре Который стоял В самом центре Вокруг цилиндра Столпилось Около десятка Вооруженных сервиторов Их серокожие тела Были приварены К широким гусеничным агрегатам А вместо рук Имплантированы Чудовищные орудия Явно слишком тяжелые Чтобы держать их На изготовку Без противовесов Эти орудия Сразу как только Группа приблизилась К цилиндру Повернулись в их сторону И далее Испуганно переглянулась Со своими спутниками Адепт Зетта Обменялась сервиторами Несколькими отрывистыми фразами На лингвотехнис И на какое-то мгновение Далее показалось Что она видит Проскакивающие между адептом И сервиторами Пучки света Не беспокойтесь Претарианцы не станут Стрелять без моего приказа Сказала Зетта Это и есть Ваша личная кузница Спросила милицина Глядя на медленно Открывающуюся дверь В блестящем цилиндре Одна из них Ответила Зетта Тогда почему же Охраняют только сервиторы Не лучше ли было Поставить стражников Которые способны Думать сами Хороший вопрос Согласилась Зетта И шагнула в цилиндр Но то что я вам покажу Лучше охранять Безмолвными машинами Далее чувствовала На себе Пристальные взгляды сервиторов Она представила Как их усеченные мозги Оценивают уровень угрозы С ее стороны И по спине пробежал холодок Она отчетливо видела Простейшие логические Цепочки их мыслей Закодированных Только на боевые действия Решение Проигнорировать ее Или уничтожить Зависело от такой малости Она тотчас Начала мысленно Совершенствовать эту схему Выстраивая Предохранительные устройства Регламент сброса информации И защитные подсистемы Исключающие Любые логические парадоксы Огненные золотистые линии Просвечивающие Сквозь туман Далее Ты собираешься К нам присоединиться Голос Какстона Заставил ее Резко поднять голову Зетта Ромю 31 Мелицина Зуши И Северина Уже вошли Внутрь цилиндра И только молодой Какстон Ждал ее У самой двери Она улыбнулась Удивленная Новыми техническими Видениями Конечно Ответила Далее Я немного задумалась О чем-то столь же Интересном Как тета-усилитель Спросил Какстон Протягивая ей руку Она отрицательно Покачала головой С улыбкой Принимая его помощь Нет Просто улучшала Логическую схему Сервиторов Правда? Да ты настоящая Шика Далее Тебе это известно? Не дразнись Одернула его Далее Шагнула в цилиндр И едва не вздрогнула Отохватившей ее Прохлады А потом У нее и вовсе Перехватило горло Они стояли В небольшой кабине Напоминающей капсулу Канатного подъемника Закрепленного На внутренней стене Серебристого цилиндра Который Как теперь Увидела Далее Был полым И уходил далеко Вниз в темноту От неожиданного Приступа головокружения У нее внутри Будто все перевернулось И Далее Крепко сжало Руку Какстона Она скользнула Взглядом По спиральным Полозьям подъемника А потом И вовсе Зажмурилась Когда дверца Через которую Они вошли Скользнула в сторону И закрыла проем У тебя трудности С этим видом транспорта Спросил Ромю 31 Я не люблю высоты Вздохнула Далее И никогда не любила Не бойся Подбодрил ее Зуши Ты же не видишь дна Так что не можешь Предположить Насколько мы высоко Это не помогает Воскликнула Далее Жаль Пожал плечами Зуши Я думал тебе станет легче Не стало Так что придержи Свои соображения При себе Я всего лишь пытался Тебя отвлечь Проворчал Зуши И вот Зета освободила Рычаг тормоза Кабина вздрогнула И набирая скорость Начала спиральный спуск У Далее Вырвался испуганный крик Дыхание стало Прерывистым И поверхностным Но аналитическая часть мозга Отметила необычно Холодный воздух Который нельзя было Объяснить Даже высокой скоростью движения Кабина подъемника Продолжала спускаться Все ниже и ниже В глубины кузницы Зеты И далее Предпочитала Не открывать глаза Но холодный воздух Попадавший в легкие Заставил ее Приподнять веки И далее увидела Срывающиеся с губ Облачка пара А на металлических Поручнях кабины Появились белые полоски иния Как холодно Воскликнула Далее Смотрите Поручни заиндивели И правда холодно Согласился Какстон Обнимая ее за плечи Тебе это не кажется странным? Почему? Мы спускаемся Вглубь планеты Во всяком случае Ниже поверхности Лавовой лагуны И я думала Что будет только жарче Какстон Одобряюще Похлопал ее по плечу Я полагаю Это очередные чудеса Механикум Далее Смогла выдавить улыбку Но кабина продолжала Головокружительный спуск И девушка Снова крепко зажмурилась Провели в подъемнике Уже много часов Хотя Далее осознавала Что прошло Не более 10 минут Кроме нескольких фраз Которыми она обменялась С Какстоном Никто больше Не произнес ни слова Но у нее возникло Отчетливое впечатление Что она слышит Чей-то разговор Далее снова Открыла глаза И окинула взглядом Своих спутников Все они были Поглощены путешествием Кто-то запрокидывал голову Отыскивая светлое пятно Наверху Кто-то наклонялся Над поручнями Надеясь рассмотреть Что же их ждет внизу Но никто не разговаривал Далее Озадаченно прищурилась И посмотрела на Адепта Зету И Ромью 31 Над их головами Было заметно Легкое свечение Колыхавшееся Словно лоскут Блестящей ткани Время от времени Между Зеттой И протекторами Проскальзывали Яркие искры Как будто они общались Но каким-то Невербальным способом Возможно Она слышит Эхо их разговора Адепт Зета Словно уловив Ее мысль Пристально взглянула На нее И далее Смущенно отвела взгляд В сторону Снова закрыла глаза И попыталась Сосредоточиться На звучавших В голове голосах Кабина сильно шумела При спуске Но кроме скрипа Колес по полозьям Она каким-то образом Улавливала Другие звуки Что-то негромкое Словно далекий шепот Приглушенный Многоголосый хор Ты слышишь? Спросила она Что не понял Какстон Эти голоса Голоса? Нет, я не слышу Ничего Кроме скрипа Кабины лифта Ответил Какстон Интересно Когда здесь В последний раз Проводили профилактическую Проверку После такого замечания Даля готова Была его ударить Могу поклясться Что я слышу Чей-то шепот Неужели Больше никто Его не слышит? Я ничего не слышу Сказал Зуша Кроме того Что подшипники В этой кабине Давно пора заменить Спасибо Буркнула Даля Северина Милицина А вы? Но обе женщины Покачали головами И далее Отважилась взглянуть вниз Структура темноты Внизу изменилась И она поняла Что кабина лифта Приближается К одну шахты А потом она заметила Взгляд Которым адепт Зетта Обменялась С Ромью 31 Их лица были Полностью закрыты масками Но по этому взгляду Она поняла Что им известно О чем она спрашивает Вы ведь тоже их слышите Правда? Спросила Даля Ваши органы слуха Аугментированы Вы должны это слышать Похоже на Одновременный шепот Тысяч людей Но они где-то далеко Или отгорожены Толстыми стенами Адепт Зетта Покачала головой Нет Даля Я их не слышу Но знаю Что они есть То что ты их слышишь Одна из причин Почему ты представляешь Для меня такую ценность Что вы имеете ввиду? Значит она права? Спросил Зуши Голоса действительно есть В некотором роде Кивнув Сказала Зетта Но большинство людей Не способны их услышать Почему? Спросила Даля Голоса усиливались Стали похожи на шорох Набегающих волн Каким она себе его представляла Но разобрать Хотя бы одно слово Ей не удавалось Почему я слышу то Чего никто больше не слышит? Кабина лифта Замедлила ход и вскоре вовсе Остановилась на дне цилиндра Показался выложенный мрамором пол По которому разбегались Золотистые и серебристые прожилки Ярко блестевший Словно по ним проходил ток В помещении имелось Несколько остальных дверей Но взгляд Далей был прикован К постоянно пульсирующему свету Который выбивался Из-под низкой арки В одной из серебристых стен Она каким-то внутренним чутьем Определила Что источник голоса находится там Со временем тебе все станет понятно Сказал адепт Зетта Но прибереги свои вопросы До тех пор Пока я не покажу вам чудеса Заключенные в моей кузнице Кельбор Хау Стоял у самого края Обзорного купола Спиной к Кейну Удлиненную голову Генерал-фабрикатора Прикрывал капюшон Над плечами поднимались Гибкие механодридниты И один из них Тотчас вытянулся На встречу Кейну Рядом с генерал-фабрикатором Замер чернокожий автоматон Луки Хрома И его гладкое Бестрастное лицо Тоже повернулось В сторону Кейна Локум-фабрикатор Не одобрял автоматонов Как не одобрял Любые попытки Имитировать совершенство Человеческого организма В прошлом году Хром в знак уважения Тоже подарил Кейну автоматона Но локум-фабрикатор Так ни разу И не активировал его И машина Лишенная питания Осталась где-то на складе Мондус Окулум Нет Человеческое тело Можно усиливать И угметировать При помощи высоких технологий Но его невозможно Скопировать или заменить Кейн позволил себе Слегка улыбнуться Такие явные противоречия В его мыслях Доставили бы немало хлопот Технотеологам Из столовых горки Дония Вряд ли они оставили бы Без внимания тот факт Что адепт Пользующийся всеми благами технологий Возражает против Полного слияния Человека и машины Он ощутил Как автоматон Определяет его личность По органическим Составляющим тела И резонансным Флюктуациям Электронного поля Которая в той же Если не в большей степени Являлась уникальным признаком Как и генетический код Генерал-фабрикатор Представлял собой Внушительное зрелище Механические элементы Иогметика Составляющие 80% Его тела Сделали фигуру Более высокой Механодредниты Снабженные Лезвиями Пилами И тысячами Других приспособлений Развивались За его спиной А внутри Едва слышно Гудели Бесчисленные Инфодиски Кейн Невольно задумался Над вопросом Какую же часть тела Можно технологически Усовершенствовать И при этом Все еще Оставаться Человеком Из-под капюшона Кельбор-Халла Исходил Зеленоватый Мерцающий свет Оживлявший Механическое лицо А внутренние Схемы Издавали Непрерывное Жужжание Кейн Предпочел Не прерывать Работу Кагитаторов Своего Повелителя А потому Устремил Взгляд Через толстое Стекло На великолепную И священную Поверхность Марса Перед ним Расстрелался Весь восточный Склон Горы Олимп На котором Ярус за ярусом Располагались Машинные Депо Кузницы Доки Плавильни И дымящие Трубы Льнули К горе Металлическими Наростами Промышленные Ули Работали День и Ночь Чтобы Обеспечить Армии Императора Всем необходимым Во владениях Генерал-фабрикатора Трудились Миллионы Людей Начиная С высших Адептов На верхушках Башен И заканчивая Чумазыми Рабочими Не покидавшими Душные И темные Недрозаводов Те Кому Выпала Честь Трудиться На генерал-фабрикатора Обитали В рабочих Поселениях Тянувшихся На сотни Километров По оврагам И гребням Борост Гиганта Над рабочими Кварталами Беспорядочным Скоплением Строение Стали Бракованных Деталей И непригодных Обрезков Материалов Висел Постоянный Покров Смога За пределами Владений Генерал-фабрикатора На тысячи Километров Простиралась Вулканическая Плата Форсида Оскаленная Марева Над цепью Термоядерных Реакторов И Плувиена Максимала И плотное Облако Дыма Над его Кузнечным Комплексом Занимающим Пространство Между двумя Кратерами Патерой Библида И Патерой Улиса Кейн Переключился На усиленное Зрение Активировал Фильтры И увеличил Приближение Пока Наконец Не смог Рассмотреть Цепь Вулканов Под общим Названием Горы Форсида Стоявшей За кузницей Максимала Самая Северная И самая Высокая Вершина Величественное Геологическое Образование Носило название Аскрийская Гора Там Располагалась Крепость Легиотемпестус Средняя Гора В цепи Гора Павлина Мрачный Пик Который В точности Соответствовал Характеру Легио Мортис Легиону Титанов Построившему Свою крепость В ее Угрюмых И темных Пробужденный К жизни Адептом Карелью Зетой Ради ее Магмагорода Занимающего Южный Склон Вершины Дальше За горами Форсида Поверхность Поднималась Вверх Крутыми Насыпями А потом Опускалась Переходя В широко Раскинувшаяся Плата Сирия Кузнечный Комплекс Мондус Гамма Луки Хрома Занимал Южный Сектор Этой Неровной Пустынной Поверхности И даже Такой Рассыпаясь На множество Похожих На лабиринты Каньонов Глубоких Паден С отвесными Стенами И темных Узких Долин Таким Был Лабиринт Ночи Появившийся Как говорили В результате Вулканической Активности В незапамятные Времена Во многие Уголки Этой местности Никогда Не заглядывало Солнце По не вполне Понятным И никогда Не обсуждаемым Причинам Адепты Марса Сторонились Лабиринта Ночи Предпочитая Строить Свои Кузницы На склонах Погаших Вулканов Или В просторных Чашах Метеоритных Кратеров Кузница Кейна Носившая Название Мондус Окулум Стояла В сотнях Километров К северо-востоку От Аскрийской Горы Обширная Сеть Заводов И оружейных Мастерских Раскинулась Между Двумя Пологими Горами Кераванским Куполом И куполом Форсиды Подавляющее Большинство Мощностей Комплекса Было занято Производством Военной Продукции Для Астартес И этот Процесс Никогда Не останавливался Затихшее Меланхоличное Гудение Инфодисков Подсказало Кейну Что генерал-фабрикатор Закончил Свои размышления Он Оторвался От созерцания Форсиды И повернувшись К своему Господину Воспроизвел Знамение Механикум Кейн Обратился К нему Кельбор Хал Твой визит Не был назначен Я знаю Мой лорд Ответил Кейн Но возникла Проблема Которая Я полагаю Стоит твоего Внимания Полагаешь Неуместное Выражение Заметил Кельбор Хал Проблема Заслуживает Моего Внимания Или не заслуживает Выбери Что-то одно В модуляциях Бинарного Кода Кейн Уловил Нетерпение Своего Господина И поторопился Продолжить Это срочное Дело Вкратце Приказал Кельбор Хал Восемь часов Три минуты Я назначил Встречу С Мельгатором С послом Мельгатором Переспросил Невольно Заинтересованный Кейн Он недолюбливал Мельгатора Считая его Человеком Который притворялся Что стремится К знаниям Но на самом деле Добивался Личного влияния Власти Что за дело Привело сюда Мельгатора Посол будет Играть роль Моего эмиссара Чтобы подтвердить Лояльность Кузнец Марса Я уверен В этом никто Не сомневается Заметил Кейн Содрогнувшись При мысли Что о лояльности Адептов Марса Будут судить По такому Подхалиму Как Мельгатор В эти тяжелые времена Ни в чем нельзя Быть до конца Уверенным Сказал Кельбор Хал Но не отвлекайся На то Что не входит В круг Твоих обязанностей Локум Фабрикатор Рассказывай Что за дело Привело тебя Ко мне Кейн Удержался От гневного Замечания По поводу Неподобающей Подчеркнутого Ударения На его титуле Это касается Легионов Мой лорд Пояснил он Астартес Остро нуждается В боеприпасах А мы не в состоянии Удовлетворить Их требования Нам давно известно Что ситуация Со снабжением Многих легионов Грозит выйти Из-под контроля Произнес Кельбор Хал Учитывая удаленность Флотилии от Марса Проблемы с поставками Были математически Неизбежными Ты должен был Это предвидеть И принять Соответствующие меры Я так и сделал Сказал Кейн На его ошибку В простейших расчетах Механикум Принял все меры Чтобы исправить положение Но полностью Предотвратить Трудности невозможно Флотилии Отходят все дальше И недостатки Системы снабжения Усиливаются Недостатки Воскликнул Кельбор Хал Я сам разрабатывал Эту систему Это логически Обоснованная Схема снабжения И запросов В которой нет места Ошибкам И недоразумениям Кейн понимал Что вступает На опасный путь И несколько мгновений Нерешительно молчал При всем Эта схема не учитывает Всех факторов Имеется еще Человеческий фактор Который вносит Непредусмотренные изменения Человеческий фактор Повторил Кельбор Хал Шипящая последовательность Бинарного кода Содержала такое Явное пренебрежение Как будто Генерал-фабрикатор С радостью Обошелся бы Вообще без людей Этот человеческий фактор Вечно путает расчеты Слишком много элементов Хаотической случайности И невозможность Предугадать Конечный результат Нельзя такими способами Добиваться владычества В галактике Разреши продолжить Мой лорд Произнес Кейн Зная склонность Своего господина К бесконечным рассуждениям На тему несовершенства Человеческой природы Продолжай Кивнул Кельбор Хал Как я говорил Снабжение легионов Всегда доставляло нам проблемы Но недавно Я заметил закономерность Которая повторяется Слишком часто Чтобы быть простым совпадением Закономерность И какую же Кейн заметил Импульс интереса В электромагнитном поле Генерал-фабрикатора И на мгновение Заколебался Мы могли бы ожидать Что наименьшее количество Проблем со снабжением Должно возникнуть У легионов Действующих В относительной близости К Марсу Но это я не наблюдаю А что же ты наблюдаешь? Легионы Не испытывающие Нехватки в боеприпасах Открыто поддерживают Воителя За арочным проходом Открылась личная кузница Корея Лизетты И далее поняла Что никогда не видела Ничего подобного Вырубленное В основной породе Марса Помещение Представляло собой Идеальную полусферу Около 600 метров В диаметре Облицованную Серебристым металлом Стены Изгибались Фистонами Образуя отдельные камеры Каждую из которых Занимал человек Опутанный Рифлеными кабелями И медными проводами Их здесь сотни Выдохнула Северина При виде такого Множества людей Прикрепленных К стенам И потолку зала Удалии кожа Покрылась мурашками Но она отметила Что Северина ошиблась В этих ольковах Было несколько тысяч Человеческих существ В верхней точке Куполообразного потолка Висел светящийся Металлический диск И от него По всему зала От одной камеры К другой Расходились Потрескивающие Золотистые линии Как будто По оптиковолоконным проводам Шел непрерывный Поток информации Затем Светящиеся линии Достигали пола И по вмонтированным В мрамор проводам Направлялись К одинокой фигуре На золотом троне Установленном На пьедестале Из черного Полированного гранита В четырех Противоположных Точках зала Имелись блестящие Устройства С параболическими Антеннами Тоже направленными На приподнятый Над полом трон Именно к этой Отдельно сидящей фигуре И двинулись Зета Сопровождаемая Ромью-31 Далией И ее товарищами Воздух Потрескивал Электричеством Словно какой-то Мощный генератор Выбрасывал Мегаватты энергии Но далее Оглянувшись вокруг Не обнаружило Ничего похожего Для кузницы Такого Высокопоставленного Адетта Как Кориэль-Зета Помещение Оказалось Слишком пустым Хотя то Что в нем Находилось Производило Странное впечатление По пути К центру зала Далее Вглядывалось В лица людей Заключенных В нишах Под блестящими Прозрачными Мембранами Они были Практически Идентичными На тощих Изможденных Телах Выделялись Напряженные Мышцы Словно кожа Была слишком Туго натянута На скелетах На всех Были Одинаковые Одеяния Некогда Зеленого Цвета И все люди Сохраняли Неподвижность Удерживаемые Серебристыми Оковами И прикрепленными К телам Трубками Непрерывно Что-то Перекачивающими Это сервиторы Приглушенным Голосом Спросила Северина Конечно Сервитеры Ответил Зуши Хотя И без Особой Уверенности В голосе Кем Еще Они Могут Быть Это же Само Собое Разумеется Верно Я Не Уверенно Прошептала Милицина Это Не Сервитеры Сказала Далее Проследив За Взглядом Милицины У всех Фигур Прикованных В нишах Имелась Еще Одна Общая Деталь Полоска Белой Ткани Прикрывающая Пустые Глазницы А Кто Ж Спросил Зуши Это Псайкеры Один Ноль Шесть В окружении Тысяч Псайкеров Далее Уже Не Могла Сомневаться В Источнике Звука Услышанных Ею Во время Спуска И От Этого Гул Голосов В ее Голове Стал Еще Громче Но В то же Время Она Не Могла Разобрать Ни Слово Ни Смысла Речей За Исключением Того Что Все Они Обращались К Личности Сидевшей На Троне В центре Зала Псайкеры Прошептал Зуши И Поспешно Прижал Груди Кулак С Оттопыренным Мизинцем И Указательным Пальцем И Как Это Может Помочь Поинтересовалась Милицина Это Жест Отгоняет Злых Духов Пояснил Зуши Но Каким Образом Спросила Далее Я Очень Хочу Знать Зуши Пожал Широкими Плечами И Даже Дернул Шеей Так Что Недоумение Выразила Вся Верхняя Часть Его Тела Я Не Знаю Но Он Действует Эй Зуши Упрекнула Его Милицина Уж Кто Кто А Ты Должен Быть Выше Этих Суеверий Парень Покачал Головой Только Это И Спасло Мою Бабушку Еще На Терри Когда Проклятая Ведьма Явилась На Нашу Территорию Чтобы Поживиться Детьми Если Бабушка Думала Как Вы Меня Бо Здесь Не Было Не Буду Вас Уговаривать Но Это Вы Рискуете Своими Душами А Не Я Делай Что Хочешь Лишь Б Тебе Это Нравилось Со Смехом Сказал Кагстон И С Преувеличенной Серьезностью Повторил Его Жест Но Даля Видела Что Шутит Он Через Силу Присутствие Псайкеров Беспокоило Кагстона Не Меньше Чем Всех Остальных В Группе Сама Даля Испытывала Скорее Любопытство А Не Страх Хотя Конечно Наслушалась Немало Рассказов О Таинственных Способностях Псайкеров И И Их Отвратительных Выходках Она Разумеется Подозревала Что Большая Часть Легенд Сильно Преувеличена Однако Присутствие Такого Огромного Количества Необычных Существ Вызывало Крайне Неприятное Ощущение Стоило Ей Только Задуматься Об Сайкер Как Ее Восприимчивость К ним Возросла И Далее Потребовалось Немало Усилий Чтобы Отделаться От Непрерывного Гула Голосов Звучавших В мозгу Далее Взяла За Руку Кагстана И След За Адептом Зетой И Ромю 31 Стало Подниматься На Гранитное Возвышение Где Восседала Одинокая Фигура Сидящему На Золотом Троне Мужчине На Вид Было Около Тридцати Лет У него Были Резкие Черты Лица И Гладко Выбритый Череп Глаза Его Были Закрыты И Могло Показаться Что Человек Просто Спит Символической Шестерней Механикум У подбородка Этого Человека Висел Вокс Передатчик В бронзовом Корпусе И Целый Пучок Проводов Отходил От него К различным Записывающим Устройствам Адепт Зетта Остановилась Рядом С троном И Далее Вдруг С изумлением Поняла На чем Сидит Этот Человек Я Вижу Ты Узнала Это Устройство Сказала Зетта Оно Точь К Трона И Прикасаясь Пальцами К его Поверхности И Почему Золото Это Слишком Мягкий Металл Зуши Подобрал Золотой Шлем Лежавший На полу И Далее Увидела Что Зетта Столкнулась С такими же Это Такое Спросила Милицина Обводя Взглядом Множество Псайкеров Которые Смотрели На них Пустыми Глазницами Это И Есть Чтец Акаши Ответила Зетта Это Устройство Созданию Которого Я Посвятила Всю Свою Жизнь С Его Помощью Я Освобожу Человечество Атаков Которые Привязывают Нас К догмам Бесконечным Повторениям И Слепому Следованию Традициям Как же Это Возможно Удивилась Далее Зетта Подошла К ней Вплотную И Положила На плечи Руки В металлических Перчатках Всему Что касается Механику Меня Учит Адепт Кейси А его Наставником Был Адепт Ласло Исследователь И Собиратель Древностей Разыскивая Остатки Технологий Древних Ласло Совершил Множество Вылазок На третью Планету Ревностно Охраняемую Племенем Населяющим Плата Гил В Кибир Скитарии Ласло Легко Справились С дикарями И под толщей Песка Он обнаружил Сокровища Множество Вещей Давно Забытых Времен И казалось Навеки Утраченных Технологий Секреты Передачи Энергии Изменения Атомной Структуры Химических Разработок И что самое Важное Тайной Эволюции Человеческого Сознания И передачи Информации Посредством Ноосферы Ноосфера Переспросила Даля Это то что я Заметила между Вами И Ромю 31 Совершенно верно Даля Кивнула Зетта Для тех кто Ноосферически Модифицирован Информация И общение Это одно и то же Форма Коллективного Сознания Возникающая В результате Взаимодействия Человеческих Мыслей Где знания Становятся Видимыми Вспышками Света Но почему Я их вижу Спросила Даля Ведь я Не модифицирована Нет Согласилась Зетта Ты не модифицирована Но твоя Природная Связь С эфиром Делает тебя Восприимчивой К подобным Вещам А с развитием Твоих способностей Ты будешь Видеть все больше И больше информации В окружающем Тебе пространстве Эфир Повторил Какстон Это звучит опасно Для нетренированного Разума Может быть Сказала Зетта Переходя К золотому Трону Это царство Мыслей и эмоций Которое Существует Вне пределов Материального Мира Но принадлежащим Оборудовании Твой дар Позволит нам Заглянуть В царство Знаний Глубже Чем когда бы то ни было Мы сможем Прочесть Хроники Акаши Хранилище Информации Запечатленной На материи Вселенной Это источник Каждой мысли Каждого процесса Каждого деяния Когда-либо Бывшего Или будущего Именно это Позволило Обитателям Старой земли Построить Невероятные Монументы И узнать о вещах Забытых Более поздними Поколениями При одной мысли О подобном У Далии Учащенно забилось Сердце Поток информации Проходящий Через ее Рабочее место В зале Обработки Записей Показался И ничтожным Ручейком По сравнению С перспективой Получить доступ К необъятным Знаниям Вселенной Она подозревала Что за это Не все Рассказала об эфире Но жажда Знаний Перевешивала Любые опасения Это устройство Заговорила далее Становись рядом С человеком На троне Поможет проникнуть В эфир И получить информацию Как раз для этого Оно и предназначено Подтвердила Зетта Но почему же Оно не работает Зетта ответила Не сразу И далее Успела заметить Ее нежелание Полностью Поделиться Масштабом Своих деяний Знания Это сила И их необходимо Охранять Это мантра Механикум И чем больше знаний Тем больше сила Но неценные знания Небольшие силы Невозможно получить Без жертв Жертвы Переспросил Зуши Это мне совсем Не нравится Эфир может быть Источником Не только знаний Но и величайшей Опасности Пояснила Зетта Вселенная Неохотно делится Своими секретами Зетта опустила Руку на плечо Спящего мужчины Чтобы открыть Врата эфира И установить связь Между эмпатом И записями Акаши Требуется колоссальное Количество энергии Как физической Так и психической Но даже в этом случае Человеческий разум Способен лишь На краткий миг Заглянуть в эфир А потом наступает Перегрузка Перегрузка Воскликнула Северина Отрываясь От созерцания Человека на троне Значит ли это Что эмпаты погибают Многие погибают Северина Но чаще просто Отключаются И их мозг Превращается В расплавленную массу Тестообразной Органической материи Ответила Зетта Но и в эти мгновения Мы узнаем О таких чудесах В которые трудно поверить Далее Подняв голову Посмотрела на псайкеров Прикованных к стенам зала Она поняла Что эти существа Были просто топливом Для работы устройства Мысль неприятно поразила ее Но как сказала Зетта Великие знания И великие силы Нельзя получить без жертв Она углубилась В размышления И установила Логическую связь Между устройством Которое они построили И объяснениями Адепта Зетты Усилитель Тета-волн Будет поддерживать Разум эмпата И позволит ему Намного дольше Оставаться на связи С эфиром Да Именно на это Я и надеюсь Сказала Зетта Я уверена Что у тебя далее Имеется природная связь С эфиром И потому ты способна На прорывы в технологии Которые недоступны Даже высшим адептам Марса С твоей помощью Мы сможем раскрыть Секреты Вселенной Никто не станет Отрицать Что эта цель Достойна любых усилий Далее собралась Ответить Как вдруг Тревожная мысль Заставила ее Попятиться от трона Но вы не собираетесь Приковать меня К устройству Правда? Нет, Далее Об этом можешь Не беспокоиться Заверила ее Зетта Ты слишком дорога мне Чтобы так бездумно Расходовать твой дар Ее слова звучали Ободряющие Но по спине Далее Вдруг пробежал холодок Не имеющий Никакого отношения К присутствию Множества псайкеров Это было Небусмысленное Напоминание о том Что она не свободна Она была Собственностью механикум И ее судьба Находилась в руках Адепта Карриэли Зетты При всей своей Благосклонности Зетта принадлежала К другой расе Две личности Рожденные представителями Одного вида Но разделенные Бездной убеждений И амбиций Несмотря ни на что Далее хотела Участвовать В проекте Адепта Зетты Она оглянулась На своих коллег И заметила В их взглядах То же самое желание Когда мы начнем Спросила она Сейчас Ответила Зетта Техножрецы И технопровидцы Заполнили пещеру Вырубленную В крутом склоне Горы Арсия С звуками И мерцающим светом Своей работы От угловатых Шлифмашин И сварочных аппаратов Летели искры Лебедки ворочали Тяжелые пластины брони А стены Ремонтного цеха Вторили эхом За унывным напевом Светителей Металлус В ремонтном отсеке Покоился поврежденный В сражении Эквитас Беллум А ремесленники Рыцарей Тараниса Возвращали ему Былое великолепие Фортис Металлум И Пакс Мортис Уже были отремонтированы И освещены заново Но и повреждения Полученные ими При взрыве Термоядерного реактора Не могли сравниться С разрушениями Машины Мавина Раф Мавин Сжав тонкие губы Внимательно следил За кипящей внизу Работой В данный момент Группа технопровидцев При помощи Управляемой сервитором Лебедки Ставила на израненную машину Новый купол Из бронированного стекла Мавин непроизвольно Поднес руку глазам И поморщился Вспомнив Симпатическую боль От удара Когда треснуло Поврежденное стекло Вражеская машина Изрядно искалечила Их обоих Когда старина Статор Обнаружил его В развалинах реактора Мавин был ослеплен И от боли Лишился сознания Психостигматические Кровоподтеки И ссадины Покрывали его тело Но ничего не могло Сравниться с болью Пережитой им Когда в результате взрыва Эквитас Беллум Рухнул на землю От гибели его Спасла только Кратковременная защита здания За которым он укрылся И впоследствии Лекари плоти и стали В один голос утверждали Он и его машина Лишь чудом не погибли Протекторы Из Патеры Улиса На грузовых транспортах Доставили их В расположение ордена В каньоне Арсия Глубокой расщелине На северо-восточном склоне Горы Арсии И тогда началась работа По восстановлению Человека и машины Неглубокие раны Мавина Быстро отреагировали На лечение Сломанные ребра срослись А ожоги Затянула синтетика Стигматические раны Заживали дольше Казалось, они ждали Когда излечится Эквитас Беллум Его машина Лишившаяся краски До самого стального корпуса Лежала с открытым кожухом Перед теми Кто старался снова Вдохнуть в нее Боевой дух Чудовищный жар взрыва Смог пережить Только выгравированный В навершии кабины дракон Глядя на людей Механизмы Работающие внизу Мавин отчаянно Хотел сказать им Чтобы они убирались отсюда И оставили ему Ремонт и освещение машины Но это кричала Его уязвленная гордость Механики рыцарей Тараниса Отлично знали свое дело И не было лучших лекарей Чем жрецы легиона титанов Ты все еще здесь? Раздался голос С дальнего конца галереи Да, все еще здесь, Лео Ответил он, не оборачиваясь Леопольд Крон, его товарищ по оружию Подошел ближе Облокотился на перила И взглянул вниз Как скоро он снова сможет ходить? Спросил Крон Еще не скоро Буркнул Мавин Ты можешь поверить Они собирались списать Эквита с Беллум Крон покачал головой Машину с такой славной родословной Безумие Спасибо старине Что это не случилось Верно? Как только у Мавина возникли подозрения Что магистр кузницы Собирается списать Эквита с Беллум Он обратился к лордам Катуриксу И Вертикорде С просьбой вмешаться И спасти его машину Боевые инспекторы Уже заканчивали осмотр Но ответа на его прошение Все еще не было И огромные сервиторы-разрушители Собирались переступить к разборке Мавин стал между ними И Эквита с Беллум С оружием на изготовку Полной решимости Ценой жизни Защитить раненого друга Сервиторы стали подходить ближе И Мавин скинул оружие Когда в ремонтный ангар Поступил приказ Эквита с Беллум Должен снова встать в строй С тех пор Мавин Почти не спускал глаз Со своей машины Словно опасаясь Что в любой момент Приказ о восстановлении Эквиту с Беллум Может быть отменен Крон ободряющим жестом Хлопнул его по плечу Ты оглянуться не успеешь Как он снова будет готов к сражениям Знаю Вот только останется ли он Таким же как раньше О чем это ты С того самого дня Когда был взорван реактор Максимала Я чувствовал Я не уверен Ощущение немного расплывчатое Но мне кажется Что никто из нас Не станет прежним Пока мы не отомстим Отомстим кому Спросил Крон То что напаванный реактор Было уничтожено взрывом Ты и сам выжил Только чудом Мавин кивнул На лежащего Внизу рыцаря Я знаю Что это чудо Но так же твердо Я знаю Что враг уцелел Эквита с Беллум Это чувствует И я тоже Крон покачал головой Это только затяжной приступ Соматической памяти О боли Его больше нет Раф Я не верю в это И что бы ты ни говорил Ты не можешь убедить меня В обратном Сказал Мавин Лео У той машины Были пустотные щиты Она вполне могла Уцелеть во время взрыва И скрыться в пустыне Или в бороздах улица Я читал доклад О результатах сражения Сказал Крон Но пустотные щиты Такой защитой Снабжены только титаны Может это были Просто резервные Силовые поля Конечно Возможно я просто промазал Сердито ответил Мавин Или тепловое излучение Реактора Создало такое впечатление Проклятие Лео Я знаю Что я видел Оно было защищено И оно еще там Я это знаю Что заставляет тебя думать Что оно еще там Мавин нерешительно помедлил Он смотрел в бесстрастное лицо Леопольда Понимая Что из всех людей Выслушать его без насмешек И глупых подозрений Способен только Крон От этой машины Не исходило никаких эмоций Сказал Мавин Она была холодной Словно мертвец Мертвец? Что ты хочешь этим сказать? Казалось Мне казалось Что внутри ее ничего нет Прошептал Мавин Я не улавливал никаких чувств пилота Ни боевой ярости Ни нетерпения И уж точно никакого триумфа Когда он меня подбил Так ты думаешь Что это был робот? Мавин покачал головой Нет Это был не робот Запрограммированный на войну мозг Не способен так реагировать По крайней мере Мне такие не встречались Они оба знали Что однозадачные боевые роботы Не могли сравниться с опытными пилотами Которые легко побеждали В поединках с машинами Ограниченного спектра действий Так что же это по-твоему? Мавин пожал плечами Это определенно не робот Повторил он На манера вести бой Была такой Заученной Как у новичка-пилота В первом сражении Мне кажется Лишь по этой причине Машина меня не уничтожила Такое впечатление Что у нее имелись Все возможности меня убить Но только она не знала Какими воспользоваться И что же ты теперь Собираешься делать? Выследить ее И уничтожить Ответил Мавин В глубине Самых темных И пустынных Подземелья Горы Олимп По нетронутому Столетию Слою пыли Спускались трое Туннель Часто разветвлялся И тысячелетия назад Вырубленные В коренной породе Марса Переходы Уходили То вправо То влево Но спутники Безошибочно Выбирали путь Словно следуя Невидимой путеводной Нити Или неслышному Сигналу Кельбор Хал Шагая по темному Туннелю С удивлением Отмечал повышенный Уровень адреналина И возросшую Активность лейкоцитов Что в неаугментированном Организме Соответствовало Волнению Следом за ним Не ведая той роли В истории Марса Что в скором будущем Предстоит сыграть Его хозяину Бестрастно шагал Автоматон Генерал-фабрикатор Повернул голову И взглянул на Регула Адепт Размашистым шагом Хорошо отлаженного Механизма Продолжал ввести Группу в недра планеты К их цели Хранилищу Моравица В этом забытом Уже два столетия Тайнике Их ждали Невообразимые сокровища Изобилие знаний Уже тысячи лет Никем не тронутых И не исследованных Какое пренебрежение К бесценным ресурсам Какое пренебрежение К наследию прошлого Группу сопровождала Стайка сервиторов черепов Со светящимися сферами В зубах Шаги трех пар ног Поднимали клубы пыли А эхо Их металлического стука Отражалось От сухих Слоящихся стен Регул Обогнул очередной угол И троица Оказалась в глухой пещере Из которой в неизвестность Уходило бесчисленное Множество туннелей Не задерживаясь Ни на мгновение Он выбрал седьмой проход В западной стене И зашагал дальше Мимо безымянных усыпальниц Пустых келей и ниш Заполненных скелетами Заслуженных личностей Умерших много веков назад Они миновали Открытые залы Доверху набитые Пропылившимися книгами Забытыми томами Древних статистических отчетов Сундуками Бухгалтерских справок И персональных дел Давно умерших адептов Кельборхал Увидел мельком пещеры Где стояли гигантские машины Покрытые ржавчиной И настолько разваливающиеся Что невозможно было Угадать их предназначение Таковы были последствия Приказа императора Запретившего открывать Хранилище Моравица И приказавшего Оставить эти технологии В неприкосновенности С каждым шагом Кельборхал Все больше и больше Убеждался Что выбрал правильный путь Дар Хоруса Луперкаля Надо было принять Матрица Определяющее его положение Известило Что они спустились На 935 метров Ниже поверхности Марса Кельборхал Отмечал пройденный Маршрут на светящейся карте Проецируемая Прямо перед глазами И записывал каждый шаг В запоминающем устройстве Установленном В глубине Поясничного отдела Его тела Кельборхала Раздражала Необходимость Следовать по лабиринту Подземелья За регулом Ведь он проходил Этот путь раньше И должен был Восстановить маршрут По памяти В последний раз Кельборхал Посещал хранилище Моравица Два столетия назад В заброшенные И пыльные подземелья Его ввел император А сопровождали Сверкающие Золотой броней Кустодии Как правитель Теры Узнал об этом хранилище Как он смог Найти путь в лабиринте Никто не смог бы объяснить И о цели Своего посещения Хранилище Моравица Император Тоже никому не сказал Кельборхал Предвкушая Знакомство С новыми технологиями Спрятанными в тайниках Горы Олимп Отбросил все свои сомнения Но как только Они подошли К хранилищу Император Просто остановился Перед входом Не открывая двери Он положил руку На замок Прикрыл глаза И не шелохнувшись Словно статуя Простоял так 16,15 минуты Затем развернулся И повел своих воинов На поверхность Не обращая внимания На протесты Кельборхала Еще перед спуском Был наложен запрет На любые записи О маршруте Ведущем к тайнику Тем не менее Кельборхал Все же незаметно Активировал буфер Картографической памяти Но после возвращения На поверхность Он обнаружил Что буфер пуст Не сохранилось Никаких деталей Словно этого путешествия Не было Ни дистанционно Управляемые сервиторы Ни средства телеметрии Тоже не смогли Отыскать путь К хранилищу Тайник словно Исчез с Марса Настолько надежно Он был спрятан Даже от адептов Ответственных За его сохранность Дерзость императора Покусившегося На огметику Верховного адепта Привела Кельборхала В ярость И он потребовал Восстановить информацию Механику Никогда не уничтожает Никаких данных Заявил он Император Спокойно покачал головой Хранилище Моравица Должно вечно Оставаться закрытым И ты Кельборхал Поклянешься мне в этом Иначе союзу Между Террой И Марсом Не бывать Император Категорически Отказался идти На какие бы то ни было Уступки По этому вопросу И Кельборхалу Ничего не оставалось Как согласиться На этом все переговоры Были закончены А через два дня Император покинул Марс И отправился Завоевывать галактику Все эти обстоятельства Придавали особую прелесть Сегодняшнему путешествию Нарушение клятвы Казалось сущим пустяком Кто может удержать Членов организации Долгом которой является Развитие и сохранение Технологий От стремления раскрыть Тайны прошлого Способные привести К невероятным достижениям Лишать вещи Их предназначения Противоречило бы Всяким законам природы И машины А значит Следуя логике Хранилище Моравица Должно быть открыто Вот мы пришли Объявил Регул Возвращая Кельборхала Из воспоминаний К реальности Они оказались В круглом Мягко освещенном зале 130 метров в диаметре Но Кельборхал Не обнаружил В нем источника света Все стены За исключением Одного сегмента Носили следы Машинной обработки И блестели Словно мрамор А один участок стены Был точно таким Каким его запомнил Кельборхал Из вороненой стали Которая похоже Сама испускала свет Перед стеной Дрожал и переливался Всеми цветами радуги Силовой барьер Невидимый обычному глазу Но ярко мерцавший В мультиспектральном зрении Адепта В центре металлической пластины Имелся арочный проход С обычной дверью Цифровым замком И поворотным диском И эта простая дверь Вела к вещам Поражающим воображение Регул остановился Перед силовым барьером И повернулся Кельборхалу Этот шаг свяжет механикум С делом Хоруса Луперкаля Произнес он Ты понимаешь Что как только дверь откроется Пути назад не будет Я пришел сюда Не ради того Чтобы повернуть назад Регул Заявил Кельборхал Моравец Был признан колдуном Добавил Регул Тебе это известно? Колдуном? Нет этого я не знал Но какое это имеет значение В конце концов Невежественные люди Нередко принимали Продукты новой технологии За колдовство Верно Согласился Регул Но Моравец Был не просто человеком Обогнавшим в свое время В вопросах науки Он был еще и примасом Братства Сингуляритарианизма Это мне известно Сказал Кельборхал И последним его пророчеством Было явление амнисии В братстве Сингуляритарианизма Считали вполне возможным Технологическое своеобразие И создание разума Превосходящего разум человека Этой задачей Они посвятили Все свои усилия Но они потерпели неудачу Заметил Кельборхал Военный вождь Хазар Объединил племена Пан-Пацифика И взял приступом Крепость Моравеца Еще до возвышения Нортана-Дюма Моравец сбежал на Марс И вскоре после этого исчез Регул покачал головой И Кельборхал Отметил в его биоэлектрическом поле Пульсации довольства Моравец не потерпел неудачу Он добился успеха А потому стал опасен Опасен для кого? Для императора Ответил Регул Почему? Неужели император Не мог воспользоваться Его достижениями Для развития своих технологий Моравец заключил договор С существами более древними Чем расы людей И которые теперь Предлагают помощь воителю Он добился сплава Человеческой науки С могуществом древних С силами стихий И получил технологии Далеко превосходящие Все то, что было создано В кузницах Теры И что же это за технологии? Нетерпеливо спросил Кельборхал Машины, питаемые Непосредственно энергией варпа Оружие, превосходящее Все, что было создано людьми Технологии Не ограниченные Законами природы И способные Придать этим законам Любую форму По твоему желанию Методы Позволяющие Изменить мир И воплотить Самые грандиозные Замыслы В немногих Оставшихся в организме Кельборхала Неаугментированных Частях Возникло опасное Нарушение Химического баланса Что напомнило Ему о тех временах Когда он Обнаруживал Неизвестные фрагменты Утраченных технологий Или подвергался Первому Бионическому Усовершенствованию Эти события Случились так давно Что воспоминания Были погребены На самом дне Архивного сегмента Хранилища памяти Но неожиданно Возникшие Химические процессы Вдруг вывели их На поверхность Мы понапрасну Тратим время На разговоры Сказал Кельборхал Открывай хранилище Договор заключен Очень хорошо Ответил Регул Процесс открытия Довольно сложен И ты должен Очень внимательно Меня слушать Ты понимаешь? Конечно понимаю Я не глупец Прошипел Кельборхал Приступай к делу Регул кивнул И повернулся К силовому барьеру А затем Начал произносить Сложную последовательность Из цепочек Бинарных кодов И бессмысленных Тират На лингвотехнис Кельборхал Согласно инструкции Слушал очень внимательно И все записывал В память Хотя поток звуков Был настолько Быстрым и сложным Что за ним Едва поспевал Даже сверхмощный Процессор Кагитатора Однако код Код казалось Не производил Никакого воздействия На силовой барьер Но по мере Загрузки информации Кельборхал Начал замечать В двоичных алгоритмах Странные несоответствия В последовательности Появились отклонения И ошибки Дополняющие Друг друга Пока система команд Не приобрела Какой-то странный вид Превратившись В нечто Искаженное И противоестественное В скраб-код Своем Врывающийся В слуховые рецепторы Генерал-фабрикатора И начавший Заражать Ближайшие подсистемы Что это Закричал Кельборхал Кот инфицирован Нет Генерал-фабрикатор Ответил Регул Это кот Освобожденный Атаков Естественных законов Это кот Вобравший В себя силу Варпа Он открывает Твои чувства Для истинного знания Он Причиняет боль Обжигает Правильно Подтвердил Регул Но ненадолго Боль скоро пройдет И ты Генерал-фабрикатор Родишься заново Кельборхал Ощущал Как скраб-код Подобно вирусу Внедряется В его системы И все защитные Подпрограммы И барьеры Оказались Бессильны Перед его натиском Заражение Злобным червем Проникло Во все области Его физиологии И хотя немногие Органические фрагменты Содрогались От его прикосновения Основная часть Системы Неуклонно Поддавалась Воздействию Вызывая Ощущение Восторга Аудио И видеосистемы Отключились Приспосабливаясь К новой реальности В поле зрения Возникли сплошные Помехи А слуховые рецепторы Наполнились Ревом Далекого моря Внутренний Счетчик Гейгера Генерал-фабрикатора Зафиксировал Поднявшийся Уровень радиации Но ее тип Он определить Не смог Датчики Хроматографического Анализа Обнаружили В воздухе Новые компоненты Но тоже Не смогли Их идентифицировать Наконец Периферийные системы Достигли Такой степени Перегрузки Что от его тела Пошел пар Но когда зрение Прояснилось Кельбор Хал Увидел Что дверь Хранилища Моравица Открыта Обновленные Чувства Тотчас Определили Ужасающую Мощь Находящихся Внутри Предметов Потоки Просачивающейся Энергии Происходили Не из этого Мира И свидетельствовали О давно Забытых Тайнах Готовых Пробудиться От долгого Сна Ты чувствуешь Эту силу Спросил Регул Теперь его Слова Звучали Не в поспешной Последовательности Бинарного Наречия А в дополненном Хаотическими Помехами Великолепии Скраб-кода Да, чувствую Подтвердил Кельбор Хал Она течет По моим Системам Могущественной Панацеей Значит Ты уже готов Начинать Мой лорд Объявил Регул Каковы будут Приказы Кельбор Хал Освобожденный От последних Остатков Человеческой Лояльности Понял Что время Притворства И обманов Миновало С тех пор Как агенты Воителя Впервые пришли И разногласия Десятилетиями Терзали весь этот мир Но время Слов закончилось Пришло время Действовать И Кельбор Хал Знал Какой следует Отдать приказ Свяжись с Принцепсом Камулом Сказал Кельбор Хал Легио Мортис Пора выступать 1.07 Работа Над чтецом Акаша Шла полным ходом А каждый Работал сутки Напролет Чтобы выполнить Свою часть задания В соответствии С высокими требованиями Адепта Зетты Далее Вносила изменения В схему Тетта-усилителя И каждое Усовершенствование Позволяло Улучшить Конечный результат Далее Имела весьма Смутное Представление О том Насколько Уникальное Ее изобретение И не знала Что работает На переднем рубеже Научного прогресса Считая Что всего лишь Применяет знания Полученные В процессе чтения И те Которые Ну просто Были у нее В голове До встречи С Карелью Зеттой Она не понимала Как могла узнать О тех или иных Вещах Врожденные способности Соприкасаться С ним Она испытывала Глубочайшее Волнение При каждом Новом видении Каждую ночь Лежа на кровати В крохотной Комнатушке Она задавала Себе вопрос Почему такая Способность Дана только Ей одной Адепт Зетта Говорила Что это Последствия Устойчивой Мутации Познавательного Процесса Результат Эволюционного Развития Который Начался Тысячелетия Назад Но ответы Казались Слишком Гладкими Быстрыми Чтобы Содержать Истину И у Далли Сложилось Впечатление Что правительница Магмагорода Не так хорошо Понимает Суть ее Дара Если это Действительно Дар Как ей Представляется Однако Несмотря На достигнутые Успехи Далли Стремилась Развивать Свои Способности И каждую Ночь Изучала Техническую Литературу Которая Ее Снабжала Адепт Зетта Она читала Тексты По гидромеханике Физике Частиц Техническому Проектированию Биологии Физике Варпа И множеству Других Дисциплин И частенько Обнаруживала И заполняла Существующие Пробелы Там Где научные Исследования Отсутствовали Или не были Доведены До логического Завершения Ни в одном Из текстов Она не встретила Ни единого Упоминания О боге машин Ни молитв С обращениями К машинным духам После Нескольких Лет Проведенных Под неусыпным Надзором Мага Салудда Это вопиющее Упущение Вызывало У Далии Крайнее Изумление В либрариуме Технологика У Мага Салудда Имелись молитвы На все случаи Технических Работ От замены Сгоревшего Конденсатора До пробуждения Логических машин Перед началом Рабочего дня Далее Не обнаружив В текстах Ничего подобного Как-то спросила Об этом У адепта Зетты Когда они Обсуждали Дальнейшее Усовершенствование Чтеца Акаши Бок машин Зетта кивнула Я ожидала Что ты рано или поздно Обратишь на это внимание О, я не должна была Спрашивать Встревожилась Даля Нет, все в порядке Сказала Зетта Хорошо, что ты это сделала Потому что Это один из главных Факторов в моей работе Даля Вглядывалась в маску Зетты И жалела Что не может Видеть лица Своей госпожи Поскольку по ее тону Было трудно угадать Настроение Не знала она И степени Аугментированности Ее тела Поскольку броня Закрывала ее целиком А жесты и позы Как правило Были очень сдержанными А вы верите в бога машин Осмелилась спросить Даля Ощущая себя После этих слов Чуть ли не маленькой девочкой То есть Если вы не против Такого вопроса Зетта выпрямилась Во весь рост И взяла со стола Небольшую деталь Даля заметила Что это был Обычный выключатель Тебе известно Что это такое Конечно Это выключатель Опиши мне его Приказала Зетта Даля взглянула на нее Подумав Что это шутка Но по манере адепта Держаться Сразу поняла Что Зетта говорит Совершенно серьезно Это обычный выключатель Сказала Даля Два металлических контакта Соприкасаясь Друг с другом Образуют цепь А разъединяясь Разрывают ее В устройстве Имеется подвижная деталь Позволяющая Оператору управлять Контактами Эта часть Называется Пускателем И в данном случае Ее роль Уполняет тумблер Тебе известно Как работает устройство Когда контакты Соединяются Не остается Пустого пространства Между ними Протекает ток При разъединении Воздух Прерывает процесс И течение тока Прекращается Все верно Это обычный выключатель Работа которого Основана На простейших Принципах Прикладной физики Далее Кивнула И Зетта Все еще Держа перед собой Деталь Продолжила Это самый простой Продукт технологии Какой только Можно себе представить И все же Глупые догматики Проповедующие Миф о боге машин Хотят Заставить нас Поверить Что и в нем Содержится Частица Божественной механики Они утверждают Что заставить его Работать можно Только ублажая Некое невидимое Создание Существование Какого Невозможно доказать Но надо принимать На веру Но император Разве это не бог машин Не амнисия Зетта рассмеялась Ах Даля Ты попала В самую точку Эти дебаты Раздирают Марс Уже на протяжении Двух столетий Даля почувствовал Что краснеет Словно сказала Какую-то глупость Но адепт Зетта Этого как будто Не заметила У верований Механикум Столько же На небе Сказала Зетта Кто-то убежден Что император Есть физическое Воплощение Бога машин Амнисии Тогда как их противники Утверждают Что император Явился в облике Бога Лишь с целью Заручиться их поддержкой Они считают Что бог машин Погребен Где-то под толщей Песков Марса А кое-кто Даже верит В возможность Единения с амнисией Путем избавления От плоти И замена ее Бионическими И механическими Устройствами Даля не сразу Решилось задать Следующий вопрос Хотя с точки зрения Логики Он был вполне уместен А во что верите вы? Зетта Окинула ее взглядом Блестящих линз Словно решая Стоит ли отвечать И далее Попыталась угадать Не был ли этот вопрос Ужасной ошибкой С ее стороны Я верю Что император Великий человек Человек Колоссального Предвидения Науки и логики Обладающий знаниями Превосходящими Суммарные знания Всех адептов Марса Сказала Зетта Но еще я верю Что при всем этом Он просто человек Его владение Технологиями Его отказ от суеверий И религии Должны стать Сияющим маяком Ведущим империум И механикум К будущему Но кое-кто на Марсе Намеренно остается Слепцом Предпочитая Игнорировать Очевидные факты Вместо этого Они сильнее чем прежде Цепляются за слепую веру В древнего Несуществующего бога Зетта продолжала говорить И далее Зетта заметила Что она становится Все более и более Оживленной И нейтрально сдержанная Манера Держаться Сменяется Энергичными жестами Миниатюрные Сервочерепа Установленные На ее наплечниках Приподнялись А датчики Биометрических Показателей На руках Манипуляторах Настойчиво Говорить о чем Думаем И думать о чем Хотим Наука не повернет Назад Больше всего Я сожалею о том Что мы живем В такое время Когда думающие Машины вызывают Восхищение А думающие Люди Подозрения Доверься своим Знаниям и доказательствам Ты меня поняла Думаю да Сказала Далее Это как в эксперименте Все чему нет Доказательств Остается только теорией И пока она не проверена Она бесполезна Точно Далее Похвалила ее Явно довольная А теперь хватит Теологических дебатов Надо заканчивать работу Прототип усилителя Доставили из мастерской Вниз В личную кузницу Адепта Зетты Где было проведено Самое подробное Тестирование В результате Интуитивного понимания Машин Далее И веками Накапливаемых Знаний Зетты Устройство стало Более сложным А в процессе Усовершенствования Возникли новые проблемы Северина Целые дни Проводила За графическим терминалом Придавая новым Идеям Далей И Зетты Рабочие очертания Затем Зуши Воплощал их в жизнь А Какстон Монтировал новые детали Милицина С присущей старательностью Организовывала их труд И даже ее Обычно суровые черты Лица Сияли радостью творчества Далее Никогда не рассматривала Процесс творчества С биологической точки зрения Пока в один из дней Не оказалась На помосте Вместе с Севериной И Зуши Чтобы сделать замеры Некоторых деталей Изготовленных На заводах Зетты Разъемы для дозаторов Допамина не подходят Сказала Даля Наклоняясь Над агрегатом черепа Проклятие Я так и знал Воскликнул Зуши Присев Чтобы лучше рассмотреть разъемы Никогда не доверяй Заводским сервиторам Вот мой девиз А мне казалось Что ты говорил Будто твой девиз Использовать Для лазерного резака Только углекислый газ Заметила Северина Подмигнув Далее У меня несколько девизов Может человек иметь Несколько девизов Или нет Может Согласилась Даля Если это Ветрогон Ветрогон Возмутился Зуши Да более постоянного Человека вам не найти А как насчет Милицины Спросила Даля Она не в счет Ответил Зуши А он красив Сказала Северина Вы не находите Даля и Зуши Недоуменно переглянулись Кто Удивленно спросила Даля Северина кивнула В сторону Привязанного К трону эмпата Он Не правда ли он хорош Интересно Как его зовут Это же Псайкер У него не может быть имени Сказал Зуши Брезгливо Скривив губы Даля Обогнула спинку Кресла усилителя И окинула взглядом Эмпата Пребывающего В бессознательном состоянии С тех пор Как она увидела его Впервые Эмпат Ни разу не пошевелился И она стала Воспринимать его Как часть машины Я никогда Об этом не задумывалась Заметила она Огорчившись Что так равнодушно Отнеслась К живому существу Полагаю Его можно назвать Нет Я знаю Что твои мысли Заняты только Одним человеком Верно О чем это ты Спросила Даля В то время Как ее взгляд Невольно скользнул К одному Из металлических верстаков Где Какстон Переделывал Антенну генератора Ха Ты прекрасно знаешь О чем я говорю Торжествующе Воскликнула Северина Нет Не знаю Возразила Даля Не сумев скрыть улыбку Ты ему тоже нравишься Я видела Как вы держитесь За руки По пути сюда Я боюсь высоты Сказала Даля И Какстон Только Только Подтолкнула ее Северина Когда Даля Замолчала Не закончив фразу Точно Ты ему нравишься Вмешался Зуши Ты довольно привлекательная И хотя я в этом не эксперт Парень тоже неплох Только ему не мешало бы Немного набрать вес У вас будут симпатичные детишки Возможно тоже умненькие Вам Да Вам надо пожениться Что такое Даля и Северина Посмотрели на возмущенную Физиономию Зуши И оба засмеялись Не валяй дурака Зуши Неужели у вас В индонезийском блоке Так принято ухаживать С девушками Спросила Северина Зуши горделиво Расправил плечи У членов клана На моем атолле Нет времени для ухаживаний А как же вы выбираете жен Воскликнула Северина Или мужей Добавила Даля Выбираем Фыркнул Зуши Мы не выбираем Я родом с острова Нусакамбанган Где детям Сразу после рождения Составляют генетическую карту А когда они подрастают Им подбирают партнера С соответствующими генами Чтобы получить потомство Полезное для клана Далее Не понравился такой сугубо Практический подход Но она постаралась Этого не показывать А как же насчет Взаимной симпатии Любви А что в этом такого Неужели чувство важнее Чем выживание рода Мне кажется Что это не так Но разве у тебя на родине Люди не влюбляются Иногда это случается Признал Зуши И далее заметила тень Каких-то эмоций Мелькнувших На его обычном Бестрастном лице Ага Сказала Северина А если человек полюбит того Кто не предназначен ему в пару Тогда у них родятся Неполноценные дети Резко ответил Зуши И их накажут Сурово накажут Ладно Хватит вопросов У нас еще полно работы Не так ли Далее вздрогнула Услышав в голосе Зуши Отголоски пылкой страсти Она перевела взгляд На Северину Но та просто пожала плечами И вернулась К созерцанию Спящего эмпата Нет Он определенно красив Пробормотала Северина Последний вариант усилителя Наконец Обрел свое окончательное очертание Все найденные ошибки Были исправлены А идеи далее Из этой воплощены Под умелым руководством Милицины Рабочий образец Был собран На два дня раньше Намеченного срока И золотой трон На помосте Заменили новой моделью Каждый угол машины Подвергся строжайшей диагностике Но не было ни молитв Ни заклинаний Ни освещенных масел Все части устройства На испытаниях Показали себя прекрасно Как и надеялись их авторы А в некоторых случаях Превзошли самые смелые ожидания Через два дня После того Как Какстон Установил последнюю плату Адепт Зета Объявила о готовности К полному тестированию И приказала Вывести эмпата Из наркотического сна Низкий монотонный гул Наполнивший зал Оповестил о том Что питаемые теплом Магмогенераторы Значительно увеличили Поток энергии Для чтеца Акаши В воздухе запахло Электричеством и смазкой А с излучателей Расположенных между нишами Где содержались Псайкера Стали срываться Серебристые искры Два мускулистых сервитора Бережно приподняли Спящего эмпата Золотого трона И перенесли на мягкое сидение Только что установленного Усилителя Тета волн Адепт Зета Наклонившись над эмпатом Начала подключать его К новому устройству Ловко манипулируя Тонкими и проворными пальцами А далее Эмилицина С интересом наблюдали За ее действиями Над головой Адепта Появились едва видимые Проблески света На асферической связи И далее невольно задумалась Что это за информация И откуда она поступает В мозг Зеты Но вскоре ее внимание Опять вернулось К эмпату Его веки дрогнули Сознание стало Возвращаться в мозг Освобожденное От действий Успокаивающих препаратов За то время Пока они работали Над новым устройством Он здорово потерял В весе И теперь почти не отличался От заключенных Стенных нишек Псайкеров Непрерывная работа Позволила на время Забыть о том Что это живые Человеческие существа Да еще наделенные Опасными способностями По сравнению С обычными смертными Только перед самым Началом финального Испытания Далее вдруг Ощутило сострадание К молчаливому окружению Это испытание Может им повредить Спросила она Показывая рукой На тысячи мужчин И женщин в нишах Я полагаю Тестирование Может оказаться Для них изматывающим Ответила Зетта Не поднимая головы Кто-то может не выдержать Ее равнодушный тон Неприятно поразил Далию И внутри сжался Комок гнева Крепко сжав губы Она всматривалась В безмятежное лицо эмпата А что будет с ним Спросила она Он тоже должен умереть Чтобы эта машина работала Зетта Приостановила работу И подняла голову Но выражение Скрытого маской лица Определить было невозможно Голосовой анализатор Дает мне понять Что ты озабочена Состоянием Этого отдельного существа Это так? Да Ответила Далия Мне бы не хотелось Чтобы люди страдали Из-за нашей работы Вот как Мне кажется Думать о подобных вещах Немного поздновато Заметила Зетта Я знаю Жаль, что я не подумала Об этом раньше В таком случае Вопрос закрыт Отрезала Зетта Но этот эксперимент Убьет его или нет? Нет Если твое изобретение Будет работать так Как я надеюсь Сказала Зетта Тетаволновой усилитель Будет увеличивать Способность Эмпата К усвоению информации Быстрее Чем ее поток Будет нарастать За этот жестом Показала она Множество Вокс-приемников И записывающих устройств Установленных На возвышении По моему замыслу Эмпат будет Простым проводником Информации Из эфира К этим записывающим Устройствам Хорошо Кивнула Далия Я бы не хотела Чтобы он пострадал И я тоже Подхватила милицина Проявляя обычно Несвойственную Ей эмоциональность Ваше сочувствие Похвально Но неуместно Заявила Зетта В ее ноосфере Возник целый Вихрь цветовых Бликов А теперь Заканчивайте Процесс его пробуждения Адепт Максимал Уже прибыл Чтобы наблюдать За экспериментом И засвидетельствовать Его результаты Зетта выпрямилась И спустилась С помоста на пол Оставив Далию И милицину В обществе эмпата Ну ты слышала Что она сказала Кивнула вслед Адепту милицина Давай-ка заканчивать работу Тебя это совсем не беспокоит Спросила Даля Тебе все равно Что он может пострадать Конечно не все равно Но какое это имеет значение Как она сказала Уже поздно Что-то менять В конце концов Это ты изобрела машину Я знаю Но пока мы не закончили Все это оставалось теорией А не реальностью Могу тебя заверить Что все это Очень даже реально Даля сказала милицина Мы создали это устройство И мы не можем Игнорировать Потенциальную опасность Которую она представляет Для этих несчастных И не только для них А для кого еще Оно может быть опасным Удивилась Даля Милицина снисходительно Улыбнулась И живая половина Ее лица смягчилась Чего Даля Никогда прежде не замечала Ах Даля Ты конечно Очень умна В некоторых вопросах Но в остальном Совершенно не разбираешься Подумай о том Что мы можем извлечь Из чтеца Акаша Получив доступ К тайным эфирам Мы сможем поднять Человечество На новый уровень Понимания Вселенной А разве это плохо? Нет конечно Но могу поручиться Что большая часть информации Полученное из этой Через это устройство Послужит для создания Очередного Невероятно мощного Оружия Далее вдруг Стало так холодно Словно температура В зале Понизилась до точки Замерзания воды Я вижу Ты начинаешь понимать Продолжала Милицина Все энтузиасты Науки Должны прежде всего Обращать внимание На вопросы Этики Мы стараемся Ради получения Знаний Но нельзя забывать О том Как они будут Использованы В реальном мире Но Никаких но Далее Прервала ее Милицина Нравится тебе Или нет Но адепт Зета Проведет это Испытание А нам лишь Остается постараться Чтобы эмпат Вышел из него Живым и здоровым Согласна Согласна Кивнула Далее Увеличивая поступление Стимуляторов В мозг эмпата Но обещай Что мы будем Пользоваться Чтецом Акаши Только на благо Империума Я не могу дать тебе Такого обещания Сказала милицина И никто не даст Но я верю Что когда-нибудь Мы сумеем Создать машину Или силу Такой разрушительной Способности Что даже человечество Раса Которая однажды Уже чуть не уничтожила Сама себя Ужаснется И откажется От войн навсегда Я надеюсь Что наша воля Способна контролировать То что создает Наш разум И я надеюсь Что ты права Сказала Далее Я уже умер Простонал эмпат Обе женщины Испуганно вздрогнули Их руки взлетели К губам и груди А эмпат Открыл глаза И посмотрел На связывающие Его крепления Милицина первой Справилась Со своими эмоциями И склонилась Над эмпатом Нет, ты не умер Ты просто вышел Из состояния Нейростазиса Вызванного препаратами Сейчас стимуляторы Смывают последствия Применения Пентабарбитала И скоро Деятельность мозга Полностью восстановится Далее Бросила в сторону Милицины Сердитый взгляд И тоже наклонилась К эмпату Она хотела сказать Что все в порядке Ты спал Но сейчас просыпаешься Ты знаешь Где ты находишься Мужчина поморщился От яркого света кузницы И далее отметила Что его зрачки Еще сильно расширены Она подняла руку Чтобы заслонить его глаза И эмпат Благодарно улыбнулся Извините Свет здесь Немного яркий Сказала она Да, яркий Согласился мужчина Пелена в его взгляде Уже рассеялась И он посмотрел По сторонам Это ведь Чтец Акаши, верно? Да Знаешь, для чего Он предназначен? Знаю Кивнул он Как только Милицина Ослабила крепление Удерживающие его голову Адепт Зета Мне все объяснила Когда выбрала меня проводником Меня зовут Даля А тебя Иона Иона Мил Он улыбнулся И Даля поняла Что Северина была права Он действительно красив Я бы пожал тебе руку Но Даля усмехнулась Шутка была вымученной Но она оценила усилия Хотя и поразилась Что Иона Пытается ее подбодрить Будучи привязанным К устройству Которое еще не до конца Испытано Мы собираемся начать Спросил Иона Я полагаю Что все готово Раз меня разбудили Да Адепт Зета Собирается провести Первое испытание Нового устройства Сказала милицина Застегивая последние крепления Отлично Сказал Иона И его голос К удивлению Даля Прозвучал почти радостно А ты не боишься Спросила она Не обращая внимания На предостерегающий взгляд Милицины Нет А должен? Нет Конечно нет Поспешно заверила его Даля По крайней мере Я в этом уверена Мы всесторонне протестировали машину И согласно результатам Она должна работать отлично И ты тоже в этом участвовала? Спросил Иона Ну да Я помогала проектировать трон На котором ты сидишь Тогда я спокоен Сказал он Почему? Потому что я ощущаю Твою заботу обо мне И сочувствие Я знаю Что ты беспокоишься обо мне Но уверен Что ты сделала все Что смогла Чтобы эта машина Была безопасной Как ты об этом узнал? Он же Эмпат Даля Вмешалась милицина Они все такие Ах да Да, конечно Смущенно пробормотала Даля На самом деле Я с нетерпением этого жду Признался Иона Употребить свой дар На благо Империума Для человека С подобным талантом Что может быть лучше Чем служба императору? Скоро я все узнаю И стану частью того Что поможет человечеству Обрести свою судьбу Я понимаю Это звучит немного напышенно Но ведь все мы стремимся К этому, правда? Даля улыбнулась Она была несказанно рада Что перед ними Не бессловесная жертва Грандиозных замыслов Адепта Зетты Да, Иона Сказала она Мы все стремимся Именно к этому Всем машинам Равняться На Викторис Магна Приказал Индио Кавалерио Кивнув в сторону Своего штурмана Придерживайся курса Лак Да, мой принцепс Откликнулся Лак И опытной рукой Направил божественную машину Через предательские ущелья Окружающие Сильно изрезанную местность На северной границе Паттеры улица И увеличь чистоту Обзора Ауспика Пал Здесь слабая почва Да, мой принцепс Последовал ответ Из прозрачного Наблюдательного пункта Над рубкой Владыки войны Кавалерио Отметил раздражение В голосе вперед Смотрящего Он понял Что проявляет Излишнюю осторожность Напоминает членам экипажа Об их прямых обязанностях Викторис Магна Был старой машиной За свою долгую жизнь Полную жестоких сражений Тысячи раз залатанной Отремонтированной И переоборудованной Ее отважное И гордое сердце Состарилось И Кавалерио Не раз задавал себе вопрос Сколько еще маршей Им суждено пройти вместе По правде говоря Викторис Магна Следовало оставаться На страже мастерских Но после нападения На реактор Максимала Легиотемпестус Не мог оставить Без внимания Остальные реакторы Расположенные на склонах Кратера И вдоль каньонов Борозды Улиса Без этих реакторов Было бы крайне затруднительно Держать на ходу машины Его любимого легиона Тот, кто совершил нападение Действовал с точным расчетом Именно этот реактор Поставлял в крепость Темпестус В Аскрийской горе Большую часть энергии Кавалерио Предпочитал быть связанным Напрямую с машиной Которой командовал Он понимал Что его тело Постепенно стареет И как только он Не сможет больше Переносить физическую И психическую боль Разрывов И восстановления связи У него не останется Другого выбора Как согласиться На погружение В резервуар Но этот день Еще не настал И Кавалерио Прогнав непрошенные мысли Сосредоточился На предстоящей миссии Благодаря мультисвязи Он видел окрестности Так, словно Мощная структура Викторис Магна Была его собственной плотью Вокруг него Простирался бесплодный Изрытый бесчисленными Кратерами Ландшафт Марса На юго-западе Раскинулась белесая Пепельная пустыня С каменными Нагромождениями Двух кратеров Поверх которых Блестели башни Кузницы Адепта Максимала Впереди горизонт Заслоняло Хаотическое Нагромождение Бороз Гиганта И расположенный В них Рабочий поселок Жалкое скопление Раскаленных солнцем Башен и Лачук Где ютились Миллионы рабочих Которые трудились В кузницах Генерал-фабрикатора Сверкающих молниями Со склонов Горы Олимп Вот уже Несколько дней подряд Над владениями Кельбор Хала Нависал грозовой фронт Осыпавший Ослепительными Пурпурными разрядами Склоны горы И расположенные там Здания Кавалерио Не имел Ни малейшего представления Что за опыты Производил Генерал-фабрикатор Но они пагубно Сказывались На состоянии атмосферы И создавали Помехи в ВОК-связи На многие сотни километров Во всех направлениях Все каналы связи Были забиты помехами В виде обрывков Неразборчивых фрагментов Бинарного кода Словно на одной И той же частоте Звучал целый хор Нетерпеливых голосов От этого шума У Кавалерио Началась резкая Головная боль И он был вынужден Уменьшить громкость ВОК-са Он прогнал мысли О генерал-фабрикаторе И обратил Аугментированный взгляд Далеко на юг Где плотные облака Поднимающиеся С полей очистки На плато Дедалия Застилали горизонт Образуя сплошную Тусклую пелену Три машины Боевой группы Кавалерио Сверкая Кобальтовой краской Словно три великана Из древних легенд Уверенной поступью Продвигались вдоль границы Разделявший владение Генерал-фабрикатора И Иплу Виена Максимала Слева от кавалерио Величаво шагал Владыка войны По имени Форсида Гастатус Которым командовал Принцеп Сузак Гастатус был потрясающей Грозной машиной А Сузак Когда этого требовали Обстоятельства Мог нанести решающий удар Справа Нетерпеливой походкой Немного вырвался вперед Аркадия Фортис Класса разбойник Его принцип Сьян Мордант Был прирожденным Охотником И лишь недавно Получил повышение И пересел с гончей А потому еще Не оставил привычек Одинокого волка Не покидай строя Мордант Скомандовал кавалерио Мой сенсорий говорит Что почва здесь рыхлая И под слоем песка Могут оказаться расщелины У меня нет ни малейшего Желания вызывать Грузовой транспорт Чтобы вытаскивать Твою провалившуюся машину Понял Донесся сдержанный Ответ Морданта Прерываемый визгом И воем помех Мордант Еще не привык К насмешливой манере Нового командира Он и его машина Все воспринимали буквально И потому чаще всего Отвечал резкими Короткими репликами Кавалерио Терпел его поведение Лишь по той причине Что Мордант Был одним Из его лучших воинов И его боевой счет Уступал только его собственному Он все еще думает Что командует гончей Заметил Кайпер Модератор Магны Наверное Согласился Кавалерио Но Аркадия Скоро вылечит его Это строгая машина Можешь мне поверить Есть новости От базика Ничего Мой принципс Ответил Кайпер Сверившись с журналом ВОК-записей Сенсори Можешь определить Местоположение Вульпус Рекс Думаю Что смогу Мой принципс Ответил Пал Но эти проклятые помехи Препятствуют Прохождению сигналов Ауспика И наша старушка Видит не так зорко Как обычно Это плохо Пал Сказал Кавалерио Разыщи ее Сейчас же Слушаюсь Мой принципс Кавалерио Выждал немного А затем снова Вызвал Сенсори Ну теперь ты ее видишь Машина углубилась На юг Не скрывая облегчения Ответил Пал Спряталась На окраине Борост Гиганта Там где оканчивается Барриева дорога Хорошее место Для засада Одобрил Кайпер Если нам что-то угрожает То только оттуда А там их поджидает Базик Весело добавил Рулевой лаг Кавалерио Кивнул Принцесс Базик Командовал Вульпус Рекс Лучший гонщий Из всех титанов Лего Темпестус И слыл Молниеносным Убийцей противников Намного превосходящих Размерами Его хищную машину Он вызвал По мультисвязи План окрестностей И наложил на него Топографическую сводку Полученную Система наблюдения Титана Замечание Кайпера В полной мере Соответствовало Действительности Только Барриева дорога Была достаточно широкой Чтобы машина Могла пройти Не разрушив Половины Прилегающих К ней построек Но изломанные линии Означавшие Границы поселка Были конечно Не слишком точными Так что Вряд ли можно Рассчитывать На полную Безопасность машины Каждый день Строилось И уничтожалось Множество зданий И большинство Карт поселения Были безнадежно Устаревшими Перестроился На курс 2-2-5 Скомандовал Кавалерио В то же мгновение Он ощутил Как дернулись Его мускулы Реагируя На поворот Викторикс Магна Продолжающего Путь вдоль Границы Владений Максимала Магас Аргир Доложи Состояние Нашего реактора Состояние Оценивается Как неустойчиво Ответил Аргир Техножрец Титана Неподвижно Стоящий В отсеке Позади рубки Принципса Нам нельзя Было выходить На задание Принципс Кавалерио Добавил он Дух реактора Расстроен И продолжать Работу Без полной Литании И успокаивающих Молитв Очень опасно Я понял тебя Магас Сказал Кавалерио Прикажи Снизить скорость Марша Снизить скорость Марша Немедленно Повторил Аргир Кавалерио Осмотрел окрестности Через систему Мультисвязи Считывая данные С измерителей Давления Анализаторов Атмосферы И инфракрасных Панелей И микроволновых Приемников Такой исчерпывающий Обзор Был мало кому Доступен На просторах Марса Он попытался Сосредоточиться На простиравшейся Впереди Поверхности Помня о том Что местность Вокруг кузнец Максимала Всегда таила Все множество Опасностей Но мысли Постоянно Возвращались К мрачным Небесам Над горой Олимп Источающим Угрозу Чем ты там Занимаешься Кельборхал Пробормотал он Мой принципс Откликнулся Кайпер Гм Нет ничего Я просто Размышлял слух Ответил Кавалерио Объединение В систему Мультисвязи Не позволяло Им утаивать Какие-либо Секреты И Кайпер Уловил интерес Своего командира Гори Олимп Воистину Великая гора Не так ли Спросил Кайпер Воспользовавшись Старинным названием Принятым Среди Экипажей Титанов Он развернул Кресло Чтобы взглянуть В лицо Кавалерио И похоже Она взволнована Да Это Великая гора Согласился Кавалерио Голос Марса И звучит он Обеспокоенно Мой принципс Крикнул Сенсори Пал Вокс Сигнал Соскрийской горы Принципс Шарак Настаивает На разговоре С тобой Выведи На мультисвязь Приказал Кавалерио Перед принципсом Вспыхнул Неярким светом Зеленый Прямоугольник И появилось В палате первых Изображение Дрожало И расплывалось А голос Доходил С перерывами Словно Канал связи Был поврежден Шарак Что произошло Спросил Кавалерио Мы на марше Я знаю Повелитель Бурь Но вы должны Немедленно Вернуться К Каскрийской горе Вернуться Почему Ответ Шарака Заглушил Шум помех Похожий На звериный вой Изображение Сильно задрожало Как от волны Раскаленного воздуха Мортис Они вышли на марш Что Повтори Потребовал Кавалерио Облик Шарака Неожиданно Прояснился И следующие слова Кавалерио Услышал так отчетливо Словно Принц Стоял с ним рядом Легио Мортис Повторил Шарак Их машины Вышли на марш И направляются К Аскрийской горе 1.08 Далее Зачарованно Разглядывала И плувье На максимала Гадая Какая часть Его существа Еще осталась Человеческой А какая Превратилась В машину Но охлаждающее Одеяние Предназначенное Для сохранения Сложных механизмов Его тела Не давало Возможности Ответить на этот вопрос В наружности Магоса Почти ничего Не указывало На его принадлежность К одной с ней Рассе Тебе еще Тебе еще не приходилось Видеть такого Адепта Механиком Как я Спросил Максимал Нет Призналась Далее Те Кого я встречала Все-таки Отдаленно Напоминали Людей Вы говорите Как человек Но выглядите Совсем По-другому Максимал Мама повернулся К Адепту Зетти И выдал Трескучую Последовательность Бинарного кода В то время Как экраны На его механодреднитах Вспыхнули От удовольствия О, прошу прощения Воскликнула Далее Я не хотел Одерзить Просто мне стало Интересно Мага Снова Обернулся К ней Ты понимаешь Бинарный код Без модифицирования Я научилась Ответила Далее Смутившись От такого внимания Продолговатая Голова Адепта Закрытая На Далю Тихонько Загудели Ты права Зетта Она удивительный Человек Возможно Теперь Твой проект Наконец-то Принесет Плоды Далее Отвела взгляд И уставилось Широкое окно Выходящее в зал Где под незрячими Взглядами Тысяч псайкеров Был привязан К Тетоусилителю Иона Мил Он будет работать Я в этом уверена Прошептала Далее Остается только Надеяться Малышка Далее Сказал Максимал От него зависит Слишком многое У вас очень приятный Голос Заметила Далее Он звучный Как у благородного Лорда из Романии Почему вы При вашей наружности Выбрали такой голос У каждого Есть свои слабости Далее Пояснил Максимал Этот голос Принадлежал Великому оперному Певцу И его звук Напоминает мне Обо всем лучшем Что есть в человечестве Далее не нашлась Что на это ответить И снова отвернулась К окну С бронированным стеклом Отделявшим Пульт управления От того Что должно было Произойти в зале Целая армия Калькулю слоги Вооруженных Кагитаторами И вычислителями Контролировала Параметры Чтеца Акаши О которых Далее даже Не догадывалась Многие символы На панелях приборов Были и незнакомы Или содержали слова Значения которых Она не знала Пульт управления Гудел От активной деятельности И напряжения А на лицах Всех собравшихся людей Читалось Ожидание великого события Даже сервиторы Выглядели напряженными Но Далее Сказала себе Что это игра Ее воображение Когда начнется испытание Спросила она Оборачиваясь К своим коллегам Какстон и Северина Пожали плечами И даже у милицины Не нашлось ответа Оно начнется сейчас Далее Заговорила подошедшая Адепт Зетта И положила руку В бронзовой перчатке Ей на плечо И все благодаря тебе Тогда будем надеяться Что устройство сработает Ответила Далее Не сводя глаз С далекого Спокойного лица Ионы Теранский горизонт Чист Послышался механический голос Световые показатели Астрономикона Приближаются К тестовому окну Совмещение согласно графику Воздействие пентабарбитала Прекращено Бесстрастно произнес Калькулюс Логи Увеличен радиус действия Конусовидной антенны Магмогенераторы Направляют энергию В коллекторы Что все это означает Спросила Далее Помнишь Я тебе говорила Что для пролома стены Отделяющей нас От эфира Требуется Необычайно большое Количество энергии Спросила Зетта Да Так вот Такая форма И такое количество энергии Не могут быть генерированы На Марсе А что это за энергия Психическая Пояснила Зетта И в таком количестве Что может быть получено Только из одного источника Из астрономикона Из варп маяка императора На который ориентируются Космические корабли Совершенно верно Подтвердила Зетта И показала на металлический диск В центре потолочного купола С которого срывались Золотистые молнии Только астрономикон Способен дать Достаточное количество Психической энергии Чтобы чтец Акаши Дотянулся до суммы Всех знаний Которую мы ищем Мы направим Часть его излучения В зал Чтобы придать сил Псайкерам И открыть врата эфира А это не повредит Работе астрономикона Спросила Даля Зетта поверх ее головы Переглянулась с максималом И Даля получила Ответ на свой вопрос Повредит Призналась Зетта Но лишь на кратчайший миг Даля подошла К пульту управления Чтецом Акаши И стала сопоставлять Слова Зетты С имеющимися у нее Знаниями И значениями слов Вырезанных на деревянной панели Она не имела понятия Насколько мощное излучение Исходит от астрономикона Она догадывалась Что даже малая часть Его энергии больше Чем она может себе представить Она посмотрела в зал На пробуждающихся Псайкеров И вдруг С ошеломляющей ясностью Осознала Что пропустила в расчетах Нечто важное А как вы намерены Отделить часть мощности Астрономикона Спросила Даля Скоро Марс окажется На одной линии с Террой И мы попадем В радиус действия Психического маяка Конусовидная антенна Примет энергетический поток И направит его Псайкером Это обычный способ Поспешила уточнить Даля Адепт Зета Покачала головой Нет Это наш первый опыт Работы с астрономиконом О нет Прошептала Даля Вычисления неверны Все неправильно Неправильно О чем это ты Воскликнул Максимал Энергетические показатели Ответила Даля Теперь я поняла Они изменяются Флюктуация максималов И минималов Апогей и перигей Из-за этого цифры Получаются разными Мы заложили средние показатели Но сейчас получим Совсем другие Даля Объясни подробно Приказала Зета В чем ты сомневаешься Исходные данные Которые вы нам Представили для работы Пробормотала Даля Я рассчитывала Наибольший уровень Предполагаемого Энергетического воздействия По ранее применяемой Психической силе Но на этот раз Мощность потока Будет сотни В тысячи раз больше В ЧТЦ Применялись фрагменты Отраженного И рассеянного Психического излучения А сейчас это будет Бушующий поток До психического контакта Пять-четыре Адепт Зета Закричала Даля Оторвавшись от окна И поворачиваясь Лицом к правительнице Магмагорода Мы должны все остановить Энергии будет Чересчур много Не смеши меня Отрезала Зета Мы не можем остановить процесс Вы должны Взмолилась Даля Пожалуйста Стоит только чему-то Пойти не так И машины покажут На что они способны Три Два Один Продолжался отсчет Нет Отрон Нет Закричала Даля Оборачиваясь к залу Энергия Астрономикона Затопила помещение Ослепительным Непереносимо ярким Сиянием Мощный поток Захватил И стоящие на постаменте Устройства И ниши Где были прикованы Слепые псайкеры Почти немедленно Воздух взорвался Тревожными возгласами И воем сирен И в этом вихре Даля уловила Отчаянный вопль Ионы Мила На унылых плоскогорьях Между вулканами Гор Форсида Не было ни промышленных Ни жилых построек Здесь проходил Привычный маршрут Божественных машин И все неровности Почты Сглаживались Под их Неимоверным весом Единственными Искусственными Объектами Были лишь Расставляемые Сервиторами Мишени Для тренировочной Стрельбы Пустынная И негостеприимная Местность Между Аскрийской Горой И Горой Павлина Являлась Пограничным районом Между владениями Двух Воинских Орденов Обосновавшихся В этом регионе И ничем больше Даже Вассальные Кочевые племена Бродившие По пепельным Пустыням Между кузницами Адептов Хотя и пытались Там останавливаться Были вынуждены Признать Что местность Непригодна Для жизни Огромные Золотые Врата Крепости Легио Темпесту Стоящие На краю Аскрийского Каньона Распахнулись И из них Вышли Три гигантские Машины Сверкающие Темно-синей Броней На орудийных Башнях И высоких Мачтах Их корпусов Развивались Боевые Штандарты Металл Ускебрения Управляемый Принцепсом Шараком Возглавлял Группу А следом Шли Два его Меньших Собрата Две Гончие Раптория И Аструс Люкс Все три Титана Вышли В полном Вооружении И готовые К сражению Сервиторы Стрелки И автозагрузчики Переведены В боевой режим В нижней части Каньона Собрались Отряды Одетых В броню Скитариев Однако Шарак Знал Что в случае Схватки Между машинами Толку От них Будет Немного На Марсе Осталась Лишь Малая Часть Скитариев Темпестус Но Эшман Командир Марсианского Отряда Настоял На своем Праве Выйти На марш Вместе С машинами И Шарак Не собирался Лишать Огромного Воина Возможности Вывести Своих Аугментированных Солдат Появление Такой Воинской Силы За пределами Крепости Было Неслыханным Делом Для Марса Но Напряженность В области Форсида Нарасталась Каждым Днем И Принцип Шарак Был Не намерен Рисковать Безопасностью Крепости Легиона Принцип Скавалерио В данный Момент Был Занят Осталось Так мало Машин Двух Гонщих И одного Только что Вышедшего Из ремонта Разбойника Для защиты Всей базы Было явно Недостаточно Особенно Если учесть Что на них Надвигаются Титаны Легио Мортис Боевая Группа Кавалерио Уже Повернула Назад Но Запада Со склонов Великой Горы Налетела Яростная Пылевая Буря Нарушившая Работу Ауспиков И пока Шараку Приходилось Силы И желание Камула Доказать Превосходство Своего Легиона Долун Окликнул Шарак Своего Сенсория Где они Сейчас Не было Необходимости Уточнять Кого именно Он имел Ввиду Судя по Тепловым Выбросам Там Четыре Или пять Машин Мой Принцип Доложил Долун Передавая Полученную Информацию По мультисвязи За окнами Кабины Виднелись Лишь Вихри Красновато-коричневых Нуждался В визуальном Наблюдении Чтобы управлять Металлоскибрение Поскольку Эта система Была более Надежным Источником Информации Чем Человеческое Зрение Похоже Четыре Машины По моим Подсчетам Они в шестидесяти Километрах От нас Но быстро Приближаются Продолжал Долун Великий Трон Да они Огромные Прошептал Модерат Баннон Владыке Войны Определил Шарак По крайней мере Три машины Это большое для Титана Возможно Вплотную к нему Идет еще одна машина Они могли попытаться Скрыть одного Титана Да лун Окликнул Шарак Сенсория Твое мнение Может и так Но датчики Пустотной защиты Не выделяют Отдельных машин Трудно сказать Буря с запада Так разбушевалась Что все сканеры Забиты помехами Держи курс на них Приказал Шарак Сжимая кулаки Опутанные проводами И сталью В огромных поршнях И шестернях Металлоскибрения Возникла гулкая Мультисвязь Улавливала Нетерпение Принципса Кибрения Была старой машиной Гранд Дамой Легио Тимпестус Завидным послужным списком Но в последней битве Ей довелось Получить серьезные повреждения Возвращение на Марс Для ремонта И перевооружения Стало тяжелым испытанием И для человека И для машины И Шарак Ощущал нетерпеливое желание Скорее вступить в бой Есть какие-нибудь сигналы От Мортиса Спросил он Они ответили на наши запросы Отрицательно Мой Принципс Ответил Баннан Одни помехи Возможно буря Заблокировала Вокс Но я в этом сомневаюсь А как насчет Повелителя бурь Принципс Кавалерио Отвечает В последнем сообщении Он сказал Что возвращается На предельной скорости Продолжил Баннан Больше ничего не поступало Давай Индий Прошептал Шарак Я не могу Удержать каньон С разбойником И парой гонщих Он снова сосредоточился На мультисвязи Стараясь понять Что за помехи Искажают информацию Об окружающем мире Уже несколько дней подряд Марсианские каналы связи Были забиты Отрывочными И бессвязными Фрагментами Бинарного кода Источник происхождения Которых Было невозможно Определить Они неожиданно Возникали в системах А затем Также внезапно Исчезали Адепт Эскунт Убавь мощность реактора На 12% Приказал Шарак Баннан Оставь одну треть скорости И держи курс На устье каньона Слушаюсь мой принципс Ответил Баннан Сбавляя ход Шарак Открыл каналы Мультисвязи Для принципсов-гонщих Касим Ламн Перед его глазами Возникли дрожания Расплывчатые изображения Касим Смуглолицый хищник И привыкший Нападать из засада Ламн Они прекрасно работали В паре Касим С яростью настоящего охотника Нападал на противника И гнал его прямо Под выстрелы Своего собрата по оружию Принцов Шарак Заговорил Касим С акцентом Выдававшим Уроженца Ульи Финитийского озера У тебя есть боевой приказ? Возможно Ответил Шарак Рассредоточьтесь И перекрестными курсами Направляйтесь К той точке Где в последний раз Засекли машины Мортис Я хочу знать Где находятся их титаны Вступим в бой Спросил Ламн В его голосе Слышалось такое нетерпение Что Шарак чуть не рассмеялся Ламн Твоя отвага Достойна восхищения Но если Мортис Подходит с теми силами О которых я догадываюсь Пара гонщих Их вряд ли остановит Что же мы должны Позволить им Беспрепятственно Войти в крепость Возмутился Касим Нам еще неизвестно Куда они направляются Напомнил воинственному Принцапсу Шарак Они могут свернуть На запад И уйти на север К сборочным цехам В олимпийских бороздах Или уйти на восток К Монду Сокулум Мы не знаем Что у них на уме Они горько пожалеют Если пересекут Линию бури Проворчал Ламн Конечно пожалеют Согласился Шарак Но пока они этого Не сделали И находятся За пределами нашей территории Вы не должны Открывать огонь Если только Они не начнут Стрелять первыми Я не желаю Чтобы Камул Говорил будто Мы начали войну Между машинами на Марсе Из-за своеволия Пилота Тимпестус Понятно Оба принципса Хмура подтвердили приказ И Шарак Отключил линию связи А гонщие Быстро исчезли Из виду запеленной песка И пепла Далее Сопровождаемая Воем тревожных сирен И ослепительным сиянием Астрономикона Выбежала С контрольного поста Воздух Взорвался Визгливыми тирадами Бинарного кода И потоками данных А в ее голове Не утихал Мучительный крик Ионы Мила Его звук Пронзал череп И погружался В глубины психического сознания А по щекам Непрерывно текли слезы Далее Обещала себе Что все закончится Благополучно Что ее изделия не допустят Чтобы Эмпад погиб Во имя научного прогресса Но обещание Обратилось в прах И она обезумела От его крика Далее Вбежала в зал Откуда шахта лифта Поднималась К магмагороду И вдруг увидела Что низкий Арочный проход В серебристой стене Закрыт массивной Бронзовой дверью Через круглое окошко В центре двери Бил опаляющий свет Нет Закричала Далее Нет Он умирает Она забарабанила Кулаками по двери Разбивая в кровь пальцы И сорвала ногти Царапая армированное стекло Затем прижалась Лицом к стеклу Пытаясь увидеть что-то Кроме ослепительно-белого сияния И понять Что происходит внутри Откройте дверь Кричала она Откройте эту проклятую дверь Мы должны это прекратить Далее Подскочила к цифровому замку И начала набирать код Ей никто его не сообщал Но она Подсмотрела последовательность цифр В ноосферической ауре Зетты Опять взвыли сирены И желтоватый свет Злобно замигал Кто-то попытался ее остановить Но она сердито отбросила руку Тебе туда нельзя Раздался голос Над самым ее ухом Голос Какстона Я должна Взвизгнула она Он умирает Отрон Мы убиваем его Это не твоя вина Сказал Какстон И отвел ее руки От замка Прежде чем она успела Набрать завершающую Последовательность цифр Он развернул девушку спиной Ко слепительному сиянию Это не твоя вина Моя всхлипнула далее И уткнувшись лицом В его плечо Крепко обняла Какстона Словно сила объятия Могла прекратить этот кошмар Надо войти туда Тебе нельзя Уговаривал ее Какстон Пока нельзя Ты же не проходила обряд Присоединения души Мне все равно Я должна туда войти Нет Как только ты попадешь За эту дверь Психическая энергия Убьет тебя Но мы убиваем его Настаивала далее Я должна войти Она оттолкнула Какстона И набрала на табло Последние несколько цифр Свет вырвался из зала Прорвавший плотину рекой И далее бросилась В ревущий водоворот Психической силы Принцепс Касим Разогнал Рапторию До предельной скорости И ощутил ее жестокую радость Машина Так же как и он сам Радовалась возможности Пройтись под солнцем Освободиться от оков И приготовиться к бою В течение предшествующего Промежутка времени Когда машина томилась В пропавшем маслом Трюме корабля Удерживаемая каркасом И прикованная к палубе Ее воинственное сердце Тосковало Словно запертое в клетку Яростный боец Заточенный в камеру Был надолго лишен Своего благородного ремесла Это был первый выход После возвращения на Марс Для ремонта И Касим Ощущал жажду убивать В каждом поршне В каждом узле В каждом металлическом соединении Опустив голову Он взглянул на висевший На груди медальон С золотым черепом И шестеренкой И пожалел Что не может прикоснуться к нему На счастье закованными В металлические перчатки руками Сам принципс Кавалерио Повелитель Бурь Перед строем всех воинов Наградил его этим медальоном Когда они грузились на корабль После жестокой и трудной кампании В двойном скоплении Псилоид Они потеряли шесть машин А многие Титаны В том числе и Викторикс Магна Повелителя Бурь Были тяжело ранены Кавалерио привез Пострадавшие машины на Марс А основной состав Легиотемпестус Оставил под командованием Принципса Максима Карании После нескольких месяцев Напряженной работы Механиков Легиона Титаны Были отремонтированы И вернули себе Былое величие После окончания Ремонтных работ Легион был готов Возвратиться В экспедиционную флотилию Чтобы опять сражаться За расширение Границ Империума Касим с нетерпением Ждал отправки на фронт Потому что Марс Сильно изменился С тех пор Как Темпестус В последний раз Выводил свои машины На его красно-коричневые просторы Идеи Великого Крестового похода Уже не интересовали Обитателей Марса Правители кланов Кузнец И Магосы Были вовлечены В междоусобные распри Увлекающие Красную планету В трясину интриг И подозрений Изменились даже Воинские ордены Отдельные фракции Военных сил Были заняты Лишь охраной Контролируемых Ими ресурсов И Легио Мортис Не стал исключением Его воины Расширяли зону влияния Под предлогом Охраны мелких кузнец Чтобы легче было Оказывать влияние На другие ордены Нет Чем быстрее Темпестус Вернется к своему настоящему делу На просторах галактики Тем лучше Где же они? Прошептал Касим Разворачиваю машину Чтобы его курс Пересекался с маршрутом Аструс-люкс Из его рубки Виднелись лишь вихри Пепельного урагана Частицы пыли и песка Сущее наказание Для шестеренок и поршней Царапали армированное стекло В двадцати километрах от нас Мой принципс Произнес Мадерат Ворич Отраженный сигнал усиливается Но порой совсем пропадает Как будто перед машинами Движется источник помех Держи прежний курс Скомандовал Касим И не спускай глаз сенсориума У них могут быть гончии В передовых пикетах Слушаюсь мой принципс Касим почувствовал Как в ответ на его команды Напряглась машина Жаждущая скорее начать охоту Скоро прошептал он Касим полагался На показания аппаратных имплантов И множество сканеров Посылавших информацию Через БМУ непосредственно в мозг До сих пор Раптория вела только пассивное сканирование Что не позволяло обнаружить машину В этой пепельной буре Активное сканирование Выявило бы больше деталей Но при этом Выдало бы присутствие гончий Всем Кто находился поблизости В подобных условиях Гончии Предпочитали действовать скрытно Каким бы странным Не казалось упоминание О скрытности По отношению к огромной машине И Касим полагался На свою интуицию Ради безопасности Раптории Но шквал помех Забивавший сенсориум Осложнял ситуацию И Касим чувствовал Некоторое замешательство машины Вызывающие излишнюю порывистость При выполнении команд Вся остальная информация Поступала без искажений Касим ощущал близость машины Ламна Жалящий удары песчинок В корпус Раптории И привкус пепла В завывающих вокруг него Вихрях Где-то впереди Запеленной буря Скрывался противник Хотя пока машины Мортис Еще нельзя было Классифицировать Как вражеские Но Касим Не видел их И не мог определить Разделяющую их дистанцию Подобная ситуация Для пилота Титана Представлялась Настоящим кошмаром Враг Возможно Уже готовится К выстрелу А Касим Еще даже не знал Насколько близко Он находился Касим понимал Что рано или поздно Мортис И Темпестус Решатся пролить кровь Гарантией тому Стала перепалка Между повелителем Бурь И Камулом На совете Форсиды Инстинкт воина Подсказал Касиму Нанести удар первым Но он не мог Ослушаться прямого приказа Принципса Шарака Мой Принципс Окликнул его Ворич И в то же мгновение По земле прокатилась Мощная дрожь Устойчивый Оторженный сигнал От объекта Прямо по курсу Выбросы ядерного реактора И признаки Пустотной защиты Во имя машины Откуда они взялись Воскликнул Касим Идентифицируя объект Класс машины Еще не определен Но она явно Велика для гончей Вибрация в почве Уже подсказала Касиму Что это была не гончая И не разбойник Владыка войны Предположил Касим Его волнение Тотчас передалось машине И раптория слегка присела Словно стараясь Прижаться к земле Нет мой принципс Ответил Ворич С ужасом вглядываясь Появлявшиеся В завихрениях Буря изображения Касим Ощутил холод Упавшие на него тени А потом ему вдруг Стало жарко Навстречу двигалась Исполинская машина Сотрясавшая землю При каждом шаге Неимоверно тяжелых ног Настоящая крепость Из медно-красного металла С черными И серебристыми вставками Передвигалась на опорах Размером с башню По сравнению С этим гигантом Гончия могла показаться Сущим младенцем У ног взрослого человека Такого грандиозного Сооружения Увенчанного Выгнутыми зубцами Касим еще не видел Он слышал рассказы И просматривал Техническую документацию И чертежи Но все это Не могло подготовить его К встрече С этой грандиозной Боевой машиной На плечах колоса Покоились орудия Способные стирать В пыль целые города А голова Из отполированного серебра Была выполнена В виде рогатого Оскаленного черепа Император Выдохнул Касим Принцепс Кавалерио В поисках информации Переключал мультисвязь С одного канала На другой Но не мог найти ничего Кроме визгливых Тират Скраб-кода Заполнявшего эфир Он ничего не знал О Принцепсе Шараки И опасался Самого худшего Легио Мортис Вышел на марш И Кавалерио гадал Не решил ли Принцепс Камал Воплотить в жизнь Свои слова О надвигающейся буре Боевая группа На предельной скорости Двигалась к крепости Легиона И Кавалерио Слышал Как древнее сердце Викторикс Магна Протестует Против требований Своего командира Его собственное сердце Стучало в такт машинному И он чувствовал Как они менее Постепенно охватывают Конечности Он старался Не обращать внимания На грозные признаки Желая лишь одного Чтобы его смертное тело И бессмертная сущность Машины Продолжали двигаться Как ты думаешь Мортис на самом деле Собираются атаковать крепость Спросил его модерат Кайпер Не знаю Признался Кавалерио Я уверен Что Камулу Хотелось бы вытеснить Наш легион из Форсиды Но такой поступок Даже для него Был бы чересчур дерзким Тогда Возможно Это первый шаг К большой войне Предположил Кайпер Кавалерио Снова вспомнив слова Камула Произнесенные на совете Форсиды Предпочел промолчать Общество на Марсе Уже разделили Линии фронта И хотя Кавалерио Никак не мог поверить Что ордены титанов Примут участие в войне Мортис по всей видимости Намеренно пытался Возбудить ярость Темпестус Что ж Индий Кавалерио Не собирался Поддаваться на их провокацию Я не думаю Что они намерены Атаковать Сказал он Скорее Они рассчитывают Что мы нападем на них И выстрелим первыми И тогда их удар Будет оправдан Наши воины Откроют огонь Только в ответ На их стрельбу Заметил Кайпер Кавалерио Обратился мыслями К командирам машин Шараку Касиму И Ламну Шараку можно доверять В любой ситуации Они отважны и агрессивны Как и полагается Командирам гонщих Но если у опытных воинов Сердце и разум Уравновешены Каким импульсным поступком Может подтолкнуть Этих двоих принципов Сложившаяся напряженная ситуация Отыщи мне группу Шарака Приказал он Я хочу быть уверен Что они не станут Стрелять первыми Понял Повелитель бурь Ответил Кайпер И сосредоточился На поиске связи В буре помех Кавалерио Переключил мультисвязь На канал Мага Сааргира Сколько времени Займет оставшийся путь До Аскрийской горы Последние данные На предельной скорости Мы окажемся В зоне прямой видимости Через 17,4 минуты Однако Безопасный уровень реактора В 27% мощность Не позволит Сохранить скорость Все это время Увеличь мощность реактора Приказал Кавалерио Я хочу Чтобы мы были там Через 10 минут Предупреждаю Повышение мощности реактора Я не хочу слышать Никаких предупреждений Отрезал Кавалерио Выполняй приказ Титан Император Пришел не один Следом за ним Словно дружки За школьным забиякой Шагали два владыки войны И разбойник Касим не обнаружил Никаких признаков Пикетов гонщих Или сопровождающих Отрядов скитариев Но зачем нужны Такие мелочи Машинам колоссальной мощности При каждом шаге Императора Земля дрожала И трескалась Под его ногами И Касим Мог лишь В благоговейном восторге Смотреть Как мимо него Проходит Самая могучая Боевая машина Сравнимая разве что С целым городом Улием Решившим покинуть Своё место Что мы будем делать Негромко спросил Мадера Творич А что тут можно сделать Сражаться с этим монстром Равно сильно самоубийству А ведь при такой скорости Он пересечёт линию бури Через девять с небольшой минут И тогда им придётся Вступить в бой Они будут подобны Муравьям Рядом с Гроксом Но ведь и муравьи Могут одолеть Превосходящие Их размерами животное Если их много Неожиданно Ожившие системы наблюдения Выдали всю доступную Информацию об императоре И Касим понял Что у Тимпестус Нет такого оружия Которое могло бы Поразить этого гиганта Мы будем его преследовать Сказал Касим И ждать Ждать чего Спросил Ворич Касим Опустил взгляд На свой медальон И снова пожалел Что не может К нему прикоснуться Ждать Не окажется ли Сегодняшний день Днём нашей смерти Ответил он Завывающий ураган Психической энергии Подхватил Далию Завертел И потащил за собой Так что она Невольно закричала Пронзительные голоса Раздирали мозг изнутри И ещё она слышала шёпот Который не должна была Услышать в этом Оглушительном вое Но голоса звучали Так отчётливо Словно она Прислушивалась к ним Лёжа в своей постели Посреди ночи Белое сияние Заливало весь зал И во слепительной мгле На стенах Плясали тени Отбрасываемой Ревущей серебристой колонны Которая протянулась От вершины купола До сидящего на троне Ионы Мила За спиной Далии Лязгнув металлом Закрылась дверь И этот звук На мгновение Напомнил ей О какстане И всех остальных Кто остался снаружи Яростные вихри Эфира Развивали её одежду Их листали И обжигали кожу Проникали в костный мозг И даже глубже Вокруг неё метались Пятна света Они принимали странные формы Не поддающиеся описанию Но затрагивающие Самые тёмные уголки Её сознания Весь зал Заполнился Облаками эмоций Грозовыми тучами гнева Дымкой сожалений Смерчами тоски И вихрями любви И предательства Со всех сторон Её окружали Чувства и ощущения Хотя Даля И представить Я не могла Как им удалось Принять физическую форму И стать видимыми Она шагнула в зал Чувствуя Как первобытная энергия Завладевшая пространством Разрушает её волю И одновременно Заряжает её «Ио она!» Закричала она И звуки сорвались С её губ Алым потоком В первый момент Она испугалась Что это кровь Но цвет исчез Так же быстро Как и появился Шум в зале Стоял невыносимый Однако Это был предсмертный Крик целой расы Или крик расы Только зарождающейся Вокруг неё Сосредоточились Все эмоции И все знания И далее поняла Что это и есть эфир Царство Которое не подвластно Ни одному разуму Это был источник всех знаний Но и источник Неопреодолимой опасности И она позволила Ионе Милу Окунуться в этот источник Эта мысль Подтолкнула её И далее Стала пробираться Вперёд Сквозь вихри Сверкающего света Ощущая искажённую Энергию псайкеров Которые уже начали Умирать в своих нишах Она чувствовала Как угасают их жизни Растворяясь Как о фоне Света и звуков Каждая смерть Острой иглой Вонзалась в её мозг Каждая смерть Заставляла её Вспыхивать от жалости Приближаясь к трону Освещённому Ослепительным сиянием Астрономикона Далее прикрыла Рукой глаза Она видела Что Иона Мил Содрогается от конвульсий Его голова Непрерывно дёргается Из стороны в сторону А губы двигаются И спуская Бесконечные потоки слов Но так быстро Что ничего невозможно Разобрать Передестал трона Окружали самые яростные Порывы энергии И призрачные видения И далее Не в силах с ними бороться Была вынуждена Опуститься на четвереньки Иона Снова закричала она Протягивая к нему руки Дотянуться до трона Она не могла И тогда стала ползти Преодолевая дюйм за дюймом Иона не переставал кричать И слова сплошным потоком Срывались с его губ И искривлённых болью Из его глаз Вырывался огонь Горящий древней силой Превосходящий всё Что было известно человечеству Наконец Даля добралась До верха пьедестала И обнаружила Что бушующий В зале шторм Психической энергии Её больше не затрагивает Как будто трон Окружён каким-то Невидимым барьером Но сам трон Сверкал Словно был подсвечен Изнутри древней Стихийной силой Несмотря на то Что она и её друзья Увлечённо работали Ради создания Этого устройства Сейчас ей очень хотелось Чтобы их постигла Неудача Она хотела избавиться От своего дара И последствий Его применения Но едва эта мысль Оформилась в её мозгу Как руки и ноги Задёргались Словно кто-то Потянул за ниточки Марионетки И она поднялась Во весь рост Далее вскрикнула Протестуя против Загадочных манипуляций И в то же мгновение Взглянула в лицо Ионы Мила Пламя, горящее В его глазах Выплеснулось И окутало всё его тело Покрывая сверкающей Словно ртуть пеленой Далее не могла удержаться И её крики смешались С воплями ионы Наконец серебристый огонь Добрался до оков Удерживающих иону на троне И они испарились Эмпат поднялся Он превратился В живое существо Охваченное серебристым пламенем И пылающим в глазах Светом неведомых солнц Далее не осмеливалась Встретиться с ним взглядом Она боялась Что стоит ей заглянуть В ему в глаза И пламя перекинется на неё Она видела Что его плоть Словно лёд На сильной жаре Распадается Под покровом Ослепительного сияния Я увидел Прошипел иона Его голос Доносился Из какой-то Неведомой глубины Я видел все знания Ох иона Мне так жаль Жаль Нет далее Я не нуждаюсь В твоей жалости Возразил иона Из его рта Вырывались языки огня Но голос слабел С каждым словом Я видел истину И я свободен Я знаю всё Император Сразивший дракона Марса Великая ложь Красной планеты И истина Которая поразит Галактику Всё это забыто Человеком Всё погребено В темноте Ночного лабиринта Иона Мил Шагнул навстречу Далии И психические вихри Отступили Как будто Одно его присутствие Усмирило бурю Далия услышала Как стихает Гул мощных генераторов И щёлкают реле Отключая Подачу энергии К чтецу Акаши Свет астрономикона Всё ещё Заполнял зал И вихри Психической энергии Продолжали бушевать Но их ярость Постепенно утихала Окружающего пространства Мраморный пол Ощущение тяжести И твёрдости Тепло воздуха И запах Обгоревшей плоти Скорее далее Посмотри на меня С настойчивостью Отчаяния Воскликнул Иона Посмотри на меня И ты узнаешь Свою судьбу Она заставила Себя поднять голову И взглянуть ему в лицо Пламя в глазах Ионы Мила Уже угасало И серебристый огонь Поглощал последние Частицы его тела Контакт длился Всего лишь Коротчайшую долю секунды Но этого оказалось Достаточно Далее Зашлась криком Так что у неё Перехватило дыхание А потом Погрузилась в темноту Беспамятства Спасаясь от ужасов Невыносимых Для человеческого разума Принцев Шарак Следил за Обновляющейся Информацией Мультисвязи Титан Император Быстро приближался И поверхностное Сканирование Его параметров Уже определило Что машина Носит название Аквила Игнис И построена На южной окраине Форсиды В кузницах Плата Дедалия Принцип с этого Титана Если подобная Махина могла Управляться Одним человеком Не делал никаких Попыток Замаскировать Его мощность И Шарак Перенес все данные В орудийный Отсек своей машины Если наступит Если наступит момент Когда придется Сразиться с этим Гигантом Лучше подготовиться Заранее После обнаружения Императора Поток бинарных Помех ослабел А буря Насыщавшая Воздух Песком И пеплом Улеглась Словно ее И не было Титан и Темпестус Быстро Восстановили Связь И воксканалы Загудели От взволнованных Голосов Обсуждающих Появление У границ Аскрийской горы Невероятно Огромной машины Раптория И Аструс Люкс Держались На безопасном Расстоянии От императора И сопровождающих Его владык войны Преследовали Потенциальных Нарушителей У тебя есть Исходные данные Для стрельбы Спросил Шарак Да, мой принципс Не слишком уверенно Ответил Банан Но если мы Откроем огонь Он испепелит Нас в одно Мгновение Мы не в состоянии Сражаться с таким Гигантом Император Заслонял Чуть ли не половину Мира Это была Настоящая гора Приближающаяся К ним с каждым Оглушительным шагом Принципс Шарак Пожалел Что рядом с ним Нет остальных Воинов Легиона Ни один человек Не захотел бы Оказаться на пути Такого грозного Создания Такого ужасающего Результата Самых передовых Технологий Раптория И Аструс Люкс Конечно вступят В бой вместе с ним И боевые платформы Скитариев Тоже не останутся В стороне Но в схватке Гигантских машин Их усилия Не принесут Никакой пользы Шарак В сущности Остался один А этого Принципс Опасался больше всего При поддержке Боевой группы Кавалерия У них был бы Шанс Ранить Колоса Возможно Даже одолеть его Но без них Каково расчетное время До пересечения Линии бури Спросил Шарак Покрываясь потом Несмотря на прохладу Герметично закрытой рубки Три минуты Мой Принципс Ответил Долун Ну же Поворачивай Поворачивай Будь ты проклят Шептал Баннон Шарак Мысленно вторил Его заклинанием А секунды уходили Невероятно Медленными каплями Густого машинного масла Но вот В мультисвязи Раздался треск А потом Долгожданный голос Повелителя Бурь Машиной Легио Мортис Громко и решительно Заговорил Принципс Кавалерио Вы приближаетесь К границе владений Темпестус Пересечение границ Противоречит Пакту Форсида О ненападении Подписанному Принципсом Ахероном От Легио Мортис И Принципсом Баккой От Легио Темпестус На первом совете Кедонии Сейчас же Измените курс Иначе будете Обстреляны На мониторе Мультисвязи Ширак увидел Как с запада Из пустыни Оставляя за собой Клубы пыли Появились машины Кавалерио Добраться до Аскрийской горы За такое короткое время Вероятно стоило Колоссального напряжения Реакторов Но они были здесь И сейчас Только это имело Значение Машины Легио Мортис Отвечайте немедленно Потребовал Кавалерио Голос Повелителя Бурь Звенел от напряжения И Ширак Переключив мультисвязь Увидел Что биометрические И реакторные Показатели Викторикс Магна На пределе Император Даже не замедлил Хода До нарушения Границы Оставались считанные Мгновения У Ширака Внезапно Пересохло в горле И он был вынужден Сделать глоток воды Из торчащей У щеки трубки Легио Мортис Отвечайте Настойчиво Повторил Кавалерио Сердце Ширака Переполнилось Гордостью Викторикс Магна Величественно Выдвинулся вперед И встал рядом С металлу Скибрения Точно на пути Гигантского Императора До пересечения Линии Бури Осталось 15 секунд Предупредил Мадерат Банан Фарси Дагастатус Аркадия Фортис И Вульпус Рекс Заняли позиции Рядом с Титаном Кавалерио И таким образом Легио Темпестус Всеми имеющимися У него на Марсе Силами Преградил путь Самой мощной машине Легио Мортис Мортис Это мое последнее Предупреждение Принцепс Доложил Банан И Шарак Ощутил Непреодолимый ужас Система Механиком 2.01 Линия Бури Нарушена Суверенное пространство Одного из самых Уважаемых Орденов Марса Перетерпело Вторжение Боевые машины Во всеоружии Демонстративно Промаршировали Из своей крепости И не скрывая Агрессивных намерений Вторглись на чужую Территорию Несмотря на Имеющиеся Перед глазами Свидетельства Этого вопиющего Поступка Принцепс Кавалерио Все еще не мог Поверить Что Легио Мортис Намерен Открыть огонь Чего ради Они так рискуют Поддержка Хоруса Луперкаля И участие В провокациях Это одно Но вынуждать Другой легион Стрелять по своим Машинам Не имеет смысла Если только Нет другого Более мрачного И далеко идущего Плана Если сейчас Разразится сражение Немногим Удастся остаться В живых И даже имея В своем распоряжении Императора Легио Мортис Не удастся уйти Без потерь Кавалерио Всегда подозревал Что Камул Не подходит Для роли командира И сегодняшнее Столкновение Лишь подтверждало Его догадку Это настоящее Безумие А он не желает Принимать участие В безумии Фракции Механику Могут и развязывать Между собой войны Но легионы Титанов Должны быть Выше этого Должны ставить Единство Марса и Терры Выше всего прочего Даже выше Своих собственных Разногласий Мой принципс Обратился Модерат Кайпер Линия бури Я знаю Прервал его Кавалерио Мы открываем огонь У тебя есть план На такой дистанции Он не нужен Заверил его Кайпер Этот монстр Так огромен Что промахнуться Невозможно Кавалерио Кивнул По его лицу Струился пот А во рту Пересохло Ритм его сердца Уже не совпадал С биением сердца Викторис Магна Критическое напряжение Заставило реактор Гореть ярче и жарче Чем это было предусмотрено До него доносились Отчаянные мольбы Магаса Аргира Пытающегося Успокоить дух машины И сам он Ощущал ее агонию В немеющих Конечностях Силуэт императора Заполнял все поле зрения Как в мультисвязи Так и напрямую За стеклом рубки Информация Текла через его мозг Непрерывным потоком И Кавалерио Изумлялся Какие грандиозные Достижения науки Потребовались Для того Чтобы соорудить Этого гиганта А потом поддерживать Его разрушительную Способность Его ноги были Воплощением смерти Ухмыляющийся череп Олицетворял Неминуемое уничтожение Грозные Орудийные башни И бастионы Казались целыми городами На спине Древнего божества Хотя Эта ноша Была создана Целенаправленно А не в наказание Победить такого врага Было бы высочайшим Достижением Для любого принципса Но вероятно Стало бы и последним В его жизни Император Сделал еще шаг Уничтожив слабую надежду Что нарушение границы Было случайностью Принцепс Шарак Запрашивает инструкции Доложил Кайпер Аркадия Фортис Просит разрешения Открыть огонь Вульпус Рекс И Аструс Люкс Заняли позиции С флангов Добавил Паул Передаем Чтобы оставались На своих позициях Крикнул Кавалерио Биение его сердца Отдавалось в груди Оглушительной Пулеметной очередью И никто не должен Открывать огонь Без моего приказа Втолкуем это Кайпер Особенно На последнюю часть Слушаюсь мой принципс Кавалерио чувствовал Как ситуация Ускользает Из-под контроля Он с трудом дышал А пламя сердца Его верной машины Выплескивалось в мозг Словно кровь Из порванной артерии Перед глазами Все расплывалось И края мультисвязи Дрожали Как изображение Плохо настроенного Пиктора Викторис Магна Было плохо Очень плохо И Кавалерио понимал Что должен Как можно скорее Покончить с этим Неестественным противостоянием Но как это сделать Не открыв стрельбу Которая уничтожит их всех Принцепс Касим С трудом удерживал Контроль над Рапторией Агрессивное Злобное существо Жаждало крови И посылало в его мозг Призывающие К жестокости мысли Воинственное сердце Почуяло присутствие врага Уловило жар Его металлического корпуса Машина Требовала убийства Касим Опустил взгляд На золотой медальон И сосредоточился На правилах Внедренных В его сознание Магосами Легио Тимпестус Еще до того Как он приступил К службе Каждый новый бой Надлежало начинать Не оглядываясь На воспоминания О прошлом сражении И потому Оставшиеся От предыдущих схваток Обрывки информации Были удалены Из памяти Периферийных устройств Вживленных В лобные доли Каждого члена экипажа Но полностью изгнать Терпкий привкус боя Было невозможно И ни одна машина Никогда не забывала Горячего Металлического Запаха войны Касим почувствовал Как рулевой старается Удержать Рапторию От агрессивных движений И в ритмичном реве Ее реактора Слышал жажду боя Раптория хотела драться И он Черт побери Тоже Принцепс Кавалерио Не открывал огонь И им всем Приходилось Сдерживать свои порывы Но как горько Было видеть машины Легио Мортис Открыто попирающие Честь им Пестус Позволять им Безнаказанно Творить подобное Бесчинство Было горьким И тяжким испытанием И Касим Ощущал в своем мозгу Нарастающую ярость Раптории Что в будущем Грозило Жесточайшей головной болью Включить питание орудий Приказал он Пытаясь смягчить Гнев машины Снять с предохранителей И переключить Управление артиллерией На меня Взяв контроль Над орудиями В свои руки Он мог быть уверен Что воинственное Сердце Раптории Не сможет изменить Заложенную в головы Сервиторов программу И заставить их Открыть огонь Касим не мог допустить Чтобы машина Вырвалась из-под его контроля Но если уж им суждено Будет вступить в бой То в полной готовности Почему же повелитель Бурь не открывает огонь Недоумевал Мадерат Ворич А ты так торопишься Умереть Спросил его Касим Стоит нам ослабить Контроль над машиной И это непременно Произойдет Несмотря на резкий ответ Касим и сам Задавался тем же вопросом Мортис Уже перешли Линию бури И Кавалерио Имел полное право Открыть огонь Но как бы яростно Не билось его сердце Касим понимал Что шансы на победу Ничтожно малы Через мультисвязь Он видел Как решительно Стоит на пути Гигантского императора Викторикс Магна Несмотря на то Что рядом с ним Встали Аркадия Фортис И металлос Кебрения Все три титана На фоне вражеской машины Казались ничтожно маленькими Повелитель Бурь Что же ты задумал Прошептал Касим Император Занимал весь экран Мультисвязи Словно разгневанный Бог войны Готовый уничтожить Все вокруг Еще несколько шагов И он подойдет Вплотную В командирской рубке Металлос Кебрения Принц Апс Шарак Задавал себе тот же вопрос Что и Касим Мадерат Банан Вел отсчет Увеличивающейся дистанции Пройденной Аквила Игнес По территории Легио Тимпестус Увеличив Угол обзора Мультисвязи Он посмотрел На гордо стоящий Рядом Викторис Магна Из вентиляционных каналов Вырывались струи Отработанных газов И капли Охлаждающей жидкости Даже без дополнительных Сведений Было ясно Что почтенная машина Держится из последних сил Ну Индий Прошептал Шарак Поддержи ее еще немного Он увеличил дальность И посмотрел На хрупкие силуэту Вульпус Рекс И Раптории Маячившие сбоку И позади Приближающегося Титана Словно волки-загонщики Преследующие оленя Эти азартные охотники Уже подали питание На орудие И были готовы К стрельбе Земля дрожала Не переставая И вибрация Ощущалась В каждом узле Машинного корпуса Инерционные амортизаторы Могли компенсировать Большую часть Колебаний Воздействующих На титан Но полностью Погасить дрожь Вызываемую Столь могучим Противником Им не хватало Мощности Шарак посмотрел Вниз На далекую поверхность И его охватила Жалость При виде тесных Рядов скитариев Выстроившихся У конусообразных Ног его машины Смотреть на императора Из рубки Владыки войны Было достаточно страшно Но стоять перед ним Без пустотной защиты И брони Вот это Настоящая отвага Какова дистанция До цели Спросил он Стараясь Сохранить Спокойный тон Вопрос был Явно излишним Он и сам видел Что до императора Согласно показаниям Мультисвязи Осталось не больше Трехсот метров По всем обычным меркам Это было Равносильно Стрельбе в упор А в данной ситуации Дистанция была Недопустимо короткой Шарак уже слышал Скрежет И скрип генераторов Пустотной защиты Меняющих частоту В зависимости от расстояния 250 метров Мой принципс Ответил ему Баннон Шарак бросил взгляд Влево Викторис Магна Непреклонно И неподвижно Стоял на пути императора Шарак испытывал восторг Перед решимостью Повелителя Бурь Но в то же время Был разочарован Его бездействием Напряженность В рубке металлу Скебрения Становилась невыносимой И вдруг На воксканале Раздался оглушительный виск Возникли Продолжительные тирады Искаженного бинарного кода Похожие на гортанный смех Шарак вздрогнул А его сенсори Не удержался от крика Во имя Амнисия Что же это такое? Воскликнул Баннон И сдернул с головы Вокс наушник Шарак выключил звук Но тотчас Услышал гулки Отголоски Издевательского хохота Отразившегося От крутых склонов Аскрийской горы Император Опустил руки орудия И все громкоговорители Сирены И аугмиттеры На высоченных мачтах И бастионах Презрительно загудели Этот невероятный шум Транслировался еще И по всем каналам связи На всех частотах Эти искаженные Последовательности кода Несли в себе Опасные алгоритмы И Шарак сразу почувствовал Как они подобно вирусам Просачиваются В периферийные программы А его системы защиты Пытаются предотвратить Попадание опасных помех Под системы Металлоски брения Принцепс Закричал Баннон Зафиксировано изменение Курса императора Мысли Шарака путались Он с трудом дышал Но вживленные в голову Импланты Защищали нейронные цепочки От поражения Вирусными фрагментами Скраб-кода Которые содержались В боевом крике императора Усилием воли Он прогнал из головы Плотно скомпонованные Пачки темной Омерзительной информации Затуманивающей зрение И увидел Что Баннон прав Император изменил курс И свернул на восток Такой огромной машине Было нелегко сразу Изменить направление И новый курс Проходил в опасной близости От юго-восточного склона Аскрийской горы Долун Засеки его курс Прошипел Шарак Чувствуя, как позади глаз Нарастает жгучая боль Куда он направляется? Сенсорий не ответил И Шарак, повернув голову Увидел, что Долун Безвольно Откинулся на спинку кресла Глаза у него закатились А в углах рта Появилась пена Он на мгновение Подключился к посту Долуна Вирусный код Словно чума Быстро размножался Во входных и выходных портах И уже был готов Выплеснуться в системы машины Шарак Мгновенно отсек Линию связи Интерфейса Долуна От остальных устройств Титана Но сразу же ощутил Что скраб-код Ищет другие пути Проникновения в машину Модерат Банан Крикнул Шарак Отъедини сенсория Долуна От его рабочего места Быстрее Банан обернулся А Долун Уже начал биться В эпилептическом припадке Вызванном поражением Кибернетических узлов Банан Поспешно выдернул кабели Из своих разъемов И шатаясь от потрясения Вызванного разъединением С машиной Прошел к сенсорию Шарак Отвернулся От пострадавшего офицера И стал отслеживать Путь машины противника Перед ним Появилась карта Гор Форсида Хотя изображение Оставалось неустойчивым И местами пропадало Из-за фрагментов Скраб-кода Красная линия От их позиции Уходила на северо-восток До самого купола Форсида Где находился Главный космопорт И куда из кузницы Окулус Мондус Принадлежащий Лакумфабрикатору Поступали Предназначенные Для старта С боеприпасы Шарак был вынужден Свернуть карту Поскольку рубку Наполнили Пронзительные вопли Которым вторил Протяжный визг Из систем связи Два столкнувшихся Потока Противоположных энергий Произвели звук Миллиона ногтей Царапающих стекло И в воздухе Разлетелись Разноцветные кольца Молниеносных разрядов Сенсори отключен Прокричал Баннон Шарак Обернувшись Увидел Что Долун Все еще судорожно Извивается Лежа на полу рубки А из его головных разъемов Сочатся Охлаждающая жидкость И размягченный мозг Отличная работа Баннон Сказал Шарак Оставь его И возвращайся На свой пост Шарак Снова обратился К мультисвязи И с невольным Облегчением Заметил Что громада императора Отодвинулась Еще дальше А душераздирающие Вопли помех Стали затухать Всем машинам Темпестус Обратился он К собратьям Сквозь оставшиеся Скрипы И стоны помех Еще заполняющих Вокс каналы Разрядить орудия Повторяю Разрядить орудия Мортис уходит Подтвердите Получение приказа По мультисвязи Одно за другим Приходили подтверждения От принципов И Шарак Судорожно выдохнул Представив себе Как близко Они были к тому Чтобы развязать Настоящую войну На поверхности Марса Сопровождавшие императора Владыки войны Последовали его примеру И вскоре Все боевые машины Мортис Стали удаляться От границы Владений Темпестус Легио Мортис Отступили Но Шарак Хотел удостовериться Что они Не собираются Повернуть назад И устроить Еще одну провокацию Раптория Вульпус Рекс Следуйте За машинами Мортис И проследите Не намерены ли Они вернуться Приказал он Удивляясь Что такой приказ Не поступил От повелителя Буль Держитесь на безопасной дистанции Но не упускайте их из виду Гончие Отправились на задание Даже не потрудившись Подтвердить Получение приказа А Шарак Откинулся На податливую Кожаную спинку Кресла Пот уже пропитал Не только брови Но и волосы Он на секунду Прикрыл глаза Чтобы отвлечься От мультисвязей И с человеческой точки зрения Оценить события Последних минут Едва не вызвавшие Катастрофу Неужели Они и в самом деле Были так близки к войне Настойчивое потрескивание Вокса Напомнило ему Что от Викторикс Магна Не поступает никаких приказов Ни запросов информации Ни обычных распоряжений Шарак взглянул на машину Повелителя Бурь И вдруг его сердце Сжалось от ужасного предчувствия Викторикс Магна Стоял на том же самом месте Где преграждал путь Императору Мортис И из его корпуса Темным дождем Вытекала жидкость А облачка перегретого пара Которые обычно вырывались Из-под наплечников Исчезли Головная надстройка машины Опустилась А руки орудия Бессильно повисли Вдоль корпуса Викторикс Магна Крикнул Шарак По мультисвязи Звенящим от ужаса голосом Принцепс Кавалерио Пожалуйста, ответь Никакого отклика Не последовало Повелитель Бурь Отвечай немедленно Изображение Переданное По мультисвязи Сменилось И Шарак Получив информацию О состоянии машины Повелителя Бурь Горестно опустил голову Викторикс Магна Был мертв За тысячи километров К югу От места столкновения Между Мортис И Тимпестус В глубине унылой И безлюдной Южной пустыни Неистовый ветер Разгонял тучи пепла Над окраинами Плата Дедалия И еще дальше К югу Небо горело Разноцветными огнями И столбы дыма И ядовитых газов Поднимались От огромного Перерабатывающего Завода Какие стояли По всему экватору Марса Только самые упорные Сборщики Утиля Осмеливались Появляться В этой местности Где трофеи Встречались Слишком редко Да и то были Так загрязнены Токсинами Что почти Не приносили дохода Одним из таких Упрямцев И был человек По имени Квинукс Пожилой старатель И бывший Скитарий Тело которого Отторгло Грубые импланты Необходимые Для ассимиляции В рядах Армии Механиком Квинукс Рыскал по пустыням И плоскогорьям Плата Дедала На видавшем Виды грузовом Тягаче Карго 5 С прицепом Загруженным Обломками металла Все это Держалось Лишь на вере Надежде И горячих молитвах Богу машин Тягач Давно побурел От ржавчины А его гусеницы Были испещрены Выбойными От долгих скитаний По негостеприимной Пустыне Грузовик Натужно скрипел Выплевывая Ядовитые Выхлопные газы А герметичная кабина Пропахла потом Утилизируемой Азотной массой И страхом Треснувший И мутный монитор Ауспика Свисавший с крышки На ветровое стекло Ритмично позвякивал Ударяясь О жесткую раму Такого устойчивого Сигнала Ауспика Квинукс Не наблюдал уже Много лет И надеялся Что находка Станет для него решающей Что бы там ни было Это должно быть Огромный предмет И Квинукс Вертел головой С стороны в сторону Глядя через Спасаясь других сборщиков Которые могли позариться На лакомый кусок Но в завихрениях Пепла и песка Хлиставших грузовик Он все равно Почти ничего не видел Тягач спустился В пологую впадину Которая вывела его В неглубокий кратер Под гусеницами Скрипел рыхлый Радиоактивный песок Нанесенный Не стихающими ветрами С огромного Стали плавильного завода Стоящего далеко на юге Писк Ауспика Стал почти непрерывным И Квинукс понял Что добрался до своей находки Хотя по прежнему Ничего не мог разглядеть Сквозь пыльное И потрескавшееся Стекло машины Он снял с крючка Ауспик Вытащил из-за сидения Простенький лаз-карабин И проверил обойму Зарядов осталось Не слишком много Но вполне достаточно Чтобы разобраться С шайкой Одичавших сервиторов Которые могли рыскать В этой глуши Глядя на свою Бесполезную аугметику Квинукс Порой испытывался Чувствие К несчастным Исковерканным сервиторам Но не настолько сильное Чтобы не пристрелить Кого-то из них Посмея не встать между ним И его трофеем Затем Квинукс Поднял рюкзак Забросил его за спину И натянул дыхательную маску Открыв дверцу кабины Он поморщился От яростного ветра Горозившего снова Захлопнуть дверцу Я становлюсь стар Для такой жизни Подумал Квинукс Спускаясь по ступенькам На песок Сигналы Ауспика Вывели его На обширную площадку С дюнами Но ничего ценного Там не было Приглядевшись Квинукс заметил Что ближайшая к нему дюна Намного выше остальных И имеет более правильную форму Он еще раз сверился С прибором И решил, что сигнал Отражается От какого-то предмета Зарытого под дюной Возможно Упал какой-нибудь Летательный аппарат Или танкер Увяз и был занесен Песком Не дождавшись Спасательной бригады Что бы это ни было Такой трофей Положит конец Прозебанию Квинукса Фортрана Он сунул Ауспик В карман Повесил на плечо карабин И на четвереньках Стал карабкаться наверх По осыпающемуся песку Подъем на дюну Оказался нелегким делом И Квинукс Сильно вспотел Несмотря на ветер На вершине дюны Он достал из рюкзака Складную лопатку И быстрыми Экономичными взмахами Стал очищать песок Постепенно расширяя И углубляя раскопки Он остановился Только чтобы сделать Пару глотков Затклой воды из фляжки И постепенно Расчистил верхушку Ветер пытался Помешать работе Забрасывая в яму Новые порции песка и пепла Но через час Тяжелого труда Лопата звякнула по металлу И Квинукс радостно хмыкнул Отлично Давай посмотрим Что у нас тут Проворчал он Бросил лопату И похлопал по находке Руками в защитных перчатках Да Это определенно был металл Причем довольно свежий Нетронутый ржавчиной Он почернел сверху Словно обожженный Но судя по царапинам Оставленным лопатой Поврежден лишь тонкий верхний слой Квинукс стал расчищать находку И по изгибам поверхности догадался Что основная часть корпуса Еще скрывается под песком И имеет сферическую форму Еще немного поработав Квинукс нахмурился Общие очертания трофея Напоминали боевого робота Из-под песка Показались три округлых выступа Вроде купольных камер Но не подающих признаков жизни Скажи мне ради амнисии Что же ты тут делаешь? Ауспик снова запищал Громко Сильный отраженный сигнал Квинукс в недоумении Начал вытаскивать из кармана Ауспик И огляделся по сторонам Пытаясь определить источник сигнала Сквозь завывание ветра Он услышал рог от двигателей Но так и не понял Откуда он доносится Подхватив карабин Квинукс Приготовился защищать Своё право на трофей Хотя до сих пор Ничего не видел Резкий луч света Протянулся с неба к земле И Квинукс Заслонил глаза рукой Едва не оглохнув От внезапно усилившегося Рёва моторов Мощные струи газов Подняли в воздух Целые тучи песка и пепла За этой пеленой Он ничего не видел Но продолжал прижимать К плечу приклад карабина Рёв двигателей Сменился пронзительным воем Спускающегося корабля А затем вместо вертикального луча Зажёгся рассеянный свет Посадочных огней Когда пыль немного улеглась Квинукс увидел Что к нему направляется Группа людей Вышедших из тяжёлого Грузового корабля Способного в своих захватах Перевозить самые массивные механизмы Он ещё не мог Отчётливо рассмотреть Силуэты незнакомцев Но твёрдо решил Что не отдаст Ни кусочка своего трофея Это моё Закричал Квинукс Дёрнув головой В сторону дюны Я его нашёл И вы его не получите Мне принадлежат Все права На бесхозную технику Группа подошла ближе И у Квинукса Сжалось сердце Перед ним Был отряд Угрожающего Вида скитария В которыми Командовал Адепт-механику В плотном красном одеянии Со множеством Кибернетических Приспособлений На дрожащих Механодриднитах На плечах Адепта Громоздилось Какое-то непонятное устройство А лицо закрывало Железная маска Со светящимися Красными глазами Ты ошибаешься Сказал Адепт Указав на машину Одним из Механодриднитов На самом деле Эта машина Принадлежит мне А кто ты такой? Я магистр Адепт Лука Хром Никогда тебя не слышал Огрызнулся Квинукс На конце Механодриднита Хрома Мигнул зелёный огонёк Пойдём Произнес он Я пришёл Чтобы вернуть тебя В Мондус Гамма Я никуда с тобой Не пойду Отрезал Квинукс А я не с тобой Разговариваю Заметил Хром Я обращаюсь К машине Каба Песок Под ногами Квинукса Внезапно всколыхнулся И опустив взгляд Он со страхом Увидел Что безжизненные выступы Отрытые им из песка Зажглись Жёлтым светом Бездействующие Аккумуляторы Включились И вернули К жизни машину Отчего По её корпусу Прокатилась дрожь Машина Дёрнулась вперёд И Квинукс Потеряв равновесие Кувырком полетел По осыпающемуся песку Ударившись о землю Он перекатился На спину И увидел Освободившуюся От маскировки машину При высоте Около 10 метров Она имела Почти сферическую форму А с обоих сторон К основному корпусу Крепились руки орудия Поверх высокого Оплечья Защищающего Сенсорные устройства Поднимались Металлические манипуляторы Снабжённые Всеми видами Устрашающих приспособлений Несколько мгновений Машина оставалась В неподвижности А затем навела орудие На тягач Квинукса Нет, закричал Квинукс И торопливо Заковалял к адепту Но его протестующий крик Утонул в грохоте залпа И из орудий машины Каба Вырвались короткие очереди Световых импульсов Грузовик Квинукса Взорвался Дымными оранжевыми клубами огня Ударная волна Сбила его с ног Он хватанул ртом едкий Насыщенный токсинами воздух И понял Что взрыв сорвал С лица дыхательную маску Квинукс стал шарить по земле Руками в поисках аппарата Но никак не мог найти А растворенная в воздухе отрава С каждым вдохом Разъедала кровеносные сосуды Его легких А прокинувшись на бок Он закашлялся Сплевывая комки слизи Как вдруг По земле раскатился мощный рокот Машина продолжала двигаться Сбрасывая с себя остатки песка Квинукс увидел Что огромный корпус Покоится на мощных гусеницах Несколько мгновений Они взрывали песок Но затем сцепление с грунтом Восстановилось И машина покатилась вперед Квинукс отчаянно старался подняться Видя надвигающуюся на него громаду «Не надо!» «Пожалуйста!» Он старался закричать Но слова захлебнулись Вклынувшие из горла крови Холодно повлескивая блистерами Машина Каба Проигнорировала его мольбы И вдавила Квинукса В марсианскую почву Под величественной вершиной Горы Олимп Генерал-фабрикатор наблюдал Как из хранилища Моравица Маршируют колонны Аугментированных Боевых сервиторов-претарианцев Они передвигались Различными способами Кто-то на гусеничном ходу Кто-то на постукивающих Металлических опорах Или на широких Резиновых колесах А кто-то остался И на человеческих ногах Тысячи только что усиленных воинов Готовых сражаться За Хоруса Луперкаля Уже заполнили огромный машинный ангар Кельбор Хал никогда не знал Ничего подобного Той энергии Что заключалась В хранилище Моравица Ее бурлящий поток Наполнял жизненную систему Решимостью и идеями Недоступными человеку Состоящему лишь из плоти При виде собравшейся армии Кельбор Хал ощутил В своих энергетических полях Всплески неудержимой агрессивности Настал великий момент Хотя свидетелями ему Были только он сам и Регул Но вскоре все переменится Скоро начнется жестокая война машин Оружие темных механику Вооруженные сервиторы Получились огромными Мускулистыми И были покрыты Многослойной броней Черной словно обгоревшая плоть А их выпуклые спины Топорщились Зазубренными шипами У некоторых солдат Не имелось ртов Но из стройных Аугмиттеров Неслись потоки Скраб-кода Гимна новой марсианской мощи Другие Снабженные устрашающими Бронзовыми масками Издавали те же звуки Окровавленными губами И ухмылялись В жестоком предвкушении боя Рядом с Кальбор Халом Радостно наблюдал За процессией Регул И его энергетическое поле Волновалось и вспыхивало От удовольствия При виде каждого нового Превращенного воина-сервитора Появлявшегося из тоннеля И занимающего место В ангаре Они великолепны Генерал-фабрикатор Восхищенно произнес Регул Мощь варпа И мощь механикум Дают отличный сплав Кальбор Хал принял комплимент Не желая признаваться Что основная часть работы Была проделана Лукой-хромом Он просто объединил Успехи Хрома В работе над искусственным Разумом с могуществом Заключенным В хранилище Моравица И получил превосходный результат Сервиторы Это только начало Сказал Кальбор Хал Скоро мы начнем работу Над скитариями Скраб-код уже завладел Всеми системами горы Олимп И теперь распространяется По парсиде На Марсе каждый разъем Каждый узел Был к чему-то подсоединен И грозный скраб-код варпа Проникал в каждый проводник Оптоволокно В каждую линию Беспроводной связи И каждый тактильный датчик Скоро он доберется До каждой кузницы И до каждого адепта И тот, кто подвернется Воздействию его трансформирующей силы Будет рожден заново Я чувствую, что кузницы Даже в далеком Собейском заливе Уже заражены Элементами скраб-кода Подтвердил Регул Защитные барьеры Других кузниц Тоже продержатся недолго И скраб-код Проникнет в их внутренние сети И они станут нашими Прошипел Кальбор Хал Без противодействия Не обойдется Предупредил Регул Не все кузницы Уязвимы для скраб-кода Системы магмагорода Устояли Так же, как и кузницы И плувиена Максимала И лакум фабрикатора Кейна Этого следовало ожидать Кивнул Кальбор Хал Адепт Зета Испытывает недавно Разработанную схему На асферической передаче Информации Ее кузницы И кузницы ее союзников Недавно были модифицированы Под новую разработку И отказались От традиционной формы Но асферической Мне не знаком этот термин Неважно Отмахнулся Кальбор Хал Скоро мы завладеем И их системами Я направил посла Мельгатора В магмагород Чтобы он собрал Необходимые данные И проверил ее лояльность Ее пристрастием неизвестно Генерал-фабрикатор Адепт Зета Враг воителя После всего Что произошло При открытии Хранилища Моравица В логике Регула Можно было не сомневаться Кровавый рассвет Ознаменавший Рождение новой силы Сопровождался Жестокой бурей Над горой Олим Которая донесла Отголоски Родового вопля От Великой горы До всех уголков Марса До всех кроме одного Потемневший Марсианские небеса Пронзил Ослепительный луч Психической энергии Возникший Над магмогородом Кареля Зеты И своим сиянием И интенсивностью Почти затмил Крик зарождающейся власти Кельбор Хал Не до конца осознал Чему он стал свидетелем В тот момент Но Регул Наблюдал за событиями И сильные флюктуации Его энергетического поля Выдавали неприкрытый Страх и ярость Что это было? Спросил генерал-фабрикатор Несчастный случай Новое оружие Враг себя обнаружил Коротко ответил Регул 202 Темнота поймала ее в ловушку Она пыталась проснуться Но со всех сторон Ее опять окружала Полная непроницаемая темнота По правде сказать Она даже не могла думать Об определениях направления Поскольку это пространство Не поддавалось Никаким определениям Она не знала Где верх А где низ И утратила представление О времени Как долго она здесь находится Она не могла вспомнить Она не помнила Почти ничего Память затянула туманом Она точно знала Что когда-то Свободно перемещалась Беспечно зажигала И гасила звезды А теперь Теперь осталась Лишь вечная тьма смерти Нет, не смерти Может это лишь сон Или заточение Она не знала Знала точно Только одно Еще не смерть И только это Хоть немного придавало ей сил Были ее видения Воспоминаниями Или галлюцинациями Она ощущала себя женщиной Но даже это Не имело значения Что такое пол для существа Из абсолютных энергий и материи Ее разум Странствовал в темноте Но метался ли он Между галактиками Или передвигался На считанные миллиметры Она не могла сказать И сколько длились Эти странствия Несколько мгновений Или срок жизни Вселенной Многие категории Которыми оперировало Ее сознание Не имели никакого смысла И она чувствовала Что в этой темноте Все они одинаково абсурдны Здесь не было ничего Кроме темноты Ничего Но ведь это было Не совсем так Время от времени Появлялся свет Крохотные искорки В темноте Которые исчезали Как только она их замечала В темноте Иногда появлялись Отверстия Через которые Можно было бы Вытащить элементы Ее сущности Атомы бытия Из ее звездной жизни Они могли быть Почти незаметными Но несли в себе Обещание мира За пределами темноты Она пыталась Сосредоточиться На одной из таких искор Но едва только Заметила ее появление Как свет исчез И осталась лишь Надежда на его возвращение Это была не жизнь А лишь существование На грани исчезновения Поддерживаемое Приборами древней науки Далее Опять прилетел этот звук Едва различимый И возможно звучащий Только в ее воображении Далее Слово что-то обозначало И она начала подбирать Ощущение масштаба И места Соответствующие этим звукам После этого Некоторые детали Ее окружения Стали намного конкретнее И начало восстанавливаться Самосознание Далее Это ее имя Она Человек А не существо Невообразимого масштаба Превосходящее Свою мощью Время И материальный мир На самом деле Она сомневалась Можно ли было Назвать существом Эту бесконечность бытия Темнота Не являлась Местом ее обитания И она не подвергалась Заключению В беспросветной Глубине мира Под охраной Вооруженного тюремщика Искованная Золотыми цепями Она Далее Кефера И с этой мыслью Она очнулась Информация распространялась По Марсу Разными способами По бесчетным километрам Сетевых кабелей Оптоволоконных линий Через облака Потрескивающих Электрических И магнитных полей По беспроводным сетям И галлолитическим проводникам Принципы действия связи Посредством Которое происходило Общение между кузницами Были неизвестны И даже пользующиеся Ею магасы Не до конца понимали На чем они основаны Тем не менее Все многообразие Средств связи И обмена информации Оказывалось уязвимым Для скраб-кода Вырвавшегося Из глубин горы Олимп Темной марсианской ночью Скраб-код Рвался вперед Словно хищник Привлекаемый запахом И движением информации Он искажал все До чего дотягивался Превращая Элегантные последовательности В нечто извращенное И вредоносное Изумительное По своей чистоте Звучание Подлинного языка машин Превращалось В поток Злобных воплей Нарождающиеся Силы уничтожения Скраб-код С невероятной скоростью Несся по планете Проскальзывая Незаметным убийцей В информационные Сети кузнец И творя там Невообразимые разрушения Защитные барьеры Пытались сдерживать Его натиск Но он В одно мгновение Опрокидывал все преграды С дьявольской Ожесточенностью И изобретательностью Прорываясь Все дальше и дальше Немногие Очень немногие Хозяева кузнец Действовали достаточно быстро Чтобы отключиться От сетей При первых же признаках Опасности Но большинство из них Были настолько тесно Связанных С общей информационной Системой Что полностью Избежать повреждений Оказалось невозможно Скраб-код Размножаясь С невероятной скоростью Отыскивал Самые слабые места Кузнец И каждый раз Вызывал ужасные Катастрофы В Собейском заливе Сборочные линии Протянувшиеся Через целый континент И производившие Танки Лемон Рус Вдруг остановились И машины Безостановочно работающие Более ста лет Заклинило так Что никто не мог Их восстановить На складе боеприпасов Кратери Тихобраги После невероятной Последовательности Команд Поднялась температура В хранилище Прометия И катастрофический Взрыв цистерн Разнес весь первый Уровень складского Помещения Жидкое пламя Выплеснулось Из кратера Вызвало Повсеместные Возгорания Взрывы миллионов Тонн снарядов И полностью Уничтожило владение Верховного Дептояга В огромном Архиве Скеопирелли На Ацидалийской Равнине Скрабкот Инфицировал Гигантские Хранилища памяти Где были собраны Все сведения О науках И мудрости Человечества С самых ранних Его дней И знания Накопленные За 20 тысяч лет Превратились В абсолютную Бессмыслицу Скрабкот Запустил в системы Противоречивые Команды А через мгновение Отменил их И кузницы Отзывались На такое Насилие Над великолепной Техникой Воем Сирен И клаксонов Машины Скрипели И стонали А инородный Поток Захватывал Системы Уничтожал Цепи И сжигал Деликатные Устройства Не поддающиеся Ремонту Нашествие Скрабкота Охватило Почти все Уголки Марса И жестокий Вирус Чистительный Завод На Великой Северной Равнине Открыл Нагнетательные Вентили И наполнил Систему Канализации Рабочих Поселений Всего района Северного Полюса Смесью Метилиазиоцианата Фазгена И соляной Кислоты Образовавшееся Смертоносное Облако Стало медленно Подниматься По трубам Убивая На своем пути Все живое И к рассвету Более 900 тысяч Человек Были мертвы А затем Словно войдя Во вкус Скраб-код Уничтожил Астропатов В бороздах Медузы Изменяя состав Дыхательной Смеси До тех пор Пока каждый Псайкер Не вздохнул Цианистый Водород Через Несколько минут Погибло Более 6 тысяч Астропатов И после Их предсмертного Крика Услышанного Даже в подземельях Императора Под поверхностью Теры Марс Замолчал И Плувиен Максимал Был одним Из немногих Кому удалось Разорвать Контакт С информационной Сетью До того Как произошли Необратимые Изменения Однако Три ядерных Реактора В бороздах Улиса Успели Взорваться И смертоносные Грибовидные Облака Поплыли На северо-восток Отравляя Тысячи Квадратных Километров Поверхности Марса Такую же Картину Можно было Наблюдать По всей Красной Планете Машины Перегруженные Противоречивыми Командами Бунтовали Пожары На кузницах Уносили Миллионы Жизней Фабрики Затопляли Потоки Токсичных Химикатов На складах Боеприпасов Гремели Нескончаемые Взрывы В будущем Эта ночь Станет Известна Как потеря Целомудрия Не пострадала Только кузница Адепта Зетты Потоки Скраб-кода Не могли Или не желали Распространяться По сверкающим Золотистым Линиям Которые Еще недавно Несли в себе Свет Императора Скраб-код Обходил Магмагород Как положительно Заряженные Железные Опилки Отскакивают От одноименного Полюса Магнита В эту мрачную Ночь Данное Обстоятельство Стало Единственным Проблеском Надежды Как Стану из уши Определенно Не мешало Бы побриться А Северина Выглядела Так Словно Не спала Несколько Дней Подряд Даже Милицина Разумная И непоколебимая Милицина Не могла Скрыть горе После ужасной Катастрофы Чтеца Акаши Все они Собрались Вокруг Кровати Далии В медицинском Крыле Магмагорода И бестолково Суетились Пока сервиторы Брали у нее Кровь И проверяли Жизненные Показатели Помещение Пропахло Антисептическим Мылом И притирочным Порошком Которым Адепт Зета Предпочитала Покрывать Свою Бронзовую Броню Ты нас Сильно Напугала Молодая Леди Произнес Зуши Когда вошел В комнату И увидел Что Дали Очнулась Выражение Искреннего Сочувствия На грубоватом Лице Механика Тронуло Далию Извини Ответила Она Я не хотела Она не хотела С вымученной Усмешкой Повторил он И от Далии Не укрылись Ни темные Круги Под глазами Парни Ни припухшие От слез Веки Она врывается В зал Заполненный Бушующей Психической Энергией А потом Говорит Что она Не хотела Нас пугать Нет В самом деле Заверила Его Далия Сознавая Как глупо Звучат Ее слова Я просто Не могла Оставить Там Иону Все Опустили Головы И помолчали В память О погибшем Особенно Тяжело Переживала Смерть Ионы Северина И далее Протянув Руку Сжала Ее пальцы За последние Несколько Недель Суровость Присущая Северине В первые Дни Их Знакомства Полностью Исчезла С ее Лица И при Виде Печали В глазах Подруги Удали Сжималось Сердце В зале Не нашли Никаких Останков Ионы Мила Ни одного Атома Его тела Свидетельствующего О том Что он Там Был Более Того После Чудовищного Вихря Вызванного Энергией Астрономикона Не выжил Ни один Из Псайкеров Прикованных Человек И эта Жертва Висела На шеях Членов Рабочей Группы Адамантиевой Цепью Вины Они Не могли Не знать Об ужасающих Жертвах Той ночи И о том Насколько Мала Была Эта Потеря В масштабах Всего Марса Затем Далее Рассказали Что она Все 7 Дней Провела В коме Находясь Под наблюдением Какстона Нескольких Биомониторов И пикткамеры Соединенные С ближайшей Медицинской Станции Далее Узнала Что Какстон Отказался Покидать Ее палату Несмотря На Неоднократные Заверения Друзей Что они Будут Дежурить У ее Постели По очереди После Того Как она Очнулась Прошло Уже 5 часов Но Большую Часть Этого Времени Она Отвечала На Вопросы Адепта Зетты А друзей Пропустили К ней Совсем Недавно Что Сказала Тебе Адепт Зетты По поводу Нашей Неудачи Спросила Ее Северина Когда Они Обнялись И вместе Поплакали Наверное Она Разочарована Тем Что машина Плохо Работала Плохо Работала Зуши Негодующе Прищурился Произошла Перегрузка Но машина Работала Так Как Должна Была Работать Хотя И совсем Недолго А о чем Тебя Спрашивала Адепт Зетта Поинтересовалась Милицина Возвращаясь К главной Теме Даля Видела Их Вопрошающие Взгляды И понимала Что друзей Интересует Все Что происходило В зале Где стоял Чтец Акаши Она Хотела Знать Что произошло В зале И что Сказал Мне Иона Мил А он Что-нибудь Тебе Сказал Спросил Какстон Она Сжала Руку Какстона И перевела Взгляд На пикт Камеру Установленную В углу Комнаты Он Просто Умер Ответила Даля И ничего Не успел Сказать Медики Объявили Что Даля Может Приступать К работе Уже На следующее Утро И следующие Шесть Ротаций Все они Провели В личной Кузнице Адепта Зетты Переделывая Чтеца Акаши Заменяя Сгоревшие Детали И заново Настраивая Уцелевшие Узлы Зетта И Даля Сделали Определенные Выводы И строго Им следовали Далее Надлежало Спрашивать Разъяснения По поводу Всех Данных Предоставляемых Адептом Зеттой Но она Была Так Увлечена Своей Идеей Что И не Подумала Сомневаться В полученных Значениях Такого Больше Не должно Было Повториться Тщательные Двойные Проверки И тестирование Каждого Узла Стали Для них Обязательными А работу Каждого Сервитора Проверял Живой Мыслящий Адепт Семь Серебристых Проводников В мраморном Полу Выгорели Дотла И после Катастрофы Все плиты Были заменены На новые С более Мощными Вставками Каждая Часть Устройства Была Повторно Изучена Заново И были Приняты Все меры Чтобы улучшить Показатели Во избежание Новой Неудачи В зале Вместе С Далией И ее Друзьями Работали Десятки Адептов И сервиторов Но Того Ощущения Чудо Которое Воодушевляло Их В первый Раз Уже Не Было Тишину Нарушал Только Грохот Перфораторов При помощи Которых Сервитеры Поднимали И заменяли Плиты Пола Ниши В стенах Зала Опустили Но Несмотря На то Что Работать Под Невидящими Взглядами Прикованных Псайкеров Было Неловко Их Отсутствие Действовало На друзей Еще Более Удручающе Опустевшие Альковы Напоминали Им о Смертях При запуске Машины Над которой Они Трудились И даже Простые Рабочие На сборке Не поднимали Взглядов Зетта Редко Разговаривала С Далией Адепту Приходилось Много Времени Посвящать Ликвидации Последствий Неудавшегося Эксперимента Вместо Себя Она Оставила Помощника Адепта По имени Полк И под Его И Ромю 31 Руководством Но Протектор Лишь уклончиво Ответил Что у нее Много Других Не менее Важных Дел Далее Знала Что Адепт Зетта Придавала Работе На чтецу Макаши Самое Большое Значение А следовательно Возникли Осложнения Которые Не могла Игнорировать Даже Такая Высокопоставленная Особа В тех Редких Случаях Когда Зетта Обменивалась Далей Парой Слов Девушка Просто Подтверждала Что Иона Мил Ничего И не Сказал Зетта Всякий Раз Задумчиво Кивала Но Далее Видела Ее Недоверие В Ноосферической Ауре Так же Как И Завуалированный Страх Свидетельствующий О событиях Более Ужасных Чем Неудавшиеся Испытания Она И сама Не совсем Понимала Почему Не хочет Поделиться С Адептом Словами Эмпата Но Интуиция Которая Помогла Ей Создать Чтеца Акаши Убеждала Девушку Что Рассказывать Адепту О том Немногом Что Она Узнала Было Бы Опасно В Конце Концов Разве Не Было Изречения Знание Это Сила Его Надо Тщательно Охранять Одним Из Постулатов Механику Далее Твердо Решила Очень Тщательно Охранять Это Знание И Могла Доверить Его Лишь Показатели И Емкость Рецепторов Теперь Позволяли Принять Гораздо Больший Поток Энергии Чем При Первом Запуске До Полного Противостояния Марса И Терры Оставалось Еще Несколько Месяцев Но Несколько Следующих Дней Излучение Астрономикона Позволяло Получить Приемлемый Поток Психической Энергии В нишах Уже Появились Новые Псайкеры Но Трон Эмпата На Высоком Пьедестале Все Еще Оставался Пустым И Далее Не Могла Не Радоваться Этому Обстоятельству Она Дождалась Небольшого Перерыва В работе И Подошла К верстаку Где Зуши И Какстан Трудились Над Устройством Шлема К запястью Зуши Был Подключен Лазерный Резак И Луч Пробивавший Закаленную Сталь Издавал Пронзительный Виск Не Ответила Тем Ж И Зуши Тоже Оторвался От Работы И Поспешил Выключить Резак Далее Приветствовал Е Зуши Отключая Механодреднит От Верстака И Сбрасывая Защитную Перчатку Как Ты Себя Чувствуешь Прекрасно Зуши Ответила Она И Оглянулась На Пьедестал Где Виднелась Бронзовая Фигура Адепта Зетты Склонившейся Над Работой Милицины И Северины Ты Не Мог Бы Снова Включить Свой Резак Включить Зуши Оглянулся На Какстона Зачем Сделай Это Пожалуйста В чем Далее Удивился Какстон Ты Уверен Что С тобой Все В Порядке Я Отлично Себ Чувствую Заверила Его Далее Я Прошу Включить Резак Я Хочу С вами Поговорить Но Так Чтобы Никто Больше Не Слышал Зуши Пожал Плечами Подключился К верстаку И Активировал Лазер В зале Снова Раздался Шипящий Свист И Манипулятор Подвинул Стальную Пластину К Раскаленному Лучу Зуши И Какстон Пришлось Наклониться Чтобы Услышать Слова Далее Помнишь Подавитель Помех Который Мы Использовали В Чице Тот Что Блокирует Внешнее Влияние На работу Шлема Эмпата Ты Не Мог Бы Сделать Такое Портативное Устройство Зуши Нахмурился Портативное А Зачем Чтобы Блокировать Вокс Перехватчики И Пикт Камеры Сказал Какстон Уловив Мысль Далее Да Подтвердила Она Правильно Не Уверен Что Это Правильно Возразил Зуши Мне Не Нравятся Секреты Ничего Хорошего Из Этого Не Получится Скажи Ты Сможешь Это Сделать Или Нет Наста Далее Конечно Мы Сможем Собрать Это Устройство Заверил Ее Какстон И Его Мальчишеское Лицо Вспыхнуло От Предвкушения Приключений Это Ведь Так Просто Верно Зуши Да Это Просто Но Зачем Оно Тебе Спросил Зуши Что Это За Секрет Который Никому Нельзя Услышать Мне Надо Поговорить С вами И С Севериной Милициной Тоже Но Больше Никто Не Должен Этого Слышать А О чем Ты Собираешься Говорить О том Что Сказал Мне Иона Мил Ты Кажется Говорила Что Он Ничего Не Успел Сказать Заметил Какстон Я Солгала После Окончания Рабочей Смены Они Встретились В Трапезной Огромном Помещении Где Было Полно Нуждающихся В Подзарядке Сервиторов Голодных Слуг Рабочих И Адептов В Зале Стоял Несмолкаемый Гул И Немногие Сохранившихся Информационных Сетей Транслировали Отрывки Полных Страха Сообщений О Несчастных Случаях И Катастрофах По всему Марсу Друзья Словно Завзятые Конспираторы Выбрали Место Подальше От Любопытных Взглядов После того Как все Уселись За самым Маленьким Столом Даля Окинула Коллег Долгим Испытующим Взглядом Стараясь Предугадать Как они Отнесутся К ее Рассказу Какстон Похоже Был Очень Доволен Собой Тогда Как Зуша Хмурился И нервничал Заранее Ожидая Неприятностей От Необходимости Скрытничать Милицина Явно Чувствовала Себя Не в своей Тарелке Выражение Бледного Лица Северины Оставалось Таким же Бесстрастным Как все Эти дни После смерти Ионы Мила Зуша Заговорила Даля Ты принес? Да Девочка Принес Ответил Зуша Устройство Работает Никто Не услышит О чем Мы Говорим Даля К чему Все Это Спросила Милицина Зачем Понадобилась Эта встреча Прости Но иначе Я никак Не могу В чем Дело Недовольно Спросил Зуши Я не вижу Необходимости Прятаться Только потому Что этот Проклятый Эмпат Что-то Тебе Сказал Северина Резко Подняла Голову И сверкнула Глазами И он Оговорил С тобой Да Кивнула Даля Говорил И что Он Сказал Не так Уж И много Призналась Даля И тогда Я не могла Уловить Смысл Его слов А теперь Спросила Милицина Тусклый Свет Трапезной Блеснул Возможно Ясность Даля Сказала Милицина Помни Во всех делах Важна Ясность Во-первых Повтори Что тебе Сказал Эмпат Его зовут Иона Резко Заметила Северина Это касается Всех У него Как и у вас Было имя Иона Мне это Хорошо Известно Не оборачиваясь Сказала Милицина Даля Продолжай Пожалуйста Даля Покраснела Заметив Что все взгляды Обращены На нее А потом Сделала Глубокий Как кислота В стекло Он сказал Я увидел Я видел Все знания И хотя он стоял Прямо передо мной Его голос Звучал Откуда-то Издалека Словно С другой стороны Марса Или из Глубокого Подземелья Это все Спросила Северина Не скрывая Своего разочарования Нет Ответила Даля Я тогда Сказала Что мне Его жаль Но иона Не сказал Чтобы я Его жалела Он сказал Что видел Истину И что он Свободен Свободен От чего Спросил Зуши Плечами Даля Вот его слова Я видел Истину И я свободен Я знаю Все Император Сразивший Дракона Марса Великая ложь Красной планеты И истина Которая поразит Галактику Все это забыто Человеком Все погребено В темноте Ночного лабиринта Это было так ужасно Из его рта Вырывалось Пламя А голос С каждым словом Становился Все слабее Ночной лабиринт Переспросил Какстон Ты уверена Что он так и сказал Да Абсолютно Уверена Подтвердила Даля Ночной лабиринт Лабиринт ночи Поправила Милицина И Какстон Согласно кивнул Даля В недоумении Посмотрела на них Лабиринт ночи А что это такое Ночной лабиринт Наверное Означает Лабиринт ночи Ответил Какстон Это какое-то место Не так ли Спросила Даля Радуя Что отыскала Значение слов Которые до сих пор Считала бессмысленными Это гора Кратер Или что-то другое Милицина Как случалось Всякий раз Когда она обращалась К спирали памяти Это не гора И не кратер Лабиринт ночи Это участок Сильно пересеченной Поверхности Между горами Форсида И долиной Маринера Заговорила Милицина Район известен Сложной системой Ущелий С отвесными стенами Похожей на Настоящий лабиринт Предполагается Что рельеф Образовался В прошлом веке В результате Тектонического Разрыва пород Кроме того Многие каньоны Имеют все признаки Типичных гребенок Тогда как Верхние участки Лежат на уровне Дна долины Далее нахмурилась Пытаясь сообразить Что общего Между этим Безотрадным районом Марса И словами Ионы Мила Это пустынный район Более или менее Ответил Какстон К югу от него Стоит Мондус Гамма Кузница Луки Хрома А не считая ее Ближайший объект Магма Город Но в самом этом районе Ничего нет Верно? Этот участок Марса Никого не привлекает Сказала милицина Мне говорили Что кое-кто из адептов Пытался построить там кузницу Но ни одна из них Долго не простояла А почему? Не знаю Но это так Предположительно Из-за технических проблем Адепты утверждали Что это неблагоприятная местность Для духа машин И покидали район Перебираясь В другие места Значит никому не известно Что там находится Воскликнуло далее Не знаю О чем говорил Иона Но оно должно быть там И великая ложь И главная истина Возможно Согласилась милицина Но как ты думаешь О чем он говорил И что это за дракон Которого по его словам Сразил император Далее наклонилась На столом Я не знаю точно Что это такое Но я покопалась В своих воспоминаниях О переписанных На Терри книгах И кое-что обнаружила И что же Понимаешь Иона говорил о том Что император Сразил дракона Марса Поэтому я в первую очередь Стала просматривать Все что относится К драконам Как это Просматривать Ну в своей памяти Пояснила Далее Я же говорила Что помню все Что прочла Очень полезный талант Далее улыбнулась Милицина Продолжай Ладно Все слышали О мифических драконах Конечно усмехнулся Зуши Детские сказки Далее тряхнула головой Возможно Но мне кажется В словах Иона Есть что-то еще Конечно сначала я нашла Множество сказок Об отважных рыцарях Сверкающих доспехах Которые убивали драконов Спасали похищенных девушек И женились на них Это типично для сказок Вставила Северина Вряд ли ты читала о девушках Убивающих драконов Ради спасения мужчин Не читала Согласилась Далее Скорее всего Это не соответствовало временам Когда были написаны сказки Продолжай Далее Подтолкнула я милицина Что еще ты узнала Не могу назвать эти сведения фактами Но помню несколько трактатов Которые когда-то считались Историческими трудами Но по моему мнению Их тоже можно отнести К мифологии Поскольку там речь шла О таких чудовищах Как драконы и демоны А также о мятежах Военачальников и тиранах А ты помнишь Название этих книг? Спросил Зуши Да Кивнула Далее Вот три основных источника Хроники Урша Равилати Драконис И Абайт Фортис Во всех говорится О драконах И огнедышащих змеях Которые похищали И пожирали девушек Эти сказки Мне знакомы Сказал Какстон Я читал их в детстве Бесполезное чтиво Но захватывающее Мне они тоже известны Вставил Зуши Но для моего народа Это не просто сказки Какстон Ученые с острова Нусакамбанган Утверждали Что это Аллегорическое пророчество Пришествия императора Символическое описание Борьбы сил света Против наступающей тьмы Верно Взволнованно Воскликнула Далее Победитель дракона Олицетворяет собой Всемогущее божество А дракон Темные силы хаоса Герой Убивающий дракона Был символом Растущего самосознания И индивидуальности То есть Взросления человечества А может это просто сказки Усомнился Какстон Почему они обязательно Должны что-то означать Далее Проигнорировала его вопрос И продолжила У всех этих историй Есть одна общая особенность Дракон Хоть и побежденный Не уничтожен Он принимает Какую-то другую форму И последствием Его поражения Становится Торжество добра И разума Как это все понимать Спросила Северина Ладно Давайте представим Это по-другому Далее Становилась все более Возбужденной Энергично жестикулируя В ревелате Драконис Автор описывает Как небесный бог Поразил дракона громом Чтобы освободить воду Необходимую Для процветания мира В другой истории Говорится Об убитой богине змей Завладевшей Таинственными скрижалями И ее тело Было использовано Для создания небесной И земной тверди Все правильно Сказал Какстон И в хрониках Урша Есть сказания О подобных существах Кажется Их называли Ункерхи И они были побеждены Воином грома А их останки Превратились В горные хребты Где-то На американском Континенте Правильно Согласилась Далее А в хрониках Урша Есть послесловие Где автор Упоминает О расе существ Которых он называет Фоморами И они якобы Контролируют Плодородие земли Дай-ка я догадаюсь Мешался Зуши Они были побеждены Но не уничтожены Поскольку Их существование Необходимо Для процветания мира Угадал Кивнула Далее А что все это означает Спросила Северина Все очень интересно Но почему разговор О драконах Требует такой секретности Разве это не очевидно Удивилась далее Но затем вспомнила Что друзья Не обладают Такой способностью Подбирать факты Как она Ясно Что эти побежденные силы Эти драконы Все же представляют собой Определенную ценность И древние авторы Понимали Что конфликт Между драконом И героем Был не вопросом Уничтожения одного из них А вечной борьбой Ради блага всего мира Должны были сохраняться Обе силы Чтобы поддерживался Определенный баланс Даже в те древние времена Враги не могли Обойтись друг без друга Следуя твоей логике Сделала вывод Милицина Необходимым условием Для существования мира Является не окончательная победа А борьба Далее Просияла улыбкой Да Это как зима и лето Сказала она Вечное лето Выжгло бы мир А вечная зима Заморозила бы его насмерть Только их противоборство Обеспечивает продолжение жизни И я снова спрашиваю Какой во всем этом смысл Настаивала Северина Далее Окинула взглядом Лица своих людей Не зная Как сформулировать Следующее признание Поверят ли они ей Или сочтут Это губительным последствием Вихря энергии Астрономикона Она вздохнула И решила Что зашла слишком далеко Чтобы отступать Когда я лежала в коме После катастрофы Мне казалось Что я стала частью Чего-то другого Какого-то необъятного разума Я чувствовал Что моя мысль Существует отдельно от тела Внетелесные видения Подсказал Зуши Это обычное явление Для тех Кто находится На грани жизни и смерти Нет Возразила Даля Не только это Я не знаю Как это объяснить Но чтец Акаши Как будто позволил Моему разуму Прикоснуться К чему-то древнему Я хочу сказать Очень древнему Старше Чем эта планета И все остальное Что только можно Себе вообразить А как ты думаешь Что это было Спросила милицина Мне кажется Это и был дракон О котором говорил Иона Но он говорил Что император Убил дракона Это так Согласилась Даля И все же Мне кажется Что дракон Не умер И именно Об этом Мне пытался Сказать Иона Дракон Марса Все еще живет В глубине Лабиринта ночи И мне нужна Ваша помощь Чтобы отыскать его Он открыл глаза И попытался вскрикнуть Снова ощутив укол Мучительной боли в груди Он взмахнул руками Но движения получились Слишком медленными И ладони уперлись В стеклянную поверхность Мир был затянут Розовой пленкой И он заморгал Стараясь прояснить зрение Потом поднял руку Чтобы протереть глаза И вдруг возникло ощущение Что он плывет В густой вязкой жидкости В поле зрения Возник силуэт Явно человеческий Вот только рассмотреть его Никак не удавалось Голова сильно болела А все тело Несмотря на ощущение Погружения в плотную жидкость Было налито тяжестью Каждое движение Отзывалось мучительной болью Но она не шла Ни в какое сравнение С гнетущим чувством тоски Сжимающим сердце Он вспомнил Что спал Или вернее Погружался в темноту И тогда боль Немного уменьшалась Но тягостная Неопределенная печаль Не отступала Он знал Что уже просыпался здесь Слышал обрывки разговоров В которых звучали Такие слова Как чудо Смерть мозга И перелом Остальное он не разобрал Но понял Что эти слова Относились к его состоянию Вот опять Послышались какие-то звуки Он моргнул И постарался На них сосредоточиться Он заставлял себя Вслушиваться И плыл В желеобразной Жидкости Своего мира Со стороны Неясного силуэта Опять донеслись звуки По крайней мере Ему казалось Что он слышит голос Мягкий и безвольный Как будто его пропустили Через неисправный Аугмиттер Он продвинулся вперед Пока не прижался лицом К толстой стеклянной панели Зрение прояснилось И он увидел Стерильную палату Выложенную Полированными Керамическими плитками И металлические Поручни за стеклом С потолка Свисали Паукообразные устройства А к противоположной стене Бронзовыми держателями Были закреплены Несколько Заполненных Жидкостью сосудов Прямо перед ним Стояла молодая женщина В голубом С серебряной отделкой костюми Ее облик Немного расплывался За слоем жидкости Но она улыбалась И смотреть на нее Было приятно «Принцепс Кавалерио Ты меня слышишь?» Спросила женщина И слова ударили в уши С поразительной четкостью Он попытался ответить Но рот тотчас Наполнился жидкостью И вместо слов С губ сорвались пузырьки «Принцепс?» «Да» Произнес он Наконец снова Обретая способность говорить «Он очнулся», Сказала женщина Но ее слова были обращены К какому-то невидимому Обитателю палаты Он услышал в ее тоне Неподдельное облегчение И удивился, что она Так обрадовалась Его ответу «Где я?» Спросил он «Ты находишься В медицинском отсеке Принцепс» «Где именно?» «В Аскрийской горе» Ответила женщина «Дома» «Аскрийская гора» «Крепость Легиотемпестус» «Да, он действительно был дома» «Именно здесь он официально Удостоился звания Принцепса Почти два столетия назад И здесь впервые Вступил в скрипучий лифт Чтобы подняться в рубку Боль опять обожгла грудь И он охнул Набрав в легкие Изрядную порцию Насыщенной кислородом жидкости Его разум Отказывался смириться С необходимостью Дышать жидкостью Но тело Требовало дыхание И после первого Удачного опыта Паника улеглась Чего нельзя было сказать о боли «Кто ты?» Спросил он Как только сумел Справиться с дыханием «Меня зовут Агата Я буду вашей служанкой» «Служанкой?» «Помощницей, если вам угодно Я буду о вас заботиться» «Не нужна мне никакая помощница» Возмутился он «Что я, инвалид?» «Не хочу вас обидеть, Принцепс Но вы только что пришли в себя После, как мне кажется Весьма травматического разделения Вам потребуется помощь Чтобы приспособиться И я вам ее предоставлю» «Я не понимаю», Сказал Кавалерио «Как я здесь оказался?» Агата помедлила Явно не желая отвечать на этот вопрос «Может, мы могли бы обсудить это позже?» «Мой Принцепс» Предложила она после паузы «Вам еще надо привыкнуть К новым условиям» «Отвечай, черт подери!» Закричал Кавалерио И сильно ударил кулаком по стеклу Агата подняла голову Словно обращаясь за советом К невидимому обитателю палаты Но ее уклончивость Еще сильнее разъярила Кавалерио «Смотри мне в глаза, девчонка!» Приказал он «Я повелитель бурь И ты должна мне отвечать» «Хорошо, мой Принцепс» Отозвалась Агата «А что вы помните?» Он нахмурился И, глядя на проплывающие Перед глазами пузырьки Попытался вспомнить Что было до его пробуждения На него надвигается Гигантская машина Легио Мортис Неистовый стук сердца Викторикс Магна Надрывающегося От непосильного напряжения Предсмертный крик Магаса Аргира Зияющая черная бездна Тянет его вниз И окутывает со всех сторон Воспоминание о гибели машины Отозвалось Грудиновым взрывом Непереносимой боли И невидимые слезы Смешались С подкрашенной кровью Жидкостью Амниотической емкости 203 Мондус Окулум Настоящая жемчужина Из всех северных кузнец Самая ценная И самая продуктивная Из всех военных производств Она превосходит Своими размерами Сборочные цеха В бороздах Олимпа И лишь производительность Мондус Гамма Лукихрома Может сравниться С мощью кузницы Локомфабрикатора Но даже эти заводы Отстают по уровню Выпуска продукции Кузничный комплекс Кейна Занимающий Тысячи квадратных километров Между пологими вершинами Купола Форсида И Керавонского купола Был целым государством Плавильных цехов Оружейных мастерских Арсеналов Очистительных узлов Топливных складов Сборочных ангаров И лесов труб Над производственными сооружениями Громоздились Многочисленные субульи И в высоких жилых башнях Самых больших из них Урании Рабоны И Лобиотиды Обитали миллионы адептов С лукой рабочих Обслуживающих машины Северной кузницы Как и большинство заводов Марса Окованная железом кузница Мондус Гамма Была ориентирована На военное производство Покорение галактики Требовало невиданного ранее Количества оружия И боеприпасов И грохот молотов Не умолкал ни на секунду В осыпавшиеся воронки Паттеры урана Гигантские башни Циолковского В пузатых ячейках транспортеров Поднимали на геосинхронную орбиту Тысячи контейнеров груза Готового к отправке Зоны боевых действий Разбросанных по всему империуму Каждая башня Была похожа На подстриженное дерево Казавшееся тонким Из-за его высоты Поскольку верхушка Исчезала в ядовитых тучах Нависавших над кузницей И Мондус Окулум И Мондус Гамма Работали на войну Но их продукция Предназначалась Для особых воинов Астартес Из этих кузниц Выходили ружья и клинки С которыми Вселяющие ужас воины Воплощали великую мечту императора Над этим оружием Трудились Опытнейшие адепты За которых ручался Сам Локумфабрикатор Боевую броню Астартес На наковальнях кузнец Создавали наиболее усердные кузнецы Аугментированные Самыми мощными И точными устройствами Болтеры Лас-пушки Ракетные установки И любое другое Оружие Астартес Производилось здесь И военная мощь легионов Брала начало в жарких Освещенных красноватым светом Цехах Мондус Окулум Бронированные машины Сходили с конвейеров Установленных В обширных ангарах А цехи Не уступавшие Своими размерами Целым городам Выпускали невообразимое Количество боеприпасов Но Мондус Окулум Не только снабжала Астартес Оружием и броней Здесь оттачивался Их разум Воинам Астартес Которых привлекали Тайные технологии Было позволено изучать Машины Под руководством Старших адептов Сам Локумфабрикатор Кейн Занимался С лучшими из них Ткелом Из легиона Саламандр Гебрином Из железных рук И Полонином Из ультрамаринов Эти воины Унесут полученные знания К своим легионам И будут инструктировать Братьев по оружию Мондус Окулум Настоящая жемчужина Из всех северных кузнец Самая ценная И самая продуктивная Из всех военных производств Владение Локумфабрикатора Марса Второго человека После самого правителя И одна из немногих Кузнец Марса Которым удалось Избежать Разразившейся катастрофы Сопровождаемый Шумной свитой Наосферически Модифицированных Сервиторов С гладкими Золотыми масками Вместо лиц Раздражительных Калькулюс-логов И нескольких Скрабберов Чей испуг Выражался В постоянных Перепалках В бинарном коде Локумфабрикатор Кейн Стараясь Сохранить Спокойствие И сосредоточиться На поверхностных Вопросах Производства Прошел По золоченому Арочному Переходу В помещение Арсенала За пределами Его кузницы Разворачивались Ужасающие события Но в данный момент Он сконцентрировал Своё внимание На том Чтобы его производство Насколько это было возможно Работало в обычном режиме Открывшийся за аркой Огромный зал Был ярко освещен Потолок Уходил вверх На несколько сотен метров А противоположный конец Терялся Где-то вдали Грузовые сервиторы И завывающие подъемники Перевозили груды Боевых доспехов Астартес И складывали их В обитые металлом Контейнеры Длинными рядами Стоящие вдоль стен Сотни отвечающих За качество продукции Адептов Ходили по залу Подключали пробники К каждому комплекту И тщательно замеряли показания Сверяясь За программированными Спецификациями Лишь изредка Изделия Не соответствовали Строгим требованиям Разработанным Самим Кейном И в каждом случае Проводилось Скурпулезное расследование Причин появления дефектов Повторение ошибок Было недопустимо А тот Кто допускал небрежность Сурово наказывался Только после тщательной проверки И подтверждения Полной готовности Доспехи отправлялись В паттеры урана А затем на орбиту Локом фабрикатор Кейн Ручался за качество И даже сейчас Продолжал относиться К своим обещаниям Со всей ответственностью Особенно сейчас Кейн сделал Глубокий вдох Проанализировал Присутствующие В воздухе Запахи И обернулся К своему помощнику Ты чувствуешь Эти запахи Лачин Конечно мой лорд Ответил Лачин Пользуясь человеческим голосом Подражание Своему повелителю Но его голос Звучал так гнусаво И неприятно Что Кейн Только обрадовался бы Если бы Магас Воспользовался Аугметическим вокализатором Раскаленный окисел Алюминия И полировочный порошок Который снижает Время шлифовки И полирования брони На 20% И весьма эффективен Для твердых поверхностей Таких как Кремний И закаленная сталь А еще Микрокристаллическая паста И разбавленная уксусная кислота Кейн покачал головой И положил руку На плечо Лачина Парень немного уступал Ростом локум-фабрикатору А присущая ему Педантичность Полезное качество Для эффективности Работы помощника В разговорах Вызывало у него раздражение Не то Лачин Я имел ввиду Производимый запахом эффект Эффект? У меня вопрос Непонятно Твое упоминание О запахе Как о символе Ты не понимаешь? Значит ты что-то пропустил Лачин Ты определяешь Химические компоненты запаха А я определяю Эмоциональные составляющие Для меня мягкий Успокаивающий запах Полировочного порошка И машинного масла Означает стабильность И порядок Уверенность в том Что мы выполняем свой долг И воины императора Получат лучшую броню И оружие Какие мы только можем изготовить Понимаю Понимаю мой лорд Ответил Лачин Но Кейн знал Что это не так В такие времена Как сейчас Подобные мелочи Меня обычно успокаивают Пояснил Кейн Огромная фабрика Функционирует Все оборудование Исправно работает В хорошем ритме И рабочие Воодушевляемые Общим импульсом Двигаются в унисон Словно хорошо Подогнанные части Единого механизма Вот один из самых Обнадеживающих Примеров Направляемой силы Какие только Известны в галактике В процессе творения Лица адептов Почти всегда Кажутся мне прекрасными И я ни разу не замечал Чтобы в них Не было искренности И радостного волнения Кейн помолчал Пропуская грузового сервитора С кипой блестящих Только что Протравленных Пластин брони Огромное существо Целиком состоящее Из мышц Поршней И генетически Увеличенного торса Без особых усилий Держало тяжелую охапку В цепких руках Снабженной Гидравлическим приводом Вся броня Сверкала Нетронутым Краской, керамитом И металлом Поскольку каждый регион Впоследствии Наносил свои собственные цвета Как славные рыцари Из давно забытых времен Терры Сказал Кейн Сворачивая вдоль Бесконечного ряда Тысяч и тысяч доспехов Олицетворение чести Долгой отваги Мой лорд Кейн широким жестом Обвел ряды готовой продукции Лачин Это броня дороже Всех богатств мира В большинстве случаев Подобное зрелище Вызывает у меня Глубокое удовлетворение Поскольку я вижу Как сильно зависит от нас Астартес В этом месте Я, как правило Забываю обо всем Он заметил Что Лачин Хочет что-то сказать И поторопился продолжить Не в буквальном смысле Конечно Я смотрю на это Огромное количество Доспехов И хотя Самых лучших воинов Императора Здесь нет Все же Восхищаюсь Мощью Астартес И нахожу утешение В том Что мы находимся Под защитой Могучих героев Вывод Твои слова Позволяют сделать Заключение Что сегодня Ты не получил Такого удовлетворения Как обычно Верно Лачин Несмотря на все Попытки занять себя Повседневными делами Мои мысли Постоянно возвращаются К хаосу Охватившему Нашу любимую планету В течение Нескольких Последних недель Начиная С той ночи Когда над горой Олимп Разразилась Сверхъестественная Буря А машинный вирус Вызвал полную Неразбериху В системах связи В кузнице Мондус Окулум Не прекращались Восстания Самоубийства И убийства Которые Унесли Тысячи Жизней И что более важно Сильно повредили Производственному Процессу Были разрушены Десятки Фабрик и Мастерских Строения Выгорели Дотла Или были Разгромлены До такой степени Что не подлежали Восстановлению А в жилых зданиях Время от времени Возникали Настоящие Эпидемии Паники И массового Психоза Надзиратели Кузницы Не могли Справиться С подобными Потрясениями И Кейн Нехотя Приказал Им отступить И позволить Мятежникам Продолжать Беспорядки Кто бы мог Подумать Что капризы Погоды За 3000 Километров От нас Могут вызвать Столь тяжкие Последствия Произнес Кейн Изыскания Магаса Кантора Показали Что чрезвычайно Холодная погода Может стимулировать Агрессию И недооценку Риска Тогда как жира Способствует Апатии Доложил Лачин Примечание Ранее было замечено Что колебания Температуры Оказывают влияние На настроение Высокая температура И давление Способствуют Хорошему состоянию Улучшению памяти И расширению Кругозора Наибольшее влияние На настроение Оказывает Определенное Сочетание Температуры Влажности И продолжительности Светового дня Хотя Кантор считает Что влажность Сильнее всего Сказывается На проявлении Рецидива Всклонности К ортодоксальному Корреляционному Анализу В его трудах Имеются заключения О взаимосвязи климата В кузнице И поведении рабочих Если желаешь Я их сейчас изложу Ради амнисии Не надо Воскликнул Кейн И устремился Вглубь арсенала Все сопровождающие Во главе с Лачином Не без труда Догнали Целеустремленно Шагавшего Лукумфабрикатора Кейн заговорил снова Конечно Абсурдно верить Что метеорологический Феномен Даже такой сильный Мог повлиять На психику Огромного числа людей Но имеющиеся Тому свидетельства Нельзя игнорировать Однако Беспорядки в кузнице Нельзя отнести Только на счет Человеческого фактора И этот факт Беспокоил его Намного сильнее Когда над горой Олимп Разразилась буря Все информационные Сети И линии Вокс-связи Марса Заполнились Визгом И скриптом Искаженной информации Которая внедрялась В программы Сложных систем Управляющих Почти всеми Процессами Мондус Окулум Самые надежные Защитные программы Оказались не в силах Бороться с этим вирусом И многие Кагитаторы И вычислители Были забиты Вредоносными пакетами И забывающими Шумом и помех Из неизвестного источника От губительных Последствий атаки Если это действительно Была атака Кузницу Кейна Спасло два обстоятельства Его мгновенное решение Отключить связь С внешними системами И тот факт Что кузница была Недавно переведена На наосферическую систему Передачи информации В соответствии С революционной разработкой Адепта Корея Лизетты Сколько времени Потребуется Для полной очистки Наших систем от вирусов Спросил Кейн По предварительным подсчетам От 6 до 30 ротаций Довольно большой разброс Они не могут Определить точнее Вероятно Зараженный код Трудно изгнать сразу Пояснил Лачан В каждом участке схемы Который считается очищенным Вредоносный код Вскоре появляется снова И при этом Размножается В геометрической прогрессии Из-за опасений Повторного заражения Они не осмеливаются Подключить Ни одну систему Они определили Источник этого вируса Полной уверенности Еще нет Но область поражения Расходится От кузницы Генерал-фабрикатора Похоже Что первой Все же пострадала она Или оттуда Была запущена зараза Пробормотал Кейн Несмотря на неоднократные Попытки связаться С Кельбор Халлом Все его послания Либо прерывались Шквалами визгливых помех Напоминающих лай собак Либо просто Игнорировались Запрос Ты считаешь Что скраб-код Был намеренно запущен В марсианские системы Даже невозмутимому И дотошному Лачану Не удалось скрыть Эмоции при мысли Что кто-то мог Умышленно внедрить В линии связи Скраб-код Кейн обругал себя За несдержанность И пожал плечами Это возможно Небрежным тоном Произнес он Он вовсе Не собирался делиться Своими подозрениями С Лачаном Его помощник Был преданным Но наивным А Кейн понимал Что любую информацию Могут перехватить Даже из вполне Безопасных источников Нет Чем меньше Лачан Будет знать О подозрениях Кейна Тем лучше Согласно докладам Скрабберов Скраб-код В первую очередь Атаковал Вокс-связь И системы защиты Его кузницы А затем Были предприняты Попытки Ослабить Натяжение тросов Башен Циолковского Кейн вовремя Блокировал все каналы Связывающие Мондус Окулум С остальной планетой Оставшись В информационной темноте Но зато В безопасности От дальнейших атак Исходящее Из неизвестного Источника угрозы Психического воздействия Скраб-кода Сделало почти Невозможным Любое общение Даже в пределах планеты Лишь благодаря Ноосфере Кейн еще мог Поддерживать Контакт с Кузницей И Плувиена Максимала И Магмагородом Но поступающие От них обоих новости Не были необнадеживающими Нисколько-нибудь Вразумительными Обоим адептам Был причинен Серьезный ущерб Похожими вспышками Массового психоза И Максимал К тому же Понес тяжелый урон В технике Лишившись Из-за критических Перегрузок Трех своих Драгоценных Ядерных реакторов Зетта Проинформировала О неудачном эксперименте Из-за которого Погибли почти Все ее псайкеры И это наверняка Было связано С психической Интерференцией В атмосфере Марса Мало того Так Максимал Еще рассказал Об отрывочных Донесениях Полученных Из экспедиционных Флотилий Где говорилось О не менее ужасной Катастрофе В системе Истван Детали были неизвестны И Максимал Не хотел обсуждать Новость Без подтверждения Информации Но стало ясно Что в районе Третьей планеты Произошел Катастрофический Инцидент И мир превратился В безжизненную Выжженную пустыню Кейн знал Только одно оружие Способное За короткое время Довести планету До столь Плачевного состояния Применил ли воитель Пожиратель жизни Или это был Акт отчаяния Побежденного врага Источник Максимала Не имел ответа На этот вопрос Но утверждал Что Астартес Понесли огромные потери Было неясно Вызваны ли Жертвы Действиями противника Или в результате Нелепой случайности Удар был нанесен Союзниками В любом случае Потери такого масштаба Среди Астартес Трудно себе представить Информационные сети Кузницы Максимала Меньше других Пострадали от нашествия Скраб-кода И адепт Уже начал работы По восстановлению Связи с источниками За пределами планеты Для получения информации Все трое адептов Общаясь по анасферической линии Высказали мнение Что заражение Марсианских сетей Носит все признаки Упреждающего удара Но сведений Было так мало Что им оставалось Только укрепить оборону На случай очередной атаки В преувеличенной Изысканном голосе Максимала Кейн Услышал отголоски Страха И потому испытывал Презрение к адепту Максимал Не вызывал у него Особых симпатий И Кейн считал Его скорее архивистом Чем новатором Кориэль Зетта Напротив Смело заявляла О готовности Противостоять Любым возможным Нападениям И о том Что уже отправила Гонцов в дружеские Воинские ордена Титанов и рыцарей Чтобы заручиться Их поддержкой Раз уж Марс Подвергся Атаке неизвестного врага Союзники должны Теснее сплотить ряды Кейн Относился к адепту Зетте с уважением Поскольку она Напоминала ему Его собственную молодость И не боялась Раздвигать границы Неизвестного В глазах Кейна Зетта Воплощала в себе Все лучшее Что было в механику Она с достойным Почтением Относилась к работам Первопроходцев Но при этом Не скрывала Своего стремления Воспользоваться Имеющейся базой И достичь новых Высот в науке Древний алхимик И ученый Терры Как-то сказал Что стоя на плечах Гигантов Можно увидеть дальше Это в полной мере Относилось к Зетте И Кейн понимал Если кто-то И способен Продвинуть науку И логику Империума Так это именно она Ободренный этой мыслью Он некоторое время Наблюдал Как огромные Гусеничные погрузчики Перевозят запечатанные Контейнеры С броней И оружием Астартес Для отправки на орбиту Пойдем Лачин Сказал Кейн Работа Мондус Окулум Должна продолжаться Даже во время кризиса Два рыцаря Вздымая клубы серой Словно костный пепел пыли Петляли по краю Борозды Аганипы Длинные трещины Расколовшие Платок западу От величественной вершины Горы Арсия Леопольд Крон На Пакс Мортис Прокладывал путь А следом за ним На недавно отремонтированном Эквитус Беллум Шел Раф Мавин Крон Бодро двигался Быстрым шагом И Мавину Приходилось напрягаться Чтобы не отстать Его Эквитус Беллум Капризничал Плохо подчинялся командам И даже мультисвязь Сознательно оказывала Противодействие При каждом повороте Он знает Что причинивший ему боль Противник Все еще где-то здесь Подумал Мавин Выправляя курс Чтобы следовать за кроном По краю глубокого каньона Тучи пыли Затрудняли обзор из кабины Но и смотреть-то было Почти не на что И Мавин Управлял рыцарем По мультисвязи Токсичные пустыни Простирались на запад И на юг И лишь далеко на севере Темные мазки дыма Указывали На Субули, Кузницы И Плувиена Максимала Как дела? Спросил по воксу Крон Тяжеловато Признался Мавин Машина плохо слушается управления И каждый раз Как я беру прежний курс Она через мгновение Пытается снова двинуться туда же Тебе потребуется Некоторое время Чтобы приспособиться Сказал Крон Весь передаточный механизм Был собран заново Я знаю Но дело не только в этом Не в этом Что ты имеешь в виду Такое впечатление Что машина пытается Меня направлять Ответил Мавин Не зная Как еще выразить Свои ощущения Направлять? И куда же? Я не знаю Но меня и самого Куда-то тянет Мавин услышал вздох Крона И пожалел Что не может предложить Более вразумительного Объяснения Все, что у него имелось Это только внутренние ощущения И крепнущее убеждение В том, что машина Лучше его знает Что нужно делать Они вышли на боевое задание Три дня назад Когда покинули крепость По звуке фанфар Пение горна И приветственные крики товарищей Размахивающих Кобальтовыми знаменами Эквитас Белум Снова встал в строй И воины рыцарей Тараниса Собрались Чтобы проводить его на маршрут Для машины Бывшей на грани полного уничтожения Это явилось Знаменательным событием И его следовало отметить Рыцари Тараниса Как и большинство воинов Орденов Форсиды Перешли в режим Повышенной боевой готовности Сразу Как только на Марсе Воцарился хаос Благодаря ноосферическим Линиям связи Адепта с Зетой Крепость Тараниса Пострадала не так сильно Как многие другие Хотя технопровидцы Все же настояли На аварийной остановке Главного реактора крепости Когда фрагмент Скраб-кода Все же проникший в систему Предпринял попытку Отключить программу Управления системой охлаждения Своевременное решение Спасло Орден От ядерной катастрофы Но пока скрабберы Трудились над очисткой системы Машинам рыцарей Было негде перезаряжать аккумуляторы И это было еще не самое худшее К огромному огорчению Лорда Вертикорды Оказались безнадежно повреждены Хранилище памяти Либрариума Ордена Где содержались И списки погибших И история сражений Более чем за тысячу лет По просьбе адепта Зетты Лорд Катурикс И лорд Вертикорда Приказали своим воинам Нести боевое дежурство На марше От крепости До самого магма города Ходили слухи Что Зетта Послала гонцов С подобной просьбой И лорду Кавалерио Из Легио Тимпестус Но пока никто не знал Какой она получила ответ До окончания ремонта реактора Несколько машин Не могли выйти на маршрут Из-за разряженных батарей И для обеспечения безопасности Всей территории Рыцарем Тараниса Приходилось отправлять На патрулирование По две машины Вместо трех Старина Статар Теперь ходил с новичком Братом Гентраном Только-только Произведенным В полноправные рыцари И Мавин с удивлением Обнаружил Что скучает По суровому наставнику Мавин и Крон Двигались на восток По маршруту Который по часовой стрелке Огибал склоны Древнего вулкана А затем сворачивал На юг Вдоль борозды Оти В конце второго дня Дежурства Рыцари свернули На запад К Магмагороду Чтобы заправиться И перезарядить батареи Прежде чем Продолжать маршрут Мавин никогда Не переставал удивляться Глядя на кузницы Кареля Зетты Уже издали Магмагород Сиял огромным Янтарным слитком А небо переливалось Всеми оттенками Оранжевого цвета Словно горели Сами облака По мере приближения Золотыми нитями Проявлялись Заполненные лавой Акведуки Несущие Расплавленную породу С вершины плотины Южный склон вулкана К лагуне Магмы Окружающий город Огромный город Опоясывали Высокие стены Из керамита И адамантия И кровь планеты Своим сиянием Разгоняла ночную тьму Два рыцаря Миновав Украшенную статуями Дорогу Тифона Направились К вратам вулкана Сторожевые башни Нависали над стенами Металлическими клыками И охранники Пропустили рыцарей Внутрь Только после долгих переговоров В кольце стен Они остались Ровно столько Чтобы их машины полностью Перезарядили аккумуляторы Вскоре Оба рыцаря Снова отправились В путь Огибая Обширный порт Магмагорода Где миллионы тонн Военного оборудования Грузились В ненасытные пасти Перевозчиков Беспрестанно Сновавших В ночном небе Едва Они успели Покинуть Великолепие Города Зетты Как Мавин Ощутил давление Со стороны Эквитас Белум Настойчивые толчки Отзывающиеся Болезненными Импульсами В мозгу Дальнейший путь Лежал на восток К дому И чем дальше Они продвигались Тем сильнее Становилось давление И Мавин Несмотря на нарастающую В глазах боль Был вынужден Все свое внимание Сосредоточить На управлении машиной Каждый Соединительный разъем В его теле Уже вызывал Болезненные ощущения Как будто машина Превратилась В необъезженного Жеребца И пыталась его сбросить Да что с тобой такое Прошипел он Как будто в ответ Ауспик Выдал едва заметный Сигнал Из южного сектора А Мавин невольно вздрогнул От неожиданно всплывших воспоминаний Изображение пропало Так же быстро Как и появилось И он даже не был уверен Что вообще его видел Но на какое-то мгновение Ему показалось Что это тот же Ужасный Паукообразный Сгусток Электромагнитной энергии Мавин дал машине Команду остановиться И боль Позади глаз Немного утихла Затем Послышалось Шипение Гидравлического привода И высокая машина Присела на корточке Крон Подожди Крикнул он Одним движением Он заставил верхнюю часть рыцаря Развернуться к югу Но смотреть там было не на что Только песок Белый как кости И налетающая Из пустыни пыль Он услышал Скрип металла Опускающейся машины И ощутил напряжение И неутолимую жажду мести Горящую в сердце Эквитас Беллум Что там Спросил Крон Мультисвязь тотчас Выдала Извещение О готовности Его машины к бою Что ты увидел Я не знаю Признался Мавин Я вообще не уверен Что там что-то есть Но Эквитас Беллум Что-то почуял А отраженный сигнал Ауспика был Вроде что-то похожее Не уверен Сказал Мавин Мелькнул какой-то призрак Не больше Но точно такой же отклик Я наблюдал перед Самым началом атаки На реактор Максимала Пакс Мортис Подошел ближе И Мавин увидел Леопольда Крона Сквозь армированное Стекло кабины Его собрат Явно испытывал сомнения Но не собирался Игнорировать Предчувствие Мавина Или Эквитас Беллум Перешли мне показания Ауспика За несколько последних минут Приказал он Мавин кивнул И набрал необходимые команды На панели Ауспика Ожидая пока Крон Получит информацию Он не сводил взгляда С пустыни Пепельные пустыни Были унылые Необитаемые Безжизненный И токсичный район Возник после слишком Интенсивных разработок Ценного сырья Добываемого Из недр Марса Облака Ядовитых испарений С очистительных заводов Экваториального пояса Покрыли Изрытые И сковерканные Скалы пеплом и пылью Скрывая под предательски Рыхлым слоем Опасные трещины и воронки Здесь не могло выжить Ни одно существо И все же Мавин Ощущал непреодолимое желание Повернуть машину на юг И углубиться в пустыню Аккумуляторы Полностью заряжены А запасов воды И питательных веществ Может хватить Еще не на одну неделю Его руки Коснулись панели управления И сердце Эквитос Беллум Мгновенно отозвалось На это движение Машина Поощряла его стремление Воинским шепотом И настойчивым давлением На подсознание При мысли о преследовании Чудовищного Безжизненного создания Едва не убившего его Лицо Мавина Исказил хищный оскал Оно где-то здесь И Эквитос Беллум Это известно Он ощущал уверенность Каждой молекулой Своего существа И призрачный сигнал Был напоминанием О его долге перед машиной Здесь ничего нет Голос крона Нарушил его раздумья Трек Ауспика Абсолютно чист Я знаю С холодной решимостью Ответил Мавин Поблизости ничего нет Тогда почему мы остановились Потому что Эквитос Беллум Говорит Куда я должен идти Должен? Переспросил крон О чем ты толкуешь? Единственное место Куда мы должны идти Это Медианский мост Оттуда домой Нет Настаивал Мавин Оно там То создание Которое пыталось нас убить Оно на юге И я уверен в этом Как ты можешь быть в этом уверен? Возмутился крон На Ауспике Ничего нет Ты сам это признал Я знаю, Лео Но я видел то, что видел И Эквитос Беллум его чует А я доверяю его инстинкту И что дальше? Ты собираешься отправиться туда один? Если придется Заявил Мавин Не глупи Предупредил его крон Если ты это сделаешь Катурикс Вырвет из тебя кишки Пусть вырывает Сказал Мавин И поднял машину Во весь рост Я должен это сделать Без этого Эквитос Беллум Никогда не станет прежним Ты готов рискнуть Своими кишками И покинуть маршрут Ради погони за призраком Дело не в этом, Лео Возразил Мавин Я знаю, что оно там И пойду за ним Нравится тебе это или нет Мавин снова услышал Как крон вздохнул И как не тяжело ему было Покидать друга Понял, что выбора у него нет Эквитос Беллум Не даст ему покоя Пока они не отомстят Ну ладно, сказал Крон И где же оно? Дай хотя бы направление Лео, ты со мной? Воскликнул Мавин Это создание Что бы оно ни было Однажды едва тебя не погубило Сказал Крон Лично предположить Что при следующей встрече Тебе потребуется моя помощь Ты настоящий друг Произнес Мавин Гордясь со братом Умолкни И отправляйся в путь Пока я не передумал Мавин усмехнулся Следуй за мной Скомандовал он И развернул машину в пустыню Охота началась И уязвленная гордость Заставила Эквитос Беллум Рвануться вперед Мавин не возражал Далее с криком проснулась И задыхаясь Прижала руки к груди Обрывки тьмы Грозили выплеснуться Из головы И поглотить ее целиком В сумраке Угадывался Змеиный силуэт Послышалось Шипящее дыхание Дракона Зародившаяся С началом вселенной А в бесконечно Расширяющейся пасти Блеснули клыки Далее Плотнее закуталась В простыню И крепко зажмурилась Голос в темноте Произнес ее имя Она видела его Даже с закрытыми глазами Человек в плаще И капюшоне С неистым взглядом И меткой Дракона под кожей Серебристый огонь Горел в его теле Светящейся паутиной Приглушенный Ночной свет В комнате Разгорелся На полную мощность И она заставила Себя открыть глаза Рядом с ней Полусонный Какстон Возился с панелью Освещения Что? Что случилось? Хрипло спросил он Взгляд Далее Быстро обижал Все уголки комнаты Где, конечно Не было ни змей Ни человека В капюшоне С ртутью вместо крови Она увидела Металлический сундучок Полной одежды Маленький столик Заваленный деталями машин И тонкие обои на стенах Испещенные Масляными пятнами И диаграммами Из умывальной кабины Доносился Размеренный стук Падающих капель На тумбочке В фольге Лежали остатки еды И пустая бутылка Из-под воды Она сосредоточилась На этих знакомых Домашних предметах Чтобы зацепиться За реальный мир И окончательно Выбраться Из царства Видений кошмаров Драконов И загадочных людей Ты в порядке? Спросил Какстон Поднявшись с постели Он обнял ее за плечи Холодные Осязательные импланты Прикоснулись К обнаженной коже И Даля вздрогнула Какстон Приняв дрожь За проявление страха Привлек ее к себе Я здесь Даля Тебе больше нечего бояться Это был только Кошмарный сон Сразу после выхода Из комы Даля обнаружила Что не в силах Оставаться одна Она не могла спать И постоянный страх Снова погрузиться В вечную темноту Пребывал в ее душе Зияющей Бездонной пропастью Она боялась Что уже не сможет Оттуда выбраться Она поделилась Своим несчастьем С Какстоном И тот сразу же Предложил Оставаться с ней на ночь И хотя Даля Угадала в его предложении Мужское желание Она не могла Не признать Что ее саму Влечет к этому парню Его переселение В комнату Далей Произошло Самым естественным образом Несколько минут Они сидели молча Какстон Ласково обнимал ее И Даля не возражала Это то же самое Что и раньше Спросил он Даля кивнула Дракон и человек В плаще с капюшоном Каждую ночь Один и тот же сон Изумленно произнес он Как ты думаешь Что это означает Это означает Что мы должны идти Я разбужу остальных Предложил он Видя вспыхнувшую В ее глазах решимость Даля наклонилась К нему и поцеловала И поскорее Попросила она 2.04 Магмагород Никогда не спал И работа в нем Не прекращалась Ни днем Ни ночью Но несмотря на толпы адептов Слуг и рабочих Заполнявших улицы Даля чувствовала себя Очень неуверенно Она и ее спутники Были одеты В неприметную одежду Красновато-коричневого цвета Какую носили Простые фабричные рабочие Самый обычный вид В окрестностях Кузницы адепта Зетты Но каждый чувствовал себя Так словно На него были обращены Взгляды всех окружающих Непрекращающийся гул И вибрация На улицах Ощущались Гораздо сильнее И далее постоянно казалось Что за ними наблюдают Кто знает Сколько имеется способов Следить за передвижениями человека Биометрические показатели Генетические метки Черепа-шпионы И просто старое Доброе визуальное наблюдение Выше нос, девочка Подбодрил ее Зуша С опущенной головой Ты выглядишь Очень сомнительно Мы все выглядим Сомнительно Заметила Северина Мы покинули Кузницу Без разрешения Я говорила Что это плохая идея Но ты могла И не ходить с нами Вставил Какстон Северина Раздраженно Покосилась на него Я должна была пойти Бросила она Словно это могло Объяснить Причины ее поступка Далее Прислушивалась К их перепалке Угадывая За их словами Страх Она понимала их Все они были Членами культа Механику Все были В той или иной степени Аугментированы И в случае Если их поймают Все рисковали многим Мы должны это сделать Сказала она Не знаю Что мы открыли При запуске Чтеца Акаши Но оно находится В лабиринте ночи И необходимо это найти Ты хочешь сказать Что ты должна выяснить Что это такое Заметил Зуши Я вполне счастлив Что ничего не знаю Тогда почему ты здесь Ты сказала Что тебе нужна наша помощь Лаконично ответил Коротышка-механик И далее Чуть не расцеловала его За эти слова Она набрала в грудь Побольше воздуха И подняла голову Зуши прав Нельзя себя вести так Словно мы должны прятаться Посмотрите вокруг На улицах кипит Обычная деятельность Осветительные Голубоватые шары Шипели И трещали На черных шестах И в их стеклах Отражались Золотисто-оранжевые облака А выше над ними Выше серебристой Пирамиды Кузницы Зеты Нависали мрачные тени Горы Арсия Склон вулкана Был разобран Еще пять столетий назад А потом Заменен Исполинским Монолитом Плотины Этны Грандиозным сооружением Непостижимого масштаба Присвоенное плотине Имя Было знакомо Далии Оно принадлежало Легендарной богине Давно потухшего вулкана Возвышавшегося В пыльной падине Средиземноморского региона Терры И как нельзя лучше Подходило Для пробужденного Вулкана Марса Как и в день прибытия Далии на Марс В Магмаграде Не затихала Кипучая деятельность И его обитатели Сновали туда и сюда Передвигаясь Либо пешком Либо на самых Разнообразных Механических устройствах Серого черепа Из золота Серебра Или кости Проносились Над их головами Выполняя поручения Своих хозяев И далее Невольно задумалось Сколько из них Принадлежат Адепту Зети Все может выглядеть Как обычно Сказал Какстон Но стоит кому-то Из протекторов Выяснить, что мы не должны Идти на смену И нам придется туго Значит лучше Не привлекать к себе Внимание Стоя и глядя по сторонам Словно бродячие собаки Заявил Зуши Пошли Транзитная станция Маглева впереди Они последовали Совету Зуши И зашагали вперед Стараясь сохранять Беспечный вид И притворяться Что имеет полное право Здесь находиться Но далее подозревала Что они не слишком В этом преуспели У нее самой По спине между лопаток Уже протекала Струйка пота И отчаянно Чесалась лодыжка Она испытывала Глубокую благодарность Своим друзьям Поскольку сомневалась Чтобы ей хватило Смелости Предпринять такое Путешествие в одиночку Она призналась Что нуждается В их помощи И это было правдой Хотя и совсем Не по тем причинам О которых они думали Конечно Их технические навыки Будут полезны Но друзья Не позволяли темноте Которая вызывала Тоскливое чувство Одиночества Каждый раз Как только она Закрывала глаза Поглотить ее Безвозвратно Она знала Что Какстон Пошел из-за любви к ней Азуши Просто потому Что был благодарен Как только мог быть Благодарен человек Он всегда держал Свое слово А далее понимала Насколько редкой Стала среди людей Эта способность Она только не понимала Почему с ними Отправилась Северина Поскольку девушка Явно пошла Против своей воли И ужасно боялась Лишиться статуса Чертежника Механикум Далее подозревала Что на этот поступок Северину Толкнуло чувство Вины за то Что произошло С Ионой Милом То же самое ощущение Сыграло немалую роль И в ее решении Выяснить Что скрывается Под лабиринтом ночи Только милицина Отказалась пойти с ними И далее С грустью сознавала Что ей именно сейчас Не хватает Ее целеустремленной логики Хотя эта черта В первую очередь И удержала милицину От рискованного путешествия Какстон собрал их всех В спальне Зуши Чистой и функциональной комнате Отражавшей характер Серьезного и склонного К аскетизму механика Единственным подобием украшения Здесь была маленькая Серебряная модель маяка Стоявшая в углу С зажженной перед ней свечой Все откликнулись На зов Какстона Северина С взъерошенными волосами Выглядела явно недовольной Зуши выглядел так Словно не спал А только ждал их прихода А милицина была Как обычно Спокойно и невозмутимо Когда все собрались Даля изложила суть дела Рассказав о своих Постоянно повторяющихся Сновидениях И о сложившемся впечатлении Что ее призывают В лабиринт ночи Кто же тебя зовет Спросил Зуши Я не знаю Призналась Даля Это дракон Что бы под этим Не подразумевалось Вспомни сказки Предостерегла ее Северина Драконы всегда пожирают Красивых девушек Тогда вам с милициной Не о чем беспокоиться Сострил какстом И тотчас пожалел об этом Поймав сердитый взгляд Далей Сегодня ночью Мне опять приснился Этот сон Сказала Даля Тот же самый Но на этот раз Призыв звучал громче И настойчивее Я думаю Мне дали понять Что пора идти туда Сейчас Спросила Северина Среди ночи Все сходится Не так ли Сказал Зуши В конце концов Мы же отправляемся В лабиринт ночи Все переглянулись И Даля Отчетливо ощутила Их сомнения Мне нужна ваша помощь Я не смогу справиться В одиночку Сказала она Мысленно укоряя себя Запросительный тон Нет необходимости Просить дважды Далее Откликнулся Зуши Он взял серебряную фигурку И спрятал ее В карман одежды Я готов И я Сказала Северина Не поднимая глаз Милицина Спросил Какстан Ты с нами? Строгая степенная женщина Которая держала Их всех вместе И заставляла работать В команде лучше Чем каждый мог бы Справиться по отдельности Покачала головой Далее Я не могу пойти с тобой Я должна остаться Кто-то обязан Закончить начатую нами работу Поверь Мне бы очень хотелось пойти Но я уже стара Чтобы отправляться Бродить по Марсу В поисках видений тайм Мое место здесь В кузнице Прости Далее очень огорчилась Но кивнула Я понимаю Мел И не беспокойся Нас Мы скоро вернемся Я тебе обещаю Я знаю Что вы вернетесь И больше никогда Не называй меня Мел Ответила милицина Они рассмеялись Обнились И отправились Навстречу неизвестности Далее так сильно Увлеклась воспоминаниями О прощании с милициной Что наткнулась На идущего Навстречу адепта Сверкнувшего На нее Из-под серебряной маски Янтарными глазами Он разразился Быстрой Возмущенной тирадой В бинарном коде И далее испуганно съежилась От его гневного выговора Примите мои извинения Адепт Латсу Выполила она Прочитав его имя В поле На асферической информации И лишь потом Вспомнила Что не должна этого делать Не пройдя модификации Но адепт То ли не заметил То ли решил Что она знала его раньше И после еще одной тирады Отправился Своей дорогой Далее облегченно Перевела дух И обернулась Когда кто-то Дернул ее за рукав Надеюсь ты закончила Спросил Какстон Тревожно поглядывая В спину Удаляющемуся адепту Да извини Станция Маглева Прямо перед нами Сказал Зуши И указал на бронзовую арку Сквозь которую Входило и выходило Множество людей За аркой Далее ждал Неприятный сюрприз Она увидела Ряд широких ступеней Уходящих в недра Марса На несколько сотен метров Нам придется спуститься Ниже уровня магмы Спросила она Конечно Ответил Какстон Не может же Маглев Двигаться сквозь лау Не так ли Нет конечно Пробормотала Даля Пожалев о своем вопросе Какстон дернул ее за руку И она проглотила Подступающую к горлу Панику Друзья начали спускаться Шипящие шары Раздражающие глаза Дали резким миганием Освещали ведущий Вниз туннель По которому В обоих направлениях Шли толпу людей Спешивших на смену Или со смены Они двигались Словно автоматы По одной стороне Спускались По другой поднимались Синхронно Переставляя ноги Зуша Благодаря квадратной фигуре И дерзким речам Возглавил группу И каждый Кто не желал Уступать дорогу Быстро прикусывал язык При одном только виде Его сурового лица И сжатых кулаков В конце концов Они благополучно Добрались до дна Где располагалась Сама транзитная станция Гигантский ангар Под высоченным Куполообразным потолком Здесь тоже было полно народу Но движение Оказалось беспорядочным Плотная толпа Перемещалась по залу Словно гонимая Приливными течениями Закутанные в плащи Протекторы С потрескивающими Энергией Боевыми посохами И числовыми таблицами Символизирующими Службы Адепту Зетти Наблюдали За толкающимися людьми Из страха Привлечь к себе Внимание Даля даже Не смотрела В их сторону Несколько серого черепов Болталось наверху Под самым потолком А из плоских Вокс-репродукторов Выплескивались Потоки бинарного кода Извещавшие О прибытии И отправлении Магливов Или предупреждающие Об опасности Приближения К движущемуся транспортеру Куда теперь? Спросила Даля Не в силах Разобраться В непрерывно Меняющихся Объявлениях Сюда Указал Зуши Проталкиваясь Через толпу Это только кажется Что все так сложно Стоит хоть раз Проехать на Магливе И ты без труда Начнешь ориентироваться Верю тебе на слово Буркнула Даля И взяла Какстана И Северину за руки Словно детишек На школьной прогулке Зуши провел их По нескольким Запутанным тоннелям Выложенным Керамической плиткой И вскоре Все четверо Оказались на платформе Заполненной Сотнями усталых рабочих Из старенького Деревянного Репродуктора На потолке Послышались Неразборчивые Хрепловатые Отрывки Бинарного кода И даже Зуши На вопросительный взгляд Далей Был вынужден Пожать плечами Я не разобрал Ни слова Признался он Было объявлено Что следующий Маглив Задержится На 275 секунд Раздался Позади них Громкий Уверенный голос Даля вздрогнула От неожиданности И тотчас Узнала этот голос Выходящий Из-под бронзовой маски Она обернулась И увидела перед собой Пару светящихся Зеленых глаз Приветствую тебя Даля Экифера Произнес Ромю 31 Вражеский разбойник Горел А после яростного Залпа Мегаболтера Вулкан Лишившего его Пустотных щитов Бластган Кавалерио Снес всю верхнюю Часть его корпуса Он ощутил Нарастающее тепло В левой руке Сопровождавшее Перезарядка оружия И стук в правой Означавший Что автозагрузчик Снова активировал Мегаболтер Машина противника Прокинулась назад Сплющив бункер И вверх Взвились языки пламени И клубы дыма Тучи цементной пыли Затянули все вокруг Но кавалерио Как не был поглощен Схваткой Знал Что второй разбойник Где-то поблизости Скрывается За горящими руинами Очистительного завода Чтобы замаскировать Тепловые выбросы Своего реактора Мадерат Дай мне общую информацию Приказал он Воспользовавшись Бинарным кодом Слушаюсь принципс В его мозг По системе мультисвязи Хлынул поток информации Сотни разных сведений Собранных С бесчисленных Датчиков Могучей машины Температура Масса Скорость Уровень радиации Вибрации Диаграмма Интенсивности Защитного поля Все это Представляло Для кавалерио Куда более реальный мир Чем сама действительность В одно мгновение Он впитал в себя данные Изучение ситуации Дало результат Он увидел второго разбойника Который маневрировал Вокруг завода Пробивая себе дорогу Через стены И упавшие С крыши Стальные балки Изменение Температурного фона И массы Привлекло его внимание И прежде чем увидеть Он почувствовал Приближение Еще одного противника На этот раз Гончий Штурман Задний ход На полной скорости Курс 2-7-0 Титан Владыка войны Не был приспособлен Для быстрой смены курса Но штурман Знал свое дело И машина Повиновалась Довольно быстро Ближайшее здание Взорвалось Превратившись В груду балок Расколотых бетонных плит И исковерканных Листов железа Строительная пыль Встала стеной Но машинный взгляд Проникал сквозь нее Без труда Он увидел Как из темноты Разрушенного Кузнечного цеха Выскочила гончая Проворный Грациозный хищник Слепящий Резким светом Своих двигателей Кавалерио Ощутил удары Но угол стрельбы Был невыгодным Для противника И снаряды Не смогли пробить Защитное поле Сенсори Не спускай глаз Разбойника Приказал кавалерио Нельзя подпускать Его слишком близко Слушаюсь принципс Мадерат Рассчитай Возможность Поражения цели Гончая Обладала Великолепной подвижностью Но нанесла Удар в торопях И во время Подзарядки турболазера Бьющего по щитам Противника Была очень уязвимой С поста модерата Поступили необходимые данные И в то же мгновение Кавалерио Увидел векторы стрельбы Сервитор-артиллерист Безмолвно подтвердил Готовность орудия И кавалерио Открыл огонь Мегаболтер Выпустил Очередь разрывных снарядов Покрыв корпус гончей Пылающей Росупью взрывов И вспышек Защитного поля Гончая Пошатнулась И отошла назад Спрятавшись За толстые стены Оружейной мастерской На землю полетели куски бетона И стали Но кавалерио понимал Что этот противник Еще не вышел из борьбы Штурман вперед Модератор Рассчитай ракетный удар Сенсорик Где разбойник Приближается Принцепс Ракетный удар Рассчитан А разбойник уже близко Принцепс Дистанция 600 метров Курс 0.6.3 Машина кавалерио Вклинилась между Разбойником и гончей Необходимо уничтожить Гончую Пока разбойник Не успел прийти В одиночку Ни один из противников Не мог сравниться С владыкой войны Но в паре Они способны Его уничтожить Если не соблюдать Осторожность Вновь появившаяся В поле зрения Гончая Покачивалась на ходу И ее конечности Орудия дрожали Как у выбравшегося Из воды пса Силовые щиты Искрили И пузырились И на уровне Бедра машины Кавалерио заметил Сразу несколько пробоем В защите Потоки информации Витали вокруг него И кавалерио Мгновенно обновил Сведения о ситуации Не забывая Об опасности Исходящей От приближавшегося Разбойника И недостатки времени Модерат Как только появится Разбойник Стреляй по его Верхнему щиту Из головного орудия Три ракеты С интервалом В пять секунд Слушаюсь Принцепс Сервитор-артиллерист Эллада-88 Переключи Управление орудиями На меня Безмолвный сервитор Подтвердил Получение приказа И кавалерио Ощутил Обнадеживающую Тяжесть Мегаболтера Словно оружие Стало частью его тела Брать на себя Управление огнем Было неразумно Поскольку сервитор Мог стрелять Более эффективно Но в этой схватке Кавалерио Жаждал Ощутить Вибрацию убийства Он поддался Кровожадной Агрессивности машины И собственному Стремлению Уничтожить противника Мегаболтер Тотчас Отреагировал На его мысль И выпустил Убийственный Шквал снарядов По раненому бедру Гончий В тот же момент Троекратный Глухой Гул Возвестил О запуске ракет Из головного орудия Разбойник Присоединился К схватке И гончию Необходимо было Уничтожить Как можно скорее Зарегистрированы Попадания По вражескому Разбойнику Кавалерио Принял информацию Но все его внимание По прежнему Было приковано К гончий После его залпа Силовая защита Гончий рухнула Осветив окрестности Ослепительной вспышкой Взрывы полностью Уничтожили Одну руку Оружия Вражеской машиной И раскололи корпус В задней части Гончий Возник пожар Но Титан Еще держался С отчаянием Раненого волка Перезарядка Бластгана Нараспев Доложил Мадерат Расчет Траектории Стрельбы Отставить Закричал Кавалерио Все это Пригодится Для разбойника Мы подойдем Ближе И прикончим Гончию Тяжелыми снарядами Приготовиться Крикнул Мадерат И Кавалерио Ощутил Обжигающую боль Ударов Установки Вражеского Разбойника Его машина Покачнулась Силовые щиты Владыки войны Были сорваны Разрывами снарядов И до Кавалерио Донеслись Отчаянные молитвы Магоса Пытавшегося Их восстановить Подбитое гончие Не отступало И все так же Маячило хищным Силуэтом На фоне развалин Кавалерио Не мог не восхищаться Смелостью ее пилота Он был обречен Но все же Продолжал бой Оставшееся орудие Вело стрельбу По его и так Ослабленной силовой защите Пробой щита В нижней четверти Послышалось Предупреждение Магоса Машине Грозит полный Обвал защиты Принцепс Разбойник Приближается Кавалерио Проигнорировал Оба предостережения И снова Открыл огонь Из мегаболтера От яростного Шквала снарядов И разлетавшихся Осколков бетона Гончие рухнуло На колени Из треснувшего Корпуса Вырывались Языки пламени И вокруг Рушились остатки стен Кавалерио Продолжал обстреливать Вражескую машину Пока она не превратилась В груду раскаленных Искореженных обломков Внезапная боль Вызвала у него стон Нога кавалерио Как будто погрузилась В жидкий огонь Он сосредоточился На анализе Общей ситуации И увидел Угрожающую Близкую громаду Разбойника Яростно прорывающегося Через руины Очистительного завода Вражеский титан Был объят Жаждой убийства Его сирены Издавали Триумфальный рев А дуло Бластгана Еще дымилось После выстрела Кавалерио В одно мгновение Оценил обстановку Противник ударил По незащищенному боку И застал его врасплох От силовых щитов Почти ничего не осталось А металл под ними Оплавился И погнулся На него снова Своем Обрушился ракетный залп Заставив кавалерио Содрогнуться От психстигматической боли Мультисвязь Взорвалась Предупреждениями Об опасности И перечислениями Полученных повреждений Разрыв снаряда Превратил кабину В верхней части фюзеляжа В огненный шар Испепелив Штурмана И Модерата От ударов Мощных ракет По торсу Владыке войны Содрогнулась рубка Защита рухнула Послышалось Бесполезное предупреждение Магоса Ракеты Закричал кавалерио Чувствуя Что уже слишком поздно Полный залп Отключить аварийные сигналы Пространство Между двумя машинами Пронзили лучи лазеров И огненные следы ракет Оба титана Пустили в ход Все, что осталось В их арсенале И стреляли друг по другу В упор Кавалерио Лишившись защиты Закричал от непереносимой боли И на мгновение Ему показалось Что непрерывные удары Вражеских ракет Бьют прямо по его телу Ослепительная вспышка Залила ярким светом Все вокруг Теперь уже обе машины Были лишены силовой защиты И сошлись сталью на сталь Кавалерио Невзирая на боль Хищно оскалился Теперь ты от меня не уйдешь Взревел он С последним вздохом Он разрядил Бластган в противника А затем мир Взорвался Огненным смерчем Агата Видела последние Мгновения битвы Разворачивающиеся На гололитическом Проекционном столе И восхищалась Мастерством Повелителя Бурь Несмотря на то Что его машина Все-таки была уничтожена Сражение между Гололитическими Изображениями машин Среди искусственных Развалин Представляло собой Захватывающее зрелище Но напряженность Собравшихся Вокруг воинов Казалась заразительной Он ведь действует Намного лучше Правда? Спросила она Принц Шарак Посмотрел на нее Мягкий взгляд Воина Никак не соответствовал Его славе Безжалостного убийцы Шарак взглянул Через стол Где стояли Два его товарища Влад Сузак И Ян Мордант Сузак держался Напряженный прямо Словно на параде А Мордант Нетерпеливо Наклонился вперед Опираясь локтями На край стола Да, он работает лучше Ответил Шарак Но недостаточно хорошо Добавил Сузак Встроенный Истребитель машин Для того Чтобы приспособиться Требуется время Заметила Агат Оглядываясь На обнаженное тело Погруженное В укрепленный Сталию Резервуар С амниотической Жидкостью И соединенное С гололитическим Проектором Несколькими Изолированными Кабелями Переход от Жесткого подключения Через разъема К полному Погружению Дается нелегко Согласен Кивнул Шарак Но дело не в этом Повелитель Бурь Не в том состоянии Чтобы командовать Легио Пока еще нет Агата Показала рукой На проекционный стол Он в одиночку Вступил в бой И уничтожил Три машины противника Разве это Ничего не стоит Это свидетельствует О его смелости Сказал Мордант Глядя на Шарака Может мы проявляем Излишнюю осторожность Это говорит О бесшабашности Резко ответил Шарак Кел Это всего лишь имитация Заметил Мордант Это совсем не то Что работа с реальной Мультисвязью Всем известно Как ты рискуешь В имитированных боях Но никогда не подставляешь Свою голову в реальности Я и сам об этом знаю Ян Но если бы это был Настоящий бой Повелитель Бурь Сейчас был бы мертв И его машина тоже А это все-таки Владыка войны Но три машины Кел Настаивал Мордант Подумай Шарак вздохнул Я все понимаю Ян Правда Но ты лишь Недавно пересел С гончей на разбойника А какое это имеет значение Это означает Что ты и сам Еще не до конца Избавился от своей Безрассудности Сказал Сузак Если командуешь Большой машиной Ты должен думать Не только о личном героизме Ты обязан помнить об этом А принцип с кавалерио Тем более Агата заметила Как покраснела Как покраснела от гнева Шея Морданта Но он сдержался И лишь молча кивнул Костяшки его пальцев Вцепившиеся в край стола Побелели от напряжения Принцип с кавалерио Следовало дождаться машин Своей боевой группы И только тогда Ударить по врагу Произнес Шарак Стараясь говорить Как можно мягче Наша задача Не проявлять Тщетный героизм Ян А уничтожать противников Сохраняя при этом И экипаж И машину Значит решение Остается в силе Спросил Мордант Шарак кивнул Решение принято До тех пор Пока я не сочту Что принцеп с кавалерио Готов вернуться К активной деятельности Силами Легио Тимпестус На Марсе Буду руководить я Мордант и Сузак Без возражений Отдали честь Новому старшему принцепсу Агата увидела Что свернувшаяся В клубок тело кавалерио Дернулась в густой жидкости Мог ли он слышать Что говорят о нем его воины Она надеялась Что нет Утрата машины Уже причинила ему Мучительную боль А как мучительно Будет ему узнать Что он лишился Еще и командования Легио При виде Ромю 31 Сердце Дали Сжала Ледяная рука страха Ее мироощущение Словно ограничилось Замкнутым пузырем Реальности Где время остановилось Окружающие люди Бормотание Вокса Потрескивание Электричества Все погрузилось В стазис Тогда как Ее личное восприятие Двигалось толчками Как работающее С перебоями сердце Она почувствовала панику Своих друзей И постаралась Выровнять дыхание Ромео 31 Неподвижно стоял Перед ней В своем ярко-красном Одеянии И от его тела Распространялся запах Тухлого мяса Который кажется Всегда сопутствовал Протекторам Из-под его капюшона Поблескивали Серебристые импланты Ох Выдавило Далия Здравствуйте В качестве объяснений Или начала разговора Эти слова Явно не годились Внезапно Ее уши Наполнились шумом Транзитной станции И далее могла Расслышать Только обрывки Разговоров И шарканье тысяч ног Ромео 31 Произнесла она Отчаянно Стараясь придумать Что-нибудь Не слишком жалкое Но не могла Она вдруг поняла Что смотрит себе Под ноги Словно провинившаяся Школьница На помощь Пришел Зуши Он шагнул вперед И задрав голову Посмотрел на могучего И угметированного Воина Механику Так это Ромео 31 Спросил он Рад тебя видеть А мы Как раз Собирались Отправиться В порт Надо забрать Кое-какие Комплектующие Прибывшие Из мастерских Юпитера В порт Переспросил Ромео 31 Да Подхватил Кахстон Надо убедиться Что прислали То что мы Заказывали Стоит Довериться Перевозчикам И мы получим Совсем не то Это задерживает Работу А мы не хотели Бы терять время Далее Не осмеливаясь Смотреть в лицо Ромео 31 Когда ее спутники Так бессовестно И невероятно лгут Закрыла глаза Она представила себе Как раскалывается пол И их поглощает магма Или маглив При подходе к станции Терпит крушение Сойдя с рельса Все что угодно Лишь бы избавиться От этой мучительной ситуации Северина тоже Приняла участие В разговоре И продолжала ложь Приукрашивая ее Описаниями Ненужных подробностей И несуществующих персонажей Далее Больше не могла Этого вынести Хватит Крикнула она Ради трона Неужели вы не чувствуете Как все это глупо звучит Услышав Как она в раздражении Упоминает трон Несколько прохожих Повернулись в их сторону Но тут же отвели взгляды Никто не хотел Без особой надобности Привлекать внимание Протекторов Друзья замолчали И стали пристально Рассматривать пол Словно надеясь Отыскать там Решение проблемы Далее выпрямилась Во весь рост Хотя рядом с Ромео 31 Это было совершенно Бессмысленно И заглянула В горящие Под бронзовой маской Зеленые глаза Мы не собирались Ехать в порт Сказала она Мы направляемся В лабиринт ночи Зачем вам понадобилось Это пользующееся Дурной славой место Удивился Ромео 31 Ничего хорошего Там нет Как говорят В лабиринте ночи Обитают только Члены культа дракона Культ дракона Взволнованно Переспросила Далее Я никогда О нем не слышала О нем известно Немногим Сказал Ромео 31 Так называлась Мрачная секта Безумцев К сожалению Одна из многих На Марсе Но кто же они Когда адепты Потерпевшие Неудачу В обустройстве Своих кузнец Покидали лабиринт ночи Кое-кто Из их спутников Остался Там в лабиринте ночи Собралось Несколько Заблудших душ Ударил порыв ветра Приближался Маглев Я должна туда пойти Заявила Далее И как можно скорее Зачем Я и сама точно не знаю Но там находится Нечто важное И я это чувствую Там нет ничего Кроме темноты Сказал Ромео 31 И положил ей На плечо Массивную руку Ты уверена Что твой путь Ведет туда Сначала Далее вздрогнула При упоминании Темноты Но затем Смысл его слов Пробился сквозь страх Постойка Ты не собираешься Нас задерживать Не собираюсь Сказал Ромео 31 И если ты настаиваешь На этом путешествии Я буду вынужден Вас сопровождать Сопровождать нас Воскликнул Зуши А почему ты собираешься Нас сопровождать А не тащить обратно В кузницу Адепта Зетты Тебе должно быть известно Что мы отправились В путь Без ее санкции Успокойся Зуши Прикрикнула на него Северина Ромео 31 Кивнул Мне это известно Но Адепт Зетта Приказала мне Заботиться о безопасности Далии Кеферы Она ничего не сказала Насчет ограничения Ее передвижений Я ничего не понимаю Сказала Далия Лучи Маглева Уже проникли на станцию И запах озона Усилился Марсу грозит кризис Далия Кефера Сказал Ромео 31 Планету преследуют Непрекращающиеся несчастья И хотя кузница Адепты Зетты Пострадала меньше остальных Нашу возлюбленную планету Ожидает полный хаос Хаос? О чем ты говоришь? Изумился Какстон Мы слышали о нескольких Несчастных случаях Но вряд ли это так серьезно Как ты утверждаешь Не знаю, что вы слышали Но могу вас заверить Что реальность гораздо хуже Чем вы можете себе представить Нам снова грозит погружение Во тьму древней ночи И я верю, что Далия Сможет отыскать ключ Для решения этой проблемы Я? Нет Я уже говорил о тебе Что я никто Возразила Далия Не желая взваливать на себя Столь огромную ответственность Ты не права, Далия Заявил Ромео В тот момент Когда Маглев уже подошел К платформе и остановился Ты обладаешь внутренним пониманием технологий Но совершенно особенной По моему мнению Тебе делает способность Интуитивно чувствовать то Что недоступно никому другому Если ты считаешь Что в лабиринте ночи Скрыто нечто важное Я готов в тебя поверить Я думала Ты не придерживаешься Никакой веры Не придерживаюсь Я верю в тебя Далия улыбнулась Спасибо, сказала она Мне не требуется Твоя благодарность Заметил Ремью-31 Я протектор Это мое предназначение И все равно спасибо Какстон похлопал Далию по плечу Если мы собираемся ехать Наверное, надо сесть на Маглев Даля кивнула И оглянулась на своего протектора После тебя Сказал Ремью-31 Адепт Зета Стояла в самой высокой башне Своей кузницы И на асферический ореол Вокруг ее головы Ребил от потока информации При помощи встроенного интерфейса Она просмотрела некоторые донесения Ни одно из них Не способствовало улучшению ее настроения Большая часть сообщений Поступила из кузни С локом фабрикатора Кейна И адепта И плувиена Максимала Другие пришли От далеких адептов Которым пришлось пройти Через потерю целомудрия И теперь они искали поддержки У своих друзей Рядом с ней В напряженном ожидании Разговора с адептом Застыла одна из помощниц Зеты Расслабься Сказала Зета Теперь с ними Ромью 31 Они в безопасности? Зета пожала плечами И повернулась к женщине Настолько Насколько кто-то на Марсе Сейчас может быть в безопасности Но он не позволит причинить им вред Это его долг Зета Хотя путь к лабиринту ночи Не лишен опасности Им придется пройти мимо Мондус Гамма Кузницы Луки Хрома А он Пешка генерал-фабрикатора Это плохо, да? Подозреваю, что плохо Ответила Зета Вспоминая о том, что сообщил ей Кейн Сейчас важно Чтобы больше никто не узнал Куда отправилась далее Да, конечно Смотри из памяти все записи О конечной цели ее путешествия И пришли мне подтверждения Поняла? Да Зета выждала несколько секунд Пока извещение об уничтоженных записях Не появилось в ее ноосфере Потом заговорила снова Тебе необходимо вернуться к своим обязанностям Сказала она Скоро сюда с горы Олимп Прибудет посол Мельгатор И я думаю, будет лучше Если ты не попадешься ему на глаза Как прикажете? Кивнула милицина 2.05 Из всех посетителей Когда-либо поднимавшихся по ступеням ее кузницы Посол Мельгатор был наименее желанным гостем Стоя наверху Кориэль Зета наблюдала Как к ней приближается высокий Худочавый мужчина в темном Отороченном горностаем плаще с капюшоном Из-под которого поблескивали Немногочисленные Общепринятые его геметические устройства Несмотря на разделяющее их расстояние Усиленное зрение Зеты Позволило ей заметить Что посланник Кельбор Хала Серьезно изменился со дня их последней встречи Его лицо покрылось нездоровой бледностью Но глаза оставались все такими же темными Озерами злобы Словно посланцу дурных вестей Не терпелось поделиться своими мрачными новостями Однако каким бы нежеланным и нежданным Не было появление посла Мельгатора Его спутница встревожила адепта Зету гораздо сильнее На почтительном расстоянии позади посла Шла стройная женщина в глухом комбинезоне Из синтетической ткани Который облегал ее сильное тело Словно вторая кожа Зете даже не потребовалось Прибегать к информации из ноосферы Чтобы установить ее личность «Это та, о ком я подумал?» Негромкой трелью бинарного кода Спросил мага с полк В построении фразы Зета уловила тревогу своего помощника И сделала все возможное Чтобы ее собственные Биометрические данные Не были так прозрачны для окружающих «Да», — ответила она «Постарайся по возможности с ней не разговаривать Об этом можно не беспокоиться», — заверил ее полк «Не стану даже под страхом смерти» «Будем надеяться, что до этого не дойдет полк», — сказала Зета «Но ее присутствие не предвещает ничего хорошего» «Я уверен, что после всех этих происшествий Генерал-фабрикатор просто поручил ей охранять посла», — заметил полк И посмотрел на свою госпожу в ожидании подтверждения «Возможно, но я в этом сомневаюсь Техножрица-ассасин не опустится до обязанности обычного телохранителя Тогда почему она здесь?» Вопросы полка вызвали у Зеты растущее раздражение Но она постаралась его сдержать «Я надеюсь, что скоро мы это выясним», — сказала она Для разговора с этим прихвостнем Кельбор Халла Ей потребуется ясная голова И нельзя позволить себе отвлечься на страхи полка Даже если они вторят ее собственным опасением Техножрицы-ассасины образовывали замкнутую группу загадочных убийц Существующую с первых дней заселения Марса в далеком прошлом Они соблюдали только собственные законы И не отчитывались ни перед кем, кроме никому неизвестных магистров Которые, как говорили, обитали где-то в укромных уголках Среди столовых гор Кедонии Посол и его спутница достигли нижнего яруса главной галереи Из-за этого вдруг подумала Не так ли ей суждено умереть на ступенях собственной кузницы От удара кинжала техножрицы-ассасина Мельгатор улыбнулся, но Зете была очевидна его неискренность Вместе со своей спутницей посол уже вступил в тень колонн поршней Золотой галереи и шел ей навстречу Движения Мельгатора сопровождались металлическим стуком Что говорило об аугментации его нижних конечностей А ассасин скользила по молочно-белому мрамору словно по льду Зета заметила, что длинные ноги женщины Снабженные дополнительными суставами Были соединены между собой чуть выше лодыжек При помощи металлической штанги И заканчивались не ступнями А сложным набором магногравитационных двигателей Которые несли ее над самой поверхностью пола Ее атлетически сложенное тело поражало зловещей красотой Отточенной до совершенства посредством суровых физических тренировок Генных манипуляций и хирургической аугментации Мельгатор остановился перед Зеттой И широко раскинув руки, низко поклонился «Адепт Зета», — заговорил он «Для меня большая радость снова видеть такую уникальную кузницу» «Добро пожаловать, посол Мельгатор», — ответила Зетта «Это мой помощник, мага с полк» Она сделала паузу, и Мельгатор не замедлил уловить намек Он повернулся к женщине в маске, выполненной в виде алого оскаленного черепа С блестящим металлическим рожком, свисающим с подбородка «Это моя спутница, Ремиара», — сказал Мельгатор Зета кивнула Ремиаре, и ассасин в знак приветствия тоже едва заметно наклонила голову Этого мгновения Зете хватило, чтобы изучить вмонтированный в маску Ремиары прицел И длинные щупальцы-сенсоры, свисающие с затылочной части черепа «И что же привело тебя в мою кузницу?» — спросила Зета, жестом приглашая Мельгатора к одной из бронзовых дверей, ведущих внутрь помещения Полк тотчас занял место за ее правым плечом, а Мельгатор и Ремиара последовали за Зеттой, держась слева «Над нашей возлюбленной планетой нависла мрачная тень, адепт Зета Марс поражают всевозможные несчастья, и в эти тяжелые времена друзья должны встать плечом к плечу Разумеется, — согласилась Зета, проходя вглубь кузницы через вереницу внутренних залов, сверкающих серебром «Мы пережили немало несчастья, и многое из утраченного уже никогда не будет восстановлено» «Увы, ты права!» — произнес Мельгатор, и Зета едва удержалась, чтобы презрение, вызванное его притворным сочувствием, не отразилось на ее ауре А потому очень важно, чтобы соратники поддерживали свои отношения и сделали все необходимое, чтобы помочь друг другу Зета пропустила это замечание мимо ушей и молча свернула в галерею Этны Широкий проход с ауслитовыми стенами и горящими курильницами, который вывел их в высокий зал в самом сердце кузницы Выполненные из перекрученных и изогнутых серебряных и золотых колонн, похожие на паутину стены, поднимались к конусообразному потолку и сходились в одну точку в центре зала Между колоннами были вставлены изящно изогнутые листы стали и хрусталя, которые образовывали великолепную решетку крыши, похожую на сверкающие осколки льда, застывшие в тот момент, когда лед раскололся Сквозь промежутки между колоннами просвечивало насыщенное токсинами небо Марса, образуя полоски цвета кадмия, слегка затененного пустотными щитами, закрывающими всю верхнюю часть кузницы Из самой высокой точки зала в глубины кузницы опускалась широкая шахта и на потолке играли огненно-оранжевые отблески магмы Воздух над шахтой дрожал от поднимающихся волн раскаленного жара и энергетических потоков Эмельгатор не смог удержаться от восхищенного вздоха В складках его шеи открылись узкие прорези, в которых прятались рецепторы И посол воспользовался случаем отведать насыщенный запах энергии На Ремиару жаркое великолепие зала не произвело ни малейшего впечатления Ее рецепторы так и остались скрытыми под облегающим костюмом И у Зетес создалось впечатление, что внимание убийцы сосредоточено лишь на поиске слабых мест бронзовой брони хозяйки кузницы Она бросила взгляд на полка, но ее помощник замер в почтительной позе, спрятав руки в широких складках одежды Как давно я не был в покоях Весты, воскликнул Мельгатор У тебя здесь исключительный источник энергии Я почти чувствую в себе огонь Красной планеты Он всегда здесь, заметила Зетта И те, кто считает себя друзьями магма города, в любой момент могут подчеркнуть энергию в этих стенах Я смею надеяться, что к числу таких друзей принадлежит и генерал-фабрикатор А почему бы и нет? — спросила Зетта У меня нет причин быть недовольной Кельбор Халлом Он ведь продолжает великое дело механикум, не так ли? Именно так, — поспешно согласился Мельгатор И в это мрачное время потерь и смертей он посылает меня с мыслями о мире и заверениями в его благосклонности С мыслями о мире? — переспросила Зетта, обходя вокруг шахты в центре зала Полк направился следом, но она жестом приказала ему остаться на месте От раскаленного воздуха органические части ее тела начали потеть Значит, именно поэтому ты пришел ко мне в компании одной из сестер Кедонии? Сейчас слишком беспокойные времена, адепт Зетта, — заметил Мельгатор Это ты уже говорил? — я знаю Но я не чувствую себя достаточно сильным Враг наносит удары, причиняет ущерб нашим кузницам И только глупец может путешествовать, не приняв достаточных мер предосторожности Техножрица Ассасин, и есть твоя мера предосторожности? — спросила Зетта, поворачиваясь к Ремиаре Неужели сестры Кедонии пали так низко, что превратились в простых телохранителей? Ассасин по птиче склонила голову на бок, словно высматривая легкую добычу Несмотря на то, что блестящая маска не давала увидеть выражение ее лица Зетта ощутила дрожь вдоль адамантиевого позвоночника «Я чую твой страх», — негромко сказала Ремиара Поблескивая из-под маски черными, как полированный мрамор глазами «И все-таки ты дразнишь меня язвительными замечаниями Зачем так поступать, если я могу убить тебя?» Зетта постаралась выровнять дыхание и метаболизм Впрыснув тщательно отмеренную дозу стимуляторов А Ремиаре ответил Мельгатор «Никаких убийств, Ремиара Это миссия по восстановлению давней дружбы И союзники сейчас дороже любых потоков информации» Мельгатор повернулся к Зетте и протянул к ней руки «Да, я привел в твою кузницу воина Но я пришел в такой компании только из-за постоянных угроз «Чьих угроз?» «Знает ли генерал-фабрикатор, кто запустил в системы Марса зараженный код?» «Нельзя сказать с полной уверенностью, но у него есть сильное подозрение», — ответил Мельгатор «И ты готов их изложить?» Мельгатор, сложив руки за спиной, двинулся к Зетте в обход шахты «Возможно», — сказал он «Но могу я сначала спросить, как удалось Магмагороду уберечься от бед, постигших другие менее удачливые кузницы» Зетте помолчала, не зная, что именно известно Мельгатору, а о чем он только догадывается По правде сказать, она и сама точно не знала, что уберегло ее кузницу, хотя у нее имелись кое-какие соображения Но делиться ими с фаворитом генерал-фабрикатора она не хотела В конце концов, она выбрала полуправду «Я уверена, что проникновению зараженной информации воспрепятствовала природа ноосферы», — сказала она «Но кузницы и Плувиана Максимала, и лакум-фабрикатора Кейна не устояли перед атакой А ведь они недавно обновили системы связей, перейдя на ноосферический метод, не так ли? Возможно, безопасность твоей кузницы обусловлена другими причинами? Если они и есть, я не уверена, что могу их назвать», — ответила Зетта в надежде, что Мельгатор найдет в этой бинарной фразе честный ответ, а не желание что-то утаить Ей оставалось надеяться еще и на прочность защиты ноосферической ауры полка «Тогда, может, это новый опыт, проведенный недавно в твоей внутренней кузнице? Твое новое начинание, какую бы цель оно ни преследовало, не прошло незамеченным Как ни остался без внимания и тот факт, что тебе потребовалось услуги простого переписчика, перевезенного с Теры И великого множества псайкеров, тайно перевезенных сюда с черных кораблей «Так ты можешь лучше меня знать, что происходит в моей личной кузнице?» — воскликнула Зетта До мозга костей потрясенной осведомленностью Мельгатора Посол рассмеялся «Брось, адепт Зетта! Ты думаешь, работы хоть одного адепта на Марсе остаются в тайне? Информация вплетена в любой поток электронов на поверхности Красной планеты И тебе должно быть известно, как духи машин любят делиться своими секретами Работа моей кузницы касается только меня, Мельгатор!» — отрезала Зетта «Как я уже говорила, мою кузницу спасло от заражения применение наосферического способа связи» «Хорошо, я это понял!» — криво усмехнулся Мельгатор «Возможно, если бы ты бескорыстно поделилась технологией наосферы со своими товарищами-адептами Марс был бы избавлен от ужасов потери целомудрия «Возможно, если бы генерал-фабрикатор отнесся к наосфере с большим доверием во время моей презентации Все сложилось бы по-другому!» — парировала Зетта Мельгатор принял ее замечание с улыбкой «Могу я говорить откровенно, адепт Зетта?» «Конечно! Покой Весты предназначен для честных дискуссий!» «Тогда перейду к делу!» — сказал Мельгатор «Мой повелитель уверен, что ему известен источник нападения на нашу инфраструктуру И он хочет сплотить всех истинных сыновей и дочерей Ареса для защиты Марса «Защиты Марса?» — недоуменно переспросила Зетта «От кого?» — «От Терры!» Его слова ошеломили Зетту Какого бы ответа она не ожидала, этого среди них не было Она постаралась скрыть свое замешательство и отвернулась к окну, глядя на марсианский пейзаж Небо уже меняло цвет с голубого на пурпурный Насыщенные ядовитыми выбросами облака сверкали молниями над далекой кузницей Мондус Гамма «Терра!» — произнесла она, словно впервые пробуя это слово на вкус «Терра!» — повторил Мельгатор «Теперь, когда Великий Крестовый Поход почти завершен, император пожелал прибрать к рукам и наш мир Кельборхал считает, что нас атаковал император?» — спросила Зетта, резко поворачиваясь лицом к Мельгатору «Ты хоть понимаешь, каким безумием звучат эти слова?» Мельгатор с умоляющим видом шагнул ей навстречу «Разве это безумие — пожелать забрать все, что мы создавали более тысячи лет, адепт Зетта?» «Нет, атака на наши системы информации была лишь первым шагом к разрыву Олимпийского соглашения Первым ударом по свободе механику» Зетта рассмеялась ему в лицо «Теперь я понимаю, почему ты привел с собой ассасина, Мельгатор Ты опасался, что я назову тебя предателем и прикажу убить» Просительное выражение лица Мельгатора мгновенно сменилось крайней агрессией А протянутые к Зетте руки опустились «Тебе следовало бы тщательнее выбирать слова, адепт Зетта» «Зачем? Или они тебе настолько не понравились, что ты прикажешь Ремиаре меня убить?» «Нет», — ответил Мельгатор «Я не настолько глуп, чтобы прогневать амнисию, убив адепта Марса в ее собственной кузнице» «Амнисию», — воскликнула Зетта «Ты утверждаешь, что император предал доверие механикам, а в следующий момент боишься прогневать его моим убийством?» «Я говорю об амнисии, как о воплощении бога машин, а не об императоре» «А многие верят, что это одно и то же» «Но ты не веришь» «Ха! Ты и так знаешь, во что я верю. Зетта так разозлилась, что позабыла об осторожности. Нет никакого бога машин. Технологии — это наука и логика, а не суеверие и предрассудки. Вот во что я всегда верила и верю до сих пор. А теперь, если ты не собираешься меня убивать, убирайся из моей кузницы» «Ты хорошо подумала, адепт Зетта?» — спросил Мельгатор «Поворачиваясь спиной к Кельборхалу, ты рискуешь навлечь на себя печальные последствия. Это угроза?» «Угроза? Нет, просто еще одно напоминание о том, что мы живем в трудные времена, и могущественные союзники всегда могут пригодиться» «Союзники? Кельборхал просит меня поддержать его в борьбе против Терры!» — крикнула Зетта «Какой друг может просить о подобных вещах?» Мельгатор спрятал руки в рукава своего одеяния «Тот, кто знает, что лучше для Марса!» Мельгатор медленно спускался по ступеням кузницы и с удовольствием вспоминал признание адепта Зетты в том, что она не верит в бога машин Этого вполне достаточно, чтобы генерал-фабрикатор отнял у нее кузницу и выведал все ее секреты И Зетта сама предоставила им это средство Он поднял руку и вытер лоб Невыносимо жаркий и сухой воздух висел над магмогородом, словно покрывало И над бровями постоянно выступали капельки пота В качестве посла Мельгатору приходилось много путешествовать, но эту местность он считал самой негостеприимной Чем быстрее этот город будет разграблен и предан забвению, тем лучше Ремиара без всяких усилий скользила рядом с ним над ступенями, и ее лицо под маской, отражающей оранжевое сияние неба, оставалось непроницаемым «Зетта знает, что уберегло ее от атаки скраб-кода», — сказал Мельгатор «Или по крайней мере полагает, что ей это известно» «Конечно», — согласилась Ремиара «Ноосферическая аура ее помощника истекала не только страхом, но и информацией Я вытащила все, что смогла, из его файлов по работе «Зетты» и зафиксировала в своем хранилище памяти «Как только мы вернемся на гору Олимп, я перегоню эти данные, вычислите ли генерал-фабрикатора Ты можешь извлекать информацию из ноосферы, я не знал этого», — заметил Мельгатор с нескрываемым беспокойством «Конечно, тайны ноосферы хорошо известны сестрам Кедонии, как и методы манипулирования структурой разума А как же защитные барьеры? Их очень легко преодолеть» «Он заметил твое вмешательство?» «Нет, но я все равно решила сжечь участки мозга, отвечающие за память Если он ничего не заметил, зачем было уничтожать память?» Ремиара повернулась к нему своей устрашающей маской И Мельгатор быстро вспомнил, что ассасины Кедонии очень не любят отвечать на вопросы «Потому что мне нравится причинять страдания живым существам», — объяснил Ремиара «С этого момента помощник Зеты ничего не сможет запомнить Его полезность как личности закончилась» Мельгатор непроизвольно сглотнул, еще сильнее опасаясь идущего рядом чудовищного создания Наконец, они достигли нижней ступени лестницы, где находился глиссер-паланкин из бронзы и полированного дерева Готовый доставить их на посадочную площадку Так как же все-таки Зета защитилась от скраб-кода? Черные бездушные мраморные шарики глаз замерцали, пока Ремиара сортировала и перебирала полученную информацию Я не знаю, как не знает этого сама Зета, но у помощника сложилось впечатление, что это дело рук одной особой женского пола По имени Далия Кефера Переписчик, привезенная с этой стеры, это она защитила информационные сети Выходит, что так «В таком случае надо как можно скорее ее устранить», — сказал Мельгатор «Где она сейчас?» «Неизвестно, ее биометрические данные не значатся в базе данных Марса» «Она работала на Зету, даже не будучи членом культа механику, — изумился Мельгатор Вероятно Ах, Зета, ты сама упрощаешь нашу работу», — усмехнулся посол «Ты можешь ее выследить?» «Могу, но гораздо проще выудить информацию у тех людей, которых она знает», — сказала Ремиара Согласно архивным записям, она была прикреплена к группе из четырех человек, в которую входили Зуши Чахайя, Северина Дельмер, Мелицина Остер и Какстон Таргау В данный момент в Магмагороде находится только Мелицина Остер «Где она?» — «В Субулии горы Арсия, обозначенном как Эпсилон Алиф Ультима», — ответила Ремиара «Пятнадцатый этаж, отсек семнадцать, свободно от смены до семи сорока шести завтрашнего утра «Отыщи ее», — прошипел Мельгатор, — «и узнай все, что ей известно» Маглев был переполнен, все сиденья заняты, но присутствие грозного протектора обеспечило им свободную кабинку Хотя для их увеличившейся группы она тоже казалась тесной Ромео-31 крепко прижал посох к груди, встал у входа, оставив сидячее место для Зуши, Далии, Северины и Какстона Зуши и Северина уселись напротив Далии, а Какстон, положив голову ей на плечо, сразу же задремал Бледный искусственный свет из окна отражался от его танзуры и Далия, улыбнувшись, прижалась спиной к искусственной коже сидения Вскоре уснули и остальные спутники, а она стала смотреть на марсианские пейзажи Даже Ромео-31 решил отдохнуть Его зеленые глаза потускнели, сберегая энергию, но внутренний ауспик оставался на стороже За стеклом с защищенным силовым полем простирались хелмистые равнины Однако серая пустота пыльных пустоши почему-то казалась Далией прекрасной Незаконченные или заброшенные линии Маглева уходили за горизонт вереницами побелевших от солнца бетонных балок И от их вида в ее груди поднималось тоскливое ощущение одиночества Таких просторов Далия не видела уже много лет И хотя местность была унылой и негостеприимной, но она простиралась во все стороны И небо нависало совсем рядом, словно защищая землю Полосы загрязняющих примесей пересекали его разноцветными осадочными пластами А спускающиеся корабли пронзали столбами света Мучительное ощущение одиночества, не покидавшее Далию после знакомства с загадочным существом из лабиринта ночи Вызвало озноб, а унылая пустота за окном вдруг показалась бесконечной И далее невольно представила, что Марс вымер, превратившись в мир полностью лишенной жизни и навеки покинутой Она очень устала, но спать не могла Темная пустота притаилась где-то позади глаз, словно хищник, готовый нанести удар Как только она позволит себе погрузиться в сон «Не можешь уснуть, да?» — спросил Зуша Далия удивленно вскинула голову Она считала, что он давно спит «Не могу», — призналась Далия, стараясь говорить тише «Слишком много мыслей» Зуша кивнул и провел ладонью по бритой голове «Это понятно, мы многим рискуем далее Я только надеюсь, что цель путешествия того стоит» «Я знаю, что это очень важно», — Зуша заверила его Далия «Как ты думаешь, что мы там обнаружим?» «Честно говоря, я и сама не могу сказать точно Но что бы это ни было, оно испытывает мучение Оно долгое время заключено в темноте и страдает Мы должны его отыскать А что потом?» «Что ты имеешь в виду?» «Когда мы найдем это существо, этого дракона Ты считаешь, что его надо выпустить?» «Я думаю, мы должны это сделать», — сказала Далия «Никто не заслуживает подобных страданий» «Надеюсь, что ты права» «Ты считаешь, что я не права в своем желании помочь?» «Не обязательно», — ответил Зуша «Но что, если это существо должно страдать?» «В конце концов, нам неизвестно, кто заточил его в темницу А вдруг у них были веские на то основания? Мы ничего этого не знаем, но вдруг это существо следует оставить в отменной веке» «Я не верю в это», — сказала Далия «Никто не заслуживает вечных мук» «Кое-кто заслуживает», — сдавленным шепотом возразил Зуша «Кто же это Зуша?» — спросила Далия «Скажи, кто заслуживает вечного страдания?» Она заглянула в глаза Зуши и поняла Что ему требуются немалые усилия, чтобы сохранять спокойствие Интересно, какую дверь она открыла своим вопросом? Некоторое время Зуша молчал «Задолго до того, как на носоком Бангане стали жить свободно, там была тюрьма», — заговорил он после паузы «Это было адское место, куда собирали худших из худших Убийц, клонировавших людей-хирургов, похитителей генного семени, насильников и маньяков, и тиранов» «Тиранов?» «Да, даже тиранов» Далее показалось, что в его голосе прозвучали отголоски горького торжества Там был заключен кардинал Танг «Танг? Этнарх?» Он самый кивнул Зуши Когда пал его последний бастион, Танга в цепях привезли на носоком Банган Но пробыл он там всего несколько дней Прошел слух, что один из заключенных его узнал и перерезал горло Хотя я считаю, что он легко отделался «Погибнуть с перерезанным горлом ты считаешь легко отделаться?» — воскликнула Далее, изумленная жестокостью Зуши «После того, что натворил Танг, конечно!» — сказал Зуши «После всех этих кровавых погромов, лагерей смерти и геноцида, не слишком ли быстро закончились его мучения?» Танг заслуживал того, чтобы гнить в самой глубокой и темной беренотерии И испытывать те же самые мучения, на которые он обрекал своих жертв «Перед своей смертью он не пережил и сотой доли того, что пережили миллионы людей, погибших за время его правления Нет, я не изменю своего мнения Он отделался сравнительно легко, поверь мне, Далее Кое-кто заслуживает того, чтобы оставаться во тьме и вечно платить за свои преступления По щекам Зуши катились слезы И Далее сочувствовала его боли, хотя и не до конца ее понимала «В одном из лагерей смерти Танга умерли мои родители», — продолжал Зуши, вытерев слезы рукавом «Они совершили преступления, полюбив друг друга, несмотря на то, что были предназначены другим генетическим партнером Они сохранили в тайне свои отношения, но все стало ясным, когда появился неполноценный ребенок Тогда их обоих сослали в лагерь смерти на острове Роон «Ох, Зуши, это ужасно!» — воскликнула Далее «Мне так жаль, прости, я не знала» Зуши пожал плечами и уставился в окно «Откуда тебе знать? Это не имеет значения, танк мертв, и нами правит император Теперь, пока империум в его руках, такие чудовища, как танк, больше не захватят власть «Тебя нельзя назвать неполноценным», — сказала Далее, прерывая поток его слов «Что?» — Зуши снова повернулся к ней «Я сказала, что ты не можешь считать себя неполноценным», — повторила Далее «Ты мог так думать, потому что отличаешься от нас, но это не так Ты великолепный инженер и верный товарищ, и я рада, что ты с нами, я могу на тебя положиться» Он улыбнулся и кивнул «Я знаю об этом, и я тебе благодарен, но мне самому известно, чего я стою Ты хорошая девушка, Далее, и я был бы тебе обязан, если бы о нашем разговоре больше никто не знал Ты меня понимаешь?» «Конечно», — ответила Далее «Я не скажу ни слова, в любом случае, мне кажется, что остальные проспят всю дорогу» «Вполне возможно», — согласился Зуши Он осторожно высвободил механодриднит и подсоединился к разъему в стене кабинки Произошло подключение к вычислителю Маглева, и в глазах Зуши возникло странное мерцание Глядя на него, можно было не заметить существование модификации в его теле, поскольку аугметические устройства не бросались в глаза Да и сам Зуши неохотно демонстрировал их в присутствии тех, кто не был членом культомеханикум Нам потребуется два дня, чтобы добраться до ближайшего к лабиринту ночи пункта «Это отдаленный поселок на северной оконечности кузницы Мондус-Гамма Два дня? Почему так много?» «Это снабженческий поезд», — пояснил Зуши «Нам предстоит проехать через несколько пограничных населенных пунктов по краю пустыни «Судя по расписанию, мы будем останавливаться на пепельной границе, в дюнном городе, у края кратера, в Красном ущелье, и только потом начнется спуск, плата Сирия и кузницы Мондус-Гамма» «Ты не находишь, что в назначенных поселениях нет никакого разнообразия», — заметила Даля «Неудивительно, ведь названия отражают то, что видят люди», — сказал Зуши «Когда живешь на краю цивилизации, простота лучше всего» «Я уверена, что простота везде хороша», — сказала Даля В жилом отсеке было жарко, впрочем, как всегда Раскаленный воздух, поднимающийся от лавовой лагуны, задерживался отрогами вулкана и превращался в обжигающие волны, уничтожающие любую влагу, словно гигантский осушитель Милицина, забросив руку за голову, лежала в своей постели Между плечицами на груди собрались капельки пота, а кожа стала противно липкой и горячей В комнате работал распылитель влаги, но толку от него было никакого Она повернулась на бок, уснуть не удавалась, как не удавалась ей избавиться от мыслей о Дале и остальных друзьях Она убеждала себя, что ни в чем не виновата, но верила в это только наполовину Зета поставила ее работать вместе с Дале и с одной целью — передавать в мозг молодой переписчице все ее видения и впечатления, что милицина и делала В этом не было ни предательства, ни нарушения доверия Предательством было бы нарушение долга перед своей госпожой Но почему же тогда она так не хотела рассказывать адепту Зетти о планах Далии? Милицина прекрасно знала ответ За те недели, что она провела вместе с Далией Кеферой, милицина вновь открыла для себя радость работы на передовом крае технологий Они вместе изобретали новые и удивительные вещи, устройства и теоретические обоснования, доказывающие их ценность Как давно она, и да и любой член культомеханикум этим не занимался Конечно, адепт Зета всегда старалась раздвинуть границы известных и общепринятых знаний Но она была лишь мелким винтиком в огромной машине и подвергала себя огромному риску Культ-механикум не прощал тех, кто не подчинялся его ограничениям и сурово наказывал их Друзья отсутствовали всего один день, но она уже скучала по ним Она хотела бы знать, где они находятся и хотя бы по информационным сетям Марса следить за их продвижением Но цель путешествия Далии была стерта из ее памяти В данный момент она знала лишь, что друзья могли быть где угодно и могли направляться в любую точку планеты Милицина приспособилась к их недостаткам, фобиям и белым пятнам Она заботилась о них, сплачивала, пока не получилась единой команда, в которой они работали намного эффективнее, чем каждый по отдельности Теперь они могли воспользоваться ее наставлениями, а она сама осталась позади Она спустила ноги с кровати и провела рукой по волосам, спутанным и влажным Можно сколько угодно стоять под акустическим душем, но ощущение чистоты все равно не добиться Милицина неторопливо вышла из спального алькова и направилась к кухоньке, чтобы вскипятить кружку с кофеином Если уж невозможно уснуть, надо попытаться провести время с пользой Зевая, она включила разогревающее кольцо и вытирала под солба, пока жидкость не закипела Потом она налила напиток в чашку и села перед поляризованным стеклом, глядя на поверхность Красной планеты Ее отсек находился на такой высоте, что Милицина оказалась над слоем туч, которые загрязняли окна нижних уровней сажей и пеплом Далеко внизу сияли огни магма города, сверкающее производство среди пустыни производственных отходов Серебристые линии рельсов Маглева расходились из города во все уголки Марса Но кроме них на поверхности планеты оставались только пыльные равнины, затянутые ядовитым туманом Милицина отставила чашку и прижалась лбом к горячему стеклу В городе мелькали огни блестящих машин, доставлявших в порт боеприпасы и другие грузы «Далее, где бы ты ни была, я желаю тебе удачи!» – прошептала она, чувствуя себя бесконечно одинокой Внезапно она нахмурилась, поняв, что не одна в отсеке Ее биометрический сканер указывал на присутствие в отсеке еще одного живого существа «А я гадала, когда же ты меня заметишь?» – послышался из темноты чей-то голос Милицина вздрогнула от неожиданности и в немом изумлении увидела, как к ней приближается стройная красивая женщина Ее фигуру тесно облегал красный защитный комбинезон, а на бедрах висели два изящных пистолета В конце концов, милицине удалось справиться с испугом «Я знала, что ты здесь, но хотела дождаться, чтобы ты сама вышла» «Ложь! Хотя и необходимая, чтобы создать видимость контроля над ситуацией» – заметила женщина «Кто ты и что делаешь в моем отсеке?» – спросила милицина, все еще слишком ошеломленная, чтобы испытывать что-то, кроме раздражения «Мое имя не имеет значения, потому что ты его все равно скоро забудешь» – сказала женщина И вышла на освещенное место, так что стала видна золотая маска смерти на ее лице «Но если хочешь, я его назову – Ремиара» Милицина поняла, кто ее гостья, и раздражение сменилось страхом «Ты ответила только на один вопрос» Ремиара склонила голову на бок «Ты все еще считаешь, что контролируешь ситуацию, не так ли?» «Чего ты хочешь?» – спросила милицина, отступая вглубь пухонного закутка «Ты сама знаешь, что мне нужно» «Нет», – сказала милицина, – «в самом деле не знаю» «Тогда я тебе скажу», – сказала Ремиара «Я хочу, чтобы ты назвала мне маршрут и цель далее кеферы» Милицина нахмурилась, словно обдумывая ответ А в это время активировала кнопку беззвучной тревоги Теперь адепт Дзета узнает о нападении И ей на помощь будет выслан отряд протекторов механикум Надо только постараться затянуть переговоры «Дали?» – переспросила она «А зачем она тебе понадобилась?» «Хватит вопросов», – оборвала ее Ремиара «Скажи то, что я хочу знать, и обещаю, что ты не пострадаешь» «Я не могу», – сказала милицина «Даже если бы захотела, вероятно, я знал об этом, но все забыла «Ты лжешь» «Нет, я не лгу» Адепт Дзета приказала мне стереть из памяти все сведения о путешествии далее Она мгновенно пожалела о своей самоуверенности Ремиара скользнула ближе И на ее маске заиграли блики огней магма города А скаленный череп, сияющий на месте лица Воплощал все ужасы ночных кошмаров Даже несмотря на страх, милицина оценила отличные гравитационные двигатели и скрытую мощь убийцы Полученную путем генетического отбора и бесконечных тренировок «Это очень плохо для тебя» «Почему же?» – спросила милицина, стараясь хотя бы выглядеть спокойной «Потому что никто и ничто не стирается окончательно», – ответила Ремиара И из ее безымянного пальца высунулся кончик серебряной иглы Несмотря на жру в тесном и душном отсеке, при виде информационного пробника, милицине вдруг стало очень холодно «Почему ты хочешь разыскать Далию?» – в отчаянии спросила милицина «Она же ничто, обычный переписчик стеры» «Она только и делала, что вела записи во время работы» «Нет, правда, зачем она тебе?» Голова Ремиары дернулась вперед, словно у клюющей птицы А потом послышался холодный, бездушный смех «Ты стараешься вовлечь меня в разговор, надеясь, что помощь уже в пути, но это не так Никто не придет, милицина Только я одна принимаю эти до смешного простенькие сигналы тревоги, которые посылает твой имплант Я же говорю, что стерла всю требующуюся тебе информацию из спирали памяти «Ты могла опустошить спираль памяти, но мягкая плоть под ними все помнит», – сказала Ремиара Плавно поводя безымянным пальцем «Механику мы никогда ничего не уничтожают бесследно» Взгляд милицины упал на чашку с горячим кофеином И она подумала, что успеет бросить ее в лицо убийцы Но в следующий миг ей пришлось отказаться от этой мысли Одетая в красная женщина, только что стояла напротив нее И вот она уже сидит рядом, прижав милицину к теплому стеклу Рука с остальными пальцами схватила ее за горло и заставила запрокинуть голову «Я не знаю того, о чем ты спрашиваешь», – закричала милицина Когда информационный пробник ассасина приблизился к аугметической сфере, заменяющей правый глаз «Я найду то, что мне нужно», – заверила ее Ремиара «Мне нужно только копнуть глубже» 206 Он всегда боялся этого момента А теперь, когда пережил его, понял, что бояться было нечего В мире плоти его тело старело и слабело А здесь, во мнеонической среде, он стал всесильным и всемогущим В модулируемых боях между машинами Принцепс Кавалерио сражался и убивал Подобно ожившему стальному божеству Его противники неизменно погибали Скитария вдавили массивные опоры его машины А разбойники в ходе яростной схватки разлетались на части И даже владыки войны не могли устоять перед убийственными залпами огня его орудий Мир плоти для Кавалерио закончился Теперь его царством стал мир металла Потоки информации постоянно кружили вокруг него И впитывались скрытыми под кожей рецепторами Наполняя его сенсориум таким количеством данных Какое могло бы вызвать перегрузку умения аугментированного существа, чем он И после каждой победы вокруг, словно косяки мерцающих рыбок, вспыхивали проблески света, несущие новую информацию Кавалерио теперь нельзя было даже сравнить с тем смертным, который еще недавно хромал по поверхности Марса Тогда он был человеком, а теперь превратился в шедевр-механикум Его бледное тело парило в насыщенной питательными веществами желеобразной жидкости И с окружающим миром его связывало бесчисленное множество кабелей Каждый день после заключения в контейнер его подключали к новым устройствам Внедряли новые аугметические приспособления И каждый день он получал новые ощущения Только сейчас он понял, каким несовершенным было существо Обреченное довольствоваться пятью основными чувствами Толстый негнущийся кабель поронзил его спину между позвонками Тогда как более тонкие провода были подключены к глазным яблокам Из нижней части черепа спускался целый пучок проводов Которые, как он знал, будут подключены к мультисвязи Как только он снова станет управлять машиной Обе руки до самого локтя были закрыты металлом А обе ступни ампутировали, заменив их осязательными кожухами Превращение было не лишено сложностей и неудач Но его ассистентка Агата, остававшаяся рядом на всех стадиях тяжелого пути Успокаивала его, уговаривала и одобряла при каждой заминке Несмотря на враждебное отношение к самой идее помощи Кавалерио быстро понял, как необходима она для того, кто заключен в амниотическом резервуаре Мучительная и неутихающая боль от потери Викторикс Магна Все еще преследовала его в ночных кошмарах И он понимал, что это продлится до конца его дней Ни один принцип не в силах пережить гибель машины без жесточайшей психической травмы Но его агрессивная уверенность крепла с каждым учебным боем Вскоре он научился быстрее и эффективнее управлять машиной И понял, что стал лучшим воином, чем был в прежней жизни Очередная симуляция боя закончилась Ярость битвы улеглась И возбуждение от подключения исчезло из его сознания после резкого укола сожаления Этот момент не вызывал физических страданий, как после разрыва контакта с машиной Но был очень похож на него И в дальнем уголке сознания уже зарождалось желание вернуться И как я раньше обходился без всего этого Выдохнул он плавную последовательность бинарного кода Но ведения битвы уже рассеивались, как изгнанные призраки И зрение стало реагировать на окружающий мир Кавалерио больше не воспринимал реальность при помощи глаз, как ранее Но Сенсориум, встроенный в его контейнер, обеспечивал великолепную зоркость Еще до того, как сфокусировалось зрение, он отметил биометрические показатели двух людей Стоящих в комнате неподалеку от контейнера Он видел невысокую и более округлую фигуру Агаты Ощущал ее биометрику и плотность полей несложной аугметики Над головой женщины мерцала ноосфера С двумя светящимися гейзерами, принимающие информации Вторым в помещении был принципс Шарак «Мой принципс?» — окликнула его Агата Удивленная неожиданным высказыванием «Вам что-нибудь нужно?» «Гм... нет, Агата, я просто размышлял вслух «Поздравляю с новым успешным боем, Индии!» — заговорил Шарак «Спасибо, Келл!» — ответил Кавалерио «Ты видел, как я подбил второго владыку войны?» Шарак улыбнулся, и в его лице Кавалерио прочел искреннее восхищение «Видел мой принципс?» — мастерски «Знаю, — без тени хвастовства, — сказал Кавалерио «Я действую быстрее и в большем согласии с машиной, чем когда-либо прежде Я только мысленно воспроизвожу приказ, и титан мгновенно реагирует Информация поступает в мозг прямо из мультисвязи А это увеличивает быстродействие в среднем на 9,7% А в бою между машинами это может стать вопросом жизни и смерти «Рад это слышать!» — сказал Шарак «Значит, ты отлично приспосабливаешься к новым условиям?» «Да, Келл, да! Мои дни заполнены до отказа Я сражаюсь в имитированных боях, хотя теперь за ними наблюдает только Агата В перерывах между боями и операциями заходит принцип Скасим Чтобы послушать о моих успехах И порой мы обмениваемся байками о славной истории нашего Легио «А резервуар?» — спросил Шарак «Ты не скучаешь по плоти?» Кавалерий ответил не сразу «Поначалу было трудно», — признался он наконец «Долгое время я думал, что сойду с ума, но Агата ни одному принципсу помогла приспособиться к новой жизни А по прошествии некоторого времени я начал понимать, что это и есть мое истинное предназначение Предназначение?» «Да, Келл, не знаю, почему я все эти годы противился погружению Я подключен к мультисвязи, и она стала гораздо ближе, чем прежде Когда я командовал Викторикс Магна, я ощущал, что чувствует машина, но как будто со стороны Теперь я и есть машина Этот метод не должен быть пристанищем для стареющих или раненых принципсов Так надо командовать всеми большими машинами «Боюсь, тебе будет нелегко убедить в этом некоторых консерваторов Все было бы иначе, зная не то, что узнал я», — сказал Кавалерио «Не пора ли закончить пустую болтовню и перейти к истинной причине твоего визита?» Шарак кивнул Обогнул резервуар, поглядывая на него с благоговейным восхищением Но по участившемуся сердечному ритму и резким выбросам альфа-волн Кавалерио понял, что его друг испытывает смущение «Келл, все в порядке», — сказал он «Ты не должен чувствовать себя виноватым Ты сделал то, что должен был сделать И разочаровал бы меня, если бы поступил иначе» Шарак остановился, опустился на колени рядом с резервуаром И положил руку на теплое стекло Перед ним плавал Инди Кавалерио Его тело слабо мерцало Словно светлый мрамор Но лицо почти полностью скрывалось за сложными устройствами Обеспечивающими связь жизненно необходимыми системами Двух людей разделяло всего 10 дюймов закаленного стекла И целая пропасть измененной аугметикой анатомии «Я не испытываю чувства вины», — сказал Шарак «Я знаю, что поступил правильно В тот момент ты не мог командовать Легию И сейчас, несмотря на колоссальный прогресс, я считаю, что ты до сих пор к этому не готов Тогда что привело тебя сюда?» «Мне нужна твоя помощь, повелитель Бурь», — ответил Шарак «И твой опыт Боюсь, я сделан из другого теста, чем ты Ты всегда был прирожденным лидером А во мне этого нет Говори», — подтолкнул его Кавалерио «Пусть я теперь и не старший принципс Я все еще остаюсь твоим другом» Слова, призванные подбодрить Шарака, казалось, ранили его Он поднял голову и взглянул на Агату «Может, мы могли бы поговорить наедине, мой принципс?» «Агата — моя помощница, и все, что ты хочешь мне сказать, может быть сказано при ней» «Хорошо, повелитель Бурь», — согласился Шарак «Ты не мог не заметить, что до сих пор не подключен ни к одной из внешних сетей Медики решили, что излишняя информация может замедлить твое восстановление И я, оглядываясь назад, могу только поблагодарить их за это решение», — сказал Кавалерио «Ну, расскажи, что творится за стенами нашей крепости Мортис уже получили взыскание за нарушение наших границ» Шарак покачал головой «Нет, мой лорд, — сказал он, — не получили Принципсы канцелята были поставлены в известность о случившемся Однако ни генерал-фабрикатор, ни принципс Камул не ответили на запросы Проигнорировали раскол между легионами И обращение канцелятов — это безумие «Весь Марс готов погрузиться в пучину безумия, мой принципс», — добавил Шарак «Что ты хочешь этим сказать?» — Шарак и Агата переглянулись «Ситуация на Марсе обострилась почти до состояния настоящей гражданской войны На механику едва ли не ежедневно обрушиваются все новые и новые несчастья И к нам со всех сторон поступают просьбы о поддержке при помощи титанов «Просьбы от кого?» «Я получил послание от 17 кузнец, и во всех содержатся просьбы о вооруженном вмешательстве С твоего позволения, мой принципс, я хотел бы загрузить в твой резервуар Последние сводки о текущей ситуации на Марсе «Конечно», — согласился Кавалерио, — «сделай это немедленно» Шарак больше ничего не сказал и даже не пошевелился Но Кавалерио ощутил поток информации, хлынувший в интеллектуальный раствор резервуара Через наосферическую связь своего друга с марсианскими системами связи «Кровь амнисии!» — прошептал Кавалерио Как только сведения стали поступать в его мозг через информационную мембрану В одно мгновение он узнал об ужасах потери целомудрия, вызванных скраб-кодом И о веренице катастроф, поразивших машины И о растущей волне насилия, прокатившейся по всей поверхности Марса Он увидел кровопролитные схватки между кузницами Из-за возродившихся феодальных расприй Увидел территориальные войны, жестокие приступы мстительности И яростные набеги на соседей ради захвата чужих знаний По всему Марсу зарокотали боевые барабаны Возбуждая агрессию в сердцах его обитателей И привлекая маячивший на горизонте призрак гражданской войны Он с ужасом осознал, что раса-механикум Как бы сильно она не выделялась из человечества Подвержена тем же самым порокам Атака скраб-кода началась как раз в тот момент Когда Мортис нарушили линию бури Я думаю, нас затронули его первые порывы Сказал Ширак Его поток был еще неплотным и разрозненным Да и усовершенствования, проведенные адептом Зеттой Спасли нас от тяжелых последствий А вот Легио Фортидус и Легио Агровидас больше нет Их реакторы взорвались от перегрузки И разрушили обе крепости А заодно и большую часть горы Эрип Кавалерио не стал комментировать это известие Но ему было очень тяжело сознавать Что два союзных Легио постигла столь печальная участь Он стал более внимательно перебирать полученную информацию Отмечая противоречивые сообщения, приказы, запросы Петиции, угрозы и переговоры Которыми обменивались кузницы В древнем культе амнисии уже наметился раскол И с обеих сторон начали образовываться Хрупкие союзы и фракции Потоки бинарного кода носились по планете Кто-то требовал расторжения союза между Марсом и Террой Кто-то наоборот советовал усилить связи с оплотом человечества Что еще хуже, нечто подобное происходило и за пределами их мира Словно странствующие в космосе корабли И видение астропатов разносили страшную заразу Поражая контингенты механикум Сопровождающих флотилии по всей галактике А что это за разговоры о Хорусе Луперкале? Спросил Кавалерио снова и снова Прочитывая имя первого примарха в бинарном коде Какое отношение ко всему этому имеет воитель? Мы не можем сказать точно, мой принципс Сказал Шарак Та фракция, что агитирует за разрыв с Террой Похоже избрала воителя своим избавителем от императора Трудно определить точнее Поскольку их коды сильно искажены И мы улавливаем только громкие выкрики Где упоминается его имя А эти сведения уже достигли Терры? Межпланетная ВОК-связь неустойчива Но адепту Максималу, похоже, удалось на какое-то время Установить контакт с Советом Терры И что они думают по этому поводу? Мне кажется, они, как и мы, пребывают в полной растерянности, мой принципс Ответил Шарак И глубоко вздохнул, прежде чем продолжить В системе Ислан Произошла какая-то катастрофа Имеющая отношение к Астартес Но точных данных у нас нет А как насчет Марса? Настаивал Кавалерио Что они говорят о Марсе? Механикум приказано подавить волнение Иначе за них это сделают легионы Маглев довольно быстро пересек южные районы Форсиды Двигаясь по краю пустыни И преодолевая сопротивление бурь Налетавших в основном с востока Кружившиеся за окном пепельные вихри Почему-то улучшали далее настроение И она часами следила за поднимающимися спиралью столбами Сопровождавшими их поезд Она наблюдала, как по поверхности катятся волны пыли Исчезая за горизонтом И завидовала их свободе Создавалось впечатление, что они бегут сами по себе Независимо от направления ветра Ей все больше казалось, что ее собственная жизнь Подобно Маглеву Движется по заранее проложенным рельсам Все время вперед к назначенной цели Понятия свободы воли и выбора были чуждыми для нее А мозг, похоже, реагировал только на внешние стимулы И ей оставалось только подчиняться За все время поездки они почти не видели остальных пассажиров А разве что кто-то неловко протискивался мимо их скамей К санитарной кабинке, да изредка проходили автоматические раздатчики пищи В случайно увиденных попутчиках далее узнавала адептов низшего ранга Путешествующих по поручению своих повелителей Сервиторов в автоматическом режиме или мигрирующих рабочих Переезжающих на другую кузницу в надежде получить работу В поезде ехало около трех сотен пассажиров И никто не обращал на друзей никакого внимания Что не могло не радовать далее Уже через несколько часов возбуждение, вызванное пересечением границы кузницы Полностью рассеялось И в их кабинке воцарилось молчание Характерное для путников Когда им предстоит долгая поездка и нечем заняться Перспективу увидеть незнакомый пограничный город Вызвало некоторое оживление Но после остановки волнение сменилось разочарованием С приближением к пепельной границе Они все вскочили со своих мест И стали с интересом разглядывать поселения Поскольку никто из их группы не покидал пределов Одной из самых густонаселенных областей Марса Несмотря на заверение Ромео-31 в том, что им ничто не грозит Далее заметила, что его ауспик был переключен в активный режим Но своим спутникам она об этом не сказала Пепельная граница оказалась необычным И вместе с тем достаточно скучным местом Где пыльные бункеры руды Проржавевшие ангары для транспорта И высокие буровые вышки Оказались доминирующими сооружениями На обветренных лицах его обитателей Как мужчин, так и женщин Застыло одинаково хмурое выражение И ему вполне соответствовала Покрытая слоем пепла одежда Проходящий маглев они встретили равнодушно И скрылись в своих ветких жилищах сразу Как только предназначенные им товары были разгружены десятком архаичных сервиторов-подъемников Дюнный город оправдывал свое название И был таким же прозаичным, как и предыдущие Разве что сервиторы, разгружающие доставленное оборудование Казались еще более устаревшими После короткой остановки Маглев направился к краю кратера К этому времени их путешествие длилось уже полтора дня И начинала сказываться усталость Но спать было почти невозможно Поезд шел довольно плавно Зато скамьи в нем отличались практичной экономичностью Но никак не комфортом И когда Зуши, подключившись к кабине машиниста Спроецировал в воздухе вид приближавшегося края кратера Никто из их маленькой группы не проявил особого энтузиазма Но стоило Маглеву остановиться на приподнятой платформе Сразу стало понятно, что это поселение отличается от остальных Город был брошен Виднелись покинутые дома и пустынные улицы Но определить, ушли ли их обитатели по своей воле Или их выгнали, оказалось невозможно Маглев подчинялся строгому расписанию И когда оборудование для горнодобывающих заводов Выгруженное автоматами Осталось на ленте транспортера Поезд тронулся, а тайна осталась неразгаданной Край кратера быстро скрылся за пыльной пеленой И далее сразу же ощутила тяжесть Которую не могла объяснить И от которой не могла избавиться Как будто над городом нависла какая-то зараза С этим местом что-то было не так Тягостное ощущение было связано не с болезнью или смертью А с насмешливым и булькающим шипением извращенного кода Плавающего по волнам воздуха Красное ущелье оказалось таким же пустынным И над ним тоже носились обрывки искаженного кода Далее заметила, как Ромью-31 покрутил головой И поняла, что он тоже его слышит Настойчивое поскрипывание Царапающая мозг, как навязчивая мысль Их взгляды встретились И каждый прочел на лице другого тревогу Вызванную появлением в воздухе искаженного кода Ромью-31 покачал головой И далее сразу же поняла значение его жеста Ничего не говори Маглев наконец стал приближаться к зазубренной веренице скал Отделявших на горе Форсиды от величественного простора плата Сирия После долгого извилистого пути на юг поезд свернул к северу И начался медленный подъем на нагромождение скал Образовавшихся в результате тектонического сдвига Небо над склонами потемнело А вдали засверкали молнии Предвещающие грозную бурю Поездка получилась очень долгой И вид двух покинутых городов расстроил спутников Все они слышали о городах, оставленных жителями После того, как закончились запасы руды или других ископаемых Но край кратера и красные ущелья не были оставлены жителями Они просто опустили, как будто люди испарились Пропали в одно мгновение Может, это было насильственное переселение, предположила Северина Я слыхал о таких случаях Магистр кузницы не может набрать нужное количество рабочих И тогда посылает своих протекторов в дальние уголки Чтобы они привезли на заводы людей Не смеши, фыркнул Какстон Это просто страшные сказки Разве, возмутилась Северина А откуда ты знаешь? Знаю и все тут Так я тебе и поверила Ромео 31, что скажешь? Нарочито суровым тоном спросил Зуши Посылала ли тебя Депт Зета, чтобы набрать рабочих на ее фабрику? Время от времени, признался Ромео 31 После такого ответа все на мгновение остолбенели Ты шутишь? Спросил Какстон Скажи мне, что ты пошутил Я механиком, произнес Ромео 31 Мы никогда не шутим Далее взглянула в зеленые глаза протектора И хотя в них не было и следа человечности В его электрических полях она обнаружила оттенок откровенного веселья При виде застывшего выражения ужаса на лицах людей Она улыбнулась и отвернулась Не желая лишать Ромео 31 удовольствия Это... это ужасно Пробормотала Северина Механикумы используют труд рабов? С отвращением воскликнул Какстон Я был о тебе лучшего мнения, Ромео 31 Сказал Зуши И об адепте Зете тоже Ромео 31, посчитав, что возмущенное молчание продолжалось достаточно долго Угрожающе склонился над сидящими друзьями Вот я вас и поймал, сказал он После его слов возникла пауза А затем напряжение в кабинке взорвалось истерическим хохотом Это вовсе не смешно, вымолвил Какстон Вытирая выступившие от смеха слезы Конечно, поддакнула Северина Ты не должен так поступать Что? Разве я не могу пошутить? Спросил Ромео 31 Мне кажется, их ошеломил твой поступок Сказала Далее, отворачиваясь от окна Вряд ли кто-то видел, чтобы механикум старался быть смешным Ромео 31 удовлетворенно кивнул Даже если я механикум, я все равно остаюсь человеком, сказал он После этой оценки беспокойство, вызванное опустевшими городами Растаяло без следа И начался разговор Такой же оживленный, как в те времена, когда они все вместе трудились над первым образцом чтеца Акаши Они снова ощутили возбуждение от длительного путешествия И тогда Зуши при помощи механа Дреднита подключился к информационному порту кабинки И спроецировал на окно вид передаваемой пикт-камеры, установленной на корпусе Маглева Они напряженно всматривались в простирающуюся на юге пустыню А потом Зуши развернул изображение И появилось темное пятно туч над магмогородом, оставшимся позади в двух тысячах километров По просьбе Какстана Зуши вернулся к виду перед Маглевым И перед ними появились серебристые линии рельсов, уходящие в горы Вдруг Даля заметила, что рельсы исчезают в окаймленном стальными балками темном проеме Который проходил под горой и вел в Мондус Гамма Она невольно вскрикнула, схватила руку Какстана и крепко стиснула его пальцы Надвигающаяся тьма проема вызвала у нее внезапный приступ ужаса «Что случилось?» — спросил Какстан «Я не ожидала, что нам предстоит путешествовать через тьму», — ответила она «Это же просто тоннель», — попытался успокоить ее Какстан «Тебе не о чем беспокоиться» Отряды генерал-фабрикатора прибыли за адептом Зетой через несколько часов После того, как Маглев далее подошел к тоннелю, соединяющему горную часть Форсиды с плата Сирия Тяжелый транспортный челнок появился с северо-запада и приземлился перед Магмагородом на дороге Тифона И от пламени его двигателей почернело несколько украшающих ее мраморных статуй Золотистое сияние кипящей лавы с обеих сторон осветило нижнюю часть судна На громоздком корабле не было никакого вооружения Но как только он опустился на посадочное поле, из-за угмитеров послышалась повторяющаяся тирада в бинарном коде С требованием адепту Корея Лизетти явиться генерал-фабрикатору Вызов был составлен в крайне повелительном тоне, так что игнорировать его было невозможно Более того, корабль опустила Парелли, по которым стали выходить воины Из трюма на базальтовую мостовую вышли три сотни модифицированных скитариев и протекторов В результате союза, заключенного генерал-фабрикатором силами, освобожденными из древнего хранилища Эти когда-то славные солдаты превратились в искаженное подобие прежних воинов Их тела закрывала шипастая броня, голову венчали рогатые шлемы А руки орудия источали неестественную мощь Протекторы изменились не меньше Мощные тела раздулись, а почерневшее оружие приняло другие формы Чтобы не только уничтожать противника, но еще и мучить его Под внимательными взглядами из забронированных орудийных гнезд и ракетных установок Хитроумно вмонтированных в стены кузницы Зетты Эти отвратительные убийцы построились в три когорты и промаршировали к вратам вулкана Позади них появился окруженный защитным полем паланкин Поддерживаемый высоченными звероподобными скитариями, серой кожей и в колючей броне Эти похожие на огров существа не могли быть получены только в результате генетического отбора и огмитации Их огромные тела искривились, а вены под кожей пульсировали красноватым огнем Словно насыщенные внутренним электричеством В паланкине с надменным видом стояли посол Мельгатор и адепт Регул Оба в черных, как сажа одеяниях и с наброшенными на головы капюшонами Мельгатор держал в руке посох из черного дерева, увенчанный оскаленной волчьей головой А у Регула посох был из слуновой кости, а наверху красовался череп из черного обсидиана Строй модифицированных солдат раступился перед ними И Регул остановил паланкин в сотне метров перед воротами Великолепные адамантиевые ворота Магмагорода, украшенные серебряными шестернями, золотыми орлами и молниями, начали медленно открываться Между расходящимися створками оборот вырвалась полоса света И скитария разразились воинственными тирадами скраб-кода А Регул, подняв руки, активировал встроенные аугмиттеры И из них понесся стремительный поток лингвотехнис, беспорядочный и аритмичный Череп на его посохе ярко вспыхивал в такт словам И орудийные башни в стене начали одна за другой закрываться Свет города разошелся оранжевым полукругом И лишь в центре осталась тонкая тень, вышедшая из ворот женской фигуры Адепт Кориальзета окинула взором ряды воинов А затем остановила полные отвращения взгляд на двух фигурах в Паланкине Словно перед ней были зараженные чумой бродяги, просившие позволения войти в город «По какому праву вы вторглись в мой город и требуете моего присутствия?» Заговорила она Мельгатор стукнул посохом по столбику Паланкина И безобразные носильщики вынесли его вперед Пока до Адепта Зеты не осталось каких-нибудь 20 метров По праву генерал-фабрикатора, которому присягал на верность весь Марс Донеслась из всех громкоговорителей его монотонная бинарная речь Зета поморщилась «Ты пользуешься грязным кодом, Регул!» Сказала она Определив его личность по искрящемуся электрическому полю «Напротив, — возразил Регул, — это чистый код Он звучал так еще до того, как был искажен и заключен в оковой плоти «Если ты видишь порог в логическом построении, тебе не понять моих доводов, — сказала Зета «А теперь изложи свое дело и уходи, у меня много работы!» «Это невозможно, Зета!» — вмешался Мельгатор «Мы пришли, чтобы доставить тебя на гору Олимп, где ты предстанешь перед судом генерал-фабрикатора «Мой титул — Адепт Зета, и я считаю, что заслужила его!» — резко ответила повелительница Магмагорода «На каком основании вы собираетесь меня арестовать?» «На основании твоей ереси!» — пропел Мельгатор «А именно, ты отреклась от бога Машим, ты не поддерживаешь власть и политику генерал-фабрикатора «И последнее, ты позволила работать над божественной механикой, не члену культа механику «Исходя из этих обвинений, ты будешь взята под стражу и доставлена на гору Олимп, где состоится суд» Зета несколько мгновений стояла молча, словно взвешивая тяжесть обвинений, а затем рассмеялась «Ее голос, отразившись от склона горы, раскатился по всей дороге «Ты смеешься над обвинениями?» — воскликнул Регул «Есть ли предел твоей порочности?» «Да, я отвергаю все обвинения», — ответила Зета «Они смехотворны, и если бы вы не были ослеплены тем, что наслал на вас Кельбор Халл, вы бы и сами это поняли Она обвела жестом скитариев и протекторов «Взгляните на этих чудовищ, что вы привели к моей кузнице Это же оскорбление плоти и машин Чудовищные гибриды, более омерзительные, чем жалкие отбросы, бродящие в пустыне Все великолепие механикум вы превратили в нечто темное и мрачное И меня охватывает ужас от того, что вы сами этого не видите Да, я отвергаю все обвинения, и более того, я отвергаю ваше право меня обвинять «Значит, ты отказываешься явиться по вызову генерал-фабрикатора?» — гневно спросил Регул Не скрывая своего нетерпения прибегнуть к силе скитариев «Ты понимаешь, какими суровыми могут быть последствия твоего поступка?» «Я отказываюсь», — подтвердила Зета «В таком случае мы увезем тебя силой», — заявил Мельгатор «Можешь попробовать», — бросила в ответ Зета Мельгатор ткнул посохом в сторону стен «Зета, или ты пойдешь с нами, или будешь уничтожена Попробуй связаться со своими защитниками, и ты поймешь, что они бездействуют Теперь мы контролируем их своим кодом Три когорта скитариев двинулись вперед Выставленные вперед зажигательные копья, силовые алебарды и руки орудия При активации выбросили фонтаны искр, послышалось клацание автоматически заряжающихся оружий «Но не всех», — сказала Зета, как только за ее спиной из ворот появились две огромные машины Рядом с 10-метровыми фигурами рыцарей адепт Зета казалась удивительно хрупкой Темно-синяя броня машин заиграла бликами отраженного сияния магмы И на плече каждого сверкнула славная эмблема в виде шестерни, окружавшей молнию Рыцари остановились позади Зеты и наставили на приближающихся скитариев силовые копья и многоствольные орудия Следом за ними вышли еще несколько рыцарей и выстроились перед воротами Блокировав вход в город своими мощными корпусами При виде огромных боевых машин скитарии тотчас сбились с ритма и замедлили шаг А их предводители визгливыми выкриками запросили очередные приказы Регул поспешно воспроизвел ту же самую тираду Тот же набор извращенных алгоритмов, при помощи которых нейтрализовал артиллерию на стенах Но рыцари никак не отреагировали, их системы отсекали зараженный код «Это лорд Катурикс из ордена рыцарей Тараниса», — заговорила Зета, указав настоящего слева от нее рыцаря Чья агрессивная поза свидетельствовала о сильном желании пустить в ход оружие «А это настоятель статор Этот орден заключил союз с моей кузницей И если ваш летательный аппарат не взлетит с моей дороги через пять минут, они вас уничтожат Вы понимаете, какими суровыми могут быть последствия ваших поступков?» «Как ты смеешь угрожать эмиссару генерал-фабрикатора?» — закричал Мельгатор «Ты позоришь механикум, Зета Твоя техножрица-ассасин разрушает мозг моего помощника А потом убивает одного из моих рабочих И ты осмеливаешься утверждать, что это я позорю механикум? Резко парировала Зета Затем она сверилась с внутренним хронометром «Четыре минуты и сорок секунд, Мельгатор Вам пора двигаться!» «Ты пожалеешь об этом!» — пообещал Регул «Мы уничтожим твой город, а твое имя будет стерто из всех записей» Рыцари шагнули вперед И в наступившей тишине свист гидравлики и лязг металла прозвучали угрожающе громко Мельгатор стукнул посохом по паланкину И, не говоря больше ни слова, удалился вместе с Регулом Поронзительная последовательность бинарного кода отозвала скитариев И те разочарованно развернулись к поджидающему транспорту Вскоре бортовые люки захлопнулись, и самолет взлетел в воздух А командир рыцарей, развернувшись к адепту Зеки, открыл канал на сферической связи «Тебе надо было позволить нам их уничтожить!» — сказал лорд Катурикс «Возможно!» — согласилась Зетта «Но мне кажется, у вас еще будет такой шанс!» «Ты считаешь, что они вернутся?» «Я знаю, что они вернутся, лорд Катурикс, но в следующий раз не будут такими самонадеянными!» — ответила Зетта «Необходимо отослать сообщение Максималу и Кейну Кельбор Хал способен в следующий раз послать за ними И надо направить еще одно прошение в Легию Тимпестус Мне кажется, в будущем для защиты Магмагорода потребуются более мощные машины Поддержка Тимпестус нам бы не помешала, — согласился Катурикс «А до тех пор мы останемся с тобой, чем мы должны пока заняться?» Зетта взглянула на раскаленный голубой огонь двигателей удаляющегося корабля «Готовьтесь к битве!» — сказала она Маглев влетел в туннель, и его со всех сторон окутала темнота Далее испуганно вскрикнула Потом освещение в кабине мигнуло, и она прижалась к Акстону А тот, не понимая причину ее испуга, просто обнял ее за плечи Слабый свет ламп залил помещение Но оконное стекло так и осталось, непроницаемо черным зеркалом Далее отпрянуло от пугающей бездонной тьмы И даже попыталось оттолкнуться от стены, упершись в нее ногой От ужаса ее дыхания вылетало из груди короткими толчками Мускулы болезненно напряглись И она почувствовала, что на коже выступила холодная испарина Сердце Далее стучало громче кузнечного молота И в уголках глаз навернулись слезы «Далее!» — окликнул ее Какстон «Далее! Что случилось?» «Это темнота!» — выдохнула она и прижалась лицом к его плечу «Она повсюду вокруг меня» «Далее! Что такое? Я не понимаю» «Что это с ней?» — воскликнула Северина «Я не знаю» — беспомощно ответил Какстон А Далее, не в силах сдержаться, зарыдала у него на плече «У нее приступ паники!» — объяснил Ромео-31, подойдя к Далее «Я наблюдал такие случаи у тех, кто недавно на Марсе Красная планета отличается от Теры и может вызвать самые разнообразные реакции «И что же нам делать?» «Вы ничем ей не поможете» — ответил Ромео-31 «Я уже сталкивался с такими приступами» Протектор встал на колени перед сидением Положил руку на плечо Далее и, придерживая ее трясущиеся руки Заставил это двинуться от Какстона Ее лицо сильно побледнело и было залито слезами «Темнота!» — всхлипывала Далее «Я не хочу снова оказаться в темноте!» «Никогда!» «О чем это она?» — удивилась Северина «Заставьте ее замолчать!» «Заткнись!» — прошипел Зуши «Не мешай ему!» «Далее!» — заговорил Ромео-31 Пристально глядя в ее глаза «У тебя приступ паники, но тебе нечего бояться Мы в полной безопасности Я понимаю, сейчас ты этого не чувствуешь Но ты должна мне просто поверить» Далее подняла взгляд и замотала головой «Нет-нет, я больше не могу этого вынести Пожалуйста, не заставляйте меня туда возвращаться Далее, мы скоро выйдем из тоннеля» Ровным уверенным голосом продолжал Ромео-31 Она ощутила биометрическую связь между ними И попыталась воспользоваться его тщательно контролируемым механизмом метаболизма Чтобы стабилизировать свое состояние «Дыши медленнее!» — посоветовал Ромео-31 «Ты поглощаешь слишком много кислорода, но ведь тебе это не нужно, не так ли?» Она покачала головой и заставила себя сделать несколько глубоких вдохов Физический контроль протектора помог ей замедлить биение сердца И приток крови к мышцам уменьшился Ромео-31 отметил улучшение ее состояния и кивнул «Очень хорошо!» — сказал он «Всего лишь физические симптомы тревоги Они не представляют опасности Это эволюционная реакция, сохранившаяся с древних времен Когда людям требовали все их навыки, чтобы победить или убежать Твое тело вспомнило эту реакцию Но это ложная тревога, ты меня понимаешь?» «Конечно, понимаю!» — сквозь слезы ответила Даля «Я не сошла с ума, но я не могу с собой справиться Можешь!» — заверил ее Ромео-31 Он так и стоял рядом с ней на коленях, пока приступ не закончился Ромео-31 держал ее за руки и разговаривал спокойным, размеренным тоном Он напомнил ей, что они едут на Магливи И что это одно из самых безопасных средств передвижения на Марсе И что рядом с ней находятся друзья Постепенно его слова и физический контакт с ним успокоили Далю до такой степени Что ее дыхание выровнялось, а пульс, хоть и остался немного учащенным Уже не напоминал автоматную очередь «Спасибо тебе!» — сказала Даля, рукавом вытирая слезы «Я чувствую себя такой глупой, я понимаю, что мы движемся по тоннелю Но раньше у меня никогда не было клаустрофобии и боязни темноты Все это появилось после неудачного испытания в личной кузнице Зетты», — заметил Зуши «Да, мне кажется, именно тогда», — подтвердила Даля «Возможно, ты ощущаешь его страх», — произнесла Северина, и все повернулись в ее сторону «Чей страх?» — переспросил Какстон «Ну того, кто погребен в недрах лабиринта ночи», — пояснила Северина, немного смущенная всеобщим вниманием «Она ведь говорила, что ощущает с ним мысленную связь, не так ли?» «Не знаю, как вы, а я бы не хотела оставаться под землей после того, как на мгновение увидела мир наверху Я бы тоже не захотела возвращаться в темноту» «В словах Северина что-то есть», — заметил Какстон «Как ты думаешь далее?» Далее, не желая возвращаться к этому вопросу, сразу после приступа паники, коротко кивнула «Возможно...» «Нет, я в самом деле считаю, что Северина права», — настаивал Какстон «Я имею в виду...» «Хватит», — прервал его Ромю-31 «Подожди, пока мы не выберемся из тоннеля Зуши, сколько нам еще ехать?» Зуши поспешно подключился к бортовому кагитатору И его взгляд затуманился от хлынувшего потока информации Ромю-31 тем временем снова повернулся к Далее, и она улыбнулась «Спасибо!» — еще раз поблагодарила она Он наклонил голову, и хотя она не могла видеть его лица, Далее поняла, что протектор улыбается в ответ «Ну как?» — самым беспечным тоном, на какой она была способна, спросила Далее «Сколько времени мы еще пробудем в тоннеле, Зуши?» Зуши нахмурился и, приподняв руки, стал перебирать гололитические странички информации, которую видел только он сам «Я чего-то не понимаю», — сказал он «Судя по донесению сервитора-водителя, мы замедляем ход» «Замедляем? Почему?» — встревоженно спросил Ромю-31 Далее заметила, что его ауспик приступил к работе «Вот, посмотрите сами», — ответил Зуши, снова проецируя на оконное стекло вид тоннеля спикт-камеры «Впереди что-то есть» Они посмотрели, и там действительно что-то было Навстречу останавливающемуся Маглеву По дну тоннеля катилась странная машина Похожая на огромного робота Со сферическим корпусом, поставленным на мощные гусеницы По обоим сторонам торчали две конечности А над плечами в воздухе развивались гибкие Оружейные механодридниты Самого устрашающего вида В центре корпуса вспыхнули Желтым светом три округлых выступа И на глазах у изумленных друзей Мощные руки поднялись вертикально вверх К тому моменту, когда Маглев окончательно остановился Все, кто находился в купе, поняли Что вместо рук у машины огромное орудие Даже при не слишком четком изображении Передаваемом спикт-камеры Далее заметила странность и уникальность Электрического поля машины Она обратилась к той части мозга Которую адепт Зета называла внутренним каналом в эфир И попыталась установить контакт с машиной Сразу же ощутив жар ее реактора И липкую паутину мрачного и злобного сознания Каба — это его имя В течение краткого мига контакта Она прочла историю создания машины И убийства ее бывшего друга Адепта по имени Палан Травошоль После его смерти в полной мере Проявилась кровожадная натура машины И изначальное зло, которым магистры Пропитали искусственно созданный разум Трансформировалось в устрашающую жажду убийства «Это боевой робот?» — спросил Какстон «Больше, чем робот» — открыв глаза, ответила Даля «И гораздо страшнее» — «Что?» — «Это думающая машина» — Прошептала Даля, еще не вполне оправившись От контакта с извращенным разумом Подчиненным одной ужасной цели «Это искусственный интеллект, зараженный величайшим злом» «Злом?» — «Какая чепуха!» — воскликнул Зуши «Что могут машины знать о зле?» «А что ей надо?» — спросила Северина Даля с нескрываемым ужасом взглянула на Ромью 31 «Она пришла, чтобы убить меня» Машина Каба открыла огонь И кабина водителя разлетелась на мелкие части Под яростным шквалом лазерных импульсов и плазменных снарядов Темноту тоннеля разогнали рвущиеся из разбитых батарей языки огня Ромью 31, схватив Далю, сорвал ее с сиденья Машина двинулась вперед Орудия, окруженные орелом белого пламени Методично уничтожали вагон за вагоном Выстрелы мощных орудий, рассчитанных на то, чтобы пробивать броню танков И пустотные щиты титанов, легко пронзали тонкие стены Маглева Какстана, Северину и Зуши не надо было подгонять И они в ужасе стремглав бросились вслед за протектором Снаружи стоял оглушительный шум Глухие удары взрывных волн чередовались с шипением и свистом лазерных лучей Гром тяжелых снарядов и виск отлетавших рикошетом осколков Эхом отражались от стен тоннеля Маглев, охваченный многочисленными пожарами, вздрагивал, как раненое животное Невдалеке раздались вопли перепуганных пассажиров, уже попавших под обстрел Коридор был заполнен людьми Все кричали и толкались, отчаянно стараясь убежать от приближающейся машины убийцы Ромео-31, держа Дарью на руках, врезался в толпу И стал пробивать дорогу к задней части Маглева «С дороги!» — взрывел он, придавая бинарному наречию самую воинственную тональность Врожденное почтение к протектору-механикум оказалось настолько сильным, что большинство людей подчинились его приказу И Ромео-31, держа перед собой боевой посох, устремился по коридору к аварийному выходу Далее оглянулась через плечо протектора Охваченные паникой люди, стремясь выбраться наружу, колотили по окнам кулаками, огнетушителями и всем, что попадалось под руку За дверью в передней части коридора полыхал огонь и поднимались клубы дыма «Скорее!» — закричала Северина «Ради любви амнисии! Скорее!» Ослепительно белое копье плазмы ворвалось в вагон, пройдя сквозь стекло и металл с легкостью лазерного резака В одно мгновение тела десятка пассажиров оказались разрезанными пополам И далее всхлипывало, ощутив запах вскипевшей крови и обуглившейся плоти «Ложись!» — крикнул Ромео-31 Он швырнул Далию и Какстона на пол Северина поспешила последовать их примеру Азуший и так из-за давки уже упал на колени Раскаленный луч метнулся по коридору, убивая всех на своем пути Далее в немом ужасе смотрело Как на пол градом падают отрезанные руки, головы и куски тел Смертоносный луч прошел поверху И рядом с Далией на пол упало несколько капель расплавленного металла Она перекатилась на бок, но вдруг вскрикнула от боли Когда одна из капель задела ее руку, оставив ярко-красную полоску ожога «Святые отцы!» — прошипел Зуши, падая ничком при очередном взрыве Тряхнувшим весь состав от начала до конца Под общий крик скрежет разрываемого металла и треск искрящих проводов Вагон подпрыгнул Далее только успела приподняться на четвереньки Как вдруг вагон оторвался от рамы И мир вокруг нее внезапно перевернулся Вагон рухнул на дно тоннеля И от удара взорвались все оконные стекла На людей обрушился град сверкающих осколков У Далией перехватило дыхание И она ощутила, что на глаза стекает кровь Она не могла пошевелиться, придавленная чем-то тяжелым И только сморгнула кровавые слезы Стрельба не стихала И хотя она не могла определить, насколько приблизилась машина Стробоскопические вспышки, казалось, мелькали прямо за их вагоном Далее попыталась освободиться от предмета, прижавшего ее к потолку Где теперь верх и где низ И криков больше не слышно Неужели машина Каба убила всех? Поперек ее туловища лежало тело мужчины Или, по крайней мере, его половина Далее невольно вскрикнуло Изо всех сил оттолкнув его Металл под ней, потолок Теперь она была совершенно в этом уверена Стал теплым и липким от крови Весь коридор был завален грудами человеческих останков Металлический запах крови бил в ноздри И Далее не могла припомнить более отталкивающей вони От страха, от вида множества мертвых тел От мыслей, что их удивительное путешествие так быстро подошло к кровавому концу Ее стошнило Несмотря на слабость и запах смерти Далее решила разыскать в этом хаосе своих друзей Ромео 31 с обломком искореженного металла в плече Лежал дальше по коридору Его биометрические показатели неустойчиво мигали Но протектор был жив Зуши лежал в груди тел Его лицо сплошь покрывало пленка крови Но его собственный или чужой Далее определить не могла Какстон оказался совсем рядом Его придавила сорвавшаяся металлическая дверь Глаза его были открыты А с окровавленных губ срывался тихий жалобный стон Северину придавил сорвавшийся со стены автомат по выдаче пищи И одна рука у нее вывернулась под неестественным углом Она лежала с закрытыми глазами Но страдальческое выражение лица и частое неглубокое дыхание Подсказали Далее, что подруга жива В вагоне повисла тишина Никто уже не толкался и не пытался выбраться И единственным источником света оказались чудом уцелевшие Светящиеся сферы, горевшие в пол силы После ужасной какафонии разрушения и смерти Тишина не только не успокаивала Далию А наоборот пугала Она стала пробираться к уровню 31 Но протектор, заметив ее усилия Покачал головой и приложил палец К почерневшей ротовой щели своего шлема Сначала Далее ничего не поняла А потом она услышала На фоне треска и звона падающих осколков Она ощутила передающуюся по полу вибрацию тяжелой машины Крушившие тела и обломки Маглева своими гусеницами Далее потянувшись выглянула через разбитое окно в хрупкую темноту тоннеля И едва удержалась от крика, увидев шарообразный силуэт разумной машины Приближавшийся к тому месту, где лежал их вагон Она почувствовала холодящий кровь гнет ее мысли Отыскивающие среди обломков признаки жизни И услышала стук автозагрузчика, пополняющего заряды орудий С каждым ударом сердца она приближалась к их вагону И через несколько мгновений ауспики засекут их присутствие И тогда машина убьет их Принцепс Кавалерио закончил обработку информации Поступающей в его резервуар со скоростью 6000 пакетов данных в секунду После нашествия скраб-кода Марсианские информационные сети Постепенно возвращались к нормальному режиму работы Благодаря усилиям скрабберов и магасов про банди На всей красной планете наконец-то наладилась связь И восстановились информационные потоки Свежие донесения, петиции и мольбы о помощи Из ближайших и отдаленных кузнец Поступали к Аскрийской горе по Воксу Через ноосферу и по оптоволоконным линиям Все это не сулило механикум ничего хорошего Кавалерио позволил своим мыслям Свободно плавать в царстве жидкой информации Текущей вокруг него и через него Увидев над собой лицо Агаты Он из режима обзора переключился на реальность Его ассистентка прочла биометрические данные На информационном планшете Прикрепленном сбоку к стенке резервуара Удовлетворенно кивнула и незаметно удалилась Кавалерио огляделся Оценивая окружающую обстановку через мультисвязь Его резервуар был водружен на почетное место В палате первых И на постаменте перед величественной фигурой Деус Тимпестус Первой божественной машины Легио Рядом с ним, ожидая приказа Приступать к военным действиям Стоял принцепс Шарак Хотя Шарак согласно правилам Стал исполняющим обязанности старшего принцепса Он понимал, что приказ о выступлении Должен исходить от повелителя бурь И не возражал против этого Позади Шарака собрались его братья по легиону И каждый с нетерпением ожидал решения кавалерио Принцепс Сузак, хмурый охотник, командующий владыкой войны по имени Фарсида Гастатус Бесстрастно смотрел прямо перед собой Тогда как принцепс Мордант С разбойника Аркадия Фортис Напряженно замер Словно сделавший стойку боевой пес Командиры гонщих Базак с Вульпус Рекс Касим с Рапторией И лам с Аструс Люкс Ходили взад и вперед, как волки в клетке И их устрашающая мощь Порадовала кавалерио Повелитель бурь Обратился к нему Шарак Принцепсы собрались согласно твоему приказанию Спасибо, Келл, сказал кавалерио А затем включил усиление аугмиттеров Чтобы обратиться ко всем принципсам Легио Тимпестус Я понимаю, что вы все ждете от меня приказа приступить к военным действиям Но прежде чем я озвучу свое решение Мы должны понять, какими будут последствия Я много размышлял над этим Поскольку один неверный шаг может привести к непредсказуемым бедствиям В кузницах Марса разгораются пожары раскола И междоусобная жестокость захлестнула наш домашний мир с яростью эпидемии До сих пор проявление жестокости наблюдалось только в среде механикумов Ни один из Легио Титаникус еще не предпринимал враждебных действий Но все мы понимаем, что это лишь вопрос времени Он видел в их взглядах нетерпеливое желание вступить в бой И, гордясь их отвагой, был опечален готовностью принципсов сражаться против своих собратьев Прежде чем вы кинетесь к своим машинам, джентльмены Позвольте прояснить один момент Если начнется война внутри Легио Титаникус, пути назад уже не будет Пламя гражданской войны угаснет только после полного уничтожения одной из сторон Я всегда старался удержать Легио в стороне От вероломных хитростей политиканства Я уверен, что Легио Титаникус должен придерживаться истинных воинских идеалов Оставаясь верным одному лишь империуму А не служить инструментом воли политиков Но сегодня Марс переживает самый мрачный кризис в своей долгой и славной истории И настоящие воины не могут оставаться в стороне Они должны действовать Они должны решительно встать на пути агрессии и защитить своих союзников Кавалерио помолчал, давая возможность братьям по оружию осознать услышанное Мысль о том, что Легио будут сражаться друг против друга Вызывает во мне сильнейшее негодование Но я был бы глупцом, если бы верил, что такой момент не настанет Он уже настал, вставил принцип Смордант Мортис рвется в бой Верно согласился Кавалерио Откровенно провокационное нарушение границ Аскрийской горы Было ничем иным, как попыткой развязать сражение Которое нам не выиграть Возмущенный хор возражений он успокоил резкой тирадой бинарного кода Ваша смелость и вера друг в друга меня восхищает Но в том бою мы бы все погибли Что ты предлагаешь, повелитель Бурь? Воскликнул принцип Сузак Неужели мы наступим на горло собственной гордости И будем наблюдать, как Марс разрывается на части? Мы же гаранты стабильности Так используй нашу силу Нет, Влад Мы не наступим на горло своей гордости Ответил Кавалерио Легио Тимпестус примет бой ради защиты идеалов На которых стоит наш мир Наша ярость падет на врагов Марса И мы все, вместе с огнем и кровью Очистим от них Красную планету Ты собираешься идти с нами? Удивился принцип Скасим Но как? Техножрецы сказали, что не в состоянии восстановить Викторикс Магна Это мне известно, Зафир И все же я пойду с вами Заявил Кавалерио Я буду сражаться с вами плечом к плечу И пойду в свой последний бой так, как давно мечтал С первой божественной машиной нашего легиона Я стану единым целым с Деус Тимпестус Принцип Шарак выступил вперед Итак, слово сказано Слово сказано, подтвердил Кавалерио Кимпестус вступает в войну Страшная машина замедлила ход Далее слышала гортанное ворчание ее силовых узлов И шипение гидравлики Чувствовала шипящий жар ее электрического поля До нее доносился запах дыма Висящий в воздухе после стрельбы А во рту остался привкус озона от плазменных разрядов Все ее чувства невероятно обострились И она с трудом сдерживала крик при виде размолотых человеческих останков Прилипших к массивным гусеницам Ромео 31 потянулся за своим посохом Но далее понимала, что это оружие не сможет защитить их от грозной машины Какстон, Северина и Зуши дрожали от страха Они слишком сильно пострадали, чтобы двигаться И были так напуганы, что едва осмеливались дышать Кровь из рассеченной брови капала ей на руку И далее моргнула, чтобы стряхнуть еще одну каплю, образовавшуюся навеки Прямо перед ее носом срывались осколки оконного стекла И тихонько звенели, ударяясь о землю Страх сковал ее тело и не давал дышать Руки и ноги окоченели Она не могла сосредоточиться И мысль о том, что она сейчас погибнет Казалась не только ужасной, но и до смешного невероятной Она не хотела умирать Великий трон, она не хочет умирать Оглянувшись на Какстон и остальных Даля почувствовала себя виноватой в том, что притащила их сюда И ради чего? Ради какой-то неподтвержденной теории о древнем существе Погребенном в недрах Марса Даля едва не рассмеялась над собственной глупостью Она вспомнила произведения, которые прочла и переписала Теперь у нее не будет шансов увидеть эти чудеса Океаны Лайрана, величественные скалы Чара Планету-крепость Ая Она не увидит миллионы удивительных вещей Которые ежедневно встречают экспедиционные флотилии Она ничего не узнает о карнавале света на Сароше Не услышит рассказов очевидцев о победе на планете убийца Или о разгроме гильдии ведьмаков А еще сочинений Джека Наполя Она не увидит будущих картин Лилан Дороже и скульптур Остина Деллафура И не прочтет новых поэм Игнация Каркази Которые, несмотря на некоторую помпезность, ей очень нравились Нет, так умирать нельзя И все ее существо восстало против несправедливой судьбы, приведшей их к этому моменту Она закрыла глаза перед лицом новой угрозы Страх темноты полностью рассеялся А страстное желание жить заглушило возражение разума и открыло путь к эфиру Даля почувствовала, как ее мысль вырвалась за пределы тела Как и в том случае, когда она поняла устройство трона чтеца Акаши Но на этот раз она видела дальше и отчетливее, чем раньше И в этот раз она увидела сердце машины Каба Контакт продлился меньше мгновения Но и за этот миг Даля опознала сущность ее бытия Перед ней снова возникли золотые линии, сплетенные в мерцающую паутину И каждая нить была ответом на вопрос, который она еще не успела задать В этом царстве чувств она увидела свет разума машины Кабы Грязный, тусклый свет искусственно созданных синапсов и нейронов Ауспик машины скользил по руинам, словно стая голодных пауков И когда она ощутила на своей коже миллионы невидимых лапок Все тело мгновенно покрылось гусиной кожей Машина принюхалась, как падальщик, обнаруживший лакомый кусочек Мысленный взор Далии проник в пылающий центр машинного сознания И она поразилась хитроумным схемам и грандиозному масштабу работы А еще бесконечному терпению, которое потребовалось от творцов удивительного устройства Для создания машины Каба был применен безукоризненный сплав органических и искусственных компонентов А еще гений Луки Хрома, адепта, имя которого она могла прочесть каждой грани великолепного плана Она удивлялась чуду, созданному Хромом, и ужасалась предназначенной ему цели Создатели машины заставили ее убить человека, которого Каба считал своим другом А потом подвергли воздействию таких мрачных и ужасных сил Что сознание Далии содрогалось от их извращенного зла Память машины содержала чувства и эмоции недавно созданного существа Слишком неопытного, чтобы знать, как недобросовестные умы могут ими манипулировать В центре его сознания огромным пауком угнездилась извращенная жестокость Распространяющаяся раковой опухолью на все, до чего могла дотянуться Создание искусственного разума было запрещено еще в давно забытые времена И нарушение запрета только ради убийства показалось далее типичным для испорченного человеческого разума Эта машина могла думать, и первым ее самостоятельным поступком стало убийство Что же тогда говорить о ее создателях? Но при всей своей разумности это была всего лишь машина И ее поведение ограничивалось основными принципами машин Она собирала информацию теми же способами, что и любое другое разумное существо А потому ее можно было обмануть В запутанных и тусклых нитях ее сознания было нелегко разобраться Но далее удалось определить нейронные пути и области машинного мозга Которые отвечали за восприятие окружающего мира Внутреннее понимание далее помогло ей блокировать способность машины Правильно воспринимать сигналы ауспека И хотя прибор явно обнаружил ее и ее друзей Этот сигнал не поступил в центр активной деятельности Машина, словно почуяв неладное, снова запустила луч сканера в разгромленный коридор вагона Даля ощутила ее замешательство Машина знает, что мы здесь, подумала она И будет продолжать поиски, пока не обнаружит цель Еще одним усилием мысли Даля создала источник сигнала в другом конце Маглева И сразу ощутила жестокое ликование прицельной системы Обнаружившей ложную мишень Снова раздался оглушительный грохот стрельбы И разбитый Маглев вздрогнул от ударов и взрывов Лазерные лучи и тяжелые снаряды поразили дальний вагон И уничтожили уже мертвые тела Как только грохот взрывов затих, Даля позволила искусственно созданным источникам мигнуть и пропасть окончательно Ответной реакцией машины стала злобная радость В ее разуме возникло видение окровавленного бронзового трона, стоящего на груди черепов Вскоре Ауспик снова начал обшаривать обломки Маглева И далее, вторично перекрыв каналы восприятия, почувствовала разочарование машины Которая пришла к заключению, что в тоннеле уничтожено все живое Машина сочла свое задание выполненным И плавно развернувшись на месте, стала удаляться к противоположному концу тоннеля Далее успела еще отследить зашифрованное сообщение о совершенных убийствах Отправленная машиной ее хозяевам в Мондус Гамма и на гору Олимп Она продолжала подавлять восприятие машины, пока Маглев не остался вне зоны действия Ауспика И только тогда перевела дыхание и открыла глаза Перед ее взором снова начал проявляться разгромленный вагон И пока мозг приспосабливался к резкому переходу из царства мысли в мир реальности У Далее внутри все переворачивалось Но она не смогла вынести картины последствий нападения машины Кругом виднелись кровь, обгорелый пластик, сожженная плоть и множество трупов Далее узатошнило Она задыхалась, кашляла и плевалась, пока ее разум окончательно не смирился с реальностью Тогда послышались приглушенные и удивленные голоса друзей И Далее улыбнулась, несмотря на резкую, пульсирующую головную боль Она ушла, раздался голос Зуши Я не могу в это поверить, сказал Какстон, не в силах скрыть истерические нотки в голосе Спасибо Арису, жалобно всхликнула Северина Помогите мне, пожалуйста, выбраться У меня сломана рука Далее, окликнул Ромео 31 Ты в порядке? Не совсем, через силу усмехнулась она Но я жива, хотя и не рассчитывала на это еще несколько минут назад Ты можешь двигаться? Да, только дайте мне несколько минут У нас нет ни минуты, сказал Ромео 31 Надо выбираться отсюда, а то она может вернуться Она не вернется, заверила его Далее Она думает, что мы мертвы И будет в этом уверена еще некоторое время Все равно надо уходить, пока она не заметила свою ошибку Настаивал Ромео 31 Зашифрованное послание машины Каба Застегло Кельбор Хала в верхнем ярусе горы Олимп Он выглянул наружу И, зная, что скоро ландшафт Марса сменится новой удивительной картиной Решил воспользоваться возможностью, чтобы запечатлеть в памяти Открывающийся из башни пейзаж Бурлящая в хранилище Моравица мощность действовала опьяняющей И каждый день приносил новые чудеса А он и его друзья, темный механикум Этот термин придумал Мельгатор Находили все новые и новые способы воплотить их в металле и плоти новых созданий Оружие, сервиторы, претарианцы, транспортные средства Все насыщалось новой силой, и она придавала им новые устрашающие формы Первобытно прекрасные в своей божественной и жестокой красоте Чудовищные разрушительные машины, которым предстояло стать предвестниками новой власти в галактике Уже создавались на горе Олимп И в кузницах тех адептов и магасов Которые присягнули на верность делу Хоруса Луперкаля Ради осуществления грандиозных замыслов И возрождения Марса на фабриках и заводах Трудились миллиарды рабочих И изменения происходили в каждом Кто хоть мельком прикоснулся к выпущенным на свободу силам На сумрачных магистралях горы Олимп раздавались бесконечные восхваления И толпы фанатиков выискивали и хватали тех, кто не приветствовал приход новой эры А их кровь питала новые машины Медные колокола звенели без устали И даже в завовании сирен слышалась божественная мощь скраб-кода В его кузнице уже произошли колоссальные изменения И Кельборхал знал, что их деяния войдут в историю механику, как начало возрождения Он отвернулся от бронированного стекла обзорной башни И окинул взглядом своих последователей Перед ним в почтительном молчании стояли регул, мельгатор, урцы злобны А также мерцали гололитические образы Луки Хрома и Принцепса Камула В их аугметике он ясно различал вибрирующие цепочки скраб-кода Кельборхал кивнул Луке Хрому Далее Кефера мертва Твоя думающая машина, как и техножрица Ассасин Снова показала себя с наилучшей стороны Хром коротким наклоном головы поблагодарил за комплимент «Значит, время пришло?» — спросил Принцепс Камул «Моим машинам не терпится уничтожить Магмагород» Похожий на медведя старший Принцепс Легио Мортис Был одет в черные, как сажа доспехи И в его электрическом поле Кельборхал заметил волны, усиленные варпом агрессии «Да», — сказал он, — время пришло «Пошли известия об этом командирам дружественных легионов Камул Пусть выводят свои машины и крушат наших врагов Все будет сделано», — заверил его Камул Кельборхал обратился к своим собратьям, темным механикумам «Это великий день, мои верные помощники Запомните его навсегда», — сказал генерал-фабрикатор «В этот день Марс, а вместе с ним и все миры кузницы Сбросят ермо тирании императора «Выводите свои армии, и пусть пески нашей планеты покраснеют от крови» Начало механикум 3.01 Позже в истории будет записано, что первый удар в гражданской войне на Марсе Был нанесен по кузнице Магоса Матфея Кефра Расположенной в районе Собейского залива, в кратере Медлера Титаны Легио Магна появились из южного района Земляное И в считанные минуты разбили ворота его кузницы Ревущие машины, раскрашенные в красный, оранжевый, желтый и черный цвета Увенчанные пылающими рогатыми черепами Словно одержимые носились между высокими склонами кратера Истребляя все живое и уничтожая огнем орудий результаты тысячелетних научных трудов Неописуемая бойня продолжалась до самой ночи Пока не сгорели последние книги огромнейшей библиотеки И оружейные мастерские не превратились в груды обгорелого шлака И все это время не смолкали военные трубы Легио Магна Издававшие пронзительные вопли, похожие на крики воинственных дикарей Дальше к северу, в земле Аравия Огромные машиностроительные заводы в кратере Кассини Принадлежащие верховному магусу Ахатепу Подверглись обстрелу сотни атомных ракет Запущенных из секретных шахт Расположенных среди разрозненных пиков столовых гор Ниласирта Взрывы запрещенного оружия наполнили кратер шириной 415 метров клубами бушующего ядерного пламени И подняли подкрашенный, потревоженный магмой ядерный гриб на 70 километров в небо А вдоль границы между лунным болотом и Аркадией жаркие споры переросли в настоящую войну Когда Принцепс Ульрих из Ловчих Смерти бросил свои машины в атаку на крепость Стрел Смерти Которыми командовал Максин Вледик Захваченные врасплох Стрелы Смерти за первый же час сражения лишились 19 машин И только потом отступили на ледяные просторы моря Борея А затем нашли укрытие среди дюн Олимпии Их призывы о помощи остались без ответа Поскольку огненный шторм войны охватил уже всю Красную планету В долине Атабаско среди каплевидных холмов Образовавшихся во время чудовищного наводнения древних веков Боевые машины Легио Игнатум и Горящих Звезд сошлись в беспощадном бою Ни одна сторона не могла добиться победы Сражение длилось всю ночь А под утро оба легиона отошли зализывать раны Орды извращенных скитариев и преобразованных в орудие отвратительных сервиторов Вырвались из субульев борозд гиганта И бросились в атаку на кузницу и пловиена Максимала Отряды охранников Максимала, ожидавшие нападения, отбили первые атаки атакующих Но уже через несколько часов кузница была окружена И с тех пор находилась под постоянным огнем извращенных ординатов И огромных осадных машин До неузнаваемости измененных вооруженных мастерских генерал-фабрикатора Самые большие человеческие потери произошли в районе озера Йемен Когда ледниковые кузницы адепта Руана Вильнара Подверглись удару взрывающихся в воздухе ракет Начиненных мутировавшим штаммом пожирателя жизни Ненасытный вирус перескакивал от одной жертвы к другой Распространяясь во всех направлениях И уже в первые минуты после взрыва В результате прямого контакта уничтожил десятки тысяч людей За три следующих часа вирус так размножился в воздухе Что истребил миллионное население Проживающее в районе столовых гор Дейтеренол И благодаря чудовищной варп-мутации Распространился по тактильным сетям Заражая даже тех, кто чувствовал себя в безопасности За герметичными барьерами Семь часов спустя к тому моменту Когда злосчастный вирус пожрал самого себя В окрестностях озера Йемен Не осталось ни одной живой души И разлагающиеся останки 14 миллионов тел Замерзли там, где упали В глубоком кратере Гершаля Что в Теренском море В кровавой беспорядочной стычке Сошлись 900 тысяч скитариев и протекторов И сражение продолжалось 9 часов без перерыва Пока не погибли почти все его участники В этом бою не было ни победителя Ни определенной цели Но обе группировки истощали свои силы В бессмысленной кровавой мясорубке Не решаясь отступить И сражения возникали не только на поверхности Марса Железное кольцо, гигантские верфи Опоясывающие красную планету Мерцающим серебряным венцом Покрылось цепочкой взрывов Из-за внезапно вспыхнувших боев Приверженцы Терры и те, кто присягнул Олимпу и Хоросу Луперкалю Сражались между собой с яростью безумных фанатиков Корабли линейного флота Солар покинули гавань А суда механиком обстреливали друг друга из всех орудий Не думая ни о тактике, ни о выживании Из пробоин в корпусах вырывались облака газов Сыпались тела Обломки кораблей огненными стрелами пронзали атмосферу Объятый пламенем механиком Глориам Лишившийся двигателей в бою против нескольких фрегатов Преодолел плотные слои атмосферы И понесся к поверхности Марса Наблюдающие за его падением технотеологи Собравшиеся в базилике благословенного алгоритма В столовых горах Кедонии Сочли это за проявление гнева бога машин И с поднятыми механодриднитами и манипуляторами Стали молиться об умиротворении Призыв покончить жестокостью И вернуться к спокойствию Транслируемый каждым каналом связи Прокатился по всему Марсу Но рухнувший на базилику механиком Глориам Прервал передачу В одно мгновение уничтожив Огромный комплекс храмов, часовин и гробниц Ударная волна Распространившаяся на миллионы квадратных километров Истребила миллиарды правоверных жрецов И последний призыв прислушаться голосу разума Был погребен в только что образовавшемся кратере По всему Марсу в каждом регионе, где стояли сооружения механикум Древнейший орден уничтожал сам себя в кровавой борьбе Более жестокой, чем любые нашествия чуждых рас Повсюду горели бесценные библиотеки Обезумевшие толпы рвали на части адептов Чья мудрость помогала человечеству вырваться за пределы солнечной системы И кузницы, еще недавно связанные вечными договорами верности Вставали друг на друга, словно заклятые враги Поверхность планеты осыпали горящие обломки кораблей И хотя утверждали, что дождей на Марсе не бывает Небо разразилось огненным ливнем Словно сокрушаясь о беспримерной жестокости и разрушениях Далее сидела рядом с Какстоном В глубоком кресле тесного заднего отсека, найденного Карго-5 И старалась не заснуть Глядя сквозь поцарапанные стекла На разворачивающиеся пыльные просторы плата Сирия Местность была неровной, но Ромью-31 мастерски вел грузовик по скалистой равнине По другую сторону от Какстона, прижимая к груди сломанную руку, примастилась Северина Азуша занял место в кабине рядом с водителем После ухода машины Каба протектор торопливо выбрался из-под обломков Выдернул из плеча застрявший металлический пруд и быстро вытащил остальных Ромью-31 с привычной практичностью оценил полученные друзьями повреждения И заставил спрятаться в незаметном техническом тоннеле Пока Ромью-31 и Зуши обследовали задние грузовые отсеки Маглева в поисках полезных предметов Северина, не отрываясь, смотрела на Далию С выражением благоговейного восхищения И как-то потом поняла некоторого испуга «Как ты это сделала?» — спросила Северина «Как заставила машину уйти? Я думала, мы все здесь погибнем» «Так и должно было быть», — согласился Какстон «Может, она нас пропустила из-за каких-то помех? Мне это непонятно» Северина покачала головой и тотчас прикусила губу из-за вспышки боли в сломанной руке «Нет, я знаю, что это сделала Далия. Как тебе это удалось?» «Я и сама толком не поняла», — сказала Далия, прислонившись к холодной каменной стене тоннеля «Так получилось, что я увидела все устройство ее разума и поняла, как он работает Я поняла, что сделала с машиной Хром, а потом в некотором роде ослепила ее, чтобы машина нас не увидела Хром?» — удивилась Северина «Лука Хром? Это он построил думающую машину?» «Да», — подтвердила Далия «Его имя постоянно присутствовало в ее мыслях «Но зачем адепту Хрому понадобилось нас убивать?» «Не нас», — уточнил Какстон, — Далию Северина посмотрела на Далию с таким выражением, словно это она лично сломала ей руку «Далия, что ты от нас скрываешь? Почему Лука Хром решил убить тебя?» Далия и сама не знала, как убедить Северину в том, что она и сама лишь смутно представляет причины нападения «Она пожала плечами. Я могу только догадываться, но мне кажется, что это все каким-то образом связано с чтецом Акаши «Кое-кто не хочет, чтобы он был построен «Я даже подозреваю, что эти люди боятся, что мы все узнаем «Подумай сама, что если каждый может узнать все, что будет с хранителями знаний? «Знание — это власть, верно? «Что же произойдет, если они станут доступны каждому?» «Те, кто его хранят, утратят свою власть», — сказал Какстон «Это точно, — кивнула Далия, — и сейчас я больше, чем когда-либо уверена, что существо в недрах лабиринта ночи и есть ключ к созданию чтеца Акаши «Кто-то боится могущества, которое откроется после создания чтеца Акаши «И изо всех сил старается этого не допустить «И как же это связано с происходящими на Марсе несчастьями?» «Я не знаю, — ответила Далия, — правда не знаю, и боюсь одним нам не разобраться» В этот момент вернулся Ромию-31 из уши, нагруженные всевозможными полезными припасами, которые остались невостребованными в краю кратера и Красном ущелье. Здесь были и медицинские пакеты, и сухие рационы, и регенераторы воды, и дыхательные аппараты. В первую очередь пошли в ход медицинские пакеты. Все раны были тщательно продезинфицированы и перебинтованы. Но самой удачной находкой оказался перевернутый вездеход «Карго-5» — ненадежный и капризный грузовик, довольно распространенный в приграничных областях и не слишком богатых кузницах. Но с его помощью у них был шанс остаться в живых. Зуши и Ромию-31 без колебаний принялись за ремонт поврежденной гусеницы, а Какстон снял панель управления и при помощи Далии занялся ее починкой, пытаясь на скорую руку привести устройство в рабочее состояние. Вскоре Ромию-31, ворча от напряжения, приподнял грузовик, пользуясь металлической балкой Маглева в качестве рычага, а остальные закрепили исправленную гусеницу. А затем, ко всеобщей радости, Зуши удалось запустить силовую установку, и двигатель воинственно заурчал. Все найденные припасы были уложены в задний отсек, и грузовик, управляемый протектором, выбрался из темноты тоннеля на свет только что наступившего утра. Вид небесной шире доставил Далии непередаваемую радость, даже несмотря на то, что кроваво-красный рассвет и далекие отблески пожаров сулили еще большие несчастья. Пока Ромию-31 гнал грузовик вниз по неровному склону Плата-Сирия, Далия и ее друзья получили возможность впервые взглянуть на кузнечный комплекс Мондус-Гамма. Огромное производство простиралось к югу и востоку от них. Заводы ульи с дымящими и искрящими трубами, необъятные ангары оружейных складов и пылающие литейные цехи, наполняя воздух непрерывным грохотом и гулом, продолжали выпускать продукцию. Это была одна из крупнейших кузнец Марса, и ее противоположный край скрывался за горизонтом. Плотная черная пелена смога нависла над производством и жилыми поселками, словно загораживая их от любопытных взглядов. Далее рассматривала комплекс с особым интересом. Это были владения Луки Хрома, создателя машины, которая чуть не убила их. Но, несмотря ни на что, девушку наполняла энергия. Было ли это последствием недавней встречи со смертью, или оживление вызвали иные причины, далее не знала. Она радовалась тому, что все еще жива, что все ее способности остались при ней, и ощущение грядущих открытий становилось все сильнее. Похожее настроение, казалось, овладело ее друзьями, и следующие несколько часов они наслаждались быстрой ездой по наклонному плату. Немного приободрилась даже Северина, хотя, несмотря на все старания Ромю-31, она продолжала испытывать сильную боль. Внутри грузовика царили прохлада и сырость, но это было лучше, чем нестерпимая жара и пыль снаружи. Вдали от пустыни воздух уже не был таким ядовитым, но и назвать его приятным язык не поворачивался. Часы, проведенные в дороге, быстро складывались в дни, облака пыли постоянно сопровождали грузовик, и по мере приближения к цели оптимизм далее заметно усиливался. Большую часть времени они проводили в молчании, хотя время от времени кто-то показывал на интересное сооружение или необычный пейзаж, и все оживленно обсуждали объект, пока он не скрывался за пеленой пыли. Ромю-31 тоже поглядывал на стоящую вдали кузницу, но дорога становилась все более неровной и далее ощущала растущее беспокойство протектора. В конце концов, Ромю-31 остановил машину у глубокой темной расщелины, круто уходившей вниз между двумя отвесными скалами. «Это западный вход в лабиринт ночи», — объявил он. «Ну вот мы и добрались», — воскликнула Северина. «Что дальше?» Даля осмотрела напряженные лица друзей. Они проделали огромный путь, сопровождая ее, но мрачная темнота лабиринта ночи вселила страх и сомнения в их сердца, и Даля не могла не видеть этого. «Едем дальше? Что же еще остается делать?» — спросил Какстон. «Мы прошли весь этот путь не для того, чтобы поворачивать назад. Верно, Даля?» «Верно», — ответила она, испытывая горячую благодарность за поддержку. «Меня это устраивает», — сказал Зуши. «Если не войти внутрь, поездка окажется бессмысленной». Северина молча кивнула, и Ромю тронул машину, направляя ее в наклонный тоннель, ведущий в систему каньонов. Дорога быстро шла вниз, и вскоре марсианские недра поглотили их полностью. Дневной свет остался позади, и ехать пришлось в полумраке, нарушаемом редкими рассеянными пятнами света, пробивавшегося с поверхности через трещины в скалах. Над ними громоздились многослойные каменные пласты, и далее вдруг показалось, что через зияющую, незаживающую рану они спускаются все ниже и ниже, к самому сердцу планеты. При виде такого количества трупов, Мавин едва сдержал ярость. Тоннель был буквально устлан телами, разрезанными на части или придавленными обломками Маглева. Сдвоенный прожектор Эквитас Беллун частично разгонял темноту тоннеля и освещал запыленный корпус Пакс Мортис. «Ну как, ты все еще думаешь, что мы идем по ложному следу?» спросил он по Воксу у Крона. Боевой брат ответил не сразу. И в его молчании Мавин ощутил гнев, вызванный открывшейся картиной. Маглев не просто подвергся атаке, он был уничтожен полностью. Орудия невиданной мощи разбили каждый вагон и уничтожили все живое. «В свете происходящего на Марсе и даже за его пределами должен признать, что я было начал раскаиваться в решении последовать за тобой, признался Крон. «Но теперь не жалею, брат. Чем бы ни была эта машина, она должна быть уничтожена. Она не остановится». Мавин кивнул, хотя, по правде говоря, он и сам уже стал сомневаться в инстинкте своего рыцаря, увлекавшего их все дальше и дальше в пустыню. Но после нескольких дней бесплодных поисков его ауспик с шипением и свистом выдал знакомый паукообразный сгусток электромагнитной энергии, свидетельствующий о приближении к цели. Глубокая борозда, оставленная грузовиком старателя, была почти полностью стерта налетевшим штормом. Но Эквитус Беллум почуял след своего врага, виновного в уничтожении машины. А вскоре ауспик рыцаря уловил и остаточное тепло реактора, признаки пустотных щитов и оружия. И тогда Мавин, по болезненному толчку, передавшемуся через мультисвязь, почувствовал настойчивое желание перевалить через хребет, отделявший горы Форсида от плата Сирия. Затем они обнаружили заполненный трупами тоннель, свидетельство о бессмысленной бойне. Но мультисвязь побуждала продолжать путь. «Почему никто не пришел к ним на помощь?» удивился Мавин. «Почему их бросили на произвол судьбы?» «На Марсе нынче и без того хватает проблем», ответил Крон. «Ты же слышал донесения? Это гражданская война!» В голосе друга Мавин уловил и тревожное предупреждение, соответствующее смятению в его собственных мыслях. Все каналы были переполнены миллионами возбужденных голосов, воинственными призывами, мольбами о помощи и просто полными ненависть и воплями. Марсианские кузницы, плечом к плечу выстоявшие в темные века и пережившие немало бурь, теперь истребляли друг друга, чего не случалось даже в эпоху Древней Ночи. Долг перед Орденом повелевал оставить предпринятое путешествие и как можно скорее присоединиться к своим братьям для защиты магма города. Но честь не позволяла прервать странствие, пока не достигнута его цель. Мавин снова ощутил через мультисвязь энергичный порыв Эквита с Беллум и оставил все свои сомнения. «Машина где-то недалеко», — сказал он. «Я чувствую ее приближение». «Тогда в путь», — призвал Крон, поворачивая в сторону плата Сирии. «Чем быстрее мы ее уничтожим, тем быстрее сможем воссоединиться с братьями». Карго-5 катился все дальше по глубоким каньонам лабиринта ночи. Как будто темнота заманивала его, словно хищник добычу. Похолодало, и маломощный обогреватель грузовика уже давно не справлялся. Но все же это было лучше, чем пыльная жара плата Сирии, и никто пока не жаловался. Чем глубже они спускались, тем холоднее становился воздух, и дыхание замерзало на стеклах причудливыми узорами, чего никто из друзей прежде не видел. «Ромео-31» даже пришлось перенаправить часть энергии на обогреватель, чтобы оттаяло переднее стекло, иначе он не видел дороги. Передние фары Карго-5 постоянно мигали и не могли рассеять темноту. А после отказа регенератора воздух в кабине стал душным и спертым. Проходили часы, от дороги не осталось и следа, но дно в расщелине было достаточно ровным, и Карго-5 продолжал наматывать километр за километром. По пути им встречались ответвления каньонов, и каждый раз далее показывала нужное направление кивком или жестом, словно боясь нарушить царившую в лабиринте ночи мрачную тишину. Никто не спрашивал, откуда она знает, куда ехать. Из-за масляного вокс-передатчика слышался непрерывный треск помех. Из уши протянул руку, чтобы его выключить, но затем с озадаченным видом оглянулся. Странно, он и не был включен. Вот и милицина говорила, что адепты не оставались надолго в этой местности из-за технических проблем, заметил Какстон. Он произнес эту фразу довольно легкомысленным тоном, но общая растерянность только усилилась. Со временем им пришлось столкнуться и с другими капризами механики, а после двух первых дней, проведенных в темноте, они даже не могли следить за ходом времени, поскольку все хронометры одновременно вышли из строя. Спустя несколько часов, когда машина спускалась в еще более глубокий каньон, куда не проникал солнечный свет, внутреннее освещение кабины внезапно ярко вспыхнуло и погасло. Темнота окутала их со всех сторон, и далее показалось, что на них набросили черный плащ, а из теней следят черные призраки. Каждый из друзей ощущал на себе взгляды тысячи глаз, волосы на затылке шевелились, предупреждая об опасности. За время их путешествия двигатель несколько раз чихал и глох, и каждый раз возвращался к жизни усилиями все более раздраженного и нервничающего Какстона. Несмотря на проблемы с техникой, несмотря на опасения, испытываемые всеми в этой темноте, Даля с каждым километром чувствовала, как нарастает возбуждение. Они давно не видели дневного света, и ничто не указывало на то, что цель близка. Но Даля с уверенностью фанатика могла сказать, что им осталось спускаться совсем немного. Она не имела ни малейшего представления, насколько они углубились в лабиринт ночи. Глубиномер вышел из строя еще накануне, или где они оказались относительно других объектов Марса. Но усиливающаяся боль в затылке безошибочно подтверждала, что путешествие подходит к концу. Двигатель снова заглох, и далее услышала, как ворчит Какстон, готовясь выйти в холод и темноту, чтобы снова оживить его. Но Ромео-31 покачал головой. «Можешь не стараться, батареи пусты. Что же мы теперь будем делать?» Пронзительным от страха голосом спросила Северина. «Все в порядке», сказала Даля. Она нагнулась и протерла лобовое стекло ладонью. «Смотрите». Перед затихшим грузовиком возвышалась отвесная скала, сверкающая, будто усыпанная вкраплениями кварца. Но Даля сразу поняла, что это необычный камень. Его поверхность была гладкой, словно расплавленное стекло, и от стены исходило слабое сияние. За тысячелетия части скалы откололись, открыв темный вход, уходивший вглубь, а из него выплывали струйки странного тумана, как будто от геотермального источника. «Дыхание дракона», сказала Даля. «Мы добрались». Территория Химадри окружала высокую полую вершину Гималазии, в венце Терры. Великолепный зал был облицован блестящим черным рамором с золотыми, красными и голубыми прожилками, а под поднятой на километр сводчатой крышей развивались тысячи почетных знамен. Сквозь высокие окна, куда вполне могли бы пройти сразу два титана класса владыка войны, в огромный зал проникали лучи холодного света, придававшие особую яркость черно-белым плитам мозаического пола. Свет падал и на величественного золотого воина, шагавшего по залу в компании седовласого человека среднего роста, в простой одежде дворцового администратора. Золотые доспехи воина-гиганта были изготовлены лучшими мастерами и украшены великолепной резьбой самых искусных художников имперских кулаков. С его плеч не спадала красная бархатная мантия, затканная бронзовыми нитями, а сверкающие белизной волосы контрастировали с золотом его брони. Лицо воина, обожженное тысячами солнц, было смуглым и обветренным и дышало непоколебимой решимостью. Спутник могучего воина казался ничем не примечательным. Его плечи уже поникли под тяжким грузом целого мира, стало совсем щедой. Следом за двумя такими разными личностями маршировал отряд из десяти вооруженных длинными палашами кустодиев в бронзовых доспехах, шлемах, украшенных алым плюмажом. Этот отряд выполнял роль почетного караула, поскольку Рогалдорн, примарх имперских кулаков, не нуждался в охране. Из всех территорий имперского дворца территория Химадри была одной из немногих, еще не превратившихся в неприступную крепость по приказу Золотого Воина. Хотя это обстоятельство служило ему не слишком большим утешением, как считал его спутник Малкадор Сигелайт, Регентеры. Перед аркой Шевалик, где в мраморе были выбиты имена десяти тысяч строителей, Малкадор заметил застывшее в глазах Дорна удивление, а еще глубже в них скрывалась печаль. «Величие и мощь императора поднимутся из пепла этой войны, подобно Фениксу», сказал Малкадор, догадавшись о безрадостных думах своего спутника. Дорн опустил взгляд и невесело усмехнулся. «Прости, я как раз подсчитывал, сколько потребуется времени, чтобы демонтировать эту арку и заменить ее укрепленными воротами». «Я понимаю», сказал Малкадор и, проходя под аркой, сцепил руки за спиной. «И сколько же на это нужно времени?» «Если будут работать мои кулаки, то можно уложиться в два дня», ответил Дорн. «Но хочется надеяться, что до этого не дойдет. Если армия предателей проникнет сюда, это уже будет поражением». «Император верит, что ты этого не допустишь». «Не допущу», согласился Дорн. Некоторое время они продолжали путь в молчании, наслаждаясь видом горных вершин на фоне голубого неба и разными диковинами, размещенными на территории Химадри. Тронным глобусом безумного короля пешкей на стали, колоннадой героев, последней летающей машиной из Рима, заключенной в стазисном поле и сотнями других чудес и трофеев времен воин-объединения. «Император и сегодня не выйдет к нам», спросил Дорн, минуя окровавленные жемчужные доспехи, сорванные с полководца Калаганна. Малкодор вздохнул. Он ожидал этого вопроса. «Нет, мой друг, он не выйдет». «Но скажи, Малкодор, почему?» возмутился Дорн. «Его империя пошатнулась, и его прекрасный сын-мерзавец втянул в войну половину галактики. Что может быть важнее этого?» «У меня нет ответа на этот вопрос, мой друг», сказал Малкодор. «Кроме слов императора, что нет ничего на свете важнее, чем его работа в подземелье дворца. Ни Хорус, ни ты, и уж, конечно, не я. Значит, мы остались одни». «Нет», возразил Малкодор, «мы не одни, и никогда не будем одни. Император может не быть рядом с нами, но он дал нам средство вести эту войну и добиваться победы. О, Хоруса, три братских легиона, а у тебя твои кулаки и тринадцать других легионов. Лучше бы их было пятнадцать», пробормотал Дорн. «Даже не думай об этом, мой друг», предостерег его Малкодор. «Они навеки потеряны для нас». «Я знаю», сказал Дорн, «и ты прав. Если брать в расчет только численное соотношение, у предателя мало шансов на победу. Но он всегда был самым хитрым и всегда умел отыскивать лазейку, до которой не додумался бы никто другой. «И ты этого боишься?» «Возможно», прошептал Дорн. «На самом деле я не знаю, чего мне бояться. И это меня тревожит». Малкодор махнул рукой в сторону мрачной черной двери в конце территории Химадри, куда они направлялись. «Возможно, магистр астротелепатика знает что-нибудь о других легионах». «Хорошо бы», сказал Дорн. «После тех жертв, которых нам стоило странствия в варп-штормах, ему бы лучше получить известие о Сангвине и Льве. И Желемане и Руси», добавил Малкодор. «Об этих я не беспокоюсь. Они смогут за себя постоять», «Но вот остальные, когда я последний раз слышал об их планах, направлялись в опасные области, и мне не нравится, что я не в состоянии с ними связаться. Мне необходимо собрать все легионы, чтобы поразить предателя в самое сердце. Ты все еще строишь планы сражения с Хорусом Луперкалем?» «После того, что он натворил наиство не три, выбора нет», ответил Дорн, едва не вздрогнув при упоминании имени его бывшего брата. «Убей голову, и тело умрет само». «Может и так, но у нас возникли проблемы ближе к дому, и с ними придется разбираться в первую очередь». «Ты говоришь о мятеже на Марсе?» «Да», подтвердил Малкодор. «Высший адепт и плувиен Максимал ежедневно докладывает мне о новых зверствах и потере знаний. Красная планета охвачена войной, а от генерал-фабрикатора нет известий. Ничего, что имело бы смысл. Боюсь, он уже не с нами». «А насколько надежен этот Максимал?» Малкодор пожал плечами. «Кого можно считать надежным в такие времена? Я давно знаю Максимала. И хотя он склонен к преувеличениям, это преданный императору адепт. И я верю, что он говорит правду. Марс охвачен мятежом. Следовательно, прежде чем вступать в войну за пределами Солнечной системы, придется наводить порядок дома. Что ты предлагаешь? Я пошлю Сигизмунда с четырьмя ротами кулаков для обеспечения безопасности кузнец Марса. Мондус Окулум и Мондус Гамма производят броню и оружие для Астартес. В первую очередь мы захватим эти две кузницы, а потом позаботимся об остальных. Сигизмунд, не слишком ли он легкомысленный для этого задания? Спросил Малкадор. Может, стоит отправить на Марс более уравновешенного командира? По лицу Дорна скользнула редкая в последнее время улыбка. Да, мой первый капитан не слишком сдержан на язык, но я пошлю с ним Камбодиаса. Он будет сдерживать Сигизмунда. Как? Это рассеет твои сомнения? Конечно, кирнул Малкадор. Ты командуешь имперскими вооруженными силами, но даже такому скромному администратору, как я, понятно, что для умиротворения Марса недостаточно четырех род Астартес. Мы можем добавить отряды имперской армии и вспомогательные подразделения, базирующиеся на Терри и спутниках Юпитера и Сатурна. А как насчет несущих слова Сора Талгрона? Нет, ответил Дорн, эти воины мне понадобятся для атаки на Истван-5. Малкадор помолчал и в одно из громадных окон посмотрел на Солнце, опускающееся за высочайшую вершину мира. «Кто бы мог поверить, что мы до этого дойдем?» посетовал он. «Никто не мог этого предвидеть», сказал Дорн, «даже император. Если мы не сумеем остановить воителя, мы лишимся результатов наших трудов за последние три столетия, мой друг. В случае неудачи все наши достижения и мечты о единстве обратятся в прах. Мы уничтожим себя собственными руками или погибнем от рук захватчиков-чужаков, поскольку не сможем оказать им достойный отпор. Значит, провала допустить нельзя», подытожил Дорн. Малкадор повернулся к примарху и взглянул в его красивое обветренное лицо. «Посылай своих воинов на Марс», рогал Дорн. «Добейся безопасности для марсианских кузнец, а потом выбей дух из хоруса Луперкаля на Истване 5». Дорн слегка наклонился вперед. «Я так и сделаю», пообещал он. 3.02 Как и предполагала адепт Зетта, воины генерал-фабрикатора действительно вернулись к магмагороду. Едва солнце, предвещая еще один день кровопролития и хаоса, поднялось над кальдерами гор Форсида, как ауспики охраны подняли тревогу, которой со страхом ожидали обитатели кузницы. К городу приближался Легио Мортис. Титаны проследовали южнее горы Павлина, вокруг отрогов Арсии, без труда разрушив высокие стены, ограждавшие склады контейнеров и подъездные пути, по которым перевозилась продукция магмагорода. Через поролом, пробитый мощными орудиями императора, прошли 13 машин, возглавляемые Аквила Игнис. Огромный император медленно и величаво двигался в окружении владык войны и разбойников, а четыре гончие сновали впереди, словно загоняющие добычу волки. Красная броня с серебряной и черной отделкой сверкала в лучах поднимающегося солнца, но к основным цветам уже был добавлен глаз Хоруса. Громогласные трубы подтверждали воинственные намерения воинов, и им вторили пронзительные всплески чудовищного скрабкода. Издали титаны были похожи на сагбенных стариков, с трудом переставлявших ноги, но в военных машинах не было и намека на слабость. Титаны создавались с единственной целью — крушить врагов человечества, а теперь они служили темным целям и темным хозяевам. Машины не обратили ни малейшего внимания на бесконечные ряды контейнеров. Они решительно двигались вперед к назначенной цели. Склад контейнеров занимал огромную территорию, а впереди маячили многочисленные производственные помещения и жилые поселения горы Арсия. Титаны и Мортис направились именно к этой плотно застроенной территории, поскольку, кроме тщательно охраняемой дороги Тифона, это был единственный путь, ведущий через лагуну Магмы к городу Адепто-Зетты. В поселках отсутствовал достаточно широкий проезд, по которому могли бы пройти Титаны, но принцип скамул и не нуждался в них. Мощные орудия вполне могли расчистить путь несколькими залпами, да и сами машины легко преодолевали подобные препятствия, сокрушая постройки своей тяжестью. Мортис ничуть не заботили миллионы рабочих, обитавших в поселках. Их целью было уничтожение Магма-города и приведение к покорности Адепто-Зетты, разгневавшей новых властителей Марса. Тысячи людей, словно муравьи, перед стадом несущихся быков, разбегались от приближающихся Титанов, но огромные машины о них не беспокоились. Следующие за ними отряды должны были позаботиться, чтобы в тылу никого не осталось. В контейнерный порт воплощением оживших кошмаров хлынули когорты модифицированных варпом скитариев в покрытой шипами броне и чудовищно увеличенных сервиторов, и от их воинственных воплей между рядами металлических контейнеров заметалось громкое эхо. Колоссальные опоры Титанов быстро перебили линии подачи топлива на посадочные площадки и сразу же загремели взрывы, а по небу словно зияющие трещины расползлись струи дыма. Из редутов и укреплений у основания жилых ульев грянул артиллерийский залп. Землю перед Титанами взметнули разрывные в первый же момент было убито несколько сотен вражеских солдат, но это число не шло ни в какое сравнение с надвигающимися ордами. Под артиллерийскими залпами вспыхнули и замерцали пустотные щиты Титанов, но для того, чтобы вывести их из строя, требовался массированный прицельный огонь, а иначе усилия защитников не приносили никаких результатов. Четыре гонщие, пригнувшись к земле и петляя под обстрелом, рванулись вперед и открыли ответную стрельбу из мегаболтеров. Один из выстрелов оказался особенно точным и гонщие пошатнулось. Несколько снарядов подряд привели к перегрузке силовой защиты, раздался оглушительный взрыв и гонщие, лишившись одной орудийной конечности, упало вперед головой, прочертило по земле борозду около 30 метров и только потом неподвижно замерло. В рядах защитников послышались торжественные крики, но наблюдавшие за боем адепты Магма-города понимали, что потеря одного Титана не остановит Легио Мортис. Принципсы оставшихся гонщих с должным уважением отнеслись к мастерству артиллеристов Магма-города. Они увеличили скорость и стали тщательнее уклоняться от огня. На защитников обрушился шквал орудийной стрельбы. Залпы осколочно-фугасных снарядов пробивали всезащитные барьеры, кроме самых мощных укреплений, и сели невообразимый хаос среди протекторов, скитариев и техностражей адепта Зетты. Выстрелы гонщих привели к детонации боезапасов и уничтожению орудий. Ликование, охватившее воинов при виде поверженной гонщей, после ответных ударов ее собратьев мгновенно развеялось. Обезумевшие от ужаса защитники, прижимая груди оторванные конечности, поддерживая руками вываливающиеся внутренности и таща за собой тела погибших, бежали от воя и взрывов настигающих их снарядов. Первая линия укреплений вскоре опустела, и тогда разошлись адамантиевые створки бункера, и оттуда по широким рельсам выкатилась машина Ординатус. Это гигантское орудие было настолько тяжелым, что ему требовались усиленные шасси, экипаж из сотни человек и особые генераторы для подзарядки. Любой адепт считал, что ему повезло, если в его арсенале имелось хотя бы одно такое мощное орудие. Наводчики Ординатуса при помощи Ауспика установили прицел, выбрав одну из самых больших машин противника, дерзкого разбойника, который опередил своих собратьев. Ослепительный раскаленный поток энергии вырвался из Ординатуса и ударил точно в голову беспечного разбойника. Пустотные щиты с пронзительным скрежетом лопнули, разбрасывая искры и смертоносные дуги энергетических разрядов, которые в одно мгновение испепелили сотни находившихся поблизости модифицированных скитариев. Луч Ординатуса стал опускаться вдоль корпуса, разрушая броню разбойника, так что вся его поверхность покрылась вспышками внутренних взрывов. Затем из недр титана вырвалось пламя, и взрыв ядерного реактора превратил разбойника во ослепительное солнце. Гибель машины отозвалась стонами и скрежетом силовой защиты его собратьев, но остальные титаны не получили никаких повреждений, кроме незначительных царапин от разлетающихся обломков. Ординатус, закончив работу, начал откатываться назад под защиту бункера, чтобы перезарядить орудие, но не успел. Чудовищно огромный Аквила Игнис открыл огонь из своего анедилиционного орудия, и гигантский Ординатус исчез в пламени ядерного взрыва. Шок, вызванный гибелью такой мощной машины, на мгновение выбил из колеи защитников магма города. Этого и добивались Мортис. Еще не успело погаснуть пламя взрыва, как вражеские гончие рванулись вперед и прорвали рубеж обороны. Из-за угмитеров гончих вырвались торжественные вопли, а затем началось истребление оставшихся воинов. Мощные залпы мегаболтеров сплошной стеной огня сметали немногочисленных солдат, не оставляя в живых ни единого человека. Турболазеры сжигали плоть и плавили броню, а подоспевшие скитарии добивали тех, кто не успел отбежать в сторону. Опьяневшие от крови гончие продолжали двигаться вперед, топча ногами останки защитников. Высокую стену, отделявшую жилые поселения от вспомогательных цехов кузницы Зетты, они преодолели с такой же легкостью, с какой ребенок перешагивает через упавшую ветку. Параворные титаны, извергая огонь из пушек и не переставая торжествующе трубить, стали рыскать по плотно застроенным кварталам, как стая голодных хищников. Одна гончия работала отдельно, методичными выстрелами и ударами массивных опор, обращая в руины квартал за кварталом, храм за храмом. Высокие стены, огромные башни системы охлаждения, плавильные цехи, все превратилось в обломки бетона и исковерканного металла. Две другие следом, истребляя уцелевших людей, вместе они устроили такой разгром, какого Магмагород не знал за всю историю своего существования. В тучах пыли и грохоте падающих зданий, заглушившим даже торжественный рев аугмиттеров, гончии расчищали дорогу для более крупных титанов. Первой была уничтожена одиночная гончия. Ее экипаж так и не увидел, кто на них напал. Лишь Сенсорий за мгновение до катастрофы заметил какой-то отклик на ауспике, а затем смертоносный луч лазера сорвал силовую защиту, и машина была взорвана ракетным залпом. Две оставшиеся гончии мгновенно отреагировали на потерю и яростно устремились к развалинам в поисках дерзкого обидчика. Прочесав по диагонали развалин и поселения, они сошлись у дымящихся останков титана и стали прицельно сканировать окрестности. Ведущая гончия, получив возвратный сигнал от объекта, скрытого разбитой стальной фермой, открыла огонь в надежде лишить противника защиты, чтобы второй титан мог его уничтожить. Металлические конструкции мгновенно рассыпались, но вместо того, чтобы вынудить агрессора к отступлению, гончия получила обратный эффект. Из огня разлетающихся обломков на гончих с воинственным кличем устремился громадный монстр в кобальтовой броне. Деус Тимпестус всей своей мощью обрушился на остолбеневшую гончию, опрокинул ее на землю и придавил могучей ногой. Под тяжестью опоры первой божественной машины Легио Тимпестус небольшой по сравнению с владыкой войны Титан сплющился как консервная банка. Противник уничтожен, произнес принцип с кавалерием из глубины амниотического резервуара, установленного в верхней части машины. Вторая гончия при виде Деус Тимпестус бросилась бежать к собратьям, как убегает хулиган, встретившись с группой своих бывших жертв. Но она попала точно под перекрестный огонь Металлу Скибрения и Аркадия Фортис, которые в одно мгновение сорвали пустотные щиты и выпотрошили корпус ураганными залпами турболазеров. Следом за тремя торжествующими машинами появились гончий Тимпестус, Вульпус Рекс, Аструс Люкс, а также Владыка Войны Форсида Гастатус. Все они заняли позиции на развалинах поселка и приготовились к защите магма города от Легио Мортис. Принц Скавалерио, взглянув на обломки поверженных титанов, усмехнулся. Мортис хочет драться, обратился он к своим воинам в бинарном коде. Мы обеспечим ему такую возможность. В покоях Весты на самом верху Серебряные Пирамиды в центре магма города адепт Зетта получила сообщение об уничтожении четырех гончих противника. Титаны Легио Тимпестус прибыли две ночи назад и их появление могло бы заставить ее поверить в провидение бога Машим. Но Зетта знала, что отсрочкой уничтожения своей кузницы она обязана только благородству принца Соквалерио. Даже без ужасной угрозы, которую представлял Титан Император, воины Моркис имели огромное численное преимущество и все же принц Соквалерио пришел ей на помощь. Если бы он не был заключен в амниотическом резервуаре, адепт Зетта, поддавшись редкому всплеску эмоций, обняла бы его. Первый удар по врагу должен был быть нанесен из засады, чтобы пусть немного, но сравнять шансы. И хотя Зетта была сильно опечалена гибелью своих солдат и артиллеристов, она сознавала необходимость этой жертвы. Машины Моркис, привлеченные перспективой легкой победы, поплатились за свою неосторожность. Уничтожение четырех гонщих и разбойника произвело внушительное впечатление, но учитывая соотношение орудий и машин, Тимпестус все еще оставались в меньшинстве. Сражение в контейнерном порту и на посадочных площадках отображалось на изящно изогнутых листах черненой стали и хрусталя. И как не радовало Зетту уничтожение вражеских титанов, о потерях произведений драгоценных технологий. Ни один из адептов не мог не сожалеть о гибели таких совершенных механизмов, объединявших стали плоть. Однако, какой бы страшной ни представлялась угроза со стороны Легио Мортис, для магма города она была не единственной. Когорты генерал-фабрикатора вернулись в полной боевой готовности и словно полчища тараканов чернели на противоположном берегу лавовой лагуны, ожидая решающего приступа. В районе врат Тифона уже была сделана одна попытка прорваться в магмогород и толпы солдат в броне, составлявших чудовищно измененную пехоту, пытались овладеть вратами вулкана при помощи гравитационных таранов и конверсионных машин. Вылаз к рыцаре Тараниса прервало атаку, но победа была куплена ценой трех благородных воинов. И несмотря на то, что они истребили более тысячи вражеских солдат и уничтожили целый отряд бронетехники, это была капля в море наступающих противников. На остальных экранах разворачивалась точно такая же картина. Весь экваториальный район очистительных сооружений уже был объят огнем сражений между машинами и скитариями. Поверхность Марса, как и орбитальные верфи, опоясалась кольцами пламени. Сборочные цехи Улья и Лизия, бывшие владениями адепта Годальфа, полностью обезлюдили из-за массового самоубийства всех рабочих, совершенного во время чудовищной церемонии во славу неведомого бога. А в Иридении, где раньше обитали наиболее уважаемые ордены архивистов Братства Всевидящего Глаза, произошла невообразимая резня, когда скитарии мага Сашевиана с боем прорвались в километровое хранилище, только для того, чтобы огласить его своды отвратительными тирадами скраб-кода. Сколько сокровищ истории и науки утрачено, раздался сверху чей-то голос. За это подняла взгляд к одной из потолочных панелей, где помещались изображения ее наосферических гостей, наблюдавших за сражениями. На одном экране мерцал облик заключенного в шлем адепта Максимала, на другой отображались приятные черты локум фабрикатора Кейна. Некоторые знания лучше придать забвению, Максимал, отозвалась она. Не говори так, одернул ее Максимал. Знания это сила, и ради их сохранения надо делать все, что только можно. Накопление знаний, вот наша главная и единственная цель Зетта, и ты должна это помнить лучше, чем кто-либо другой. Разве чтец Акаши был создан не ради этой высокой цели, не ради собирания всех знаний? Верно, ответила Зетта, и при помощи тактильных контактов увеличила изображение машин Легио Мортис. Бронированные корпуса прославленных в недалеком прошлом машин были украшены черными знаменами, в полной мере соответствовавшими учиненной ими жестокой резне. Их верхние секции, раньше представленные в виде воинских шлемов, теперь превратились в ухмыляющиеся отвратительные чудовища. Но если знания служат для создания подобных монстров, их лучше забыть навеки. Максимал, выражая свое времен, когда кризис будет преодолен. Нам необходимо сосредоточить внимание на проблеме выживания, а уже потом можно будет оплакивать утрату знаний. Лорд Дорн, примарх имперских кулаков, известил нас о высланных на Марс экспедиционных силах для уничтожения врага. Нам надо продержаться до их прибытия. Что тебе еще известно, спросил Азетта, когда они прибудут? Легио Темпестус и рыцари Тараниса обеспечили сохранность моей кузницы на некоторое время, но Мортис будет атаковать снова и снова, и нам не под силу устоять против их натиска. Моей кузнице тоже приходится ежедневно отражать нападения, добавил Максимал. Мои скитарии и боевые машины еще держатся, но ордам из недр горы Олимп нет конца, и я боюсь подумать о том, чего мы можем лишиться, когда они возьмут верх. Кейн кивнул, мне известно ваше положение, и я сообщил о нем Дорну, отряды имперской армии и вспомогательные силы Сатурна должны помочь вам выстоять, а как насчет Астартос, требовательно спросила Зетта, куда направятся они? Кейн ответил не сразу, и даже по анаосферической связи Зетта поняла, как ему не хочется отвечать, капитан Сигизмунд планирует высадку на моей кузнице Мондус Окулум, а капитан Камбо Диас должен нанести удар по производственному комплексу Мондус Гамма Луки Хрома. Значит Астартос не собираются нам помогать, воскликнул Максимал, они лишь беспокоятся о своих источниках оружия и брони, это недопустимо, согласно кивнула Зетта, нам не одолеть прихвостники Альбор Хала без помощи Нам остается лишь надеяться, что они быстро одолеют врагов, сказала Зетта. Верно согласился Кейн, игнорируя ее едкий сарказм. А до тех пор делайте все, что в ваших силах, чтобы продержаться. Помощь уже в пути, и я передам вам любую новую информацию, как только она появится. Удачи вам, и пусть вас ведет бог машин. Облик Кейна расставил в стекле, и Зетта снова сосредоточилась орованной стальной пластине. И Зетта вопросительно взглянула на него. Максимал, ты хочешь сказать что-то еще? Нет ли каких-нибудь известий от твоей странствующей протеже? Карель Зетта улыбнулась под маской. Даже перед лицом смертельной опасности, грозящей всей его фабрике, Максимал беспокоился о новых знаниях. Она покачала головой. Нет, биометрический маяк Ромью 31 исчез где-то в окрестностях лабиринта ночи и я не могу отыскать никаких следов. Боюсь, он уже мертв. Значит, мертва и далее Акифера? спросил Максимал. Вполне вероятно. Разочарованный вздох Максимала отразил и ее собственные чувства. В тоннеле не было абсолютно темно, как опасалось далее. Он весь излучал какое-то мягкое сияние. Светилась сама скала, словно в ней существовала неизвестная девушка форма биолюминесцентного течения. Воздух под землей оставался таким же холодным и выдыхаемый пар быстро превращался в облачка белого тумана. Тоннель был довольно узким, так что им пришлось идти друг за другом. Во главе маленького отряда встал Ромю-31. Далее, не останавливаясь, вытянуло руки и коснулось стен с обеих сторон. Камень оказался теплым и, несмотря на кажущуюся гладкость, под пальцами ощущались небольшие выбоины. Словно здесь поработали миллионы миниатюрных буров. Целую вечность они шли по извилистым переходам и многоцветным галереям с рядами прозрачных сталагмитов и даже по мерцающим мостикам из сросшихся кристаллов. Далее никак не могла понять, какие же геологические процессы повлияли на эту область подземного пространства. Что могло вызвать такие изменения, спросила она, стараясь говорить как можно непринужденнее. Я думаю, геологические метаморфозы, сказал Зуши. Тысячелетия давления и тепло могут вызвать изменения в состоянии скал. Похоже, здесь произошло именно это. Нет, решила далее, все не так. Это просачивается наружу то, что здесь погребено. Но она ничего не сказала и продолжала шагать вслед за Ромью-31. Внутреннее освещение скал постепенно пошло на убыль и вскоре им пришлось довольствоваться только светом из посоха протектора. Спустя какое-то время Ромью-31 поднял руку, давая знак всем остановиться. Вы слышите? Сначала Даля ничего не расслышала, но остановившись и затаив дыхание, она уловила какие-то признаки движения. Как ты думаешь, что это? спросил Какстон. Ромью-31 пожал плечами. Не знаю. Я не думал, что здесь что-то осталось. Ладно, мы зашли так далеко не за тем, чтобы повернуть назад, сказала Даля, протискиваясь мимо Ромью-31 и направляясь вперед с уверенностью, которой совсем не испытывала. Но когда она увидела прямо перед собой яркий свет, сердце в груди громко забилось и далее прищурилось. Тоннель вывел ее в широкий лабиринтный зал, вырубленный в скалах в форме грубого четырехугольника. На одной стене висело множество разноцветных рисунков на пергаменте, как будто дети составляли красочный калаш, а в противоположном углу темнел еще один проход. Потолок поддерживался ничем не прикрепленными металлическими балками со следами ржавчины, а с них свисал пучок слегка изогнутых кабелей, и некоторые из них все еще рассыпали искры. Вдоль одной из стен располагался хирургический стол, окруженный пачками респираторов, капельницами и несколькими маленькими столиками, на которых угрожающе поблескивали инструменты. Рядом находилось непонятное устройство, напоминающее бурильный станок с механизмом из потемневшей латуни и черненной стали. Станок местами уже покрылся ржавчиной, а наверху поблескивали стеклянные сферы генератора, опутанные золотой проволокой. Перед станком на конусообразной подставке стояло еще одно устройство, напоминающее серебряное колесо севериной. Все пластинки были повернуты в сторону противоположной стены. Там, на вертикально установленной плите, виднелся силуэт человеческого тела, с закрепленными в районе лодыжек, запястья и шеи, кожаными ремнями. В этом не может быть ничего хорошего, заметил Кагстон. Далее не обратила на устройство никакого внимания и прошла к стене, увешанной разрисованными пергаментами. Что это? спросила Северина, сняв со стены один из рисунков и протянув его далее. На гладком листе пергамента был изображен контур человеческого тела, окруженный разноцветной радугой. Красные, синие и зеленые линии обвивали силуэт, но Далее заметила, что на правой руке ниже локтя краски бледнели, как будто источник цвета в этом месте был слабее. Я не уверена, ответила Далее, но мне кажется, что это что-то вроде электрографии. Она прошла вдоль стены, разглядывая сотни рисунков. И на всех было одно и то же. Человеческие силуэты, окруженные разноцветной аурой. Вот только в некоторых местах, будь это рука, нога или голова, интенсивность цветов значительно слабела. Мне это не нравится, заявил Зуши после осмотра устройства. Похоже на темные технологии, забытые науки. Что-то подобное едва не уничтожило человечество перед наступлением древней ночи. Но ты даже не знаешь, что это такое, сказал Какстон, замерев перед серебряным колесом. Не стой здесь, воскликнула Даля, уронив рисунок, который держала в руке. Что, почему удивился Какстон? Я не думаю, чтобы эта машина хоть раз включалась за последние столетия. Здесь не о чем беспокоиться. Ну да, воскликнула Северина. В последний раз я слышал от тебя эти слова как раз перед нападением боевого робота на Маглев. Какстон покачал головой, но улыбнувшись Зуши, все же отступил на шаг от машины, а механик стал изучать устройство, напоминающее пульт управления. Стальную панель с несколькими кнопками из похожих на драгоценные камни, круглой медной шкалой и длинным рычагом. Вот тут ты, похоже, ошибаешься, Какстон произнес Зуши. На этой панели нет ни пыли, ни ржавчины. Я думаю, машиной кто-то совсем недавно пользовался. И ты прав, раздался натреснутый голос, древний, как сама история. Далее обернулось. Ромью 31 уже нацелил свой посох на адепта в темном одеянии и капюшоне, вышедшего из коридора в дальней части зала. Да, да, ты прав, продолжал адепт. Ваше появление для меня праздник. Я уже не надеялся, что придет кто-то еще. Кто ты? Сурово спросил протектор и активировал посох, поскольку из темноты следом за адептом показался массивный сервитор. Аугментация сервитора производила устрашающее впечатление. Вместо одной руки у него шипел и потрескал искрами мощный силовой коготь, а вторую руку заменял длинный цепной меч. Адепт снял капюшон и далее ахнуло, увидев изможденное лицо, неистовый взгляд и тонкие пряди седых волос. Тело незнакомца мерцало серебряными искрами, как будто вены наполняло не кровь, а жидкий металл, а на лбу виднелась татуировка в виде сужающейся спирали с парой стилизованных крыльев. Знак дракона. Я тебя знаю, произнесла она. Ты мне снился. Человек в капюшоне выдохнул Какстон. Значит, он реальный? Реальный ли я? Переспросила Депп. Ну, я не менее реален, чем любой из вас. Хотя, что именно определяет реальность в этой отравленной псионическими выбросами выгребной яме, которую вы называете Вселенной, но это вопрос спорный, не так ли? Кто ты? Повторил Ромео 31 и с угрожающим видом шагнул ему навстречу. Кто я? Да, это хороший вопрос. С таким же успехом можно спросить, сколько звезд на небе, хотя в подобном случае не исключено, что получишь определенный ответ или нет. Ах, я так давно их не видел. Они все еще там или их кто-то погасил? Звезды? Спросила Далек. Конечно, звезды, резко бросил Адепп. Они еще там? Да, там. И сколько их? Я не знаю, сказала Далек. Миллионы, как мне кажется. Она говорит, миллионы, рассмеялся Адепп. Это всего через секунду, после того, как призналась, что не знает. Ромео, 31, стал между Далей и хихикающим Адеппом. Я спрашиваю в последний раз, сердито произнес Протектор, как твое имя? Мое имя, с некоторым смущением протянул Адепп. Ах, оно мне так давно не требовалось, что теперь нелегко вспомнить. Мне не нужно имя, поскольку оно не имеет никакого значения в этой обширной игулкой темноте. Но люди называли меня Симеоном. А что ты здесь делаешь, поинтересовалась далее? Здесь? Воскликнул Симеон, резко развернулся и широко раскинул руки. Ты так плохо понимаешь этот материальный мир, девочка. Слово здесь и там не имеют смысла. Мириад измерений материальной вселенной не поддаются определению таким ограниченным наречиям людей. Симеон стал спиной к Далей и оглянулся через плечо. При этом в его глазах зажегся тот же огонь, какой она видела в глазах Ионы Мила за мгновение до окончательного распада его тела. Я Страж Дракона ответил Симеон. Жилые поселения и производственные участки в северо-западу от магма города превратились в развалины. Здания километровой высоты, где жили рабочие, рухнули на объятый пожарами контейнерный порт и разгромили боевую технику. Вся территория была усеяна трупами, а танки либо лежали без движения, опрокинутые на крышу, либо едва ползли, лишившись гусениц и орудийных башен. После уничтожения передовых машин Легио Мортис отвели Титанов назад, не желая пробираться сквозь сплошные завалы под обстрелом неизвестного числа противников. Вместо этого они организовали обстрел издали. Каждая машина заняла устойчивую позицию при помощи встроенных гироскопов или гравитационных стабилизаторов, выдвинула орудийную конечность и все вместе они начали систематическую бомбардировку наружных поселков и производственных мощностей, стараясь не повредить саму кузницу. Она должна была остаться нетронутой. Принцепс Кавалерио отвел свой отряд за стены магма города, как только на окрестности словно гнев богов обрушился шквал артиллерийского огня. Пламя пожарищ встало стеной от неба до поверхности планеты и весь мир потерялся в тучах пыли и дыма, а город на склоне вулкана содрогнулся от жесточайшего обстрела. Под защитой стен на бульварах и улицах собрались тысячи перепуганных людей. Слуги адепта Зетты, которым было некуда бежать, вздрагивали и пригибались под оглушительным боем снарядов и взрывами, сотрясавшими город от верхней башни кузницы до самого основания, закрытого пустотными щитами. Рыцари Тараниса отразили еще две атаки, на этот раз без потерь, только машина настоятеля статора в форте с металлом получила тяжелое ранение в грудь. К западу от Магмагорода, осажденный в своей кузнице между Патерой Улиса и Патерой Библиды и Плувиен Максимал смотрел, как вопящие толпы, согласно приблизительной оценке, составлявшие не менее полумиллиона солдат, бросаются на приступ закрытых пустотными щитами стен с силовыми палецами и вортекс-минами. Управляемые сервиторами орудия уничтожали отряды один за другим, но учитывая численность из основания опасался, что срок существования его кузницы исчисляется уже не днями, а часами. И только на северо-восточных склонах Форсиды кузница Мондус Окулум избежала атак врагов, хотя причину этого странного забвения локумфабрикатор Кейн назвать не смог бы. Возможно, Кельбор Хал еще рассчитывал привлечь Кейна на свою сторону, а может быть, он не хотел рисковать производством, обеспечивающим Астартес, приберегая его для воителя. Как бы то ни было, но Кейн, стоя на ветру, продувавшим и гигантские сооружения башен Циолковского и посадочные площадки Паттера Урана, возносил благодарность Богу машин и наблюдал, как приземляются эскадрильи грозовых птиц имперских кулаков, падающие с неба золотым градом ангелов-мстителей. 303 После своего драматического заявления адепт Симеон, опустив руки, обогнул Ромео-31 и прогнал от машины Зуши и Какстона. Он покрутил диск шкалы, нажал несколько кнопок, но ничего не произошло. С разочарованным, но ничуть не удивленным видом он пожал плечами. «А что это за машина?» спросил Зуши. «Какой-нибудь конверсионный двигатель?» «Э, она слишком сложна для таких, как вы», отрезал Симеон. «Но, к вашему сведению, это мой собственный, газоразрядный преобразователь пертурбационного множества, который вырабатывает пульсирующее электрическое поле и позволяет измерить электрофотонные потоки, в просторечии называемые аурой. Эти рисунки заинтересовалась далее. Сделано машиной, не так ли?» «Да, верно», кивнула Депт, не поднимая головы. «Все верно, только вот требуется масса усилий, чтобы убедить субъекта добровольно подвергнуться этому процессу». «А почему?» спросил Зуши. Симеон показал на контур человеческого тела, отпечатавшийся на каменной плите. «Видишь?» «Так вот, это все, что остается от человека после активации машины». «Она убивает их?» воскликнула далее, ужаснувшись обилию висевших на стене рисунков. «Убивает», хихикнул Симеон, «но порой это необходимо, чтобы успокоить дракона». «Ты знаешь, где находится дракон?» спросила далее. «Можешь нас к нему отвезти?» Симеон разразился пронзительным истерическим хохотом. «Отвезти к нему?» «Да разве она не знает, что он повсюду вокруг нее, что она и сейчас ходит по глотке дракона?» «Этот малый сошел с ума», заявил Зуши. «Его мозг не выдержал долгого одиночества». «Нет», решительно возразила Даля, «Это не дракон. Отведи нас к нему скорее». Ее повелительный тон заставил друзей обернуться, и даже Симеон он усмехнулся, кивнул и набросил капюшон поверх жидких седых прядей. «Хорошо», сказал он совершенно серьезным тоном, «идите за мной, и я покажу вам дракона». Симеон и его угрожающего вида сервитор вывели друзей из лаборатории через темный проход в дальнем углу зала, и группа очутилась в извилистом тоннеле. Вскоре сумрак сменился неярким светом, который словно исходил от стен. Поверхность скал здесь тоже была гладкой, но не похожей на расплавленное стекло. Казалось, стены состояли из чистейшего серебра. Адепт Симеон уверенно вел их по запутанному лабиринту бесконечных тоннелей, поворачивая вроде бы наугад, но упорно отказывался отвечать на любые вопросы. Зуши подергал Далию за рукав. «Не знаю, куда он нас заведет, но не забывай, о чем мы говорили в Магливе», предостерег он ее. «О чем это ты?» спросил Какстон. «Ни о чем», ответила Далия, «у Зуши приступ паранойи». «У меня паранойя», возмутился Зуши. «Напомни мне об этом, когда дракон начнет тебя заглатывать Далия. Вот тогда и посмотрим, у кого из нас паранойя». В конце концов Симеон вывел их на уступ, нависший над просторной, сверкающей серебром пещерой, такой большой, что Далия вспомнила о полом ядре планеты. Это было самое огромное, ограниченное стенами помещение, какое каждый из них видел или мог себе представить. Пещера простиралась под ними и над ними, а округлые мерцающие стены расходились в обе стороны, словно самый большой из всех существующих амфитеатров. «Узрите дракона!» крикнул Симеон, подойдя к деревянной кафедре, почти незаметной в силу ее нормальных размеров. На кафедре лежала толстая книга в потрепанном кожаном переплете, а рядом стояла чернильница с обычным взором обширное пространство, почти ожидая, что какое-нибудь крылатое существо вот-вот высунется из своего логова. Потом обернулась к друзьям, но Ромю-31 и Какстон ответили ей одинаково изумленными взглядами. Северина тем временем с отсутствующим видом прошла к самому краю выступа, на котором они стояли. «Осторожнее, Северина!» предупредил ее Зуши и заглянул вниз. «До дна очень далеко». «Это место кажется мне странным», сказала Северина, и ее дрогнувший голос выдал сильнейшее беспокойство. «Кто-нибудь еще чувствует это?» Далее увидела, что Северина, часто моргая и качая головой, словно пытаясь избавиться от тревожных мыслей, смотрит вдаль огромной пещеры. «Если где-то здесь прикован дракон, я думаю, это место должно быть странным», сказала Далее. Она прищурилась, разглядывая далекие стены, но их мерцание не позволяло сфокусировать взгляд. «Нет», настаивала Северина, указывая здоровой рукой на блестящий серебром стены потолок. «Дело не только в этом. Углы и перспектива, они неправильные, смотрите». И вдруг, как будто слова Северины что-то изменили в пещере, все дружно вскрикнули. Невероятность геометрии, прежде ускользавшая от слабого человеческого зрения, вдруг обнаружилась каким-то странным и пугающим образом. Далее растеряно заморгала и, покачнувшись от внезапного приступа головокружения, схватилась за руку Ромию-31. Хоть зрение утверждало, что стены пещеры невероятно далеки, мозг был не в состоянии свести воедино зрительный образ и работу мысли. Углы и пропорции исказились до безумия. Расстояние оказалось несущественным, а перспектива обманчивой. Все правила нормального состояния в одно мгновение были вывернуты наизнанку и ужасная искаженная реальность опрокинула понятие о естественном порядке Вселенной. Пещера словно пульсировала одновременно во всех направлениях самым невероятным образом, двигаясь так, как никогда не могли двигаться скалы. Но дело было не только в пещере. Все пространство в целом, стены и потолок, воздух между ними, да самые последние молекулы, стали частью обширного интеллекта существа или сооружения, обладающего древней злобой и феноменальной первобытной силой. Как это могло быть? Подобное явление не имело названия, поскольку, что могло значить имя для существа, которое создавало целые цивилизации, а потом уничтожало их по своей прихоти? Оно существовало в галактике за миллионы лет до того, как человечество стало дыханием на губах Создателя. Оно испевало сердца звезд и было объектом поклонения одновременно везде и нигде. Оно было всемогущим и одновременно плененным. Ошеломляющий ужас самого его существования горозил расколоть мозг далее, и она в отчаянии уставилась на свои ноги, пытаясь убедиться, что законы перспективы еще действуют хотя бы в отношении ее тела. Перед лицом этой бесконечной невероятности ее собственное существование не имело ни малейшего значения, но она сознавала, что только малыми победами в состоянии удержать свой распадающийся разум. Нет, прошептала она, ощущая, как ускользают остатки представлений о трехмерном пространстве, когда увидела, что ступни отдалились в бесконечность. Усиливающееся головокружение лишило ее последних сил, и далее упало на колени, а взгляд охватывал все новые и новые дали, и пещера стала казаться огромной, как вселенная, и в то же самое время сжатой в одну точку. Сознание не могло устоять перед исказившейся реальностью, и мозг далее отказывался воспринимать ощущения, передаваемые органами зрения. Чья-то рука дернула ее за одежду, и далее увидела перед собой покрытое морщинами серьезное лицо Зуши. Едва не задохнувшись, она вдруг ощутила, как зрение снова сфокусировалось, как будто коренастый механик стал надежным якорем в океане безумия. Не смотри туда, предостерег ее Зуши. Не отводи от меня взгляд. Даля кивнула. Она словно оцепенела от вида искаженных углов и безусловной неправильности стен пещеры и от того, что они скрывали. Как же она не заметила всего этого раньше? Или ее чувствам потребовалось время, чтобы обработать полученную информацию? Даже осознав извращенную природу своих ощущений, Даля все еще испытывала головокружение и растерянность, и потому последовала совету Зуши и сосредоточила внимание на его хорошо знакомом лице. Закрыв глаза, она сделала несколько глубоких вдохов, и после этого смогла подняться на ноги и повернуться к адепту Симеону, все так же стоявшему рядом с деревянной кафедрой. Темная фигура адепта и его массивный сервитер стали островком непоколебимой решимости в хаосе ее зрительного восприятия, и чем сильнее она концентрировала внимание на Симеоне, тем успешнее ее мозг справлялся с анархией углов и извращенной геометрией. За тонкой гранью реальности, установленной ее разумом, далее еще но постаралась прогнать это ощущение в дальний уголок сознания. Какстон, свернувшись клубок, лежал на полу и в уголках его рта появилась пена. Ромю 31, стараясь справиться с безумными видениями, опустился на одно колено, крепко прижал к груди посох оружия и замер, словно в молитве. А Северина стояла все на том же месте, на самом краю выступа и по-прежнему пристально вглядывалась вдаль. Я поняла, сказала Даля Симеону, дракон. Я не знаю, что это, но знаю, где он. В самом деле, спросил Симеон, скажи, это пещера и все, что в ней есть, это он или по крайней мере его часть. Симеон кивнул. Тюрьма и могила одновременно. Как это? Симеон махнул рукой, приглашая ее подойти к кафедре и открыл книгу. Смотри, узнавай. Далее неуверенными шагами приблизилась к адепту. Странное чувство неизбежности охватило ее, как и во время поездки на Магливе. Далее почувствовала уверенность, что она должна это сделать, и вся ее жизнь была подготовкой к этому моменту. Она подошла к кафедре и заглянула в книгу, но страницы были заполнены мелким, сжатым почерком безумца, которому не хватает места, чтобы записать все, что он хочет высказать. Слова, написанные на устаревшем наречии, да еще так тесно, не имели смысла. Далее только собралась сказать Симеону, что не в состоянии разобрать ни слова, как адепт наклонился над книгой, железной хваткой вцепился в руки Далее, и страницы вдруг зашелестели, начав переворачиваться. «Нет, прошу», взмолилась Далее, «я не хочу». «Я говорил то же самое», сказал Симеон, «но наши желания ему безразличны, мы должны исполнять свой долг». В обжигающем тепле его ладони Далее ощутила нечеловеческий огонь, разлитый в крови адепта, но мучительная боль ожогов ничего не значила по сравнению с ужасом, охватившим ее душу, когда она увидела в его бессмертных глазах пугающие истины. Она попыталась отвернуться, но взгляд Симеона блокировал ее волю. Все его тело вспыхнуло с золотистым сиянием, «смотри мне в глаза и узнай судьбу дракона», и единственный, оглушающий своей мощностью поток знаний, поведал Далее все. Сигизмунд со своими ротами приземлился около кузницы Мондус Окулум, а остальные силы имперской экспедиции вели сражения по всей поверхности Марса. Тринадцать род сатурнянских гоплетов после стремительного развертывания под огнем противника в окрестностях горы Павлина двинулись к осажденной кузнице и плувьяна Максимала. Солдаты Сатурна довольно быстро продвигались вперед, пока имели дело с тыловыми отрядами врага, чье оружие не в состоянии было пробить их прочную броню. Но уже через несколько часов их сборост гиганта им с фланга нанесли удар многочисленные войска скитариев. При каждом столкновении с чудовищно аугментированными черными воинами гибли тысячи людей и в рядах испуганных имперских солдат образовались ужасающие прорехи. Сервиторы в усеянной шипами броне и с искривившимися оружейными конечностями рвались вперед, вопя сиренами и выбрасывая потоки ослепительного огня, который с одинаковой легкостью испепелял тела и уничтожал бронетехнику. Странного вида танки на паучьих лапах с легкостью преодолевали завалы из обломков машины зданий и каждым взмахом силовой клешни резали на части броню и тела солдат. Уже через несколько минут после их проявления атака имперских сил могла бы захлебнуться, если бы не подоспела рота сверхтяжелых танков и не разорвала вражеские отряды в клочья огнем своих мощных орудий. При поддержке таких огромных бронированных крепостей сатурнианские войска воспрянули духом, быстро подавили вражескую контратаку и уничтожили большую часть противников. Обеспечив безопасность флангов, изрядно потрепанные и перепуганные солдаты возобновили попытку прорвать осаду кузницы Максимала. На юге две роты имперских кулаков и четыре отряда юпитернианских гренадеров под командованием Камба Диаса высадились в кузницы Мондус Гамма, но в отличие от сил Сигизмунда в Мондус Окулум они оказались здесь нежеланными гостями. Сигизмунду предстояло обеспечить переброску на терру, огромных запасов снаряжения и потому под прикрытием пепельной бури налетевшей с плата солнца на Мондус Гамма обрушились почти две тысячи грозовых птиц, громовых ястребов и армейских десантных кораблей. После сокрушительного обстрела ракетами и артиллерийскими снарядами атакующие войска прорвались к производственным мощностям расположенным на юге. Наступление оказалось полной неожиданностью для противника и более пятнадцати тысяч имперских солдат во главе которых шли сотни астарты с золотой брони быстро смяли охрану кузницы захватили укрепленные храмы а потом рассредоточились занимая обширные арсеналы. Вся операция прошла точно по плану как только была обеспечена безопасность взлетно-посадочной площадки в кузнице стали приземляться транспортные корабли с просторными трюмами и целая армия сервиторов контролеров и интендантов приступила к погрузке партий силовой брони и оружия. Однако охрана кузницы быстро оправилась от внезапной и стремительной атаки астартес. Сразу после приземления транспортных кораблей на защиту владений Луки Хрома поднялись чудовищные силы. Целая армия боевых роботов с оружием сверкающим дьявольской силой набросилась на людей и мгновенно истребила сотни перепуганных солдат ударами горящих копий и силовых палец. Следом за роботами пришли автоматы и каждый бросался в бой с отчаянной яростью и непоколебимой решимостью. Эти дьявольские машины замедлили а затем и остановили безжалостное наступление Астартес дав время смертным защитникам кузницы организовать контратаку и вот тогда на Астартес и имперских солдат со всех сторон обрушилась лавина визжащих техногвардейцев тысячи превращенных в движущиеся орудия сервиторов и новых боевых роботов. Только сверхчеловеческая стойкость и отвага имперских кулаков уберегла их позиция от полного разгрома в первые же минуты контратаки. Отчаявшиеся солдаты сражались и погибали а погрузчики продолжали грузить все новые и новые контейнеры с доспехами и оружием стараясь вывести из кузницы все что только возможно. Каждая секунда уносила десятки жизней но Камба Диас сознавал что это небольшая цена за дополнительную броню и боеприпасы. Выстоит Тера или падет все зависит от того что они смогут сделать здесь. Далее вдохнуло горячий сухой воздух другого мира насыщенный пряными ароматами далеких еще не открытых земель. Пещера лабиринта ночи стала таять перед глазами. Серебристые линии отвергавшие реальное восприятие постепенно расплывались сменяясь волнистыми контурами пустынных дюн и обширными просторами изумительно прекрасного лазурного неба. На нее навалилась неимоверная жара и далее вскрикнула от неожиданности как будто рядом отодвинулась заслонка плавильной печи. Открывшийся вид казался ей загадочным и в то же время странно знакомым. И как только она поняла где и в каком времени находится страх рассеялся без следа. Она стояла на раскаленном песке высокой дюны и через широкую реку смотрела на обширную долину, где на темном скалистом плато возвышался большой город, построенный из выбеленного солнцем камня. Из ворот города показалась печальная процессия женщин в белых одеждах, несущих паланкин из золота и нефрита, закрытый серебристыми занавесками. «Ты знаешь, где находишься?» раздался обернувшись, она увидела адепта Симеона. «Думаю, что знаю», ответила Даля. «Это старая земля, до объединения». Симеон кивнул, «Задолго до объединения». Племена людей еще разобщены и даже не догадываются о великолепии и опасности за пределами их мира. «И что это за город?» спросила Даля. «Ты все еще мыслишь буквальными терминами, девочка», хихикнул Симеон. «Мы по-прежнему в пещере дракона, а все это лишь плоды чтобы показать то, что ты должна увидеть. Но я могу ответить на твой вопрос. Город называется Кирена, а вокруг простираются земли Ливии. Это очень древняя земля, и люди, которых ты видишь, далеко не первые ее обитатели. Сначала сюда пришли финикийцы, потом греки, потом римляне и, наконец, арабы. Это еще не все, но они правят теми, кого ты видишь. А в каком мы времени? А текст не слишком точный, но я думаю, все это происходило в одиннадцатом или двенадцатом столетии. Как давно? Давно для всех, кроме него. Я не понимаю, сказала Даля. О ком ты говоришь? Неважно. Скоро все поймешь. Даля справилась с раздражением, вызванным таинственными ответами Симеона, и задала следующий вопрос. Значит, на самом деле нас здесь нет, и все это лишь описано в книге? Ну вот, ты начинаешь понимать. А кто же эти женщины? Спросила Даля, показывая на процессию, спускавшуюся по плотно утоптанной тропе к темному и длинному провалу в земле, откуда поднимался ядовитый туман. Это служанки, дочери царя Кирены, Клеодолинды, и они несут ее навстречу гибели. В том ущелье обитает дракон, ужасное существо, укрывшееся здесь после войны со своими сородичами, чтобы набраться сил. Дракон! Да, дракон, кивнул Симеон. Он перебил всех рыцарей в городе и потребовал, чтобы ему ежедневно приносили в жертву прекрасную девушку. Он питается их страхами и с каждой новой жертвой становится все сильнее. Но все девушки Кирены уже погибли, осталась лишь дочь царя, а сегодня настал и ее черед. И мы ничего не можем сделать? Симеон вздохнул. Девочка, как ты не можешь понять, что все это уже произошло? Мы смотрим сцену из древней истории. Это зарождение легенды, которая в той или иной форме откликается во всех столетиях. Смотри. Далее проследила за пальцем Симеона и увидела одинокого рыцаря в золотых доспехах и в шлеме с алым плюмажом. На могучем, черном, как ночь, коне он скакал вслед за процессией. В руке у рыцаря сверкало длинное копье из чистого серебра, а на нем развивалось красно-белое знамя с парящим орлом, державшим в когтях молнию. «Кто это?» воскликнуло далее, уже зная ответ. «На данном отрезке времени это один из воинов императора Диоклетиана, заслуживший огромные почтения в сражениях, а сейчас путешествующий по Ливии, чтобы воссоединиться со своими людьми. При виде прекрасного рыцаря, наделенного невиданной красотой и силой, непотускневшими с годами, удалее на глаза навернулись слезы. Рыцарь пришпорил своего жеребца и быстро обогнал вереницу женщин, направляясь прямо к темной лощине. Едва он успел остановить коня и взять в руки щит, как из логова с оглушительным ревом появился дракон. Далее вскрикнуло и невольно прикрыло рот руками, как только увидело это ужасное создание. Своими формами оно было одновременно похоже на присевшего хищника и на отвратительную птицу, с огромной чешуйчатой головой и двадцатиметровым хвостом. Мощное туловище тоже закрывало чешуя, настолько прочное, гладкое и блестящее, что могла соперничать с доспехами рыцаря. Вместе с дыханием из пасти дракона вырывался огонь поглощенных звезд, а глаза горели неистовой злобой. Воин рванулся навстречу дракону и ударил его копьем, но крепкая чешуя отразила оружие, и оно рассыпалось на тысячи кусочков. Тогда рыцарь, не слезая с вздыбленного коня, замахнулся мечом, но чудовище парировало выпад лапой с длинными когтями, острыми, словно клинки. Доспехи не выдержали, и далее увидела, как по ноге рыцаря протянулся яркий ручеек крови. Дракон навис над своим противником и стал наносить мощные удары, но рыцарь отражал их щитом и снова попытался вонзить меч в брюхо дракона. Пластины чешуи выдержали удар и лишь замерцали расплавленным серебром. Разъяренный дракон прыгнул на рыцаря и метнул в него молнию, вылетевшую из глаз. У воина соскочил с головы шлем. Его бледное, возбужденное схваткой лицо вдруг озарилось внутренним сиянием. С каждым мгновением сияние разгоралось все сильнее, пока не сравнилось с пламенем вспыхнувшего солнца. Дракон свернулся вокруг рыцаря, рывал когтями броню и торжествующе ревел, а потом, словно уловив мысль рыцаря, далее поняла, что дракон, как бы он не извивался, всегда бережет одно место на теле, чуть ниже левого крыла. «Рази, рыцарь, бей!» — вскрикнула она. Ее крик как будто подтолкнул воина. Он пригнулся, метнулся вперед и с яростным воплем вонзил меч в громадный живот чудовища. Дракон испустил оглушительный рев, от которого с городской стены посыпались камни, и вдруг пламя, вырывавшееся из его пасти, погасло. Огромное чудовище развернулось, освободив рыцаря. Молнии в глазах потухли, и дракон рухнул на землю. Рыцарь, убедившись, что его враг повержен и лишился сил, хотя и не умер, снял длинное знамя с обломка копья и повязал его вокруг шеи чудовища. Дракон был побежден, и рыцарь повернулся к ошеломленным служанкам и радостно кричащим жителям города, которые выбежали из ворот. Он поднял руку, и исходившее от него сияние силы мгновенно заставило людей замолчать. «Дракон побежден!» — крикнул рыцарь. «Но уничтожить его не в моей власти, а потому я оттащу пленника из этой земли и заточу его в темницу, где он останется во веки веков». С этими словами рыцарь ускакал, волоча за собой связанное чудовище, оставив позади застывшую, как на картине, сцену. Изображение города и пустыни оставалось неподвижным и далее повернулось к Симеону. «Это все?» «Да, это все, что помнит дракон», — ответил Симеон. «Порой трудно сказать, что было на самом деле, а чего не было. Я слышу его бессмысленный, полный ненависть и рев, когда он смотрит из своей темницы на Марс и записываю. Получается, что император, сразивший дракона Марса, это величайшая ложь Красной планеты и величайшая истина, которая способна потрясти галактику, если станет известно. Но истина, как и все на этом свете, движущийся объект. Что здесь правда, а что выдумки? Кто знает?» Далее взглянула на горизонт, за которым скрылся рыцарь. «Значит, это был...» «Император?» «Да», ответил Симеон, отвернувшись от начинающего рассеиваться видения пустыни. Он привез побежденного дракона на Марс и заточил здесь, под лабиринтом ночи. «Но зачем?» «Император видит то, что недоступно нам», сказал Симеон. «Ему известно будущее, и он ведет нас к нему». Незаметный толчок, тщательно обоснованное пророчество, начало объединения человечества, шаги от понимания науки к управлению ею, «все это его замысел, ведущий к великолепному союзу, в котором кузницы Марса будут прославлять императора как долгожданное божество». «Ты хочешь сказать, что эволюцией механикум тоже руководил император?» «Конечно», ответил Симеон. «Он знал, что придет время, и ему понадобится эта могущественная организация. И из сновидений дракона жрецы Марса узнали о первых машинах. Без дракона не было бы механикум. И грандиозная мечта императора об объединенной для человечества галактике обратилась бы в прах. Далее попыталась постичь невероятный размах замыслов императора, представить себе ясность провидения, позволяющего запускать работу схемы, не приносящей результатов в течение 20 тысячелетий. Невероятно, что даже такой гений, как император, мог с величайшей точностью и холодным расчетом управлять судьбами множества людей. Масштаб обмана и его жестокость были настолько невероятны, что удали и перехватило дыхание. Лгать множеству людей, извратить судьбу планеты ради собственной цели было чудовищным преступлением, даже для такого благородного существа, как император. И ее мозг отказывался принять ужасное обвинение. «Если истина выйдет наружу», задыхаясь, произнесла она, «механикум просто разорвется на части». Последние остатки картин ливии растворились в воздухе, уступая место непроницаемой тьме. Симеон покачал головой. «Не только механикум», сказал он, «но и весь империум тоже. Я понимаю, что тяжесть этого знания нелегко вынести. На Олимпийское соглашение связало судьбы трона и кузницы, и этот союз нельзя разрушать. Ни один из них не выживет поодиночке. Но если все это станет известно, никто не вспомнит об этом. Каждый будет думать только о праве своих убеждений. В любом случае, механикум уже разрывается на части. Но ужасы предателя-воителя ничто по сравнению с тем, что может произойти в случае войны между Марсом и Террой». Симеон окинул Далию взглядом, полным такой печали, что она вздрогнула. Но долг стражи и дракона, душ, избранных императором, не допустить этого. «Ты заботишься о крепости уз дракона?» спросила Далия, замечая, что восприятие окружающего мира постепенно восстанавливается. «Нет, дракон скован цепями гораздо более крепкими, чем я способен даже себе представить. стражи просто поддерживают то, что сотворил император», пояснил Симеон. «Он знал, что пропавшие дети дракона когда-нибудь будут разыскивать место его заточения, и наш долг не позволить им его найти». «Ты сказал наш долг, но я не страж», с беспокойством заметила Далия. «Девочка, ты еще не догадалась, почему каждый шаг в твоей жизни приближал тебя к этому месту?» «Нет», прошептала Далия. Симеон взял ее за руки. В момент прикосновения Далия вскрикнула от боли, и в то же мгновение мир вокруг нее восстановился, и она поняла, что опять стоит на кафедре в огромной серебряной пещере. Она попробовала вырвать руки, но хватка Симеона оказалась сильнее. В его глазах она увидела груз целого тысячелетия, а за ним в этих бездонных озерах светились бесконечное благородство и решимость выполнить свой долг. «Прости», сказал Симеон, «Но мой срок, хотя и очень затянувшийся, все же подошел к концу. Нет! Да, Далия, ты должна покориться своей судьбе и стать стражем дракона». Далия ощутила, как жар от рук Симеона распространяется по ее телу, как разгорается золотое сияние, наполняющее неимоверной благодатью. Ей хотелось кричать от восторга. Каждая отмирающая волокно ее тела возрождалась к новой жизни. Каждая клеточка, каждая частица ее плоти, расцветала и оживала, и душу наполняла ощущение неимоверной силы. Ее тело переродилось и наполнилось частицей мощи и знанием самого исключительного существа, той силой и знанием, что переходили от одного стража к другому в течение тысячелетий, помогли нести эту нелегкую ношу и выполнять свой долг. Полученное знание помогло и увидеть, какой ужасной и полный невзгод могла быть судьба человечества, лишенного мудрого руководства, и гнев на императора быстро испарился. Она осознала его единственное неуклонное стремление провести собственную расу по узкому пути выживания, который был виден только ему. Увидела его жизнь, лишенную любви, ограниченную в дружбе и полную самопожертвования. Далее хотелось кричать, она боялась, что эта сила поглотит все ее существо, что полученная энергия уничтожит все, что определяет ее личность. Она сосредоточилась на своем сознании, но это было последним листочком на облетевшем дереве, поскольку ее воспоминания и ее личность уже были подчинены судьбе, выбранной для нее императором. Наконец, ревущий поток энергии иссяк. Работа по преображению ее тела завершилась и далее судорожно вздохнула, поняв, что все еще остается самой собой. Она осталась далее кеферой, но не только. Семен выпустил ее руки и отступил на шаг назад. На его лице появилось выражение сдержанного удовлетворения. «Прощай, Даля», произнес он. Семен вдруг весь потемнел и рассыпался пылью, оставив после себя на каменном полу только ветхие одежды адепта. Даля оглянулась на массивного сервитора, повсюду сопровождавшего своего хозяина, и уже не удивилась, когда он тоже превратился в пыль. Это могло бы ошеломить Далю, но исчезновение адепта вызвало у нее лишь едва уловимое ощущение завершенности. Даля окликнула ее Северина. Она обернулась и увидела, что подруга смотрит на нее в упор, с выражением безмерного отчаяния, а по щекам у нее непрерывно катятся слезы. Северина слабо улыбнулась и подняла взгляд к далекому потолку пещеры. «Ты привела меня к дракону, Даля, но лучше бы ты этого не делала». «Подожди», воскликнула Даля, когда Северина сделала шаг к обрыву, который был всего в футе от нее. «Я думаю, это милосердно, что мы не видим всех ужасов, что скрываются во тьме, что не сознаем, насколько хрупкой может быть реальность». Северина всхлипнула. «Прости, но если бы ты видела так, как вижу сейчас я, ты бы поступила так же». И Северина шагнула с обрыва. 3.04 Первый капитан имперских кулаков Сигизмунд проводил взглядом очередную партию металлических контейнеров, поднимаемых на вершину гигантской башни Циолковского для отправки на грузовые корабли, стоящие на орбите. Колоссальное сооружение работало на полную мощность, но этого было недостаточно. Капитаны кораблей только что известили его о вражеских силах, приближающихся с северо-востока. Пехота, бронетехника, скитарии и по крайней мере два Легио Титанов. Похоже, что привилегированное положение кузницы Мондус Окулум подходит к концу. В этой миссии на Марсе все пошло не так, как было запланировано, и Сигизмунда все больше и больше злили сдерживающие рамки приказа. Камбо Диас и пехота Юпитера дрались насмерть, спасая свои жизни в Мондус Гамма, а сатурнянским отрядам, которым было поручено снять осаду с кузницы и Плувиена Максимала, не раз пришлось отступать перед ужасающими произведениями темных механикумов. Сигизмунд наблюдал за превосходно организованной работой сервиторов, погрузчиков и скоростных подъемников, перевозивших горы бронекостюмов и болтеров, и в самом центре заметил элегантную фигуру локум-фабрикатора, который точными движениями недавно имплантированных манипуляторов руководил этим сложнейшим балетом. Пыльные бури, налетевшие с разрушенной кальдеры паттеры урана, лишили золотого блеска броню и покрыли охристым налетом его личный черно-белый герб. Но это не сделало фигуру капитана менее внушительной. Группа воинов в таких же доспехах с методичной четкостью, прославившей легион имперских кулаков, работала среди толп массивных сервиторов Кейна, стараясь вывести из кузницы как можно больше боеприпасов и брони. Астартес-Сигизмунда приземлились в Мондус-Окулум, не зная, придется ли им сражаться, чтобы овладеть арсеналами кузницы. Но вскоре с облегчением поняли, что Локум-фабрикатор по-прежнему верен трону Теры. Даже Сигизмунд неохотно признал чрезвычайную эффективность усилий Кейна, направленных на скорейшую доставку продукции его кузнец на вершины башен Циолковского, которым причалили грузовые корабли. Но как бы ни старался Кейн, Сигизмунд понимал, что немалую часть боеприпасов им все же придется оставить. Кейн обернулся на звук шагов мелькнула слабая улыбка. Первый капитан, заговорил Кейн, нет ли каких-либо известий от Камбо Диаса? Как идут дела в Мондус Гамма? Ужасно, признался Сигизмунд. Камбо Диас захватил производство брони и склады боеприпасов, но противник превосходит его силы по численности в сотню раз. Отряды предателя Хрома оттесняют его обратно к посадочной площадке, и имперские войска несут тяжелые потери. Кузницу нам не удержать, но значительное количество продукции уже приготовлено для отправки на Теру. Скитария и Хрома всегда отличались крайней жестокостью, отметил Кейн, качая головой при мысли, что на Марсе творятся подобные вещи, и у него немало боевых роботов. Сигизмунд вдруг осознал, что его рука в бронированной перчатке крепко сжимает приклад Болтера. Мне противно думать, что безмозглые машины проливают кровь Астартес, но хватит Акамбо Диаси. Как скоро закончится выгрузка брони и боеприпасов? — Работа продолжается, — ответил Кейн. — Мы уже отправили на корабли более 12 тысяч комплектов брони Марк-4 и вдвое больше количества оружия. — Кейн, я буду откровенен, — сказал Сигизмунд. — Мы должны работать быстрее, времени совсем не остается. — Я даю слово, что мы делаем все возможное, первый капитан. — И все-таки надо грузить еще быстрее, — настаивал Сигизмунд. С орбиты доложили о значительных силах противника, надвигающихся с севера-востока. Они могут быть здесь с минуты на минуту. Кейн подключился к корабельным системам наблюдения, и его глаза замерцали в процессе загрузки информации. Как только лакумфабрикатор осознал, какие силы угрожают его кузнице, он яростно стиснул манипуляторы. — Два легио, — воскликнул Кейн, — более шестидесяти машин, и всего остального тоже немало, — вздохнул Сигизмунд. — А вон те знамена, — продолжил Кейн, перебирая сведения, поступающие с еще оставшихся на орбите Марса спутников. — Они принадлежат Урце Злобному. Проклятие! Как их много! Первый капитан! Ты сможешь выстоять против этого войска? Мы должны сохранить Мондус Окулум. Сигизмунд ответил не сразу. Желание обрушить кровавое возмездие на головы тех, кто посмел восстать против Императора, боролось в его душе с необходимостью выполнить приказ примарха и вывести все, что возможно, с кузницы Кейна. — Нет, вздохнул он, нам с ними не справиться, нам противостоят слишком многочисленные силы, а мне приказано не допускать бесполезных отчаянных действий. — Бесполезных? — вскричал Кейн. — Мы же говорим о моей кузнице. Что может быть полезнее, чем сохранность производства, где изготавливаются защищающая вас броня и оружие, которым вы сражаетесь? Сигизмунд покачал головой. — У меня нет времени на споры, Кейн. Ускорь погрузку любыми возможными способами. Через час мы должны взлететь, иначе рискуем остаться здесь навеки. Тебе понятно? — Понятно, бросил Кейн. — Но и ты должен понимать, что после падения Мондус Окулум и Мондус Гамма вам негде будет возмещать потери, которые все равно будут, рано или поздно. Сигизмунд хотел что-то ответить, но в этот момент взорвались обе башни Циолковского. Гигантские сооружения окутались пламенем, и с разбитой секцией башни, медленно переворачиваясь в воздухе, полетели обломки, а растяжки метровой толщины лопнули. Затем вверх взметнулись клубы дыма. Воздух прорезали, скрежет разрываемого металла и треск лопнувших углеродных нанотрубок. Башня наклонилась и согнулась, словно была непрочнее каната. С края кратера донеслись еще взрывы, и их эхо прокатилось по посадочной площадке. — Времени больше нет, Кейн, заявил Сигизмунд. Они уже подошли на расстояние выстрела. Дальняя от них башня с оглушительным грохотом рухнула, разбрасывая обломки металла величиной с городской квартал. В результате этой катастрофы под чудовищным весом башни бесследно исчезли целые акры производственных площадей, леса труб, систем охлаждения и весь рабочий поселок. Крушение сопровождалось мощным выбросом пыли и пепла, взметнувшихся вверх, как после ядерного взрыва. Земля под ногами содрогнулась, а затем Сигизмунд услышал, что вражеский обстрел вызвал детонацию во внутренних помещениях, что грозило кузнице полным разрушением. По площадке разнесся громкий раскатистый рев труб, и Сигизмунд, подняв голову, увидел, как из освещенных огнями прожекторов туч дыма появляются вздымающиеся над землей силуэты. Шесть титанов класса владыка войны в черной, наводящей ужас броне, победно трубили и стреляли огромными снарядами, которые сметали с лица земли целые здания, превращая их в мелкие обломки и тучи пыли. «Уходи на мой корабль, Кейн», приказал Сигизмунд, «немедленно». «Моя кузница», воскликнул лакумфабрикатор, «мы не можем ее покинуть». Сигизмунд схватил его за руку. «Твоей кузницы уже нет, а теперь марш на мой корабль, твой опыт еще пригодится в будущем». «О чем ты говоришь?» «О том, что после предательства Кельбор Хала ты станешь генерал-фабрикатором Марса». «Очень выстречать грохот приближающихся титанов и гремевшие по всей кузнице взрывы. Что будет с ними?» «Мы ничем не можем им помочь!» крикнул в ответ Сигизмунд. «Выстоят они или погибнут, зависит теперь только от них самих». Далее, приоткрыв рот, ошеломленно смотрела на пустое место, где еще мгновение назад стояла Северина. Она никак не могла осознать того, что случилось, и ее мозг еще не усвоил информацию о смерти подруги. Она в оцепенении шагнула к краю обрыва, но сильная рука схватила ее за локоть. «Не смей!» сказал Ромео-31, не разжимая пальцев. «Северина!» жалобно вскрикнула Далее. Внезапно ее ноги стали нетверже размокшего картона и бессильно подогнулись. Ромео-31 осторожно опустил ее на землю, и только тогда из груди Далии вырвались рыдания. Она крепко обняла протектора и, уткнувшись лицом в его одежду, принялась горько оплакивать подругу. «Почему она это сделала?» спросила Далее, когда рыдания стали утихать, и она смогла взглянуть в лицо Ромео-31. «Я не знаю!» ответил он. Зуши подошел к ней сзади и положил руки на плечи, стараясь хоть немного ее утешить. «Я думаю, Северина была одной из тех, кто всецело зависит от определенности», негромко произнес Зуши. «Это место!» «Оно лишает нас всех иллюзий, помогающих жить, доказывает, что в этой вселенной нет места определенности. Не все способны это вынести». «Ее больше нет!» прошептала Далее. «Да, Далее, ее больше нет!» глухим от горя голосом подтвердил Зуши. «После всего, что здесь произошло, я удивляюсь, что еще кто-то не погиб». «Какстон!» вскрикнула Далее, вспомнив, что в последний раз она видела его лежащим на земле без сознания. «Я думаю, с ним все будет в порядке», сказал Ромео-31. Далее, освободившись от его хватки, с трудом поднялась на ноги. Он отключился, когда все стало таким... странным. Это вроде отказа предохранителей, поддержал его Зуши, направляясь к деревянной кафедре, где еще оставалось лежать книгой Симеона. Когда он начнется, он почувствует себя лучше. Далее увидела, что Какстон лежит в прежней позе, но его грудь ритмично поднимается и опускается. Он был жив, и она поняла, что его пострадавший разум уже начинает исцеляться. В первый момент Далее удивилась, как это могло прийти ей в голову, но затем вспомнила о потоке энергии, перешедшем к ней при распаде Симеона. «Хорошо», сказала она, «было бы невыносимо, если бы мы потеряли здесь еще кого-то». Зуши поднял горсть золотистой пыли, оставшейся от адепта Симеона и его верного сервитера. «Что здесь произошло?» спросил он. «Они в одно мгновение постарели на тысячу лет». «Я думаю, больше», заметила Далее. «Уверена, что Симеон был стражем дракона очень и очень долго». «И что мы теперь будем делать?» поинтересовался Зуши, заглядывая в древнюю книгу Симеона. «Мы отыскали дракона. Теперь надо его освободить?» «Нет, безусловно, нет», поспешно ответила Далее. «В конце концов, ты был прав, Зуши. Кое-что должно навечно оставаться скрытым в темноте. Мы пришли сюда совсем не для того, чтобы его освободить». «Тогда для чего же?» спросил Ромео 31. «Мне кажется, ты уже знаешь», сказала Далее и повернулась к протектору. В ее глазах замерцали искры золотого света. «Мы должны заботиться о том, чтобы он оставался в темнице. Симеон мертв, но страж дракона необходим. И это ты?» спросил Ромео 31. «Да». «Нет, Далее», воскликнул Зуши. «Скажи, что это не так. Ты?» «Да», повторила Далее, «и это предопределено. Но я буду не одна. Не так ли, Ромео 31?» Протектор выпрямился, воткнул посох в землю, а затем опустился перед Далее на одно колено. «Я буду защищать тебя, пока смогу функционировать. При той силе, какой я теперь обладаю, это может быть очень долгий срок, мой друг. Так тому и быть», сказал Ромео 31. Зуши и Ромео 31 подхватили Какстона и отправились из пещеры дракона в обратный путь по лабиринту Тоннелей. Далее шла впереди и уверенно вела группу по той же самой тропе, какой они шли в пещеру. Смерть Северины омрачила их настроение, и на обратном пути никто не проронил ни слова. Миновав опустевшую лабораторию Симеона, они прошли по мерцающим туннелям, которые вывели их в темные ущелья лабиринта ночи и, наконец, выбрались на поверхность. «Мне кажется, я возненавидел это место», пробормотал Зуши, когда Ромео 31 забрал у него еще не пришедшего в сознание Какстона и взвалил себе на плечи. «Я тебя вполне понимаю», сказала Далее. «Это место отчаяния. Оно всегда было таким, и мне кажется, что именно отчаяния, а не сам дракон, не позволял людям здесь селиться». «А ты уверена, что хочешь остаться?» спросил Зуши, смаргивая навернувшиеся слезы. «Уверена», ответила Далее. Она наклонилась и крепко обняла его, и Зуши, не скрывая слез, ответил ей тем же. «Неужели я больше никогда тебя не увижу?» воскликнул он, когда Далее выпрямилась. Она покачала головой. «Нет, не увидишь. Больше того, ты никому не расскажешь о том, что здесь произошло, и о самом месте тоже. Если кто-нибудь спросит, скажи, что я погибла во время нападения машины Каба на Маглив. «А что я скажу Какстону?» спросил Зуши, вытирая слезы рукавом. Далее сдавленно всхлипнула. «Скажи, скажи ему, что я, наверное, могла бы полюбить его. Скажи, что мне очень жаль, что не представилась возможности это проверить». «Я скажу, обязательно скажу», пообещал Зуши и обернулся к Ромео-31. «Ты тоже остаешься?» «Остаюсь», подтвердил протектор. «Я уверен, что каждому стражу необходим защитник». Зуши пожал руку Ромео-31, а потом посмотрел на одинокий силуэт Карго-5, стоявшего на том же самом месте, где они остановились, у входа в ущелье. «Да, мне в голову пришла одна мысль. Как же нам выбраться отсюда? Ведь аккумуляторы разряжены полностью». Далее улыбнулась, и в ее глазах блеснул золотистый свет энергии, полученной от адепта Симеона. «Мне кажется, я смогу обеспечить вас с достаточным зарядом, чтобы доехать до Магма-города». Они зажигали к машине, и Зуши на ходу пожал плечами. «Я даже не стану спрашивать, как тебе удастся это сделать?» сказал он. «Но и отказываться от такой удачи тоже не собираюсь. Надеюсь, ты понимаешь, что я ни капли не сомневаюсь в твоих словах». Внезапно грузовик взлетел на воздух, а в отвесных скалах лабиринта ночи прокатилось эхо оглушительного взрыва. Ударная волна швырнула их всех на землю, и сверху посыпались раскаленные обломки искореженного металла. Далее, моргая после яркой вспышки, посмотрела вверх. «Что это было?» изумленно спросил Зуши. Увидев катившегося к ним на широких гусеницах противника, Далее застонала. «О нет!» воскликнула она. «Защити нас, император!» Это была машина Каба. Высоко в покоях Весты, адепт Кориэль Зета с ужасом, с трудом веря своим глазам, следила за сценами, разворачивающимися на экранах ее кузницы. Главные мониторы показали и город-кузницу, бывшую уже на грани полного уничтожения. Наружные поселения и отдельные фабрики лежали в руинах, и результаты ее усилий на протяжении нескольких столетий были повержены в прах яростной, непрекращающейся бомбардировкой темных механикумов. И Плувену Максималу пришлось не легче. Обещанная помощь откатилась назад, натолкнувшись на непреодолимое сопротивление странных созданий Кельбор-Хала. Высокие наружные стены его кузницы были пробиты в нескольких местах, и бои шли за каждый оружейный склад, за каждый горно-перерабатывающий завод, за каждую библиотеку, и толпы модифицированных сервиторов и безобразных боевых машин продолжали пребывать. Мондус Окулум и Мондус Гамма полыхали огнем, и всего за два часа боев были разрушены огромные парки машин и производственные мощности. Вид необратимых потерь технологий и знаний резал, словно кинжал. Но еще хуже, намного хуже было изображение на центральном стеклянном экране. С поверхности Марса яркими кометами к небу поднимались имперские корабли. Суда Астартес и имперской армии едва не сталкивались в небе, торопясь покинуть Красную планету. Когда ее системы слежения впервые засекли их взлет, Зета полагала, что они пройдут по дуге и сместятся к югу, направляясь к Магмагороду. Но огненные штрихи взлетающих кораблей уходили вверх и вскоре стало ясно, что они набирают скорость для выхода на орбиту. Подтверждение ее догадки, хотя она вряд ли была необходима, пришло в виде сжатого, зашифрованного послания от Лакумфабрикатора, тоже, по всей видимости, покидающего Марс. Имперские войска отступают с Марса. Сберегите все, что сможете, остальное уничтожьте. Остатки ее человеческого существа закричали от такого предательства. Но доминирующая аналитическая часть мозга признала логику этого отступления. Астартес наверняка увозили с собой огромный груз новой брони и боеприпасов, готовясь к войне с легионами Хоруса Луперкаля, и рисковать запасами вооружения в отчаянной, но безнадежной схватке было бы бессмысленно. Но от этой мысли легче не стало. Зета открыла каналы ноосферической связи с Эплувианом Максималом, Принцепсом Кавалерио из Легио Тимпестус и лордами Катуриксом и Вертикорды из Ордена Рыцарей Тараниса. Я полагаю, вы все это видели, заговорила она, как только их гололитические образы возникли на стеклянных панелях. Я видел, откликнулся Кавалерио, проецируя образ человека, каким он был до погружения в амниотический резервуар. Да, подтвердил Максимал, не могу поверить, утраченные знания. Лорд Катурикс покачал головой. К этому все и шло, когда Терра нас покинуло. Никогда, воскликнул лорд Вертикорда, император никогда нас не покинет. Возможно, сказала Зетта, но похоже, нам не стоит больше надеяться на помощь легионов. В таком случае, что-то нам прикажешь делать, адепт Зетта, спросил Кавалерио. Вы слышали сообщение Кейна? Ответом ей было угрюмое молчание. Я не позволю Кельбор Халлу завладеть моими реакторами, после недолгой паузы, заявил Максимал. И я не оставлю ему чтеца Акаши, грустно добавила Зетта. Я так надеялась, что Даллия сумеет заставить его работать, но, возможно, это и к лучшему. Наверное, никто не может знать все. В конце концов, если больше нечего исследовать, какой смысл продолжать жить? Тогда остается отдать один последний приказ, сказал лорд Вертикорда. Даллия смотрела, как к ним приближается грозная машина, как под ее огромной тяжестью рассыпаются валуны, и как поднимаются ее руки орудия, готовые открыть огонь. Стволы автоматической пушки зажужжали, поворачиваясь и загружая очередную порцию снарядов для смертельного залпа, а плазменное орудие на плече машины с шипением выбросило струйки газа. В пронизительном желтом свете сенсорных выступов Даллия видела устремленную на нее ярость, а после торопливого умысленного маневра она поняла, что больше не сумеет обмануть машину. «Как же она нас нашла?» крикнул Зуша. «Наверное, засекла в тоннеле наши биометрические данные», прокричала в ответ Даллия. «Со временем машина обнаружила свою ошибку и последовала за нами. «Какая разница, как она нас нашла?» закричал Ромю-31. Он выдернул свой посох оружия и потянул Даллию назад. «Бежим, возвращаемся в пещеру, там она нас не достанет». Даллия кивнула, схватила Зуша за руку, и они устремились к входу в ущелье. «Сделай так, как ты сделала раньше», крикнул на бегу Зуша. «Заставь ее подумать, что нас здесь нет». «Не могу», задыхаясь от бега, ответила Даллия. Она разгадала мой маневр и изменила архитектуру мозга, чтобы не допустить следующих ошибок. Оглянувшись через плечо, Даллия заметила, как взметнулись вверх металлические щупальца. «Ложись!» закричал Ромю-31, пригибая голову Даллии. Они припали к земле и кувырком скатились в неглубокую канаву, пробитую древним ручьем. В тот же миг ревущая пелена лазерного огня оставила в земле светящуюся раскаленную борозду. Зуша вскрикнул, когда осколок камня рассек ему щеку. Далее Горько расплакалась, ожидая следующего залпа, который их неминуемо прикончит. По каньону прокатилось эхо оглушительной артиллерийской очереди, и она в ужасе съежилась, но стрельба прекратилась, и далее удивленно открыла глаза, поняв, что огонь был направлен не на них. «Не могу поверить!» — воскликнул Ромео 31. Его зеленая в глазах под бронзовой маской далее без труда прочла удивление. Она осторожно приподнялась на локте и рискнула выглянуть из-за дымящегося края их ненадежного убежища. Машина Каба стояла на том же месте, но ее корпус окутывали огни энергетических разрядов, и пустотные щиты мерцали и звенели, напрягая генераторы, чтобы сохранить целостность. Навстречу ужасному врагу двигались две величественные боевые машины в темно-синей броне и с эмблемами в виде шестерни и молнии на отлечьях. «Рыцари Тараниса!» — воскликнул Ромео 31. При виде вражеской машины, покачнувшейся от выстрелов его орудия, сердце Мавина наполнилось жестоким первобытным ликованием. Снаряды Крона тоже поразили цель, и мультисвязь Эквитус Беллум с уверенностью подтвердила, что они, наконец, настигли противника. Грохот автозагрузчика возвестил о готовности установленного на плече рыцаря орудия к дальнейшей стрельбе, и Мавин ощутил тепло от выдвинутого из правого кулака четырехметрового меча. Машина оказалась точно такой, какой он ее запомнил. Приземистой и уродливой, округлое сооружение, предназначенное для уничтожения разрушения, скрывающегося замерцающей пеленой пустотных щитов. Экран Ауспика выдал ее энергетические характеристики, и Мавин снова был поражен холодным и чуждым разумом, светящимся в обращенных на него желтых огнях сенсорных блистеров. В неглубокой канаве он заметил укрывшихся от обстрела протектора в красном одеянии и еще троих. Мавин не знал, кто они такие, но люди пытались спрятаться от ужасной машины, и у него тотчас возникло желание их защитить. «Уходи вправо», передал он по Воксу Крону. «Будем действовать так, как договорились». Крон уже повернул Пакс Мортис и повел рыцаря по неровной поверхности скалистого плата, спускающегося к входу в ущелье. Корпус его машины склонился почти к самой земле, а руки орудия угрожающе выдвинулись вперед. Мавин сдвинул своего рыцаря влево и выпустил по воргу еще один сокрушительный зал. Снова раздался звон силового барьера, и Мавин ощутил радостное возбуждение своего рыцаря, сопровождающееся выбросом адреналина в его тело. Эквитас Беллом всегда наслаждался битвой, но ликование от обстрела злостного обидчика было сильнее и ярче, чем когда-либо раньше. Он опустил корпус как можно ниже, быстро направил рыцаря к замеченному издали скальному выступу, и почти сразу ощутил жар близко пролетевших снарядов, выпущенных ужасной машиной. Инстинктивное боевое чутье и ощущение ситуации заставили Мавина в последний момент резко остановиться и вытянув одну ногу в сторону, круто повернуть. Несколько снарядов подряд ударили в скалу, разбили камень в пыль и мелкие осколки, и на месте взрыва осталась дымящаяся воронка. Мавин сделал шаг в сторону и снова рванулся вперед, петляя стороны в сторону и намеренно избегая приема в стандартной тактике уклонения от обстрела. А в тех местах, где он должен был пройти, следуя общепринятой тактике, взрывались вражеские снаряды и бушевал огонь лазеров. Мавин радостно расхохотался, и Эквитас Беллум отозвался на его смех, чутко реагируя на каждое прикосновение. Исцеленные конечности рыцаря и его раненое сердце были заодно с командиром в борьбе против страшного противника. Мавин еще раз свернул наугад, но все время придерживался общего курса навстречу мощным вернул бы меня наизнанку, если бы видел такие маневры, прошептал Мавин. Он по-прежнему заставлялся не вспоминать о десятилетиях тренировок и не использовать приемы, благодаря которым считался искусным воином. Машина снова открыла огонь, но Мавину и на этот раз удалось ее обмануть. Его неожиданные повороты, обманные движения и зигзаги ставили в тупик управляемое мозгом машины прицельное устройство. Мавин заметил, что машина попятилась назад, и главное орудие все время поворачивается на шарнирах, словно пытаясь угадать, куда он свернет. Толстые, гибкие дендриты машины повернулись в другую сторону, и уставленные на них орудия разбили уже горящий грузовик, стоящий неподалеку. Мавин видел, что Крон ведет своего рыцаря по классическому зигзагообразному маршруту, чередуя резкие броски с остановками, но в его защитном поле уже появились пробоины. «Сбивай ее с толку, Крон!» крикнул Мавин. «Не делай ничего, что она может предугадать!» «Замолчи, сердито огрызнулся Крон! Ты все время нарушаешь правила, я так не могу!» Мавин довольно ухмыльнулся, заметив, что машина продолжает пятиться, тропя гусеницами гравий и обломки скал, и постепенно приближается к отвесной стене каньона. Он снова открыл огонь, но машина развернулась на одной гусенице, и снаряды выбили из скалы целую россыпь осколков. «Проклятие!» проворчал Мавин. «Она учится на ходу!» Он изменил направление движения и слишком поздно понял свою ошибку. Стена лазерного огня ударила по фронтальному щиту, и излучатель на туловище взорвался, выбросив напоследок неконтролируемый поток энергии. Мавин не удержался от крика, ощутив вспышку боли, донесенную обратной связью. Эквита с Беллом пошатнулся, и Мавину пришлось опустить рыцаря на одно колено. Следующий удар пришелся по верхней части корпуса, и опять его пронзила острая боль, на этот раз в плече. Он попытался развернуть рыцаря, чтобы подставить часть корпуса, закрытую уцелевшими щитами. Но снова обрушилась стена огня, и на этот раз раскололась броня. Закаленное стекло рубки лопнуло, изранив лицо мелкими острыми осколками. Удар следующего снаряда отозвался мучительной болью по всему телу. «Крон!» закричал Мавин. Пакс Мортис рванулся вперед прямо через обломки догорающего грузовика, и из обеих его рук вырвались струи огня. Вражеская машина скрылась в ослепительных вспышках силового поля. Пустотные щиты задрожали и прогнулись под яростными ударами. Неизвестно, какая модель генератора питала защитное поле машины, но ее щиты все еще держались. Главное орудие развернулось в сторону Пакс Мортис, и первый же залп пробил защитное поле и броню рыцаря в районе пояса. Пакс Мортис покачнулся, отступил в дымовую завесу горящего карго-5, но машина предвидела его реакцию и в верхнюю секцию рыцаря ударил залп плазмы, который едва не бросил его на колени. Мавин в ужасе вскрикнул, видя, как шатается его собрат по оружию. Однако Крон не позволил машине закончить работу и нырнул в облако дыма. «У нее слишком прочные пустотные щиты!» крикнул Крон. И Воксканал передал отзвуки боли в его голосе. «Наше орудие не в состоянии вызвать перегрузку реакторов!» Его товарищ по оружию слишком рисковал, когда пришел на помощь Мавину, но удары с двух сторон сразу заставили машину плясать под их дудку, и лучшей возможности с ней покончить могло больше не представиться. «Приготовься!» крикнул Мавин. «Мы загнали ее туда, куда и хотели!» Перед лицом двух противников машина пятилась между скалами, стараясь избежать нападения с разных сторон, точно так, как предполагал Мавин. Это был стандартный маневр, описанный во всех учебниках. Он отключил автоматическое прицельное устройство. «Ты знаешь правила, но не научилась ими пользоваться!» пробормотал он и снова открыл огонь. Вместо того, чтобы навести орудие на саму машину, он дал залп выше, вызвав лавину огромных валунов. Они осыпались с оглушительным грохотом. Верхняя секция противника покрылась ослепительными вспышками силовой защиты. Пустотные щиты взвыли от напряжения, но против всех ожиданий выдержали. «Скорее, Крон!» закричал Мавин. И, подняв своего раненого рыцаря во весь рост, повел его на врага, крича от ярости. На ходу он продолжал стрелять, осыпая снарядами верхнюю секцию машины. Она заметила его приближение, несмотря на летящие камни и тучи пыли. Главное орудие развернулось на Эквитас Беллум, а Пакс Мортис, вынырнув из пелены дыма, сразу же поддержал огнем товарища. Генераторы защитного поля вражеской машины и без того работающие на полную мощность под градом валунов не смогли устоять перед объединенным обстрелом двух рыцарей. Пустотные щиты рухнули, а слепительный взрыв сорвал с верхней части корпуса все металлические гендриты, снабженные орудиями, и испепелил левую руку. Выброс колоссальной энергии вызвал фонтаны искр и клубы дыма, а желтые сенсорные блистеры полыхнули пламенем, словно машина удивлялась своему поражению. Противник откатился назад и выпустил пронзительные очереди бинарного кода, которые прорвались в мультисвязь и вывели из строя несколько аугмиттеров в кабине Эквитас Беллум. Мавин повел рыцаря сквозь тучи дыма и поднявшейся пыли, видя перед собой только сферический корпус врага, которого так долго разыскивал. Машина была смертельно ранена, но в ней еще оставались силы для борьбы. Он лишил его последнего шанса, погрузив все четыре метра своего силового клинка в переднюю часть корпуса. Предсмертный крик вырвался жалобной последовательностью бинарного наречия, но Мавин поворачивал меч в пробоине до тех пор, пока не затихли последние звуки и не погас свет в сенсорных блистерах. Только тогда он испустил боевой клич полный страданий и ярости и отступил от поверженного врага, испытывая всепоглощающее ощущение завершенности. Психостигматическая боль стала быстро уменьшаться, и он улыбнулся, распознав потоки эмоций, одобрительное удовлетворение Эквита с Беллум. Сущность рыцаря, благодаря которой он стал такой грозной боевой машиной, устремилась в тело человека, облегчая страдания, проникая в мучительно болевшие руки и ноги. И Мавин слишком поздно понял, что душа его рыцаря это целительная сила, которая значительно уменьшала его боль, вдруг заняла главенствующее положение, словно он стал скакуном, а Эквита с Беллом наездником. Воинственная и гордая душа его машины проникла в мультисвязь, овладела контролем над его конечностями и повернула Эквита с Беллом к неглубокому рву, где прятались первоначальные объекты ярости вражеской машины. Сквозь разбитое стекло рубки Мавину было хорошо видно, что одетый в красный протектор идет ему навстречу вместе со стройной женщиной, чьи глаза сияют золотым светом. Ветер развивал красный плащ, а в руке протектор держал оружие-посох, на котором покачивалась численная решетка, символ Адепта Зетты. Позади них низенький коренастый мужчина присел рядом с еще одним членом группы, в котором Мавин по выбритой танзуре узнал слугу. Мавин услышал тяжелые шаги подошедшего Пакс Мортиз и попытался заговорить с Кроном, но овладевшая мультисвязью сила отключила канал. Женщина подошла к раненому рыцарю, и прежде чем Мавин успел понять, что происходит, Эквита с Беллом опустился перед ней на одно колено и склонил голову. Даже не глядя в сторону, он понял, что машина его товарища по оружию сделала то же самое. Женщина подняла руку, и вдруг каждая молекула гибрида плоти и металла стала наполняться теплом, а вместе с тем и новой жизненной силой. Он ощутил теплое прикосновение, несмотря на толстую броню рыцаря, и едва не вскрикнул, когда весь корпус из пластали и керамита отозвался продолжительной вибрацией. «Машина, излечись!» сказала женщина. На магмогород опустилась ночь, хотя темнота, благодаря оранжево-красному сиянию лавы, никогда полностью не овладевала этим городом. А сейчас кузница адепта Зетты, освещаемая еще и огнями пожаров, напоминала картину преисподней, какой ее представляли в древности. Темные механикумы продолжали сотрясать ее стены, и наружные бастионы залпами вортекс-ракет и грави-снарядов. Город разрушался квартал за кварталом с математической точностью, и через несколько часов войско посла Мельгатора он наблюдал за развертывающейся сценой из укрытия темного шатра в самом конце дороги Тифона, захватив эту добычу для генерал-фабрикатора. Магмогород был обречен, и осталось отдать один последний приказ. Деус Тимпестас шагал по обгоревшей искореженной земле, где совсем недавно стоял оружейный завод. Под его могучими опорами еще догорали огни пожаров, и слышались мелкие взрывы. Но принцип с кавалерио не обращал на это внимания. Подобные мелочи могли беспокоить только отряд скитариев Эшмана, следовавший по пятам за боевой группой Тимпестус. Легио Тимпестас вышел из ворот Магмогорода в полном составе. Их кобальтовая броня и развивающиеся почетные знамена составляли резкий контраст с ненастным небом и почерневшей от сажа землей. Возглавлявший отряд Деус Тимпестус остановился позади изогнутых и сломанных металлических колонн, бывших когда-то частью самого большого металлопрокатного производства форсиды, а теперь превратившегося в груды бетонных обломков и спутанной проволоки. Справа от кавалерио встала группа Принципса Ширака, Металлос Кибрения и две гончии Аструс Люкс и Раптория. Принципс Ламн и Принципс Касим заняли места по обе стороны от разбойника. Салютуя своим отважным братьям, Принципс Кавалерио приподнял огромную лазерную пушку Вулкан. Слева от него возвышался могучий владыка войны Фарсида Гастатус, управляемый Принципсом Сузаком, а дальше выстроились разбойник Принципса Морданта Аркадия Фортис и стремительная гончия Принципса Базика Вулканус Рекс. Принципс Кавалерио повторил салют, как только все собрались на развалинах внешних территорий. «Объявляем мультисвязь конференцию всех Принципсов!» произнес он. Образы его братьев-принципсов стали один за другим появляться на экране, и Кавалерио с радостью отметил, что их лица выражают только жажду боя. Несмотря на однозначный исход грядущей битвы, каждый стремился вступить в сражение с Мортис. На мгновение он пожалел, что не в состоянии сражаться так же, как и они, а затем едва не рассмеялся собственной глупости. Разве могли они достичь той степени единства с могучим Деус Темпестус, какой достиг он? «Братья, настал самый ужасный и самый славный момент нашей жизни», заговорил Кавалерио. «Обычно я не склонен к сантиментам, но если день нашей смерти не достоин проявления чувств, то я не знаю, когда еще они уместны». Отметив несколько мимолетных улыбок, Кавалерио продолжил. «Согласно Кредо Темпестус, момент смерти не менее важен, чем стиль всей нашей жизни. Сегодня мы покажем этим в сам Мортис, что значит испытать на себе ярость нашего Легио. Для меня было большой честью сражаться рядом с вами все эти годы, и еще большая честь вести вас в последний бой. Пусть вас направляет светом Ниссии». Боевые братья в торжественном молчании приняли его обращение вспышками бинарного кода, и только Принцепс Касим озвучил общее для каждого члена Легио чувство. «Это для нас большая честь идти в бой рядом с тобой, повелитель Бурь». Кавалерий улыбнулся, заметив блеск золотого медальона в виде черепа и шестерни, которыми он наградил Касима после сражений в двойном скоплении псилоид. «Удачной вам охоты!» пожелал он собратьям и отключил связь. Несмотря на значительные потери в первом сражении в окрестностях Магма города, Принцепс Камул не смог не отреагировать на столь откровенный вызов, и Ауспик Кавалерио быстро получил отраженные сигналы от машин Легио Мортис, марширующих навстречу Темпестус. Вокруг каждой машины толпились многочисленные отряды скитариев Мортис, вместо шлемов и отвратительной репутацией. Скитари Темпестус под командованием неукротимого Зема Эшмана, покрытого шрамами героя Намзал Рич, маршировали навстречу врагам, уступая им в численности по крайней мере в четыре раза. Участие в схватке боевых машин само по себе требовало великой храбрости, но для того, чтобы выйти на поле боя в таком грандиозном столкновении, надо было обладать подлинным бесстрашием, каким отличались эти усовершенствованные воины. Множественные сигналы приближающихся машин, доложил Сенсорий Пал. Кавалерио принял информацию и выбросило с головы мысли о скитариях. В центре боевой группы Мортис маячила исполинская фигура Аквила Игнис, словно щитом с закрытой шеренгой из трех сильно изменившихся владык войны, а с обоих сторон прикрывали фланги по два разбойника. Они превосходят наш отряд всего на одну машину, сказал Кавалерио. А это не так уж и плохо, верно? Да, мой принципс, откликнулся модерат Кайпер. Жаль только, что у них такое огромное превосходство в артиллерии. Кавалерио окинул строй противников внимательным взглядом. А они держатся осторожно, никто не отходит далеко от старшего брата. Разве можно их за это осуждать? Они нас боятся, продолжал Кавалерио. Они еще не забыли прошлой засады и опасаются, как бы мы не выкинули еще какой-нибудь трюк. А хотелось бы повелить Эльбурь. Кавалерио усмехнулся в своем амниотическом резервуаре и с его губ поднялась цепочка пузырьков. Кто сказал, что у нас ничего не припасено? На противоположном краю магма города, где визжащие толпы скитариев и усовершенствованных протекторов штурмовали врата вулкана, шквал ружейного огня и артиллерийских снарядов расчистил небольшое пространство перед самым входом. Прежде чем солдаты мельгатора успели перегруппироваться и возобновить атаку, створки ворот разошлись и под лазурными штандартами, украшенными шестерней и молнией вышли рыцари Тараниса. Возглавлял отряд лорд вертикорда на своем великолепном арес ликтор с отремонтированной после вчерашнего ранения нагрудной броней. Рядом с ним величественно выступал Гладий Фуллман, управляемый лордом Катуриксом, гордо демонстрирующий боевые шрамы и царапины на обожженной до черноты броне. Позади них шли остальные девять рыцарей ордена и каждая боевая машина была тщательно отремонтирована и отполирована до зеркального блеска. Все понимали, что это их последнее сражение и мастера магмагорода постарались, чтобы рыцари вышли в бой в полном великолепии. Рыцари образовали клиент с вертикордой и Катуриксом во главе и ворвались в ряды врагов, сея смерть на каждом шагу залпами своих орудий. После сильного артиллерийского обстрела силы темных механикумов столкнулись с рыцарями, дрогнули и начали отступать. Воспользовавшись их замешательством, рыцари, разбрасывая и топча бегущих воинов, устремились вперед. Боевые машины пробивали себе путь сквозь толпы скитариев и вооруженных сервиторов немилосердными залпами разрывных снарядов и ревущими лучами лазерных пушек. Каждую секунду погибали сотни противников, а рыцари, разбрасывая их тела, рвались вперед по дороге Тифона. Идущий в авангарде вертикорда разил противников с рассчитанной эффективностью, а сопровождающий его Катурикс действовал в порыве неудержимой ярости. Несмотря на внезапность атаки, войско мельгатора вскоре оправилось от потрясения и навстречу рыцарям вышли отряды бронетехники. Артиллеристы ничуть не заботились о судьбе своих товарищей и открыли огонь по дороге, вырывая снарядами глубокие рыпины. Быстрота передвижения позволила рыцарям уклониться от большей части снарядов, но два воина увязли в толпе врагов, обнаруженного в развалинах гробнице адепта ультерема под куполом Зефирия. Усиленный темной энергией из хранилища Моравица, лут черного света пробил силовую защиту рыцаря, и вся машина вспыхнула черным пламенем, которая в одно мгновение расплавила броню. Вертикорда по мультисвязи услышал отчаянные крики наездника, а затем увидел, как умирающий рыцарь столкнул большую группу врагов с дороги в лавовую лагуну и упал сам. С каждым шагом рыцари Таранеца все больше и больше отдалялись от магма города, с присущим им мастерством уничтожая врагов адепта Зетты. Их операцию нельзя было назвать безрассудной, это была миссия благородных воинов, действующих по всем правилам воинского искусства. Рыцари прошли уже два километра по дороге Тифона, оставляя за собой кровавый след из умирающих врагов. Затем они продвинулись еще на 400 метров, но заплатили за это гибелью еще одного рыцаря. Его ноги подрубил темный луч орудия ультерема и корпус рухнул на землю прямо в толпу скитариев мутантов. Лорд Катурикс развернул свое орудие в сторону упавшего рыцаря и выпустил смертоносный залп снарядов. Его собрат был уже мертв. И чтобы не допустить надругательства над его телом Катурикс продолжал стрелять, пока не взорвался ядерный реактор и машина не исчезла в клубе раскаленной плазмы. Следом за Вертикорда и Катуриксом шли уже только пять рыцарей. Их атака была все такой же эффективной и сокрушительной, но скорость движения уменьшилась. Все больше и больше врагов преграждали им путь своими телами и целые отряды артиллерии и бронетехники вели ожесточенный огонь, стараясь остановить боевые машины. Вертикорда и Катурикс, так сильно отличавшиеся по характеру, но равные по отваге, продолжали стремиться к конечной цели, к черному шатру посла Мельгатора. Принцепс Касим на Раптории пробился сквозь завалы, образовавшиеся на месте одного из складов под горой Арсия, и выпустил сокрушительный залп по одному из разбойников, прикрывавших фланг. Мощные силовые поля остановили снаряды Малого Титана, и разбойник развернул орудие в сторону высокой груды из коверканного металла. В следующее мгновение на разрушенный склад обрушился шквал шрапнелей и осколков, однако Раптория уже покинула эту позицию, и, скрывшись за обломками высоких труб и зданий, снова открыла огонь. Юркая гончая использовала каждый дюйм укрытия, и, благодаря способности передвигаться в тесных пространствах, принц с Касим каждый раз на шаг опережал противника, неожиданно выпускал залпы жалящего огня, а потом снова скрывался в развалинах склада. Владыки войны и император подошли уже совсем близко, и тогда разбойник ринулся в развалины, намереваясь выбить оттуда Касима, чтобы не оставлять в тылу огрызающегося врага, пусть даже такого незначительного, как гончая. Массивный титан развалил арки, видавший на своем веку тысячи и тысячи рабочих, и растоптал мастерские, где изготавливалось оружие, приводящее к согласию миры на другом конце галактики. Разбойник остановился посреди оплавленных конструкций и почерневших скелетов тех, кто погиб в самом начале Коллапса. Его силовые щиты вспыхивали после прорыва через завалы, из наружных аугмиттеров неслись нескончаемые потоки скраб-кода, и воинственный рев боевой сирены будил эхо в еще оставшихся стенах. Касим покинул укрытие и кобальтовая броня его машины резко выделялась на припорошенной пеплом стене. Разбойник, заметив врага, развернул верхнюю секцию и, наконец, прицелился в проворную гончию. Ураганный огонь разнес остатки стены в пыль и щиты раптории заискрили. В тот же момент из тени мачтового крана появился хищный силуэт Аструс Люкс. Нацелился в обращенную к нему спину разбойника и его орудия выплюнули струи огня. Принц Сламн посылал снаряды в те участки, где возникли самые сильные завихрения силовых потоков. Прицельный огонь быстро уменьшал надежность защиты и разбойник попытался развернуться, но Принц Сламн оказался проворнее. Его титан переступил через завалы, образованные обломками машин и ушел в сторону. В своем стремлении как можно дольше вести прицельный огонь Ламб задержался на открытом месте в ущерб собственной безопасности, но его настойчивость не осталась без награды. Задний сектор силовых щитов разбойника ослепительно вспыхнул и взорвался. Торжественный рев сирены сменился пронзительным криком боли. Раптория, воспользовавшись моментом, перескочила через очередные руины и открыла огонь в упор. Лишенный защиты разбойник оказался чрезвычайно уязвимым и обстрел производимый Касимом вызвал невосполнимое разрушение. Касим как и Ламб целился в одну точку посылая из турболазера разряд за разрядом в область бедра титана. Сначала из шарнирного соединения полетели капли расплавленного металла, а затем весь узел не выдержал и развалился. Раптория и Аструс Люкс быстро отскочили назад. Разбойник медленно накренился, сокрушая остатки складских конструкций и под тяжестью собственного веса распался на части. Раптория пригнувшись к земле тотчас рванулась вперед, скрывшись в тучах пыли и пепла, поднятых при падении разбойника. Аструс Люкс обогнув упавшую машину стал отступать через руины склада, но слишком долго задержался на открытом месте и напарник разбойника сумел прицелиться. Испепеляющий ракетный залп ударил в верхнюю секцию гонщей, швырнул ее на землю, а затем разорвал силовую защиту и продолжался до тех пор, пока щиты с пронзительным воем не взорвались. Словно раненая птица, Аструс Люкс, лишившаяся защиты с поврежденными опорами, попыталась скрыться в развалинах, но второй разбойник не оставил своим весом. Легио Тимпестус понес первую потерю. На левом фланге боевой группы Легио Тимпестус с противоположного края изрытой взрывами посадочной площадки, где Деус Тимпестус и Форсида Гастатус вели бой против владык войны, которые шли перед Акрило Игнис, принц Смардант гнал вперед Аркадия Фортис. Несмотря на то, что он командовал разбойником, Ян Мордант ни на шаг не отставал от своего напарника на гонщий Бульпус Рекс. Он и Принцип Сбазик спешили схватиться с двумя разбойниками, отвратительно измененными титанами, увешанными ненавистными черными стягами и кощунственными украшениями. Но вместо того, чтобы устремиться навстречу противнику по прямой, титан Аркадия Фортис описывал широкую дугу, с каждым шагом увлекая вражеских разбойников все дальше от защиты Императора. Воздух между двумя парами титанов разрывали непрерывные потоки огня. И оба Принцип Сбазику сосредоточили стрельбу на том разбойнике, что был ближе к центру линии фронта. Здесь, вдали от Магмагорода, было не так много укрытий, которыми могла воспользоваться Раптория, и Принцип Субазику приходилось проявлять всю свою смекалку, чтобы уклониться от сокрушительных залпов. Расстояние между машинами быстро сокращалось, шквал огня с каждым мгновением становился все яростнее. Учитывая соотношение массы машин и их огневой мощи, можно было гадать лишь о времени, когда жестокая математика войны определит судьбу титанов Тимпестус. Воинам Мортис это было прекрасно известно, и сирены их машин издавали негармоничный триумфальный рев. Но в войне, как и в любом другом процессе, имеются переменные параметры, которые могут нарушить даже самое верное уравнение. И Вульпус Рекс и Аркадия Фортис управлялись людьми, в груди которых бились сердца отважных охотников. И перед своей смертью они были твердо намерены уничтожить столько машин Мортис, сколько представится возможным. Щиты разбойника, по которым упорно стреляли оба Тимпестус, сильно потускнели, истощенные непрерывными ударами, потом Сида Гастатус, только этого и ждавший, открыл огонь из своего мощного вулкана. Раскаленный луч термоядерного огня пронзил рубку разбойника и вызвал эффективный взрыв всей верхней секции, разбросавший обломки в радиусе 6 километров. Оглушительная гибель Титана была получена ценой настойчивого прицельного обстрела, но это позволило второму разбойнику остаться почти без внимания. Его тяжелые орудия вызвали критическую перегрузку силовых полей Аркадия Фортис и до взрыва генератора осталось ждать совсем недолго. Случайное попадание снаряда в один из излучателей на корпусе вывело из строя реле, входящее в нейронную систему машины Тимпестус и сигнал обратной связи выжег мозг принципа Морданта так же бесповоротно, как если бы ему в голову попал болтерный снаряд. Аркадия Фортис умерла вместе с ним. Могучая машина резко остановилась и осталась без движения на радость врагам. Базик попытался уйти от вопящего разбойника, поскольку его ослабевшие щиты и сильно уменьшившийся боезапас не позволяли сражаться с таким грозным противником. Вульпус Рекс двигался быстро и ловко, но непрекращающийся ракетный обстрел не оставил ему шансов на спасение. Ракеты взрывались у самых его ног, образовывая глубокие кратеры и выбрасывая в воздух целые фонтаны обломков. Помехи, состоящие из пронзительных обрывков скраб-кода, вывели из строя маршрутный ауспик, и Вульпус Рекс свалился в кратер. При падении одна из его оружейных рук отломилась, а ноги неловко подогнулись. Титан оказался в безнадежной ловушке, и Принц Сбазик попытался отключиться, но жестокий залп орудий разбойника разнес машину на куски, обеспечив Вульпус Рекс и его экипажу милосердно быструю смерть в грохоте взрывов. А потом раскололось небо, нависшие тучи исчезли от яркого как солнца ядерного взрыва, и далекий горизонт окрасился пламенем. Весь небосклон вспыхнул огнем, и адепт Кориэль Зета, отлично зная, что это означает, прикрыла глаза. Человеческую часть ее существа охватила горькая печаль. Затем она переключила увеличение на северных экранах покоев Весты на максимум, хотя знала, что на них увидит, и боялась этого. Вдоль цепи реакторов и плувиена максимала в бороздах улица в небо поднималось сразу несколько грибовидных облаков. Мощнейшая ударная волна лишила жизни поверхность планеты на сотни километров вокруг, а последующий огненный вихрь на 10 тысяч лет превратит прошептала Зетта, а затем переключилась на события, разворачивающиеся вокруг ее собственной кузницы. Полированные пластины экранов показали такие ожесточенные схватки, что она с трудом верила своим глазам. Атака рыцарей Тараниса прорезала кровавую тропу на дороге Тифона, но число воинов стремительно сокращалось. Вот упали еще два рыцаря, и рядом с Вертикордой и Катуриксом осталось только трое собратьев. С каждой секунды они приближались к шатру Мельгатора, но Зетта не была уверена, что им удастся дойти до него живыми. А даже если и дойдут, то вряд ли смогут вернуться из самого центра вражеской армии. Лего Тимпестус ведет бой, который историки назовут самым благородным сражением в истории Ордена, если только останется хоть кто-то, кто сможет о ней рассказать. И ее собственные воины сражаются с такой яростью, какой она не могла от них ожидать. Приспешникам Кельбор-Хала придется сильно постараться, чтобы завладеть Магмагородом, но если она ничего не предпримет сейчас, они им все-таки завладеют. И не только Магмагородом, но и весь Марс скоро окажется в руках приверженцев генерал-фабрикатора. Пришло время последовать благородному поступку и пловиена Максимала. Зетта отвернулась от экранов и пошла к широкой шахте, уходящей в глубины ее кузницы. Ее встретили волны горячего воздуха и энергетические потоки, поднимающиеся от кипящей в недрах красной планеты Магмы. Следом за Зеттой к шахте подошел и закутанный в балахон сервитор самого примитивного вида, совершенно не соответствующий утонченной обстановке и сложной аппаратуре в зале. Безымянный киборг занял место рядом с Зеттой и через мгновение из-под пола вокруг шахты поднялись шесть тонких серебряных колонн. На вершине каждой колонны имелось сложное устройство с разъемами для считывания биометрических данных. И Зетта встав посередине положила руки на две колонны. Затем из ее спины выдвинулись гибкие механодридниты, качнулись в воздухе и опустились на остальные разъемы. Зетта начала загружать серию микрокоманд в ноосферическую сеть Магмагорода. Перед ее взглядом, невидимая для тех, кто не прошел на асферическую модификацию, всплыла схема кузницы. Надеюсь, что Кейну удалось спасти хоть часть на асферической сети из Мондус Окулум, прошептала Зетта. Жаль, если мое изобретение забудут из-за этой проклятой гражданской войны. Тщеславие не покидает тебя даже перед лицом смерти, раздался голос за ее спиной. Зетта обернулась и ничуть не удивилась, увидев встроенную фигуру техножрица ассасина, приходившей к ней вместе с мельгатором. Я почему-то так и думала, что тебя снова увижу, сказала Зетта. Сестры Кедонии не забывают нанесенных оскорблений. Я бы тебя спросила, как ты сюда попала, но, как мне кажется, это уже не имеет значения. Да, ответила Ремиара, это не важно. Убийца медленно скользила над полом, подбираясь ближе к Зетте и вытащила из набедренной кобуры пару затейливо украшенных пистолетов. Мой наниматель хочет получить город в полной сохранности, заявила Ремиара, подключаясь к насферической схеме, мерцающей перед Зеттой. Ты должна все это прекратить. Я не собираюсь этого делать, решительно ответила Зетта. Это не просьба, сказала Ремиара и дважды выстрелила Зетте в грудь. Через систему мультисвязи лорд Вертикорда чувствовал боль не менее десятка ран Арис Ликтор. Силовая защита уже рухнула и корпус машины был поврежден в нескольких местах. Вертикорда почти не ощущал свою левую руку и колено два столетия назад излеченное прикосновением императора ныло от психостигматической боли. Вокруг себя он видел только легионы врагов, освещенные красноватым сиянием лавы, но полуразрушенные орудия продолжали изрыгать огонь, и он боялся не смерти, а того, что машина, освещенная рукой амнисии, попадет во вражеские руки. Слева от себя он заметил группу одетых в темные робы скитариев, которые устанавливали на приподнятой платформе над дорогой батарею четырехствольных орудий. Вертикорда развернул в их сторону правую пушку и позволил Арис Ликтор установить прицел. Тепло, охватившее его руку, известило о готовности к стрельбе, и он открыл огонь. Ураганный залп снарядов опрокинул вражеские орудия, а потом уничтожил и саму платформу, и собравшихся на ней солдат, превратив их в сплошное месиво разорванной плоти и металла. Рядом с ним Катурикс крушил и сжигал десятки врагов, орудуя одновременно пушкой и лазерным копьем. Безудержная ярость помогала ему пробиваться все дальше вперед, тогда как Вертикорда шел вровень со своим товарищем благодаря сверхъестественному мастерству и опыту. Кроме них двоих в живых осталось трое лучших и благороднейших воинов ордена Елсик, Агамон и старина Статар. Впереди уже показался черный шатер, откуда один из инициаторов этого конфликта наблюдал, как ради его удовольствия гибнут благородные рыцари Тараниса. Над шатром реял штандарт Мельгатора, багряное полотнище с золотой цепью и хотя между ними стоял еще целый отряд солдат и черных машин, Вертикорда поклялся, что не погибнет, пока это отвратительное существо остается в живых. Очередной шквал огня обрушился на рыцарей и с Агамоном было покончено. Рухнули остатки его защиты, подорванной в отчаянном противостоянии самоубийственными усилиями десятков врагов, которые подбегали вплотную и забрасывали рыцаря осколочными гранатами. Следующим погиб старина Статар. Настоятель расчистил для своих командиров очередной отрезок пути к черному шатру, рванувшись вперед с разведенными в стороны силовыми клинками. При этом он низко пригнулся и прямой удар в рубку свалил машину. Оставшиеся три рыцаря не замедлили воспользоваться преимуществом, купленным ценой жизни старины статора и вертикорда без устали убивал своих врагов, черпая силы в душах всех лорд-командиров, когда-либо ведущих в бой Арис Ликтор. С одной стороны от него гордо возвышался Катурикс, хотя его рыцарь был на грани распада, а с другой Елсик. Его товарищ по оружию с того самого дня, когда император впервые вступил на гору Олим, высоко держа знамя Тараниса. Кто-то от него ждал, откликнулся Катурикс. Он не воин, а обычный трус. Он от нас не уйдет, заявил Елсик. Нет, будь он проклят, не уйдет, подтвердил Катурикс. Арис Ликтор вздрогнул от следующего удара и вертикорда вскрикнул, чувствуя обжигающую волну боли, захлестнувшую его измученное тело, но вместе с новыми ранами он ощутил и поток энергии, поступивший по мультисвязи. То было объединенное наследие героизма и благородства, накопленное его рыцарем с самого рождения. Незримое присутствие бывших командиров Арис Ликтор пробудило в душе вертикорды желание в последний момент присоединиться к ним. Из своей кабины он видел только врагов, их искаженные демонические лица, освещенные сиянием магмы. Да, это было поистине адское сражение против порождений самого с защищенной силовым полем и окруженной отрядом свирепых, похожих на огров скитариев с огненными копьями и лучевыми орудиями. Три рыцаря в расколотой броне извергая пламя и истекая жизнетворной жидкостью бросились на кордон врагов, отделявшие их от свита мельгатора. Никому из них больше не придется командовать боевой машиной, но в последние минуты своей жизни они должны уничтожить этого противника. Вертикорда успел застрелить десяток скитариев, но затем ощутил мучительную боль, причиненную жгучими лучами, пронзившими броню на правой руке, словно это была папиросная бумага. А когда вражеский снаряд сорвал с рыцаря руку орудия, он закричал от боли и содрогнул со всем телом. В горло хлынула кровь, в глазах потемнело, но призрачное присутствие предков продолжало поддерживать лорд-командира. Их боевая ярость и мощь не ослабли с годами, и сила их воли помогала ему сохранить сознание. Но даже с такой поддержкой Вертикорда чувствовал, что его жизнь постепенно угасает. Рыцарь Елсика получил прямой удар огненного копья, и его корпус охватили десятки трещавших багровых огней. Осколочные гранаты разорвали корпус, и две половины машины взорвались в толпе скитариев. «Вперед!» закричал Катурикс, устремляясь в брешь образовавшуюся после смерти Елсика. Вертикорда, повинуясь выработанному столетиями инстинкту, бросился следом. Он увидел, как мельгатор в развивающейся меховой мантии колотит по спинам носильщиков, чтобы те унесли его от стремительно надвигающихся рыцарей. «Я призываю на тебя молнии Тараниса!» из последних сил воскликнул Вертикорда. Они с Катуриксом открыли огонь одновременно, оглушительные взрывы ударили землю, и в рядах скитариев образовался кровавый проход прямо к шатру мельгатора. Вокруг фигуры посла вспыхнул мерцающий свет силового поля. Его персональная защита, рассчитанная, однако, лишь на короткий период, против нападения убийц, а не против таких могучих машин, как рыцари. Уже через несколько секунд мощность пустотного щита мельгатора была исчерпана, и вызванный перегрузкой взрыв подбросил его высоко в воздух. Предатель еще даже не успел упасть на землю, как объединенный залп двух рыцарей испепелил его тело. После уничтожения мельгатора Вертикорда сразу же почувствовал, что поддерживающая его сила бывших наездников рыцаря стала иссякать. Боль вернулась с десятикратной силой, и он вскрикнул, ощущая новые удары по броне. Взрыв ракеты раздробил колено. Исцеленный императором, и Арис Ликтор упал. От удара о землю разбилось стекло рубки, засыпав лорд-командира мелкими осколками. Вертикорда почувствовал, как по лицу струится кровь, но боли уже не было, и сети мультисвязи открылись перед ним. Последним воспоминанием стал отчаянный крик умирающего Катурикса. Дух Арис Ликтор приветствовал его, и Вертикорда встретил смерть с улыбкой на лице. 306 Жидкость вокруг Кавалерио окрасилась кровью, и появились тревожные сигналы о пробоях в силовой защите, об утечке в реакторе и сотне других признаков того, что его машина жестоко пострадала. Красные капли просачивались в густой раствор из психостигматических ран на плечах и на корпусе, а также вытекали из носа. Он уже стал свидетелем гибели трех титанов Тимпестус, но заставил себя сосредоточиться на своих противниках. На него надвигались три владыки войны, прикрывавшие грандиозную фигуру императора Аквила Игнис. Это исполинское сооружение еще не снизошло до того, чтобы обстрелять противников. Какое высокомерие? протянул Кавалерио. Мой принципс переспросил Кайпер, вытирая кровь с виска. Рядом с Модератом только что взорвалась панель, а вместе с ней и мониторы вторичных генераторов. Ничего, ответил Кавалерио. Ты определил прицел для правого владыки войны. Да, Повелитель Бурь, ответил Кайпер. Все ракеты переведены в режим автоматического сопровождения. Тогда можешь открывать огонь по готовности, Модерат Кайпер, скомандовал Кавалерио и переключился на Сенсория. Где находится разбойник с правого фланга? Во разваленных складах километре к северу от нас, доложил Пал. Он дерется с металлу скибрения, но нельзя забывать и о левом фланге. Вульпус Рекс и Аркадия Фортис погибли. Шарак сам о себе позаботится, сказал Кавалерио, а Форсида Гастатус разберется с разбойником на левом фланге. И Принцепсу Сузаку придется противостоять владыке войны, напомнил ему Кайпер. Он попадал и в более жестокие схватки, настаивал Кавалерио. Вряд ли стоит вам напоминать, что мы Легио Тимпестус и ничего не боимся. Его отважные слова воодушевили экипаж и вскоре приятная вибрация в плече известила Кавалерио о запуске ракет. В то же мгновение яростный залп турболазеров ударил в правого владыку войны, а серия выстрелов из вулкана поразила Центрального Титана. Его противники ничуть не уступали и на каждый выстрел Деус Тимпестус отвечали двумя. Но Кавалерио обладал преимуществом, которого не было у машин Мортис. Через амниотическую жидкость он был связан с самым сердцем машины и хотя прямой контакт обеспечивал выигрыш всего в доли секунды, большего повелителю бурь и не требовалось. Команды машин Мортис знали свое дело, поскольку никто не допускался до кресла Принцепса владыки войны, пока стократно не доказывал свое мастерство. Но по сравнению с опытным Индием Кавалерио их можно было бы считать неоперевшимися юнцами. Кавалерио с предельной точностью рассчитывал и угадывал инстинктивно каждый шаг противника, а потому сумел избежать большей части снарядов, которые могли бы уже трижды уничтожить менее искусного Принцепса. Деус Тимпестус был ранен, но бесстрашно шел сквозь стену вражеского огня, высоко неся гордое знамя Легио Тимпестус. «Мощность защиты противника падает», доложил Пау. «Турболазеры его достали». «Зарегистрированы множественные попадания ракет», крикнул Кайпер. «Машина горит». «Лак, разверни нас», приказал Кавалерио. «Огонь вулкана перенести на самого правого владыку войны. Три удара подряд по возможности». «Слушаюсь, мой Принцепс», ответил штурман, и Кавалерио сразу ощутил реакцию машины. Огромный, сложный механизм маневренной системы подчинялся командам не хуже самого нового двигателя. Кавалерио ощутил нарастающий жар в левой руке, свидетельствующий об увеличении энергетического потока в чудовищной пушке. Он отметил, как замедлился ход подбитого Титана, и даже ощутил страх, испытываемый его Принцепсом в таком уязвимом положении. Эта машина, почти лишенная защиты и с горящим корпусом, уже проиграла свою битву. «Нет, это тебе не поможет», усмехнулся Кавалерио. «Выстрел из вулкана сорвал остатки защиты владыки войны. За первым выстрелом немедленно последовали второй и третий, и тогда верхняя половина Титана скрылась в огненном облаке термоядерного взрыва». «Защита центрального владыки войны истощена!» крикнул Пал. «Он находится в опасной близости от места взрыва». «Всем прекратить огонь!» приказал Кавалерио. «Лак! Разворот налево в прежнюю позицию! Перенаправить всю энергию с защиты на вулкан! Я хочу закрыть этот счет!» Экипаж стал поспешно выполнять его команды. Стон Металла свидетельствовал, что машина работает на пределе своих возможностей. Кавалерио невольно вспомнил похожий эпизод, который закончился гибелью Викторикс Магна, и в его голове на миг вспыхнуло сомнение, но он отмахнулся в средней части корпуса, и Кавалерио застонал, его тело сжалось от сострадания к израненной машине. Он чувствовал повреждение Деус Темпестус, но перестал обращать внимание на боль. Если Титан вынужден платить за его маневры, будет платить и он сам. «Орудие заряжено, мой принципс!» отрапортовал Кайпер. «Прицел установлен!» Кавалерио перехватил управление стрельбой у сервитора артиллериста. «Огонь!» Вулкан снова выпустил заряд смертоносного пламени, раскаленное копье, усиленное всей мощью, которую смог получить Кавалерио. Защита вражеского разбойника продержалась какую-то миллисекунду, а затем рухнула с оглушительным взрывом, сорвавшим верхние крепления корпуса, словно бумажные ленты. Кавалерио не прекращал стрельбу, несмотря на опаляющий жар в руке, и разбойник не выдержал. Огненный луч рассек его почти пополам. Экипаж Диос Тимпестус торжествующими криками приветствовал падение верхней части Титана. Его ноги так и остались стоять неподвижно, а все остальное описав огненную дугу с грохотом рухнуло на землю. Наблюдая за гибелью вражеской машины, Кавалерио облегченно выдохнул. Он пошел на риск, ослабив защиту своей машины, чтобы усилить заряд вулкана, но риск оправдался и теперь шансы были более или менее равны. А потом выстрелил Аквила Игнис. Адепт Зетта попыталась устоять, но боль в груди оказалась слишком сильной. Ноги подкосились и она упала на колени, а по груди и спине, где пули ремиары пробили насквозь броню и тело потекла кровь. Она опустила взгляд, убедилась, что силовая защита не нарушена и изумленно посмотрела на убийцу. «Я полагаю, ты удивлена, что персональный пустотный щит тебя не спас», заговорила убийца, скользя над полом вокруг кольца стальных колонн. «Эти пули сделаны в окруженных нуль-защитой кузницах адепта Прент Слау с использованием технологий, схожих с теми, что используются в вар-прокетах титанов». По правде говоря, Зетта откашлялась кровью под бронзовой маской. «Я размышляла, сколько времени потребуется для того, чтобы на тебя подействовал в биометрических показателях Ремиары проявились признаки удивления». Изетта рассмеялась. «Ты считаешь себя очень умной, ассасин, но перед тобой верховный адепт механикум. У мне и меня никого нет». Ремиара склонила голову на бок, анализируя на асферическое соединение между собой и Зеттой. «Нет!» внезапно вскрикнула она. Элегантно и тщательно составленные блоки информации проникали в ее аугметические устройства и уже начинали потихоньку разрушать их. «Поздно!» шепнула Зетта. «Через мгновение отключились магнитогравитационные двигатели, и Ремиара с глухим стуком упала на пол. Колени, отвыкшие держать вес тела, да еще с тяжелыми устройствами на ногах, бессильно подогнулись. Вот сейчас твой усиленный метаболизм пытается перезагрузить внутренние системы, но это тебе не поможет», продолжала Зетта, поднимаясь на ноги при помощи механодриднита, все еще державшихся за стальные колонны слишком поздно. Зетта старалась контролировать дыхание, пока ее аугментированный организм оценивал ущерб, нанесенный выстрелами. Одна из пуль Ремиары повредила ее спинной мозг, и Зетта уже не чувствовала нижней половины тела, но в металлических конечностях хватало сил, чтобы завершить начатое. Наконец, подействовали обезболивающие стимуляторы, помогающие сохранить сознание, и она улыбнулась, когда боль от ран в груди стала утихать. Впрочем, этот эффект был временным, и она осознавала, что несмотря на избавление от боли ее тело умирает. «Я тебя убью!» прошипела Ремиара, безуспешно пытаясь поднять пистолеты. «Нет, не убьешь!» отрезала Зетта и обернулась к примитивному сервитору. «Полк!» Сервитор подошел к убийце и сбросил капюшон. Ремиара ахнула, узнав его. «Ты ведь помнишь полка, не так ли?» спросила Зетта. «Ты постаралась безвозвратно разрушить разум моего помощника, но даже в таком состоянии разуму можно найти применение. Да, он превратился в уродливое и грубое существо, но именно его примитивность защищает полка от трипкода, который действует на тебя». Сервитор, который не так давно был кантором полком, нагнулся и поднял с пола обмякшее тело Ремиары, несмотря на ее слабые попытки сопротивляться действию кода Зетты. Усиленные мускулы позволили полку без труда лишить убийцу возможности двигаться, и Зетта не могла не заметить в биоэлектрическом поле Ремиары яркие выбросы, свидетельствующие об ужасе и крайней растерянности. «Избавься от нее», приказала Зетта, махнув свободной рукой в сторону шахты в центре зала, что уходило вниз до самой магмы, «и крепко держи ее до самого конца». С этими словами Зетта отвернулась, все свое внимание сосредоточив на остальных колоннах, соединявших ее с обширной и сложной структурой внутренних систем «Магмагорода». Взглянув на мерцающую в воздухе схему своей кузницы, она с тяжестью на сердце ввела последние макрокоманды. «Фарсидага статус» — боевая машина, которая в сотнях миров маршировала от победы к победе, была уничтожена единственным выстрелом. Жестокий залп из адского шторма «Титана Аквила Игнис» в одно мгновение сорвал силовую защиту, и сокрушительный заряд плазменного аннигилятора превратил машину в груду раскаленных до белаобломков. Гибель друга и товарища по оружию отозвалась в сердце кавалерио ударом кинжала, но ему пришлось сдержать боль и гнев, пока эмоции полностью не завладели его разумом. Мультисвязь прочно удерживала его внимание и заставляла сосредоточиться на сражении. «Доложить обстановку», приказал он, «кто еще остался в строю?» Пал усилил мощность Ауспика, чтобы справиться с помехами, вызванными мощными залпами и взрывом реактора. «Ответные сигналы поступают только от металлоскибрения и раптории», с горечью доложил он. «Скитарии Эшмана еще сражаются, но их почти не осталось». Разыгравшаяся битва настолько захватила кавалерио, что он почти забыл о кровавой схватке, идущей далеко внизу на поверхности планеты. С высоты мощной машины можно было не придавать значение пехоте, но это ничуть не умоляло отваги тех, кто сражался у ног львиафанов. «Включить защиту на полную мощность. Скорее!» Он погрузился в потоке информации, просматривая донесения от оставшихся принципсов, чтобы оценить боевую ситуацию. До того, как погибнуть, Сузак сражался как настоящий убийца, и прежде чем произошло столкновение с императором, сумел вывести из строя разбойника и владыку войны. На правом фланге принципс Шарак вметал ускебрение вместе с принципсом Касимом и его рапторией уничтожили последнего разбойника, после чего остался только один император. Машины Мортес шли в бой в надежде на легкую победу, и не важно, что произойдет дальше, но большая их часть навеки останется лежать в марсианских песках. Тимпестус уже заслужили почетное место в аналах истории планеты. «Он стреляет!» закричал Кайпер. Кавалерио открыл канал связи с остальными принципсами. «Всем Тимпестус!» говорит повелитель Бурь. Объявить приказ принципсу Кавалерио уже не удалось. Его машина загремела от очередного ракеты из верхнего бастиона императора обрушили ослабевшую защиту, и обжигающая боль намного сильнее, чем при гибели Викторикс Магна, затопило все тело. Наружные излучатели Деус Тимпесту стали взрываться один за другим. Сигнал обратной связи прорвался в амниотический резервуар, и тело повелителя Бурь судорожно содрогнулось, когда синопси своего мозга намертво сплавились с контактами мультисвязи. В последние секунды своей жизни он еще увидел героический рывок своих товарищей. Металлу Скибрения и Раптория бросились на перерез серебристо-красному монстру. Их орудия безостановочно извергали огонь, хотя мощности не хватало даже для того, чтобы нанести хоть какие-то повреждения императору. Впрочем, назвать эту машину прежним именем, когда ее командиры встали на путь предательства, было бы неверно. Металлу Скибрения погибла первой. Снаряд раздробил правую опору машины, а затем почти небрежный ракетный залп превратил беспомощного Титана в обугленные руины. Раптория продержалась ненамного дольше. Ее щиты были сорваны ураганной пулеметной очередью, и все проворство гончей не могло спасти ее от ракеты Апокалипсис, которая своим взрывом опустошила целый квадратный километр поверхности. Кавалерио увидел и ощутил их смерть, так как ее зарегистрировала мультисвязь. Амниотическая жидкость в резервуаре окрасилась кровью из многочисленных ран и почти утратила прозрачность. Через появившиеся трещины она постепенно вытекала из емкости. Кавалерио подтянулся к правой стенке и осмотрел дымящиеся руины, оставшиеся от рубки Титана. Кайпер был мертв. Его безжизненное тело было охвачено огнем вместе с креслом Мадерата. От сидящего напротив штурмана Лака остались только ошметки окровавленной плоти. Вся верхняя часть рубки была сорвана, и Кавалерио не удалось обнаружить даже останков Сенсория. В живых остался только технопровидец Адепт Туперт, заменивший Магаса Аргира. Да и то, он выжил только благодаря сильной аугментации, почти не оставившей в его теле физической плоти. При виде надвигающегося Аквила Игнис, сотрясавшего Землю своими шагами, Принц с трудом сдержал ярость. Орудия огромного Титана молчали, и Кавалерио быстро понял, почему враг не стреляет. Резкая боль в ноге подсказала ему, что подбежавшие из Китарии заложили разрывные бомбы. Мортис хочет завладеть машиной, произнес он. Я чувствую, как с Китарии уже забираются внутрь. Остатки мультисвязи все же позволили ему установить связь с пультом технопровидца. Туперт, нельзя позволить им захватить машину, передал Кавалерио. Ты знаешь, что нужно сделать? Знаю, ответил Туперт, хотя это и противоречит моим убеждениям, но альтернатива еще хуже. Тогда сделай это, приказал Кавалерио. Отключи все предохранители реактора. Все уже выполнено, повелитель бурь. И да простит нас Амнисия, прошептал Индий Кавалерио. Спустя несколько секунд плазменные реакторы Деус Тимпестус достигли критической точки и взорвались неистовством сверхновой звезды. Гибель Деус Тимпестус стала одним из последних актов сражения за Магмагород, но не самым последним. Эта часть была представлена самому городу. После гибели рыцарей Тараниса и Деус Тимпестус почти прекратилось какое-либо сопротивление силам темных механикумов. Скитарий Мортис наводнили город, прорвавшись через разгромленные ульи и посадочные площадки. Они убивали всех встречающихся солдат и захватывали в плен городских адептов. Остатки потрепанной армии Мельгатора собрались под украшенным змеиной головой знаменем военачальника Лас Таула и ворвались на улицы города через никем уже неохраняемые ворота. Начались такие ожесточенные резня и разгром, что основная масса темных механикумов не заметила надвигающейся опасности, пока не стало слишком поздно. Артиллеристы еще обстреливали те немногие районы, которые продолжали сопротивляться завоевателям. Земля дрожала под ногами и здания рушились, но причиной тому были не взрывы снарядов. Высоко на склоне горы разошлись творки шлюзовых затворов дамбы Этны и широкие потоки лавы по акведукам потекли в лагуну. До сих пор этот процесс проходил под строгим контролем, но адепт Зета сняла все ограничения, и лагуна стала заполняться лавой, поступавшей из самого сердца вулкана. А под городом, гораздо ниже уровня улиц, отключилась пустотная защита колонн, забитых в недра Марса для поддержки города Кузницы, и они подверглись воздействию адского жара лавовой лагуны. Расплавленная масса начала пожирать адамантиевые стержни. Поначалу процесс шел медленно, но чем тоньше становились колонны, тем быстрее происходило их разрушение. Протяжный скрежет раскатился оглушительным громом, заставив захватчиков города Зеты приостановить разбой и со страхом поднять взгляды к небу. Широкая серебряная дорога перед храмом раскололась, и из трещины, отделившей южную оконечность города, взметнулись фонтаны лавы, а потом и весь город стал раскачиваться и вспучиваться, ломая башни храмы. Стон разрываемого металла и грохот падающих домов стали предсмертным криком города-кузницы, и захватчики, осознав опасность катастрофы, вторили ему отчаянными воплями, а к ведуке, не выдержавшие такой нагрузки, извергали целые водопады расплавленного камня, и вскоре по улицам, поглощая все на своем пути, поползли пылающие потоки. Чудовищные скитарии и усиленные варпом протекторы тысячами гибли в волнах раскаленной лавы. Скоро весь город от края до края был охвачен пожарами. Магма испепеляла все, что могло гореть, а остальное плавило. В течение первых же мгновений после прорыва погибли тысячи захватчиков и жителей города. Хотя для последних эта скорая смерть обернулась милосердием. Дорога Тифона раскололась посередине, и километровая скальная плита, отделившаяся от города увлекла за собой в потоке лавы не менее десяти тысяч людей вместе с боевыми машинами. Врата вулкана, которые охраняли вход в город на протяжении тысячи лет, раздираемые подземными толчками рухнули и раскололись на тысячи кусков. В будущем они станут единственным свидетельством существования города, пережившим катаклизм. Тысячи людей попытались покинуть город через взлетно-посадочную площадку, где Титаны Темпестус вели свой последний бой, но рухнувший Акведук лишил их последней возможности. Целый океан лавы выплеснулся на поверхность и те, кому удалось убежать от лавы, погибли от невыносимого жара и ядовитых газов. Только Аквила Игнес еще избежал уничтожения и принц Скамул, развернув машину на полной скорости старался уйти от настигающего потока, но даже Император не обладал достаточной для этого скоростью и вскоре лава захлестнула могучие опоры машины и начала плавить броню. Аквила Игнес сумел пройти еще пять шагов, пока ноги не расплавились до коленных шарниров. Грандиозная машина была повержена яростью самой планеты и ее огромный корпус при ударе от твердой скалы раскололся. Верхние бастионы сорвались со своих мест, рубка была раздавлена собственным весом и после падения осталось только орудие адский шторм. Впоследствии его обнаружат и перевезут в другой мир, но сейчас оно уже было неспособно сеять смерть. Лава продолжала пребывать, захватывая то, что так долго было отнято у нее технологическими ухищрениями механикум. Уже через час в Магмагороде не осталось ни единой живой души, все было сожжено и разрушено, а через три часа после того, как адепт Кориэль Зетта решила судьбу своей кузницы, Магмагород окончательно погрузился в огромное озеро лавы. Рухнули последние башни, внутренняя кузница Зетты заполнилась до краев, и все великие замыслы адепта были уничтожены безвозвратно, словно их и не было, а вместе с ними навсегда растаяла и надежда вознести империум к золотому веку научного прогресса, какого человечества не знало с самого своего зарождения. Дополнение Глубоко под уровнем марсианской равнины два последних рыцаря Тараниса осторожно спускались в одно из скальных ущельей Борост Медузы, целой системы каньонов, определявших границу между Нагорьями и равнинами области Форсида и Плата Элизий. Обе машины постепенно погружались в темноту, тогда как весь Марс пылал в пожарах войны. На корпусах рыцарей отчетливо виднелись следы недавней битвы, но двигались они плавно и грациозно, словно только что вышли из ремонта. Первым шел Эквитас Беллум, а Пакс Мортис прикрывал тыл. Рыцари искали автономную исследовательскую станцию Адепта Зетте, которая, как рассказал им Ромю-31, находилась в глубоком каньоне. Там, согласно инструкциям девушки с золотым блеском в глазах, рыцари и два их пассажира будут ожидать окончания кровопролития, чтобы посмотреть, что останется от их любимого мира. А в глубине Лабиринта Ночи Даллия Кефера и Ромю-31 приступили к своим обязанностям по охране дракона. Часть золотого сияния Далии со временем распространилась и на ее протектора, и теперь они оба точно знали, что их друзья находятся настолько далеко от сражений, насколько это возможно. Только гораздо позже, когда Даллия осмелилась вернуться в Серебряную Бещеру, она увидела, что книга, в которой была записана величайшая ложь Марса, похищена. Пройдет десять тысяч лет, прежде чем в Лабиринте Ночи появится следующий Страж Дракона, но к тому времени зло уже свершится. Страж Дракона,